Канал Терабайт Истории представляет Аудиокнига из серии Стикс Почтальон Часть 1 Глава 1 Если из оружия у тебя только альпиншток, то нужно вести себя тише воды ниже травы. Сом бежал уже больше часа, раненый, без нормального вооружения, что в уле допускать категорически нельзя. Но у Сома не было выбора, его преследовали, двинутые на своих понятиях садисты, отродье. С их жестокостью не могли сравниться даже муры. Они вырезали поселения и хорошо укрепленные стабы, но могли пройти мимо небольшой группы иммунных, даже не посмотрев в их сторону. Произошло хорошо спланированное нападение на патрульный отряд рейдеров, в составе которого находился и Сом. Но как это происходит в Стиксе, все изменилось за секунду. События начали развиваться молниеносно. Два беттера, три бронированных джипа взлетели на воздух в один момент. Оглохшего и наполовину ослепшего Сома выкинуло из пулеметного гнезда. Разлеживаться он не стал, тут же вскочил и припустил в лес. Опытному иммунному хватило одного взгляда поверх горящей техники, чтобы понять, в чистый ручей пришла беда. Сом выскочил на небольшую поляну и тут же прибавил скорость, был шанс оторваться. Бронежилет с каждой секундой становился тяжелее. Пот едкой субстанцией заливал глаза. Но у него не было ни желания, ни времени для жалости к себе. Потом, если это потом будет. Сом с разбегу влетел в высокий кустарник, отделяющий его от леса. Он хорошо знал эти места. Скоро опушка, до блокпоста рукой подать. Ветки хлистали по израненному лицу, а организм требовал передышки. Но это не проблема, Сом к тому привык. Плохо то, что он видит только одним глазом и не слышит ничего, кроме биения своего сердца. Взрывная волна уничтожила барабанные перепонки и повредила левую половину лица. Остатки глаза болтались соплей. Больно черкнуло по уху, мелькнуло и в ближайшую березу воткнулся арбалетный болт. Сом пригнулся и постарался бежать маятником, что нелегко в условиях леса. Но его успокаивала мысль, что преследователям сложнее вдвойне. Перепрыгнув через поваленный ствол, завис над оврагом. Оступился, но удержался на ногах и продолжил бежать. Следующий болт воткнулся в землю в нескольких метрах перед ним. В следующую секунду Сом совершил роковую ошибку, повернул голову, выискивая стрелка. Левая нога зацепила за торчащий корень, и он кубарем залетел в кусты. Матерясь, он попытался подняться, но к конечности слушались с трудом. Все, что удалось, это перевернуться на спину, навалилась немощь. Сома словно придавили огромной ладонью. «Сука! Менталы хреновы!» Выплюнул он, не слыша своих слов. Низ живота взорвался болью. Сом вскрикнул, чувствуя что-то холодное в своих кишках. Он даже кончиком пальца не мог пошевелить. Все, что ему было позволено, это чувствовать и кричать. Спустя какое-то время он открыл единственный глаз. Над ним стояли трое. Двое из них были одеты в черные балахоны и такого же цвета маски. А третий, здоровый бородач, выглядел как обычный рейдер. В глазах последнего застыло сочувствие. «Гребаные садисты! А тупорылые!» В бессильной злобе выкрикнул Сом. «Чтоб вас, Тикс, отракал!» Ему не дали закончить. Один из балахонов нагнулся и молниеносным движением перерезал горло. «Обязательно было болт в кишки засаживать?» Спросил бородач с презрением, глядя на одного из балахонов. «Он и так под контролем был!» «Стикс так решил!» Утвердил сектант, словно речь шла о догме. «Ну, разумеется!» Развел руками бородач. «Что тебя не устраивает, брат Клепан? Ведь все идет по намеченному плану!» «Не называй меня так!» Возмутился названный Клепаном, хрустнув костяшками. «Не брат я тебе!» Последние слова были выплюнуты как ругательные. «Все мы здесь, братья и сестры! Не забывай, что у нас общее дело во имя Стикса!» По Клепану было видно, что он не согласен. «Да и вообще, готов приложить обоих балахонов рядом с мерцем патрульным, но не он тут и шал!» «Что ты видишь, брат Иври?» Забыв про бородача, спросил старшего своего собрата. Тот же, закончив оттирать нож, стоял, заложив руки за спину и всматривался в ту сторону, куда торопился незадачливый патрульный. «Через 300 метров дорога! Блокпост сразу за ней!» Спокойно ответил тот. «Ну что же, брат Клепан, цель близка, настало время твоего хода! Зараженные братья не могут спать вечно, очень скоро голод их разбудит!» Стиснув зубы, бородач двинулся в указанном направлении. Сегодня ему придется убивать иммунных. Они не самые лучшие представители человеческого рода, но и не худшие. Клепан не был в восторге от этого, но у него с соплеменниками была конечная цель, и она того стоила. Масон считал себя счастливчиком. Будучи никем, в прошлой жизни в Улье он получил практически все, о чем можно было мечтать. Свой стаб, в котором проживало около тысячи человек. Средний по меркам Улья, но зато в его власти. Восемь любовниц в стабе их называли наложницами. Масон подбирал их в течение нескольких лет. То тоже стоило труда, если он способен содержать собственный гарем, то почему бы и нет. Масон не считал себя моногамным, да и женатым не был никогда. Кому интересен простой борщик из метро? По сути, техничка. Из-за сложного характера отношения с людьми, особенно женской половиной, не особо складывались. До Улья у масона не было молодых и красивых женщин. Не было денег, как и своего жилья. Коммуналка на шесть хозяев не в счет. Это адское место, кое масон считал Ульей поначалу, изменило его жизнь. Первая неделя была сущим кошмаром. Помог крестный. Этот старый урод окрестил его мышью. Мышь. Каким надо быть дебилом, чтобы так назвать человека? А ведь он всего лишь прятался в подвале. Слава богу, на пятый день старого козла сожрал лотерейщик, и он стал масоном. То, что нельзя самого себя окрестить, он считал глупым предрассудком. Лотерейщик, насытившись крестным, решил сожрать и его. Он с разбегу влетел в витрину магазина, где прятался масон. Лотеру было невдомек, что со стеклом что-то не так. Еще будучи слабым бегуном, он легко с этим справлялся. Масон часто вспоминал, как, наблюдая за кровавой трапезой, позорно испачкав портки, приложил обе ладони к тонкому стеклу и, пуская сопливые слезы, принялся молиться местным богам. Он сам не знал, почему так поступает, но результат был. Кто-то или что-то его услышал. Лотерейщик разбил себе голову всмятку. Витрина не уступала в крепости полуметровой кирпичной стене. Через два кошмарных дня масон попал в стаб «Чистый ручей». Показал свои способности знахарю. А тот, в свою очередь, пояснил, что это одна из разновидностей дара фортификатора. С тех пор прошло семь с лишним лет. Масон – глава стаба и покидает его только на профилактику трясучки. Все было превосходно, шоколадно или, как говорит гопник бешеный, в ажуре до сего момента. Масон был зол. Мало того, что его посреди ночи разбудили взрывы, так еще этот идиот-шериф несет какую-то чушь. Как это возможно? Ведь его стаб – крупнейший к югу от Гориса. Кто посмел? Минометные расчеты уничтожены, как и артиллерия. Монотонно вещал шериф, сверяясь с бумажкой, вырванной из блокнота. Наружные посты молчат, патрули не вернулись. Пытаясь совладать с эмоциями, масон, дерганными шагами, прохаживался вдоль своего рабочего стола. Причем сам себе он напоминал какую-то птицу. Это обстоятельство никак не успокаивало, а напротив бесило. Ему хотелось кричать и топать ногами, или лучше пристрелить тупицу шерифа. Ведь это его масона, мечта рушится. А он так спокойно об этом говорит, точнее по бумажке читает, словно прогноз погоды. Стоп! Остановись! Почти провизжал масон, теряя над собой контроль. Замолчав, шериф невозмутимо уставился на главу стаба. Скажи мне, шериф, кто начальник гарнизона? Кто командует обороной чистого ручья? Стараясь держать себя в руках, поинтересовался масон. Я? Ответил шериф. В одну единственную букву был втиснут целый айсберг ледяного спокойствия. У масона так ни за что не получится даже в предложении. Не зная натуру этого человека, решил бы, что над ним издеваются. Хорошо! Скрипя зубами, протянул масон. Тогда скажи, кто бомбит мой стаб? Почему эти дебила на стенах не стреляют в ответ? Нет! Докладываю по порядку. Нас не бомбят. Произошла детонация боеприпаса, находящегося на поверхности. Все орудия и минометы повреждены. Среди личного состава есть погибшие и раненые. В этот момент дверь шумно распахнулась, пуская абсолютно лысого громилу. По стуку было понятно, что толкнул он ее вовсе не рукой. «Че за дела, масон?» Гаркнул тот сходу. «Ты чесал, что стаб этот козырный, каждый камушек своими руками укреплял. Ни одна сука пушка даже поцарапать не сможет!» Громила орал все сильнее, брызгая слюной. Та попадала на стол и даже на масона. Невозмутимый шериф, стоя в стороне, и это его спасало. Бешеный, именно так звали Лысого, был представителем союзников. Самой крупной группировки муров к югу от Гориса, белые волки. За глаза их называли бритые обезьяны или гуманоиды. Считались с ними все, кроме стронгов. Масон неплохо имеет от этого союза, ему даже делать ничего не надо. Подумаешь, иммунные иногда пропадают, но ведь так было всегда. «Успокойся, бешеный!» Произнес масон, понимая, как абсурдно это прозвучало. «Стены целы! Чтобы их пробить, нужно несколько раз попасть в одно место и не из винтовки!» Масон уселся за стол, всем своим видом подражая ледяному спокойствию шерифа. «Фуфло!» Высказался тот, оборота, однако, сбавил. «Твои бакланы опрофанились, и сам ты фишку нихрена не сечешь!» «Что не так?» Поинтересовался масон, сообразив, что его обвиняют в некомпетентности. «О чем этот чепушило тебе, кукарекал?» Ответил бешеный, вопросом на вопрос, кивая лысиной в сторону шерифа. Муров никто не любит, но когда они сбиваются в крупной группировке, их боятся, и муры этим пользуются, готовы на шею с ногами залезть. Этот гуманоид за неполную минуту оскорбил всех, и масона в том числе, зная тварь, что ему ничего за это не будет. «Боеприпасы детонировали!» Скрывая раздражение, процитировал масон слова шерифа. «Ах, боеприпасы! Ну тогда все в ажуре!» Бешеный заглянул в лицо шерифу, чтобы проделать это, ему пришлось согнуться вопросительным знаком. «Какого хера они детонировали?» Гаркнул он тут же. Шериф даже в лице не изменился, молча взирал на лысого. «Откуда ты с другой волны будто скучный сериал смотрел?» Бешеный, надо отдать ему должное, отреагировал на это вполне адекватно. То есть начал грозить и настаивать. Развернулся к хозяину кабинета. «Сука, масон! Ты в глубокой жопе про саперов слыхал?» Масон кивнул. Он знал про этот редкий дар от своего знахаря. Когда тот проявляется, человек начинает видеть начинку патрона, если подносит его к лицу. Казалось бы, какая от этого польза? Да никакой. Иммунный видит порох, а сделать ничего не может. А вот если глотать джемчуг, да не абы какой, а выпадающий из зараженных в радиоактивных зонах на территории влияния атомитов, толк будет, то джемчуг намного эффективнее и значительно крупнее обычного. Шанс превратиться в кваза возрастает в разы. Но никто об этом не задумывается. Результат того стоит. Уже через неделю иммунный способен поджечь порох в патроне. Нужно принимать горох, тогда зона влияния дара растет. И про жемчуг забывать нельзя. Чем больше, тем сильнее дар, тем больше откроются граней. Прикинув размеры стаба, масон пришел к выводу, что скорее всего работает один сильный сапер. И активация дара произошла, когда тот находился в центре стаба, размер которого примерно 2 на 2 километра. От осознания силы дара у масона волосы зашевелились. Есть, конечно, вариант с группой подобных иммунных, которые могут находиться вне стаба, где-нибудь под стенами, в непосредственной близости от минометных расчетов и артиллерии. Но масон тут же его отмел. Очень уж редкий дар. Попробуй найди. Найти, конечно, можно. Стикс велик. Но сколько потратишь времени? Сапер один. Сейчас глубокая ночь. Все ворота закрыты. А это значит, диверсант с даром сапера внутри. Поняв это, масон отдал приказ шерифу. Поднимай своих полицаев и всех свободных от караула сенсов. «Ищите чужого кваза. В плен не брать, близко не подходить. Уничтожить». «О, сука, думать начал, да?» Воскликнул бешеный, как только захлопнулась дверь за шерифом. Пока масон думал, как бы подипломатичнее ответить, ожил интерком. «Масон, это Красный. Я на южной стене». Прорал зам шерифа. «Ухо чует зараженных. Говорит, до них 500 метров. Их много. Несколько десятков. Почти все матерые». Такого масон не ожидал, да и бешеный, судя по вытянутой физиономии. «Что есть из оборонительного дальнего?» «По одной из ушки на каждую стену. Если это орда, то считай, что ничего. Без боеприпасов от орудий толку мало. Стены пробить зараженным не под силу». Масон был уверен, сам все укреплял и проверял. «Но ведь эта элита – умная и хитрая твари». «Слушай мой приказ, Красный!» Громко произнес глава. «Всех на стены! Я повторяю, всех, кто может держать в руках автомат, пистолет, рогатку, без разницы, кто откажется расстреливать на месте. Понял?» «Понял, масон!» Нефтему торжественно подтвердил Красный. «Выполняю!» «Что думаешь, бешеный?» «Не орда это! Погонщики, сука, подсуетились!» «Мур прав!» Масон и сам это понял. Дальнобой весь в труху, патрули и наружные посты молчат. Это говорит об одном, их уже нет. То, что зараженные, почуяв слабость обороны, пришли сами, не верится совсем. Иммунность таким даром ценится только в одном сообществе. Вывод масону не понравился. «Выкидыш из тикса!» Выплюнул он ругательство. На что бешеный кивнул и ответил. «Я и сам уже врубился!» «Не пойму, на что они рассчитывают!» Рассуждал глава стаба. «У нас двенадцатиметровые усиленные стены нахрапом не взять!» «Да хоть стометровые! Им пофиг, те еще кулибины! Придумают!» Возразил лысый. «Начинай думать, как свалить, сука, с этой дыры!» «Что?» Возмутился масон. «А как же козырный стаб?» «Считай, что нет его!» «Накрылся медным тазом! Эти не отступят!» Бросил бешеный и быстрым шагом направился к выходу. «Линяешь!» Крикнул вслед масон. «Мог бы, слинял! Походу, поздно! Придется, сука, отбиваться!» «На крайний случай у масона есть черный ход! Не зря же он столько времени на него потратил!» «Даже с его прокачанным даром на километровый туннель ушло два с лишним года!» «Надо бы прихватить с собой одну из гарема! Пусть это будет самое лучшее! Эвелину, пожалуй! У нее такая нежная кожа!» С этими мыслями масон покинул кабинет и направился на южную стену. Пьянка с участием более одного лица – это почти всегда весело, тем более если она организованная. «Есть тамада, живая музыка, а также два лагеря веселящихся людей, большинство из которых до сегодня знать друг дружку не знали, а некоторые не хотели. Но это уже не важно, сегодня день особый, сегодня, короче...» «Горько!» – выкрикнул сидящий рядом мужик с рыбьими глазами. Подняв тучное тело, он оцелютовал молодоженом граненым стаканом. «Горько!» В разнобой подхватили гости, и молодые в очередной раз слились с страстным поцелуем. «Да, это свадьба, и ваш покорный слуга далеко не жених, даже не родственник, а одноклассник матери-невесты. Анька классная девчонка, хороший друг. После окончания школы у нас была легкая интрижка, а потом она почему-то вышла замуж. Но я не расстроился, интрижек на тот момент было столько, что порой в именах путался. Толик, ее муж, обо всем этом знал. Анька сама рассказала. Разговор у нас с ним был короткий. «Артуриан!» Сказал Толик, разлив водку по рюмкам. «Все это было давно и неправда!» С чем я полностью согласился. И мы выпили. Прикончив бутылку, пошли за следующей. И еще за одной. А потом по бабам сходили. Толик утверждал, что удачно, но я не помню. Затем мы с кем-то подрались и провели ночь в отрезвителе. В общем, закрепили нашу дружбу по всем фронтам. Застолье продолжалось третий час. Поддатые гости танцевали, выпивали и опять танцевали, делая перерывы на игры затейника тамады. Градус пьянки накалялся, и после пол-литра выпитого мне вдруг стало скучно. Брошенный на Толика короткий взгляд вновь подтвердил, что мы с ним на одной волне. Нам по 45 лет, давно не дети, но нетрезвая физиономия друга говорила, а не тряхнуть ли нам стариной? Дорогие гости, давайте поздравим родителей наших молодых. Тамада добрословестно отрабатывал свой хлеб. Посыпались тосты, извякнула посуда. Тебя как звать, братишка? Отвлек меня сосед слева, пытаясь перекричать музыку. Бывший брюнет, а ныне обладатель шикарной лысины, успел дойти до состояния, когда все вокруг родные. «Артур!» Представился я, протягивая руку. «Михаил!» Ответил тот, отвечая на рукопожатие. «Давай за знакомство, Артур, а то битый час сидим рядышком и пьем о своем, прям как неродные». Что и требовалось доказать. Выпили, закусили, опять налили. Слушая мало что значащую болтанью соседа и кивая в нужных местах, я сканировал свадебную тусовку. Танцуют в основном дамочки и несколько подкаблучников. Остальные мужики вроде меня и Михи пьют, болтают о своем и о чем-то спорят. У молодежи интересы другие. Собрались все задним столом и веселятся по-своему. А вот типок в синем пиджаке, поверх футболки и черных мятых джинсах, идет сквозь всех и в наглую толкает плечами встречных мужиков. Этакий Титаник местного разлива. По бычьи выпятив челюсть, мутным глазом разглядывая каждый потенциальный асберг, за ним же последовала парочка друзей. «О, то, что надо!» «Извини, Мих, отойду на минутку!» Оправдался я перед соседом. Тот, кивнув, потянулся за мясной нарезкой. Поднимаясь со стула, я маякнул Толику. Тот сразу все понял. Сказал что-то Аньке на ухо, поспешил покинуть свое место. Мой рост давал хороший обзор. Возвышаясь на танцующими, я не упускал из вида нашу цель и сразу направил стопы в сторону синей команды. Шел бочком, как бы не замечая их. Но, как и ожидал, был моментально срисован. Выглядело это смешно. Определив во мне жертву, они качнулись из стороны в сторону, прям как поплавки при порыве ветра. Затем бодренько направились в свою сторону. Синий костюм уже я плечо назад отвел. «Щак, как жахну!» читалось в его глазах. Для неготового человека это было бы неприятно. Зная, как действовать дальше, я сгруппировался и, встретив плечо соперника, что есть силы, толкнул его. Задира не мог знать, что это наш с Толиком любимый прием. Мы его частенько отрабатывали. Получив неожиданный отпор, костюм полетел назад, зацепил тело менее трезвого кореша, а то другого. Зрелище стоило затеянного. Все трое попадали, как доминошки, но только живые, пьяные и вопящие матом. «Да я силен!» пришла веселая мыслишка. «Что?» возмутился синий пиджак, сверкая сандалиями и пытаясь подняться. «Извиняюсь, мужики!» крикнул я, сгибаясь в издевательском поклоне. «Человека искал, а вас не заметил!» «Сука, моля!» Удивляя словарным запасом, отозвался один из корешей пиджака, поднимаясь с пола. Одновременно он заглядывал мне в лицо, возможно, он искал раскаяние в содеянном. Но, не разглядев ничего подобного, пригрозил. «Ну все, моля!» «Ну, наконец-то, повеселимся!» Я отвлекся всего на мгновение, поискал глазами Толика и упустил третьего из корешей, тут же поплативший за беспечность, довольно чувствительно прилетело в челюсть. И вот Артур сидит на полу, не понимая, откуда и как. Женская часть сообщества, наконец, завизжала, тем самым заглушая хорошую музыку. «Вы чё, деревня, вообще охренели?» Друган Толик подоспел с иритрическим вопросом. «Бац! Сука!» И вот я уже за спиной друга, с разбитой, но тем не менее довольной мордой, прикрываю тыл, так сказать. Тамада кричал что-то в микрофон, пытаясь присмирить раздухарившихся мужчин. «Ну куда там?» Смачные удары, маты, крики, виск прекрасной, но не менее пьяной половины человечества. «Соотечественники!» крянул из динамика взычный голос, на секунду останавливая свалку. «Кто там такой образованный?» Это был недавний знакомец Миха. «Попрошу без фанатизма, никого не калечите меня в том числе!» Закончил Михаил речь. Выбросив микрофон, он прыгнул в самую гущу схватки. «Артуриан! Друган! Я за тебя!» Мы с Толиком держались, приняв пополнение в лице Михи. На нас наступали с трех фронтов. Роняя ударами противника, падали сами, чтобы тут же подняться. Как обычно бывает в подобных ситуациях, время течет по-особому. То тянется, как резина, люди словно стоят, не двигаясь, точно время про них забыло, то все размазывается, раскручивается с огромной скоростью. И вот в один прекрасный момент я понял, что мы не в зале ресторана, а в соседнем парке среди сосен и елей. Как подобное произошло, мозг комментировать отказывался, да и не до этого было. Я пытался достать мелкого мужичка, но тот довольно ловко уворачивался. «Гадская мелочь!» – крикнул я, отпрыгивая от подножки. На мою реплику мужик хищно ощерился, показывая неровные редкие зубы. «Ну все, козлы, баста!» – раздался пьяный голос. «Кто там вякает?» – возмутился я, печатав правый кулак в мелкую наглую морду. Мужик отлетел кому-то под ноги, но развернуться на голос я не успел. Ослепительная боль в затылке и темнота. Очнувшись, почувствовал жесткую щетку травы под шеей и дикую боль в голове. Мысли путались, пытаясь найти рациональное объяснение. «Где я? Что случилось? Что с головой?» И, как это обычно бывает, сознание начало догонять последнее событие. «Ну и что за урод меня вырубил? Даже думать больно!» Ломотав в затылке, говорил о чем-то тяжелом, явно не кулак. «Сука!» Услышав собственный голос, я удивился необычной сухости во рту. Кое-как разлепив глаза, я попытался сфокусироваться. Получилось не сразу. Сначала вернулся слух, а только потом зрение. Что-то явно было не так. Звезды светят слишком ярко, а ведь рядом город. Вокруг подозрительно тихо. Сверчки и всякие ночные таракашки, конечно же, стрекочут. Куда без них? Но где остальные звуки? Музыка из кафе, недовольные возгласы мужиков, женские визги. И почему воняет какой-то кислятиной? «Толик!» Выкрикнул я, пытаясь подняться, но резкая боль в затылке вернула меня обратно. Чертыхаясь, я все-таки поднялся сначала на колени и только затем встал в полный рост. Яркая луна освещала про голена между соснами. Там вроде кафе должно быть. Я уже настроил фарватер между деревьями, но взгляд пополз на ночное небо. Астрономия не была моей сильной стороной, но звезд вроде слишком много. Что за хрень? Последствия удара? «Толик!» «Миха!» Позвал я друзей. Где-то, не так далеко, как хотелось бы, раздался звериный рык. «Ох ты ее!» Я не трус, но ведь рык был медвежьим или еще черти чьим. Да и рык странный, урчащий. А если судить по глубине звука, зверина огромная. По воле инстинкта, я пригнулся и рванул в ту сторону, где предположительно было кафе. Но далеко не ушел, быстрые передвижения в темноте чреваты. Споткнулся и влетел во что-то липкое, пахнущее мясом и дерьмом. «Что за херня?» Это был разорванный человек. Труп весь изъеденный, изгрызанный так, что было непонятно, мужчина это или женщина. Освещения недостаточно, чтобы рассмотреть подробности, но мозг сам дорисовал картину растерзанной жертвы. Я очень надеялся, что это не Толик. Легкая тошнота быстро прошла, покойников навидался. А вот то, что в кишки вляпался, это неприятно. Откатившись от трупа, я зарылся руками в траву, как мог оттер и опять поднялся. Морщаясь от боли в голове, осмотрел костюм. Он был весь в крови и других человеческих выделениях. Проще выбросить, чем отстирать. О чем я думаю? Тут непонятно, кем съеденный труп, а я о костюме. Словно в подтверждение, раздалось намного ближе, чем ранее. Тут же что-то захрустело и бухнулось так, что я почувствовал вибрацию в почве. Похоже, дерево упало немаленькое. Это подстегнуло к действию. Рванув в сторону заросля папоротника, я заметил блеск в траве в нескольких метрах от трупа. Пригнувшись на ходу, схватил продолговатый предмет. Надо делать ноги. Я рванул в ближайшие кусты. Это оказалась металлическая бита. Вот чем меня успокоили. Где это видано, чтобы на свадьбе битыми дрались? Вот козлы. Течение мыслей прервал выстрел из чего-то убойного. Медведи, трупы, а был такой спокойный город. Обдумывая последние новости, я гуськом пробирался по зарослям, выискивая позицию получше. Хотелось надеяться, что медведь, если это, конечно, он, потеряет мой след из-за трупа. Вновь прозвучал одиночный выстрел и тут же заработал пулемет. Не, это не охотники. Они с пулеметами не ходят. Я нашел самые густые заросли и тихо сидел, отсвечивая только глазами в лунном свете. Пулеметчик стрелял куда-то в пустоту, причем в разные стороны. В трассе расчертили красивые линии какой-то сотни метров от меня. Казалось, он не видит цели. Или зверь двигался со скоростью белки. Тут бы бахнуло что-то посерьезнее. Скорее всего, гранатомет. И в районе, где шарил косолапый, на секунду посветлело. Вновь заработал пулемет. Тарастеры тут же нашли цель, от вида которой у меня на затылке зашевелились волосы. Это был вовсе не медведь. Прямоходящий крокодил с длинными шипами на спине, голове и гориллоподобных лапах. А ростов твари не меньше 4 метров. Подсветка пропала, а впечатлений полные штаны. Откуда ни возьмись, выскочил Беттер. Осветив фарами монстра, начал обрабатывать его из пушки. С каждым выстрелом я все больше и больше вжимался в кусты. Что же это за хрень происходит? Война? Пришельцы напали? Неужели Колдаль Петрович не соврал пролетающую тарелку? Снаряды попадали в цель, не наносящую тиму урона. В монстра будто снежками кидали. Он только больше зверел и, несмотря на габариты, двигался с такой скоростью, что размазался в воздухе. Игнорируя попадающие в него снаряды, он оказался рядом с пулеметчиком. Тварь махнула когтистой лапой и у стрелка отлетела верхняя часть туловища. Это произошло настолько быстро, я даже, ух ты ж, подумать не успел. Меня замутило. Не удержав центр тяжести, я бухнулся на колени. Когда немного оправился и поднял глаза, монстр уже рвал БТР. Если б не противный скрежет металла, я бы подумал, что броня у машины картонная. Настолько резво он ее раздирал, добираясь до начинки. Тому, кто внутри, не позавидуешь. Закончив с разделкой БТРа, монстр стал шарить лапами по внутренностям машины и нашел, что искал. С габаритами чужого обезьяна-крокодила я не ошибся. Если человек, которого он выдернул за ногу, не карлик, то в монстре не меньше пяти метров. Мне, сидящему в зарослях, чуть более в ста метрах от места бойни, стало не по себе. Впервые за долгое время я почувствовал себя беззащитным, словно голый ребенок рядом с голодным львом. Что происходит? От этой твали нет защиты, если только гаубичный снаряд поцарапает или ядерная бомба оглушит. Как с таким бороться? А может, это сон? Последняя мысль успокаивала. Завалился под праздничным столом и пускаю слюни, слушая топот танцующих и хорошую музыку, а все остальное плод фантазии пьющего человека. Ааа, блин, ну все, тварь! Жертва пришла в сознание, вернув меня в реальность. Избиваясь в воздухе, боец умудрился выпустить очередь по глазам монстра, затем выбросив бесполезный автомат, двумя руками схватился за разгрузку. Монстр не стал тянуть, схватив бедолагу за вторую ногу, с хрустом вывернув ему суставы, потянул к пасти. Человек заорал от разрывающей боли. Тварь, словно вторя ему, заурчала и широко раскрыла зубастую пасть. Это была фатальная ошибка. Совершая чудеса акробатики, боец извернулся и закинул что-то в открытую пасть. Монстр не обратил на это внимания, он просто взял и откусил ему голову. Человеческие вопли сменились на хруст разгрызаемого черепа, чтобы тут же заглохнуть от сдвоенного взрыва. Кошмарную голову разнесло на мелкие кусочки. Постояв секунду, монстр рухнул, накрывая телом останки своего убийцы. Я был в шоке. Вспоминая все просмотренные мной фильмы ужасов, пришло понимание, какое же это было фуфло. В сравнении с сегодняшними событиями просто зря потраченное время. Кстати, о событиях. Стало подозрительно тихо. Слышно лишь потрескивание со стороны раскрученного беттера, даже сверчки заткнулись. Треск усилился, и бронированная машина полыхнула, озаряя кругу светом. Первоначальный шок отпустил, накатило чувство нереальности происходящего. Небольшим волевым усилием я прогнал его. Здесь все взаправдешнее, никаких сказок. Сознание прояснилось, будто я не пил до того несколько часов подряд, лишь боль в затылке доставляла неудобства. Надо что-то делать. Преодолев приступ малодушия, я, пригнувшись, направился к месту бойни. Очень уж хотелось бежать домой, закрыться и напиться, но совесть не позволила. Вдруг кто-то выжил, может помощь нужна? Перепрыгнув через поваленное дерево, я чуть не ослеп от яркой вспышки, сверкнула, будто от сварки в полной темноте. Потерявшись, я присел, стараясь проморгаться. Но куда там, перед глазами лишь темные круги. Что это было? Если результат удара по моей несчастной голове, то почему нет боли, да и вероятный противник никак себя не проявляет? Бросив тереть глаза, я расслабился. Был один случай в детстве. От жуткого дефицита компьютеров, телефонов и прочей развлекательной техники приходилось придумывать себе занятия. Обычно это было какое-то рукоделие, часто бесполезное, а порой опасное. В общем, творчество, которое не всегда нравилось взрослым. В моем случае, это спичечная сера, марганцовка и магний в виде порошка. Если первые два компонента продавались в магазине и аптеке, то с третьим приходилось повозиться. Сначала надо найти корпус от бинокля, затем сточить его мелким напильником. На последнюю уходило несколько часов. Ну что делать? Детство было тяжелым. И вот, у тебя есть кучка магниевого порошка. Добавляем первые два компонента, тщательно перемешиваем и начинка готова. Не помню, что в тот день было у меня в голове, может, как обычно, проснулась жилка химика-исследователя или просто ветер гулял. Но последнее, что я сделал, это поднес зажженную спичку к мини-вулкану. Марганцовка отвечает за озвучку. Намного эффективнее получается, когда эта смесь чем-то зажата. Допустим, в пулеметной гильзе, но это не мой случай. Магний же дает свет, очень яркий свет. Несмотря на то, что бахнуло знатно, мне повезло, ничего не опалило. Но вот глаза... Я запомнил это надолго. Черные округи по центру и какая-то муть по периферии. В тот момент я решил, что ослеп и не придумал ничего лучше, чем лечь на кровать, закрыться с головой одеялом и уснуть. Проснулся через пару часов, не сразу вспомнив предшествующее событие. А как вспомнил, так и расплакался. Много ли надо десятилетнему пацану? Я все прекрасно видел, мир был полон красок. Но глаза болели, будто в каждый насыпали по кучке песка, а потом растерли. Я сидел с закрытыми глазами уже несколько минут, вспоминая случаи с детства. Затем, прикрывшись ладонью, открыл их. Как тут же выяснилось, предостережения были не лишними. Вспыхнула опять. Да кто же тут балуется? Пробурчал я под нос. Зрение восстановилось, вспышка это подтвердила. Но если молчат, значит говорить не могут или не хотят. Мысленно рассудил я и двинулся в сторону вероятного шутника. Угроза не ощущалась. А вот на земле в паре метров от меня что-то тускло светилось. Фонарь? Оказалось, нет. Шарик, размером с карамельку. Я накрыл его ладонью за долю секунды до вспышки. Что за чудо? Покрутив теплый, тускло светящийся предмет в руке, я вдруг испытал непреодолимое желание проглотить его и не стал сопротивляться. Кто там крадется? Раздался из-за кустов басовитый голос, заставив меня вздрогнуть. Я не понял, куда делась конфетка. Попав рот, она пропала ни вкуса, ни каких-либо ощущений, просто исчезла, обдав на прощание теплом. Оглок, что ли? Я знаю, что ты там. Я Артур, местный, не стреляй, иду. Немного запинаясь, сказал я и пошел навстречу незнакомцу. Ха-ха-ха, ну ты приколист. Смех был какой-то влажный, будто человек страдал от острой формы бронхита. Не стреляй, ха-ха-ха. Передразнил голос и зашелся в приступе жесточайшего кашля. Преодолев последнее препятствие в виде куста чилиги, я увидел остатки человеческого тела. Должно быть тот самый пулеметчик. Равнодушно вскользнув по станковым взглядам, стал высматривать веселого болтуна. Да я тут, куда ты смотришь? Я аж подпрыгнул от неожиданности. Видел бы ты свою рожу. Ха-ха-ха-ха. Огрызок тела, голова в шлеме, грудь в остатках бронника, ниже пупка ничего не было. Лишь обрывки кишок поблескивали в лунном свете, левая рука отсутствовала вместе с плечом, оправая по предплечию. Говорящий труп? Такого я точно не ожидал. Что-то ускользало, какое-то несоответствие, а главное, почему он еще жив? Артур, значит, новичок. Последний огрызок скорее утвердил, чем спросил. Смотря в чем. Парировал я, находясь в полной прострации. Не обижайся, парень, но я видел много покойников, и все они выглядели намного лучше тебя. Почему ты еще жив? Огрызок начал ржать, не зная от шока ли, от нервов, или он оптимист по жизни, скорее последнее. Мимические морщинки у рта выдавали в нем любителя пошутить и посмеяться. Короче, оптимист с заглавной буквы. Не удивляйся, Артур, здесь и не такое увидишь. Сказал он, отсмеявшись. Это мой дар, дар улья. Я могу рассказать тебе много чего интересного, но, как видишь, времени на это маловато. Немного помолчав, он продолжил. У меня есть просьба к тебе, поможешь? В ответ я не раздумывая кивнул, уже предполагая, что он попросит, но огрызок сумел меня удивить. Глава третья Меня зовут Хром, в таком состоянии я проживу еще максимум два часа. Тут я понял, в чем несоответствие. Не было видно крови, будто ее и нет вовсе. А если вколешь мне спека и доживчика? Продолжил Хром. Это даст еще час, ну, может, полтора. Вполне хватит времени, чтобы добраться до стаба. Хром сказал много непонятных слов. Но суть я уловил, умирать он не собирался. Должно быть, эта непростая мысль напечаталась у меня на лице, потому что Хром опять заржал. Хе-хе-хе, вот умора. Жаль, хе-хе, времени мало и заснять тебя не могу. Проговорил он, успокаиваясь. В нагрудном кармане шприц, вклеивай в любую часть тела, пока я от смеха не помер. Склонившись к телу, я ощутил запах мяса и давно переваренной пищи. Шприц и вправду был, как ни странно, целый. После укола в шею Хром слегка поплыл. Затем я дал ему выпить какой-то дурно пахнущей бурды из пластиковой бутылки, которую он назвал живчиком. Тут же предложил ее мне, на что я благоразумно отказался. Значит, еще не время. Подытожил Хром, блаженно прикрывая глаза. Запомни одну, парень, нет водоема, способного утолить эту жажду. Очень скоро настанет момент, когда тебе понадобится живчик. Горящий за деревьями Беттер разошелся не на шутку. Уже начали постреливать мелкие боеприпасы. Заслышав шум, Хром тут же встрепенулся. Видишь, большой рюкзак, высыпай все барахло из него, прямо на землю, ага. Вот целлофановый пакет, теперь меня в него засунь, и в рюкзак, ха-ха. Можешь и быстрее, я почти ничего не чувствую. Подгонял он меня. Да выброси ты эту биту дурацкую, вон мачете возьми, на пояс его, во. Спорить я не стал. Идти нужно на север, километрах в трех отсюда, я машину бросил. Эх, добро бы собрать, донести некому, жалко. Сварливо посетовал Хром. Ну все, брат, побежали, я теперь легкий, килограмм тридцать, не больше. Хохотнул он. Метров на триста вокруг нет никого, кроме ежиков и сусликов. Но это ненадолго, пошумели мы славно, да и броня сейчас разгорится, до снарядов дело дойдет. Ох, и набегучую. Так что ходу, брат, ходу. Ты новичок, я полчеловека, не отобьемся. Заключил Хром, пока я закидывал его на плечи. О чем он говорит? Кто набежит? Разве таких тварей может быть много? Скорее он просто бредит. Но ведь я видел бой, это точно не бред. Невольно прибавляя шаг, я спросил. Кто это был, Хром? Инопланетная тварь? Суперэлитник, такой же инопланетянин, как и мы с тобой. Ответил тот после небольшой паузы. В каком смысле? И что это за суперэлитник? Они что, на земле водятся? Ты в улье, парень. Это такой чудной мир. Забудь про дом, про землю и береги дыхание. Проворчал Хром. За спиной грохнул взрыв, спустя секунду еще один. Я инстинктивно втянул голову и крепче ухватившиеся лямки рюкзака прибавил ходу. Огонь добрался до снарядов. Кто-то ведь должен заметить, полиция, военная. Чфу ты, а сам-то хорош. Ведь на дворе двадцать первый век. У каждого, даже у такого балбеса, как я, есть сотовый телефон, который лежал в кармане брюк, забытый со всей этой свистопляской. Охренеть! Протянул я, поднявшись на пригорок и остолбенел от открывшейся картины. Ты чего? С беспокойством в голосе спросил Хром. Не понял, пустыня откуда? Парк, словно гигантским топором, обрубили и воткнули на его место пейзаж с чахлыми кустиками, освещенными луной. Не пустыня, а полупустыня. Ты что, не знаешь, чем они отличаются? Удивленно поинтересовался мой пассажир. Я знаю, что здесь должна быть асфальтированная дорожка с фонарями, которая ведет к выходу из парка, а там до станции скорой помощи рукой подать. Вот куда я шел, блин? Так, теперь слушай внимательно. Голос Хрома стал другим, доходчивым, глубоко проникающим. Зародившаяся была паника, отступила, на ее место пришла спокойная рассудительность. Отчего я, собственно, нервничаю? Жив, а главное здоров и плевать на эту полупустыню. Здесь открытое место, долго маячить нельзя, обязательно кто-то заметит, так что дуй, что есть мочи, брат, а я пока поведаю тебе про местный быт. Я не побежал, а пошел быстрым шагом. Хоть и полчеловека, но вес все равно не маленький, а Хром стал рассказывать странные вещи. Зараженная, коих мне пришлось видеть пока в единственном экземпляре, но зато самую высшую ступень развития, происходит от человека, изредка это хищное животное. Попал я в место под названием Улей, сборная солянка миров и реальностей. Хром стал рассказывать про мультиверсум, про то, что я теперь не я, а всего лишь копия того парня с земли. И то, что таких, как я, бесконечное множество, то есть ровно столько, сколько и миров. Каждый мир, как и люди в нем, немного, но отличается от другого. Допустим, тут я Артур, а в другом мире Марат, в третьем, допустим, Вася. Возможно, в каком-то из миров есть непьющая версия меня, где-то я золотыми зубами, а где-то и без них вовсе. С каждым следующим словом я понимал, что мой мозг такого придумать не мог. И я не валяюсь с проломленной башкой без сознания, а этот долбанный Улей мой новый дом. На какой срок? Это уже от моего везения зависит и от тех шутников, кто меня сюда закинул. Мы попадаем в Улей с куском своей реальности, точнее его копией, и тут же заражаемся паразитом. 95% попаданцев становятся опасными зараженными, оставшиеся пять иммунные. Если попал в пятерку последних, ты счастливчик, но только отчасти. Во-первых, надо умудриться выжить среди монстров, ведь каждый из них пытается тебя сожрать. Во-вторых, есть еще муры. Эти отморозки хотят получить тебя в качестве раба или донора органов, которые продают внешникам. Последние приходят из своих миров вполне осознанно, по проторенной дорожке. Хром высказался о внешниках в самых нелицеприятных эпитетах. Драть их так и эдак, желательно в жесткой извращенной форме. Дескать, они убивают иммунных сотнями только из-за крови и внутренних органов. Те еще твари. Следующие в списке из нежелательных встреч атомиты. Это люди, изуродованные радиацией внешне и внутри, абсолютно неадекватные типы, к тому же каннибалы. Еще одна, далеко не последняя напасть, это паразит. Будь ты хоть трижды иммунным, он все равно сидит внутри и просит жрать. Тут начинается самое интересное. Ему нужен живчик, то самое вонючее пойло. Делается оно из паранов, которые вовсе не на грядках растут. Они спеют в споровых мешках зараженных, но не во всех. Первый тип зараженного пустыш, их еще называют ползунами или прыгунами. Верхняя часть одежды еще на месте, нижняя же теряется из-за неконтролируемых испражнений. Он может совершить рывок, когда близок к цели, мешок такого зараженного пуст. Затем идет бегун, матерый бегун, в них уже могут быть спораны. Жрач, лотерейщик и топтун, там уже не только спораны, но и горох. Последнее иммунно используют для улучшения дара улья. Следом кусач и рубер. Вот в этих уродцах редко, но встречаются жемчужины, они развивают дар на порядок быстрее. Дальше идут элитники. У них встречается все, спораны, горох, жемчуг, черный, красный, но только не белый, он со скребера выпадает. После того, как Хром рассказал про последнего монстра, тут же три раза сплюнул через плечо и что-то пробормотал. Суеверный похоже. Погоди-ка, братец, сказал я, перешагивая русло пересохшего ручья. А как же суперэлитник? Тут вопрос спорный, ответил Хром спустя паузу. Когда эта тварь напала, нас было восемь человек, два тигра и один бумеранг. Она появилась из ниоткуда, раз и уже рвет на части впереди идущий тигр. Куски машины и человеческих тел летели в разные стороны. Тварь проделала это на ходу, остановила джип своим телом, а это тебе не окушко, тигр, он восемь тонн весит. Злобный наш командир, как обычно, отреагировал первым, дал залп корнетами. Ну вот и прикинь. Тут Хрома осадил кашель. Элитнику две ракеты корнет это смерть, ну или как минимум тяжелые увечья. А этому хоть бы хны, отшатнулся только и давай дальше наших ребят отжрать. Когда Бетер остановился, я еле успел уйти влево. А мой штурман Булат выскочил с РПГ в пяти метрах от твари, пальнул, отопрыг и откусил ему полтуловища. Злобный дал команду отступать. Так, парень. Хром неожиданно сменил тему. За нами идут триста метров. Кто? Мне вовсе не улыбалось вновь встретиться с чужим. Я максимально прибавил ходу, почти побежал. Да не спеши ты, все равно не успеешь. Это бегун, надеюсь, что один, уже двести пятьдесят метров. Очень хотелось спросить, где он заныкал радар, но раскрыть рот значит потерять скорость, ведь я бежал. И почему их командиры звали злобным, а мой пассажир Хром, где имена, что за кликухи? Остановись! Своей непонятной командой Хром прервал ход моих мыслей. Ага, сейчас, остановился как же, если сзади бегун, тогда я тунисский спринтер, ни капли жира, только жилы. Стой! Как ни странно, среагировал я мгновенно, встал быстрее, чем бегун, положи меня на землю и приготовься. Выполнив команду, я отцепил от пояса мачете. Послышалось из темноты. Какой шустрый! Того, кого ты сейчас увидишь? Начал инструктировать Хром. Очень похож на человека, но таковым уже не является. Не убьешь его, он сожрет тебя, а затем и меня. Так что, это экзамен, на кону две жизни, не подведи брат, меня в стабе Мурка ждет. Только успев подумать, что Мурка вряд ли кошка, я увидел этого бегуна. Этакий залихватский вурдалак бомжатского вида. Потерял штаны с исподним, но замызганный пиджак сохранил. Пиздец, и что делать? Суп приживать мне не дали. Ни секунды, медля, он сиганул к ближайшей цели, ко мне. Приготовив мачете для удара и ободряюще крикнув «Ха!» я махнул им два раза влево-вправо и отскочил. Боюсь, со стороны смотрелся не очень, как беглый холоп с оглоблей, но результат был. Голозадый вурдалак, не встретив препятствия, проскочил, и когда развернулся в мою сторону, я заметил отсутствие правой кисти. «Иди сюда, чучела!» Теперь я стоял как шпажист, выставив мачете вперед, левая рука за спиной. Скалясь во все зубы, ответил вурдалак. Тут же в его животе очень громко забурчало и что-то смачно шмякнулось между ног. «Фу, блин!» Сразу после омерзительного отвлекающего маневра он атаковал, да резво так, что я кое-как увернулся. Оказалось, монстр все-таки зацепил меня острыми когтями. Плечо саднило. Злясь на вурдалака, но больше на себя, за нерасторопность, я, очертя голову, бросился в атаку. «Сука, на тебе, на, получай!» Когда с глаз спала злобная пелена, монстр уже лежал с перебитым горлом и сучил конечностями. «Молодец, справился!» «Ну, будь на его месте лотерейщик, нам бы пришел конец!» Ободрил меня Хром. «Так что, проверь его споровый мешок и побежали дальше!» «Обязательно?» Брезгливо спросил я, вытирая мачете о сухую траву. Очень уж не хотелось копаться в его гнилой башке. «Этот засранец только что обгадился!» «Ну и что? Тебе же не в заднице его ковыряться! Привыкай, брат, если хочешь выжить! Это новый чудный мир!» Не в первый раз сказав это, Хром ожидаемо хохотнул. Споровый мешок находился на затылке у зараженного. И чем тот сильнее, тем более мешок защищен. Но только по краям, центр же всегда мягкий. И если попасть в него из, скажем, пистолета, то можно завалить даже элитника. Об этом не рассказал Хром, пока я бежал по полу пустыня с ним за спиной. Достав перечинный нож, я ткнул в бородавку. Он вошел как в масло. Не без безгливости, а расширил отверстие пальцами и залез туда рукой. Гулять так гулять! Неожиданно там оказалось сухо. «Тут паутина и какой-то камень!» Обратился я к Хрому, поднимаясь в корточек. «Тащи сюда, гляну!» Скомандовал он и прокашлялся. «Сам ты камень, это спаран! Его в карман, а паутину выброси, она нам пока ни к чему!» Закинув нелегкую поклажу за спину, я двинулся дальше. Мой пассажир каким-то образом ориентировался в ночной полупустыне. «Куда и зачем я иду?» «Все происходит, как в дурном сне. Сначала чужая обезьяна, потом этот засранец. Кровавая и мерзкая. Я все еще надеялся, что валяюсь под праздничным столом. Скоро меня растолкает друган Толик, и банкет продолжится. Но самочувствие говорило о другом. В голове будто кузнец с подмастерьем поселились. Сильный удар, затем слабый, сильный-слабый. По ощущениям, это не последствия травмы и не похмелье. Подобные симптомы я помню прекрасно. Очень похоже на голод. Будто с утра не крошки во рту. Желудок жрет сам себя, и мозгу это не нравится. Неожиданно ночной пейзаж сменился. На горизонте появились деревья, подсвеченные заревом будущего рассвета. Посмотри влево, прервал мои мысли Хром. Там должно быть высокое строение. Оно там было. Силуэт здания, похожего на храм, но без куполов с крестами. Жадный свет луны высвечивал ограждение на крыше и еще что-то непонятное. Обсерватория это? До переноса в улей там ученые сидели на звезды смотрели. А теперь это никому не нужный хлам. С ноткой грусти заключил Хром. Какая еще обсерватория? Да у нас такого отродясь не было. Тут река должна быть. Я сюда еще с отцом на рыбалку ездил. И вообще, меня это бесить начало. Какого хера мы куда-то премся? Я что, носильщик? Хром говорил, что его конечности отрастут. Не быстро, конечно, 3-4 месяца. А еще он сказал, что мы практически бессмертны. Тело не стареет, а у старых даже омолаживается. Дескать, это дар улья всем, кто в него попадает. Но ведь это его слова, никто не может их подтвердить. Мозг категорически не принимал происходящее за правду. Есть только Хром и я, здоровенный лох средних лет, который впитывает все, развесив уши. Было, конечно, несколько «но», монстры, неожиданные смены пейзажей и сам Хром. Его вид ломает все шаблоны, ведь он кусок мяса, но он живой. Опять за старое? Прервал мое мыслеизвержение Хром. Двигай к зданию, я там своего жука оставил, и забудь прошлую жизнь. Хотя, что это я? Сам ведь вел себя не лучше тебя в свое время, а то и хуже. Все рвался к жене с дочкой. Его слова были полны ностальгии и боли. Я был водителем маршрутки. Обычное раннее утро, народу набивается ого-го сколько. Люди спешат на работу, а я рулю себе, да радуюсь красивому рассвету. Изменилось все резко. Откуда ни возьмись, появился воняющий кислятиной туман. Да такой густой, в метре ничего не разглядишь. Я стал притормаживать. Тут же мне в зад въехал здоровенный внедорожник. Четыре человека, сидящих сзади, смяло вместе с кузовом. Началась суматоха, крики, хрипы, детский плач. Никогда этого не забуду. Первая и последняя валия в прошлой жизни. Кое-как, на вихляющей скрипящей газельке, съехал с дороги. В салоне, кроме меня, еще один мужик был. Вот с ним мы всех раненых и вытащили. Сунулись было скорую вызывать, а телефоны ни у кого не ловят. Мрак, в общем. Немного помолчав о своем, Хром продолжил. Туман ушел, а город, который я помнил с детства, словно обрубили в сотни метров от нас. Дальше шли какие-то развалины, сгоревшие дома, на дороге валялись перевернутые разодранные машины. Я только потом, когда бегал по этим улицам, понял, что город тот же, просто в улей он прибыл раньше. Но это было потом. Мы не одни стояли на обочине, были и другие люди. Они также ничего не понимая, ошарашенно пялились на развалины. Оттуда и появился первый зомби. Поначалу мы их так называли. Затем еще один, а за ним целая свора. Тут такое началось. Не помню, как оказался в канализации. Слушая Хрома, я приближался к зданию. Полупустыня закончилась, будто ее и не было. Пошли молодые березки. Забор отсутствовал, только парковка. А на ней то ли небольшой грузовик, то ли огромный джип. Не разглядеть, слишком темно. Да, это же армейский броневик. Тигр вроде. Рассмотрел я, пройдя с десяток шагов. На его крыше была установлена обшитая металлом конструкция. Сборка не заводская, слишком топорно выглядела. Но вот торчащая дула имела весьма устрашающий вид. Крестный? Продолжил монолог Хром. Не выдержал моего нытья. Погоди, какой еще крестный? Ты о чем? Похоже, крышо моего пассажира трещит по швам. Ах да, я же еще не рассказывал. Хват нашел меня в развалинах, объяснил новой реалии, я крестил Хромом. Тебя, кстати, тоже надо перекрестить. Забудь про Артура. Огрошил он меня. Татарин я, нас не крестят, обрезание делают, так что извини. Ох, че, в натуре, так тебя подрезали. Хром опять развеселился. А я помалкивал, не потому что не знал, как ответить. Я не мог понять, где мой собеседник прячет источник или скорее бездонный колодец энергии. У него нет ни рук, ни ног, но внутренних сил поболее, чем у троих здоровых. Не, ну ты и сказанул. Хе-хе, подрезание. Хе-хе-хе. Хром разошелся не на шутку, уже похрюкивать между словами стал. Так прошло еще несколько секунд веселья. У меня было не до смеха, голова болела все сильнее, появилась тошнота, причем вовсе не похмельная. Но я шел, благо цель уже в нескольких метрах. Ты теперь кнут. Хе-хе-хе. Продолжая ржать, то ли назвал, то ли обозвал меня Хром. Увидев армейский броневик, мой пассажир глубоко вздохнул и наконец-то успокоился. Все, брат, шутки в сторону. Закрепи меня как-нибудь на штурманском месте и хватит уже смешить. Закончил он с закономерным смешком. Да кто тебя смешит-то? Не выдержал я. В курсе вообще, что ты придурок. Мне даже говорить ничего не надо. Только палец покажу, и ты ржать будешь до посинения. И почему я кнут? Погоди, не отвечай. Я понял, почему-то жуткая обезьяна хотела тебя убить. Ты ее взбесил своими смешками, характером своим дебильным. Читая отповедь, я не терял времени даром. Ремень безопасности на пассажирском сиденье был очень удобен. Особенно для такого, как хром, будто на детском кресле. Глядя на хохочущего до слез к коллегу, как учитель на ученика-балбеса, я усадил его и закрепил как можно крепче. Ручная коробка передач, руль, рычаги, спидометр – все как в обычной машине, за исключением планшета, который крепился на подвижном кронштейне, торчащем с потолочной переборки. Планшет показывал тусклую зеленоватую картинку. «Не заводи пока», – чересчур спокойно произнес хром. Повернувшись к нему, я заметил, что обрубки рук стали кровоточить. Не то чтобы лилось, но уже подкапывало. «Знаю», – сказал он, проследив за моим взглядом. «Осталось чуть больше часа, а затем мне крышка. Успеем», – прокашлившись, заключил хром. «Залезь в мой нагрудный карман, там пластиковый цилиндр». Молча выполнив просьбу, я вопросительно уставился на пассажира. «Открой, там две красные жемчужины, на черный день берег. Не знал, продать или самому проглотить. Теперь знаю». Вытряхнув содержимое емкости на ладонь, я чуть не задохнулся от знакомого чувства. Два красных теплых шарика, жутко хотелось их проглотить. «Стоп!» – воскликнул хром, увидев мою реакцию. «Можешь съесть одну жемчужину, вторая моя». Это меня отрезвило, даже стыдно стало. «Извини, не знаю, что на меня нашло». Честно признался я. «Не парься!» – отмахнулся хром. «Жемчуг на всех так действует. Поначалу, потом привыкаешь. Дай мне одну и запить. Да, да, этим!» Заметив мою растерянность, подтвердил он. «Живец давай!» Проглотив шарик и запив его бурдой из пластиковой бутылки, хром удовлетворенно отрыгнул. «Все его действия, кроме последнего, были проделаны с моей помощью. Сам он мог только смотреть, помаргивая, и говорить, ну и ржать, как конь, естественно». «Теперь ты!» – скомандовал хром. «Запивать обязательно!» «Дело это не хитрое, тем более, если оно само внутрь просится». Полюбовавшись секунду на жемчужину, я отточенным годами движением кинул ее в рот. «Отточена годами» – это не пустые слова. Я так с самого детства семечки грыз, закинул, а шелуху сплюнул. И так часами. Но в этот раз механизм дал сбой. Семечка, а точнее жемчужина, пролетела мимо, стукнулась о верхнюю губу и упала на колени. Не придав этому значения, я повторил. Результат был другим. Снаряд попал в нижнюю. Хром, наблюдавший за моими попытками, хмыкнул и произнес. «Может, хватит баловаться? Нам ехать пора. Просто засунь ее в рот и все». Я так и сделал. Но в последний момент эта зараза выскользнула, отскочила от коленки и упала на пол. «Вот же ж!» В сердцах выдохнул я, пытаясь нашарить пропажу, когда наконец нашел. Зажал негодницу тремя пальцами и поднес к губам. «Е-мое! Ну что еще?» Не выдержал Хром. «Она вибрирует, прикинь!» «Так, стоп!» Чуть ли не выкрикнул Хром. «Осторожно, положи ее в карман, в свой. Жемчужина твоя, наверное». С сомнением заключил он. Стикс уже три раза предупредил, в четвертый может и разозлиться. Так что не буди лихо, пока оно тихо. Потом, все потом. Поехали уже. Глава четвертая Пожав плечами, я завел машину. Двигатель тихонечко затарахтел. Приборы осветились тусклой зеленью. Все было прекрасно. Только ни фары, ни габаритные огни не загорались. Как я не пытался. Ну и как прикажете ехать? Рассвет только обозначился, а вокруг темнотища. «Не дергай рычаги, света не будет. Ты же не хочешь, чтобы все твари в округе нас увидели?» «На панели очки. А денег?» Голос Хрома становился все более уставшим. Уже и смешков не наблюдалось. Я сразу понял, что он мне предлагает очки ночного видения. Но не думал, что будет настолько четкая картинка. А шахнул. «Не удивляйся. С внешников и не такое сыпется. По дороге расскажу, если в сознании буду». Проинформировал Хром, севшим голосом. «Теперь слушай внимательно. Трогай и сворачивай за обсерваторию. Там грунтовка. Километров пять где-то. Дальше Т-образный перекресток. Сворачивай налево. Дорога асфальтирована. В общем, гони, как носки педалины. Кого бы не увидел, не останавливайся. Мелких дави. Тут Хром подвис». Свернув за здание, я бросил взгляд на собеседника. Ничего хорошего не увидел. Живой труп уронил голову на грудь и пускал кровавые слюни. «Да, и что делать?» «Хром!» Охликнул я его, не сводя глаз дороги. «Ладно, пока что едем, а там видно будет». Дорога была более-менее ровная, и я прибавил газу. Машину слегка потряхивало, меня подташнивало, но терпимо, все-таки это армейский джип, а не лимузин. А вообще, аппарат мне понравился. Чувствовалась скрытая мощь. Словно сытый хищник, спокойно бредущий по джунглям. Когда надо, догонит и сожрет, и для конкурента зубы заточены. Да еще какие, не меньше 12,7 миллиметра. Краткого взгляда на крышу хватило, убийственная мощь. Что-то я отвлекся, не на прогулке же. Словно в подтверждении моих мыслей, на пределе видимости гаджета, возник человеческий силуэт. Он бежал слева мне на перерез. Движение знакомо, дерганное, значит не человек. Как его Хром назвал? Бегун? Это создание высоким интеллектом не отличалось. Направилось прямо под колеса. Хром сказал мелких давить. Педаль в пол, маневр влево. Привет, вонючка. Мелькнула рожа, загаженный свитер с оленями. Удар был хорош, но хищник даже скорости не потерял. Лишь подпрыгнул. Наехав левым колесом на нижнюю часть туловища бегуна, верхняя скатилась с капота секундой позже. А-а-а, что за херня? Хром поднял вздрагивающую в такт машине голову. Глянул по сторонам и только затем на меня. А-а-а, кнут! Вяло протянул он, окидывая глазами обстановку вокруг. Ты полегче с моим жуком. Сломаешь будешь должен. Оптимист. Я тут ни при чем. Пешеходы под колеса бросаются. Оправдался я, не отвлекаясь от дороги. Впереди замаячил обещанный Т-образный перекресток. Сбрасывая скорость, я спросил. Хром, может есть какие-то таблетки? А то в голове табун лошадей поселился. Мочи уж нет терпеть. Тот ответил не сразу. Я решил, что он опять отключился. И бросил короткий взгляд на пассажирское сидение. Хром силился сфокусировать взгляд на мне. Получалось, видимо, плохо. Так ты не выпил живца. Пойми, для нас иммунных это лекарство от всех болезней. Так что пей. А почему бы и нет? Мысленно спросил я себя, сворачивая на шоссе. Пойло вроде спиртным пахло. А вось хуже не будет. Взяв бутылку, я скрутил крышку, что было довольно неудобно сделать одной рукой. Принюхался к содержимому. Лучше бы не делал этого. Пахло несвежими носками, выстиранными в брашке. Ну да ладно. Чему быть тому не миновать. И сделал большой глоток. Фу! На вкус даже хуже, чем на запах. Но внутри все же удержал. Лекарство не обязано быть вкусным. Жидкость теплой волной скользнула по пищеводу и попала в желудок. А тот словно ждал от тупого хозяина просто действия. Моментально взорвался теплой, исцеляющей волной. Она пронеслась по изнеможденному организму, поправляя и латая все на своем пути. А затем еще волна и еще. Внутри меня что-то пульсировало. Каким-то шестым или седьмым чувством я ощущал ее в себе. Ту моргающую хреновину, проглоченную накануне. После очередной волны все закончилось. Я выжал тормоза. Машина стала колом. Заставила меня качнуться и удариться о руль. Хром был жестко пристегнут. Но удовольствие от резкого торможения не испытал. О чем тут же заявил. «Ты что творишь, кнутяра?» Но, встретившись со мной взглядом, тут же сбавил обороты. «Что не так? Говори!» «Сам не знаю. Ты когда-нибудь лежал простуженный с похмелья и больным зубом одновременно?» Выпалил я первое, что пришло в голову. «На что хром скривился?» «Не, ну ты и спросил. Даже меня проняло. Надо же такую мерзкую комбинацию придумать. Ну и почему ты это сказал?» В голосе хрома послышалось устало нетерпение. «Я тронул машину с места. Дорога была идеальной. Прибавил газу и только потом ответил. К тому, что сейчас я абсолютно здоров. Чувствую свое тело от носока до кончиков волос. В нем нет ни единого изъяна». «Что это за пойло, хром?» Минуту назад я был глубоким стариком, а сейчас организм даже не фонит. Он просто звенит здоровьем». Последние слова чуть ли не выкрикнул. Чувства переполняли. Сил было столько, что и машину готов толкать, если потребуется, напивая при этом что-нибудь веселенькое. «Не знаю. Ха-ха-ха». В уле ни в чем нельзя быть уверенным. «Живчик, это лекарство для нас». Пауза продлилась несколько дольше. Я переключил передачу и вдавил педаль газа в пол. Легкий рывок. 90, 100, 120. Скорость росла. Счастливая улыбка становилась шире. «Классная тачка. Куплю себе такую же. Нет, лучше кабриолет, чтоб ветер волосы трепал». «Но чтоб действовал так быстро, не припомню». Где-то далеко за пределами моих мыслей произнес хром. «О чем он вообще болтает?» «Кнут!» «Кнут, твою мать!» Гаркнул пассажир. «А, что?» И как он так громко крикнул. Голос словно в голове звучал. «Сбавь скорость. Скоро кластер сменится. С трассы слетим». Вернувшись на грешную землю, я подчинился, чувствуя себя ребенком, застегнутым за очередной каверзой. «Извиняюсь», – сконфуженно произнес я, оборачиваясь на хрома. Но он уже не слышал. Голова безвольно повисла на груди. Видимо, последние его действия, а точнее слова, забрали остатки сил. Сбросив скорость, я уставился на трассу. Приближалась то ли трещина, то ли ступенька, словно асфальт просел. Машину заметно тряхнуло. «Хрен на си, если бы не предупреждение хрома, то точно слетели». Качество дороги изменилось кардинально. Ямы, выбоины, даже кочки. Машина будто по стиральной доске ехала. Хорошо, что я в России родился. Был бы, скажем, немцем, то точно сидел в ступоре на обочине. Люблю свою родину, не отнять. Между тем, рассвет обозначался все больше, знаменуя пришествие нового дня. Что меня ждало дальше, неизвестно. Хром говорил, свернешь на трассу, гони, как носки педарены. Как же, погоняешь тут, трясет, а раз зубами лязгую. Времени с начала нашего путешествия прошло, но может час, максимум час десять. А хром говорил про два или около того. И что дальше? Кто-то встретит скребом солью? Мелькавшие деревья закончились, пошли поля. Вдали вырисовывались очертания каких-то строений. Вот и громадина элеватора. Значит, как минимум село. Опять тряхнуло, и дорога стала ровнее. Вспоминая слова Хрома, я начал понимать, что в состоянии дорог не главы районов виноваты. Один жадный, другой умный, третий хитрый, каждый зарабатывает в меру своей скромности. Нет, они, конечно, виноваты, но в данный момент это не имеет значения. Хром говорил, забудь про землю, это улей, он состоит из кластеров. Получается, что трещины или ступеньки на трассе есть граница. Каждый раз встряхиваясь, я попадаю в кусок чужого мира. Я даже фантастики такого не читал, реальность оказалась намного жестче. На обочине красовалась куча обглоданных костей. Следом мелькнула отечественная легковушка, вскрытая как консервная банка. Картина знакомая, кому-то и бетер не проблема распаковать. От всплывших воспоминаний по спине пробежал холодок. Вдруг что-то запищало. Вздрогнув, я посмотрел на планшет, который до сего момента молчал. Картинка была всегда однообразна, схематическое изображение местности. Сейчас все изменилось. В нижней части экрана появилась красная точка и довольно быстро стала перемещаться. Получается, что на «Тигре» не только пулемет установлен, но и радар, и тот показывает, что за мной кто-то едет. Впереди никого, и зеркала заднего вида показывали пустую дорогу. «Где? Воздух! Тормоз! Воздух!» Словно в подтверждение, в зеркале что-то мелькнуло. Со звуком «вжжжжж» улетело вперед. Это «вжжжжж» неспроста, не вертушка, и уж точно не самолет, слишком мелко. Так это же дрон. Аппарат не висел на месте, скользнул вперед и вверх, растворяясь в предрассветных сумерках. Не такой уж он и маленький, метр на метр, по углам четыре горизонтальных пропеллера, по центру днища труба с набалдашником. У меня аж пот выступил от пришедшей догадки. Эта труба была подозрительно похожа на небольшой пулемет. Чёртов хром! Я бросил короткий взгляд на бессознательного пассажира. Мог бы и просветить, пока не вырубился. Между тем, впереди в светлеющем небе мелькнуло что-то темное, не так, чтобы далеко, метров триста, может, четыреста. Спустя пару секунд я увидел его. Видимо, завершил маневр разворота, а теперь летел прямо на меня. По его центру загорелся огонек. Спустя секунду на асфальте нарисовалась искрящаяся дорожка, которая злобной дробью запрыгнула на капот и прошлась по всему броневику. Лобовое стекло покрылось мутью мелких трещин. Я машинально сбросил скорость. Тут же ожил и заморгал планшет. На этом сюрпризы не закончились. Атака воздух! Атака воздух! Атака воздух! А повести ли меня динамики? Не римать твою! Сам вижу! Гаркнул я, вжимая голову в плечи и воровато озираясь по сторонам. На глаза попался хром. Он поднял голову и с нулевым сознанием во взгляде что-то пробубнил. То ли взять, млядь, то ли млядь взять, не разобрал. Сказал и отключился. Уже не переспросишь. С этого момента все изменилось. На планшете загорелась надпись «Автопилот». Резко дернулся руль, причем без моего участия. Нога под педалью газа провалилась. Машина рванула вперед. Скорость росла недолго. В очередной раз провалилась педаль, теперь уже тормозная. Что-то защелкало под днищем. С визгом шин и пробуксовкой машина развернулась на 180 градусов. Я сидел, как тот суслик с поднятыми лапками, причем не только верхними. Глаза на выкате, рот раскрыт в немом крике. И что же будет дальше? Может, все закончилось? Не тут-то было. Шоу продолжалось. На крыше что-то завибрировало, зажужжало. Там же крупнокалиберный пулемет. На горизонте появился дрон. Завершив разворот, он несся прямо на нас. Я уже приготовился зажать руками уши, подозревая, что сейчас зазвучит оглушительная тратата с огромными гильзами в разные стороны. Но нет. Мягкая. Пиу-пиу-пиу. Напомнила одну из частей фильма «Терминатор», где злобные роботы нападают на людское поселение. Их оружие издавало именно такой звук. Трассирующие линии прочертили небо, заканчивая свой путь на темной точке, сотни метров от меня. Не знаю, как эта летающая штука называется, дрон или беспилотник, но в ту же секунду он полыхнул синим и, вертясь, отправился навстречу с землей. Во как! Радостно воскликнул я, следя, как вредная железяка искрит в придорожной канаве. Как хорошо, что в этой машине установлены мозги, которые не растерялись, не читая прокладки между сиденьем и рулем. Я посмотрел на себя в зеркало. Глаза восторженно туповатые, улыбка от уха до уха, ну чисто имбецил за просмотром мультиков. Над головой зажужжал сервопривод. Машина плавно двинулась вперед, забирая вправо, затем назад и опять вперед, а развернувшись остановилась. Автопилот отключен. Моргнула и погасла надпись на планшете, и броневик заглох. Наступила тишина. Чуть пощелкивая вставал двигатель. Хром пребывал в том же бессознательном состоянии. Подбородок уткнулся в грудь, та чуть вздымалась и опускалась, выдавая в нем жизнь. Так бы и сидел тут радуясь. Вот только что это за свист. Высокий такой вроде приближается. Я приоткрыл дверь, прислушался. В памяти всплыл старый советский фильм «Они сражались за Родину». И к чему вдруг? Это же... Сверкнула догадка, а руки с ногами уже работали. Захлопнув дверь, я тут же нажал тумблер зажигания, руль, сцепление, рычаг. Сдури рванул на вторую и сразу на третью. Сопротивляясь, взвыла коробка. «Сука, меня тут сейчас на атомы разберут!» Подумал я, глядя в зеркала заднего вида. «Как же ты медленно разгоняешься!» Свист перешел в шипение и тут же грохнуло. На месте, где совсем недавно была машина, вспыхнул красный цветок. Меня неслабо так толкнуло, придав ускорение, тут же посыпался град осколков. Расцвел новый цветок уже ближе. Боковые зеркала будто сдуло. Осколок величиной стыквенная семечка ударил в планшет и застрял в нем. «Артиллерия, бог войны!» Не знаю, кто это сказал, но я с ним полностью согласен. За мной словно великан шел. Десятиметровые шаги, каждый из них верная смерть. Следующий рванул совсем рядом, с натужным ревом, который я ощущал через руль и сиденье. Машина пошла вправо, уши словно ватой забило, а в голове звенел колокол. Руль я удержал с трудом. Судя по тряске, задних покрышек больше нет, впрочем, как и глушители. Не знаю, зачем я держался за руль. Упрямство или просто на автомате. Я был уверен, следующая плюха прилетит точно по мне. Я чувствовал ее, уже слышал злобный свист приближающейся смерти. Ну все, Артур или Кнут. Не важно, что за мир такой странный, тоже не важно. Это конец. Скосив глаза влево, я увидел громадину элеватора. На самом верху чернело маленькое окно. Когда-то сюда свозили зерно с нескольких областей. Я бывал на одном таком в далеком детстве. В общем-то, ничего интересного. Ну сколько же там голубей. Вот бы сейчас туда, в то маленькое окошко, подсобка или что это. Главное, высоко и далеко отсюда. В тень, в тишину. Я бросил руль. Откинулся на сиденье и положил руку на голову Хрома. В памяти всплыло лицо отца. Он умирал, и об этом знали все, кроме меня. Просто родственники не решились просветить десятилетнего ребенка. Желтушное, иссушенное болезнью лицо, костлявые руки. Рак, готовя его к исходу, забрал все, превратив в немощного старика. С глазами тридцатилетнего мужчины. Жизнь угорели только они. Когда отец прислал за мной, он знал, что это последняя наша встреча. Старик смотрел на меня, а глаза говорили, я буду жить вечно. Светало. Где-то в километре или двух отсюда, на еле заметной ленте дороги, сверкнула красная вспышка. А спустя несколько секунд, донесся раскат взрыва. Я смотрел на это действие бесстрастно. Видел, как подлетела несущаяся по дороге машина. Вернее, то, что от нее осталось, и скрылось в кювете. Последовала еще одна вспышка с запоздалым взрывом. Потом еще. Затем наступила тишина. Серое вещество в моей многострадальной голове стало заводиться. До этого момента оно тоже работало, но скорее на автомате. Так сказать, фиксировало действия носителя и происходящее вокруг, сразу же откладывая информацию как ненужную, возможно опасную, в далекий долгий ящик. Но я зацепился за ускользающие воспоминания. Там машина, хром, атака дрона, рвущиеся снаряды. Я что, умер? Я словно пробовал слово на вкус. Мысль была странной. Разве можно быть мертвым и думать об этом? Возможно, это говорит о неком психическом расстройстве. В голове зарождалась боль. Точнее, зародилась она давно, а сейчас с каждым мгновением усиливалась. Это хорошо. Жизни без боли не бывает. Окно, у которого я стоял, было небольшим. Половина стекла отсутствовала, но домовитый хозяин заколотил дыру фанерой. А если ущипнуть себя? Голос прозвучал неправильно, вроде мой, но другой. Еще это эхо. Бя-бя-бя. Будто дразнил кто-то. Инстинктивно обернулся, но в небольшом помещении никого не было. Скромный рабочий стол, из-за него виднелась спинка стула. Слева шкаф, набитый папками, между ними обычная дверь. Я шагнул к шкафу и мгновенно оказался рядом, хотя расстояние было не меньше трех метров. Кто за... Дальше стало недолюбопытство. Голова взорвалась раскалывающей бурью. В немом крике я, рухнув на колени и заваливаясь на бок, провалился в спасительную темноту. Если бы я пил неделю не просыхая, изредка запивая и еще реже закусывая, то чувствовал бы себя на пару баллов лучше, чем сейчас. Почему я это говорю? Да потому, что такое было. И не раз. Но сегодняшнее утро, или может не совсем утро, неважно, лучше бы вообще не просыпался. Десяток черных шаманов радостно прыгали по моему мозгу, исполняя замысловатый танец с бубнами, заводя своей дробной музыкой остальное многочисленное племя. В каждом мысленном закоулке, на каждой маломальски значимой извилине, кто-нибудь допрыгал. ПИИИТЬ! Голос был сухой трескучий. Я открыл глаза, в которые тут же заглянул яркий солнечный луч, заставив проследиться. Племя закружила хоровод. Без того непростые ощущения разбавились тошнотой. Наплевав на боль, я перевернулся на живот и поднялся на карачки. Штормила. Балла в шесть. Срочно нужна вода. В любом виде. Даже если это Ц2H5OH. Там она тоже есть. С этой мыслью, покачиваясь и с заносами, добрался до стола. Ну и что, что на карачках? Плевать. Имидж ничто. За отодвинутым стулом обнаружились две дверки. За одной из них были полки. Неинтересно. А вот за второй бутылки. Да разные все. Я аж вспотел. Откуда только влага взялась? Схватив первую попавшуюся, откупорил и, превозмогая жажду, принюхался. Тьфу ты, уксус! Ну ты чё, дурак, что ли? Пробубнил я, задрав голову к потолку. Кто же уксус в рабочем столе держит? Оставив гадость в сторону, обнаружил ее. Как это я сразу тебя не увидел? Полторашка минералки, газированная, аж слюна потекла. Пшикнув крышкой, я присосался, выпив за раз не менее половины, удавленно отрыгнув, прислушался к своему организму. Взмок всем телом, а шаманы отошли чуть подальше. На этом хорошие новости закончились. Как там говорил Хром? Не существует водоема, способного утолить эту жажду? Вспомнив свои ощущения, после первого, как, впрочем, и последнего приема этого пойла, я вынужден был согласиться. Чувства в тот момент были нечто, будто лет двадцать скинул. Повторить стоило. А для этого нужно... Вспоминая хромовский рецепт, я шарил по карманам. Ага, вот она. Заветная виноградина оказалась в руке в компании с красной жемчужиной. И вот опять это чувство. Красная штуковина так и просилась ко мне в рот. Но только приблизив ее к губам, как и в прошлый раз, почувствовал вибрацию. Она будто предупреждала. Можешь, конечно, меня проглотить, но за последствия я не отвечаю. Убрал ее в карман. От греха подальше. Признаться не без сожаления. Вот же гадость гадская. Так, ну и что дальше? Есть паран. Не знаю, с какой целью, но я постучал им по ребру стола. Твердый, как камень. Заглянул в стол. Там был сироп шиповника. К сожалению, безалкогольный. И еще какие-то совсем уж маленькие бутылочки. Достав одну из них, я довольно крякнул. Спирт медицинский, 96,6. Спасибо тебе, неизвестный мужик. И насчет дурака беру свои слова обратно. Ну, приступим. А то эти с бубнами опять хороводы водят. Бутылочка стограммовая. Нужно половину, ну или чуть больше, хуже не будет. Откопав за кромак запасного мужика граненый стакан, налил в него спирта и, не раздумывая, отправил туда же виноградину. За несколько минут она распалась на белесые хлопья. Я процедил раствор через чистую тряпку, слил жидкость в пол-литровую пластиковую бутылку, добавил минералки до краев и встряхнул для порядка. Ну, вроде все, как говорил Хром. Возникло сомнение, но вспомнился вчерашний эффект. Ладно, хватит тянуть, сказал я сам себе и сделал два большеглотка. Так и есть, брашка, настоянная на стоячих носках. Гадость, одним словом. Жидкость прошла по пищеводу, попала в желудок и на этом все. Никаких суперощущений. Да, может с пропорциями ошибся? Или сначала надо было спирт с водой размешать? Нет, Хром говорил, чем крепче спиртное, тем быстрее растворяется. Так что сделано все правильно. Между тем, пока я вел дебаты сам с собой, не заметил, как мозгодробительные пляски прекратились. Поднявшись, пошел в сторону окна, размышляя тем временем над превратностями судьбы. Стоп! Похолодев и вспотев одновременно, я остановился. Перед глазами пролетел весь вчерашний вечер. Бег с калекой за спиной, бой с чудовищами, гонка, бомбежка, а до того смутная, будто без моего участия свадьба. Хром, он же там остался, а я здесь. Ну как? В памяти всплыла бомбежка. Я очень хотел оттуда убраться, и тот последний взрыв, точнее его предвестник, а потом какая-то сверхъестественная херня. И еще. С чего это я решил, что болею с похмелья? Прислушавшись к себе, я с удивлением понял, что нет никаких симптомов. Жесточайшая головная боль, ломота во всем теле, тошнота пропали, будто и не было. Небольшой дискомфорт в спине, но это не критично. Охренеть! Вот тебе, батенька, и антипохмелин. На вкус помои, а по качеству живая вода. С уважением рассмотрев пластиковую бутылку, зажатую в руке, повертел я ее и задумался. Если воспринять слова Хрома всерьез, а по-другому уже не получается, эту дрянь нужно пить постоянно. 200-300 грамм, и если ранен, то до полулитра в день. Решив оставить вопрос на потом, я выглянул в окно и тут же нырнул под подоконник. Как иногда говорит один мой приятель, это не есть гуд. На дороге, которую я рассматривал до этого, стало многолюдно, вернее, людей я не разглядел. Но вот военная техника, несмотря на расстояние, не меньше полутора километров. За короткое время мне удалось разглядеть несколько БТРов, тягач с огроменным прицепом и еще какую-то мелочь вроде джипов. Возможности некоторых представителей этого мира я ощутил на себе вчера. Кто там был, друзья или враги? Скорее второе, поэтому и выглядывать нужно аккуратно. Шесть БТРов, один из них отличался размерами от остальных, как таракан среди муравьев. Хрен на сеть техника. Такого я даже в кино не видел. На броне установлены параболические антенны, радар, если ничего не путаю, и что-то еще отсюда не разглядеть. Этот монстр крутился вне трассы, тогда как остальные стояли в колонне. Что-то или кого-то ищут. Джипы, типа того, на котором я ездил ночью, тоже гоняли по округе. Тягач с прицепом стоял неподвижно, вокруг него перемещались мелкие фигурки. Так, это элеватор однозначно. И смотрю сейчас в то самое маленькое окошко, о котором мысленно молился. Судя по положению солнца, до полудня часа три осталось. От неимения других точек привязки я ориентировался по местному светилу. Выходит, в отключке был часов пять. Сомнений нет, ищут меня, вряд ли с благими намерениями. Ночью в этом убедился. Но вот кто они? Муры? Судя по репликам хрома, отморозки, земные отбросы, и я почему-то сомневался, что у отбросов может быть такая техника. Отпадают. Что еще я знаю? Рейдеры-поисковики, по этим у меня мало информации. Скорее всего, это внешники, ведь они, по словам хрома, имеют неслабую поддержку в лице государства, отправившего их сюда. Ищут водителя. Хрома нашли, а тут калека, пристегнутый к пассажирскому сиденью. Мертвый калека. Возможно, решили, что водила убежал, ну или уполз, далеко ути не мог, должны быть следы. Вот с последним облом, их не может быть, я сюда не пешком пришел. Дар. Хром говорил про него, тогда я не придал этому значения, а вот сейчас почти поверил. Почти, это потому, что такое не укладывалось в голове. С другой стороны, пятиметровых образин я тоже ни разу не видал, но чужи насмотрелся. Увлекшись воспоминаниями, я не сразу сообразил, что обстановка изменилась. Большой БТР приближался к элеватору прямо по полю. Ко мне едут суки. Эта мысль мне совсем не понравилась. С другой стороны, элеватор по площади строение фундаментальное, высоту не меньше 60 метров. В советские времена не скупились на стройматериалы. Попробую найти здесь кого-нибудь, к тому же я прятаться буду. Кстати, насчет пряток. На полусогнутых ногах добежал до стола, сложив все бутылки на место. Закрыл дверки и поставил стул на место. Подтер, так сказать, за собой. Пол-литровка с живчиком отправилась во внутренний карман пиджака. Одежку бы поменять на что-нибудь спецовочное. С этой мыслью я подобрался к двери. К счастью, она была не заперта. Коридорчик, три двери, справа, слева и по центру. Последняя двустворчатая, значит мне туда. Это был выход на лестничную площадку. Стараясь ступать аккуратно, я спустился этажом ниже. На нужной стороне обзора не было. Пришлось спуститься еще на четыре этажа. Там был пожарный щит. Вспомню, что я не на экскурсии. Захватил оттуда топор. Оружие сомнительное, но хоть что-то. Наконец-то, на восточной стороне окно. Старая деревянная рама, пыльные стекла, но видимость сносная. Машина подъехала к воротам. То, что они закрыты, не стало препятствием. Проехали, даже не притормозив. Звук рвущегося металла эхом прошелся по зданию. Похоже, они тут себя хозяевами чувствуют. Ну-ну. Доехав до автомобильных весов, Беттер остановился. С задней части высыпали 4 фигуры. С оружием на изготовку они тут же рассредоточились по обоим бортам брони. Ну, прям космонавты. Бойцы были упакованы в полный скафандр песочного цвета с обзором на 360 градусов. Спустя несколько секунд вышел еще один. Движение вальяжное, хозяйски ленивое. Окинув округу недолгим взглядом, он обозначил рукой круговое движение и вернулся в Беттер. Бойцы же, пригнувшись, разошлись в разные стороны. Уотсон! Раздался в рации голос полковника. Да, сэр! Ответил лейтенант. Не ответить он не мог, ведь этот кусок герьма его командир. Полковник, сука, Кэмпбелл. Какого дьявола ты застрял на лесах? Жену свою вспомнил! Нет, сэр! Мне показалось движение у емкостей АЗС. Но как же хотелось ответить в духе. Нет, сраный ты подкаблучник. Я вспомню твою. Да и как эту корову забудешь? Ведь если она посадит свою задницу на диван, то он тут же превратится в кресло. Настолько она жирная. Автомобильные весы под одной как раз для нее. Но нельзя. Пока нельзя. Этот дерьмоглот подстилка под жирную задницу расскажет все отцу еще и приукрасит. А скоро Рождество. Его папа генерал Сэмюэл Уотсон истинный патриот и оратор. И вместо того, чтобы есть индейку как мама и брат с женой, он будет слушать речь отца о том, как Адам его подвел и кивать в нужных местах. Ну так проверь! Визгливый приказ Кэмпбелла вырвал лейтенанта из невеселых мыслей. Рамирес! Да, сэр! Страхуешь Уотсона? Обойди эту сраную заправку слева. Воздушная разведка молчит, но мало ли. Понял, сэр. Выполняю. Крюгер! Монти! Да, сэр! Практически одновременно ответили оставшиеся члены подразделения. Для вас задача прежняя. В обход. Далее встречайтесь с подразделением Кука на южной стороне элеватора. На западе вас ждет веселый Роджер. Завершаете круг с Хоскинсом, Рамирес с Уотсоном, ожидая команды стерегут восточную сторону. Выходите на изначальную позицию, если, конечно, не встретите наших друзей. Последнее слово полковник выделил. Далее. Проверка здания. Выполняем, сэр! Ответил за всех Монти. Все помнят, что нам обещано за этих стронгов. Нарочито серьезно спросил полковник. Да, сэр! Радостно воскликнул Крюгер. Неделю отпуска, сэр! С трехкратной премией! За каждого, сынок! За каждого! Кэмпл позволил себе отеческий тон. Круто, сэр! Вот это отдохнем! Поддержал Рамирес. И где ты будешь отдыхать, парень? По голосу было заметно, что полковник в приподнятом настроении. Вегас, сэр! Только Вегас! Уотсон тоже улыбнулся в предвкушении. Не засорять эфир! Прервал полковник радостные возгласы. Да, они всего лишь тупые мутанты, к тому же русские. Но не забывайте, насколько опасна крыса, загнанная в угол. Два бойца, прикрывая друг друга, скрылись в южном направлении. Оставшаяся пара приближалась к строению АЗС, причем один из них значительно оторвался вперед, теряя напарника из вида. За их не очень слаженными действиями я наблюдал, спустившись еще на несколько этажей. Какова вероятность, что они меня найдут таким составом? Небольшая группа, но звук мотора за спиной говорил о том, что это не единственная группа космонавтов. Я просто не вижу всю картину. Так что дела мои не есть гуд, нужно быть аккуратным. Осмотрев весь периметр, они примутся за обыск здания, если уже не приступили, ведь я контролирую только восточную сторону. Точнее, просто вижу, ни хрена не контролирую. Изначально передо мной стоял вопрос, загаситься здесь, найти угол потемнее и сидеть как мышь. Но снаружи есть пространство для маневра, а тут я ограничен стенами, найдут ведь суки. Вот потому и смотрел во все глаза, искал дорожку, по которой можно сбежать. А что делать? Быть овцой в ожидании волка или мясника я не собирался. В данный момент меня искали мясники, так про них говорил бедолага Хром. Наблюдая за ближайшим бойцом, я засек движение на пути его следования, или скорее намек на него. Что-то мелькнуло между цистернами со сжиженным газом. Не поверив, глазам присмотрелся. Кто-то засел между двух емкостей. Нечто появлялось и пропадало по несколько раз в секунду. И если судить по цистернам, плечи существа достигали двух метров. В том, что нечто живое сомнений не было. Высоту отсюда не определить. Однако, когда я понял, что вижу, на затылке зашевелились волосы. Череп с костяными наростами, похожими на рога. На спине они тоже присутствовали. Шипы, нарастающие неровным гребнем, тянулись от мощной шеи до самого копчика. В центре позвоночника они достигали максимальной длины. Мощные плечи, ручищи такие, что любая горилла позавидует. Вот и волки! Такого же кекса или очень похожего я видел вчера ночью. Тем временем, ничего не подозревающий космонавт, держа перед собой то ли винтовку, то ли автомат, приблизился к цистерне, за которой притаилась образина, посмотрел по сторонам и не спеша двинулся дальше. Вот он вышел на критическое расстояние. Уже должен видеть, слепой что ли, ведь прямо на него смотрит. Боец, покрутив башкой, пошел себе, как на прогулке. Охренеть! Я же его вижу! Почему он... Быстро, настолько быстро, что показался только намек на движение, мелькнула лапа зараженного. Боец дернулся и начал оседать. Но его падение на землю не входило в планы охотника. Ловко подхватив безвольное тело, он сделал два шага назад, тем самым скрываясь за емкостью. А я все наблюдал. Это существо вызвало невольное восхищение, с такими-то габаритами. Проделало все бесшумно. Вон второй внешник, явно следующая жертва приближается. И ведь ничего не подозревает. Вот ведь балбес, проделывает тот же путь, что его товарищ. Охотник стоял за емкостью, все так же мелькая или мимикрируя в моих глазах. Вроде так это называется. Враг моего врага, мой друг, гласит древняя мудрость. Как временный союзник, он меня устраивал. Но сжать образине лапу не стоит. Намерение у него явно платоядное. Сожрет и не подавится. Я уже понял, что беспечно гулять в этом мире себе дороже. Но как от этого защититься? Второй внешник, которого я уже списал в жертвы, забеспокоился. Остановился в метрах пяти от цистерны с газом, держа оружие на изготовку. Он вдруг попятился назад, башкой при этом крутил, как бешеный суслик. Сорвался, что ли? Стоило ему развернуться, как над цистерной мелькнула тень, которая на секунду растянулась метров до шести, чтобы спущенной пружиной вонзиться в спину несчастного беглеца. Под моим восхищенным взглядом монстр усунул бездыханное тело под мышку и с невероятной скоростью вернулся к своей захоронке. Скинув поклажу прямо на землю, он затолкал оба тела под цистерну, вскинул голову и замер. О причинах его поведения я догадался сразу, благо высоко сижу, далеко гляжу. С южной стороны приближалась пара космонавтов. Бежали те в полный рост, видимо спешили. На крыше Беттера началось подозрительное движение. Спустя секунду проснулась ракетная установка. Но если сейчас они стрельнут, это будет жопа, там ведь помимо сжиженного газа бензин и солярка. А Бразина вновь продемонстрировала недюжий ум, ну или опыт. Сила, скорость, размеры, все это помноженное на интеллект, делала из твари машину смерти. Вытащив оба тела, она закинула их на одно плечо и со скоростью гоночного болида понеслась в моем направлении. Где-то пятью или шестью этажами ниже негромко хлопнула дверь, раздался звук падения и лязга металла. Сжав покрепче бесполезный ныне топор, я перестал дышать. Бесполезно. Все бесполезно. Если только повезет. Вдруг она сюда не поднимется. Или... Вновь тихонько хлопнула дверь. Я принул к окошку. В сторону автовесов метнулась тень, юркнув между цистернами пропала. Я судорожно втянул воздух, вспомнив, что дышать все-таки нужно. Тут раздался грохот искрежет металла. БТР подпрыгнул на месте, а рядом с ним материализовалась урчащая тварь. Она с легкостью сорвала ближайшую тарелку антенны и, заверещав на совсем уж высокой частоте, принялась переворачивать многотонную махину. И ведь успешно. Тут колеса закрутились, водила, видимо, очухался. Сзади вырвался столб выхлопных газов. БТР газанул, но поздно. Сильный крен на левую сторону не дал сбежать. Четыре колеса оторвались от земли на метра полтора. Прокатившись несколько метров, машина шумно завалилась на бок. Треск автоматных очередей вывел меня из ступора. Я понял, что взираю на открывшуюся внизу картину с открытым ртом. С востока в сторону элеватора неслись три армейских джипа. За ними с опозданием несколько сотен метров БТРы. А вот с северо-востока приближалось нечто другое на самой границе видимости. Вдоль опушки леса неслось стадо и что-то мне говорило, что это точно не коровы. Хватит быть зрителем. Наружу путь заказан, так что пересидим веселье внутри. Всяко тут есть тех этажи. Найду там кондейку и закроюсь. А для начала мне нужно что-то повесомее тупого топора. Бросив последний взгляд на образину, скачущую по перевернутому БТРу, как возбужденная гориллой при виде самки, я отправился вниз. Наш охотник устроил там кладовую, скинул продукты и пошел за следующей партией. Запасливый и продуманный. Главное, чтоб не явился в самый неподходящий момент. На тела-то я не претендую, мне нужно то, что на них, ну и немного удачи. Последние два этажа проскочил не таясь, с шумом и топотом, вряд ли кто услышит. На улице такое началось, стрельба, взрывы, грохот. Мне даже показалось, что вчерашняя арта заработала. Летели стекла, здание трясло немилосердно. Оставалось надеяться, что до окончания локального конфликта сюда никто не заявится. Тела лежали редком, прямо на входе. Видимых повреждений я не заметил, даже стекла на шлемах целые. Как же он их убил? Опаньки, да это же астронавты. Звезда то есть флага на плече не оставляла сомнений. Первый был испанцем или мексиканцем, об этом говорил Фейс и небольшая нашивка на груди Рамирес. А второй Ватсон. Возникла ассоциация со старым советским фильмом. Но покойник не был похож на Соломина. Лысый, глаза удивленные, выпученные. Рассматривать рассматривал, но и времени не терял. Стену разгрузки, кус пояса Ватсона, кобура, из которой торчал огромный пистолет, цилиндрикий гранат, судя по виду разных и что-то еще, а потом разберусь. Ранец на спине тоже снять. В процессе пришлось перевернуть тело. Тут же обнаружилось красное пятно в районе сочленения черепа и шеи. Вот и нашлась причина смерти. Прокол, чем-то длинным и острым. Быстро, бесшумно и с минимальной потерей крови. Повезло же Ватсону, только удивиться успел. Проделав те же манипуляции со вторым телом, я попутно обшарил многочисленные карманы. Все находки отправлялись в один из ранцев. Автомат или точнее винтовка в единственном экземпляре была на шее Урэмиреса. Ее я снял последний. Первый этаж был осмотрен быстрым взглядом. Перспектив здесь не найдено, так что пойдем опять наверх. И так задержался. Удача, как известно, любит смелых, но никак не глупых и жадных. Бой на улице и не думал затихать. Стрек от пулемета заглушался стрельбой из автоматической пушки. Свистело, взрывалось. К курчанию монстра добавился хор других голосов, видимо подкрепление подоспело. Пробежка на крайний этаж была не из легких. Пока поднимался, не раз проклял все свои пивные вечеринки и чрезмерное возлияние. Хорошо хоть курить бросил несколько лет назад. Преодолев последний пролет, я оказался перед знакомой мне дверью. Заскочил внутрь, бросил поклажу и тут же рухнул на колени. Все, сил больше нет, а дышка под градом. Появилось желание плюнуть на все и улечься прямо на полу. В голове просыпалась пульсирующая боль, накатывала тошнота. Да что же это такое? Неужели так будет всегда? Вспомнив проживчик я сделал пару больших глотков, уменьшив содержимое бутылки до половины. Плохо, такими темпами к вечеру я останусь без лечебного пойла. Аспаранов больше нет и в местном супермаркете они не продаются. Придется искать, а точнее охотиться. При воспоминании супермаркете желудок весело забурчал, напоминая, что ел я в последний раз вчера в полночь, да и не ел вовсе закусывал. На улице что-то громко жахнуло, небольшое окошко брызнуло стеклом, затем еще взрыв и еще шрапнель избитого стекла привела меня в чувство, пришлось прятаться за стол. Так и до гостей можно досидеть, хорош. С этого помещения был только один выход, окошко я в расчет не брал, нужно как-то пробраться на верхний техэтаж, тот что над бункерами с зерном, возможно за третьей дверью в коридорчике есть что-то подобное, если нет, то смотрим по обстоятельствам. Быстрая ревизия содержимого стола принесла мне остатки минералки, пол пузырька медицинского спирта и пачку овсяных печеней, но без рыбе как говорится и сухарями перебьемся. Последняя дверь надежды оправдала, там была подсобка, а главное вертикальная стальная лестница, которая заканчивалась люком, пришлось попотеть, чтобы открыть его, видимо пользовались редко. Так и есть. Длинное помещение с высокими потолками, окна на обе стороны, большая часть пространства заполнена каким-то оборудованием. Пришлось сделать еще одну ходку вниз за остатками моего скарба. Люк запер на мощный засов и придавил двумя деревянными поддонами. От той образины не спасет, но задержит на какое-то время. Здесь и переждем войнушку, пообещал я сам себе. Вот только запах здесь не должно так пахнуть. Машинным маслом или пылью максимум, но никак не тухлятиной. Подтвердились мои худшие опасения, тут же перейдя в топот. Мля! Переждал называется. Схватив винтовку, я выглянул в проход. Слава всем местным богам, это бегун и он один, мужик спецовочной роби без штанов, но зато в ботинках. Стрелял я в последний раз лет но то был калашников, а здесь автоматическая винтовка. Очень похожая на американскую М16, только приклад складной, глушитель, подствольный гранатомет. До цели 10 метров снял оружие с предохранителя. 9 метров перевел на одиночную стрельбу. Руки с непривычки подрагивали. 8 прицелился. 7 выстрел. Отдачи почти нет, звук негромкий, хоть и в помещении. Хорошая винтовка, но я промазал. 6 выстрел. Ура, пуля попала в грудь. Бегун рухнул и засучил ногами. Видимо, позвоночник перебил. Мда, мазила, 6 метров-то, а ведь целился в голову. Ладно, разбор потом. Что-то мне говорило, пострелять еще придется. Вскрытие бегуна дало мне одну виноградину. Не без брезгливости расковырял споровый мешок перочинным ножом. Замечая, что это действие дается мне проще, чем в первый раз. Лиха беда начала, нужен был споран. Пожалуйста, получите и распишитесь. Главное, чтобы кто-то покрупнее на огонек не забежал. Кстати, об огоньке. Снаружи подозрительно тихо. Получается, пока я занимался своими делами, боевые действия закончились. И кто победил? Раздалось совсем близко под ногами. Обернувшись назад, я успел заметить, как вздрогнули поддоны, перекрывающие люк. Кто-то просится в гости, кто-то большой, злой и, скорее всего, поддоны словно в страхе сдвинулись в сторону. На крышке люка появился характерный бугор. Подхватив разгрузку, я спрятался за ближайшим агрегатом неизвестного мне предназначения. Спустя пару секунд высунулся с винтовкой поверх него. Благо, мой рост и высота агрегата позволяли. Контроль терять нельзя. Выскочит уродец и ищи его потом с фонарями. К слову, о контроле. Похоже, это и мысли касается. Ведь только что об этом думал. И нате. А может лучше думать о розовых пони ну или мягких пушистых ёжиках. Не выдержав такого отношения, крышка с грохотом откинулась назад, подняв тем самым неслабое облако пыли. Рассеяться она не успела. Буквально секунда-полторы и тварь запрыгнула, появившись как чертик из табакерки. Тут же сфокусировалась на мне. Какой быстрый! Два метра мышц, костяных наростов и лютой злобы. Голова лишена растительности, а из гардероба только ремень. Судя по его взгляду и тягучей капающей слюне, выглядел я вкусно, как минимум ведро шашлыка и кости на десерт. Никогда не рассматривал себя в подобном ракурсе. Но все течет, все меняется. Вот только шашлык-то я с зубами. Монстр прыгнул безо всякой подготовки прямо с места. Легкий толчок и подствольник выпрямил гостиниц. Я ожидал чего угодно. Бах, трах, бух, но не звука вылетающего из трубы дерьма. Однако результат того стоил. Граната угодила в горло твари. Рядом что-то просвистело. Обезглавленная туша бахнулась о край агрегата, за которым я прятался и рухнула на пол. Я вздрогнул, но хладнокровие не потерял. Руки сами вытащили следующую гранату из разгрузки и воткнули ее куда положено. Заставь меня проделать то же самое в спокойной обстановке. Хрен бы получилось. Какое-то время я ждал, не сводя глаз с люка, но ничего не происходило. Отлично, значит он один. Быстрым шагом дойдя до проема заглянул в него. Лестница, которая крепилась к стене, теперь валялась на полу, не души. Однако из-за открытой двери доносилось нетерпеливое шарканье. Вот ведь и сколько вас там? Крышку люка я торопливо закрыл. Засов был сорван, пришлось пыхтеть и тащить электродвигатель, который весил не менее 50 килограмм. Подрузив его на нужное место, отправился на поиски головы твари, нечего добром раскидываться. В лысой клыкастой башке нашлось три виноградины. С учетом того, что пойло осталось на пару глотков, это радовало. Но вот то, что я теперь зависим, не есть хорошо. Каждые пару часов приходится делать один большой глоток, а если двигаешься больше, то и расход соответственно увеличивается. Есть еще дар. Я уже смирился с мыслью, что ночью сотворил нечто сверхъестественное. Состояние жуткого похмелья при пробуждении вызвано использованием дара. Я оказался там, где хотел оказаться, причем моментально. Понятия не имею, как это произошло, но это факт, а за такое надо платить. Спасибо хрому за спаран, было чем рассчитаться. А сам он теперь. Так, хватит себя винить, надо осмотреть этаж, который тянулся над всем элеватором и обозреть окрестности, благо высота позволяет. Чем дальше я уходил от люка, тем сильнее становился смрад разложения и очень скоро нашел тому причину. Останки людей, судя по количеству больших берцовых костей, их было пятеро. Кровавые обрывки одежды, кучки волос и обглоданные до мозгового вещества кости. Короче, нашел столовку нашего упыря, точнее бегуна. У их смерти не было ничего красивого, а тем более интересного. Осмотрев все быстрым взглядом, я пошел дальше. Хорошо, когда в доме много окон, это экономия на освещение и обзор. Но в данный момент я видел только то, что вдали, крыша мешала заглянуть под нос. Нужно было вылезти в окно, преодолеть десяток метров по рубероиду и заглянуть за парапет. Казалось бы, ничего сложного, дело одной минуты, но память о прошлой ночи не давала мне этого сделать. У этих пиндосов-внешников есть беспилотники. Если они кружат по окрестностям, засекут два счета. Так что нахрен крышу, думаю, завтра будет поспокойнее. Одежку бы поменять. Некогда приличные пиджак и брюки выглядели как бомжатские обноски, а левый туфель вообще жрать просил. Думаю, тут можно найти что-нибудь рабоче-крестьянское. Можно спуститься ниже. Я видел другие запертые люки. Сделаю это утром. За неимением лучшего пришлось умять пяток овсяных печеней. Запив их свежеприготовленным живчиком, я завалился спать. День был долгим и тяжелым. Глаза уже сами слепались, но стоило лечь, как сон пропал. Не знаю, что было причиной. Пустой желудок, нервы, а может все вместе, но проворочился я не меньше часа, прежде чем понял, что не усну. Если так, то лучше заняться чем-то полезным. У меня в трофеях два ранца, о содержимом которых я имел смутное представление. Вот и посмотрим. Открыв один из них, я обнаружил несколько пустых пластиковых контейнеров разной величины. Непонятно для чего они. Пробы что ли собирать? Упаковка одноразовых шприцов, ампулы с неизвестно чем, надписи были на английском. Жгуты, тампона, небольшой тубу со скальпелями и наконец маленькая аккумуляторная пила. Хирург что ли? Догадка только начала проявляться, когда я нашел брюшюрку с нарисованным телом человека на обложке. Черно-белые картинки, опять же с людьми, рука со скальпелем делает надрез по пунктирной линии, в районе печени, почек, сердца. У меня аж кровь в голове прилила. На другой странице руки в перчатках показывали, как правильно отделить голову от тела. До меня наконец дошло, почему хром плевался, доводя до меня информацию о внешниках. Краткая инструкция по потрошению человека, вот что было у меня в руках. Сомневаюсь, что эти уроды вскрывали мертвых, максимум только что убитых. Контейнер и инструмент это на случай вдруг придется потрошить в полевых условиях. А так есть передвижная живодерня, тот тягач с большим «Какие же они?» Я не смог подобрать подходящего слова, напрашивался только мат. Теперь я знал, что сделаю, если встречу такого хирурга. Во втором ранце был тот же самый набор, только вместо аккумуляторной пилы лежала дрель. Из всего содержимого я оставил электроинструмент все скальпели и бинты, остальное выбросил без сожаления. Теперь разгрузки, пять гранат от подствольника, две ручные осколочно-фугасные плюс одна светошумовая. Порадовали на квинтовке, от элитного монстра конечно не спасут, а с остальными попадаться можно. Армейский нож, что-то между кортиком и штык-ножом. Вытащив его из ножен, я полюбовался. Длина лезвия сантиметров двадцать, не меньше, тоже пригодится. И последнее. Не по качеству, конечно, монструозный пистолет, веса в нем килограмма два, а может и поболее. Взвесив его в руке, я почувствовал себя намного уверенней. Длинный ствол, выходное отверстие выглядело как тоннель поезда. Это настоящий монстр среди пистолетов, калибр двенадцать и семь. Что за маньяк его разработал и не оторвет ли руки при стрельбе? Крутя в руке и поглаживая блестящий корпус суперпистолета, я понял, что улыбаюсь и радуюсь как олигофрен новой игрушки. Мда, даже слюни потекли. Пустынный орел, если мой перевод с английского правильный. Сложив все не особо нужное вранец, я вернул пистолет в кобуру и улегся на пол. Что же меня ждет в этом новом чудном мире? Так про улей говорил Хром. Жаль, что его больше нет. Нормальный мужик, хоть и с придурью, веселый, а главное бесценный источник информации. Говорил он много, особенно, когда мы шли через полупустыню. Я особо не вникал, считая сказанное бредом смертельно раненого, как выяснилось зря. Что он рассказывал про зараженных? Изначально это ползун или медляк. Как малость отожрется джампер или прыгун. Трофеи маловероятны. Далее бегун. Такого я сегодня убил. Вряд ли он был следующим в ветке эволюции. То есть матерый бегун. Еды здесь было маловато. Потом идет лотерейщик. С вероятностью 50 на 50 в нем есть горох. Оттого и назван так. Их еще называют жрачами. Тот лысый модник из люка похожий и был жрач-лотерейщик. А что я знаю про горох? Иммунно используют его для развития дара. Значит им не нужно. Осталось только поймать и выпоташить следующего представителя местной фауны топтуна. В нем точно есть. Так говорил Хром. Последний назван так из-за костяных наростов на пятках. Он издает характерный топот когда бежит. С остальными путаница. Тогда слушая Хрома я думал о своем. Кусач, Рубер, Рапан. Кто из них круче не имея понятия. Пробел знаете ли в образовании. Зато на элитника сегодня насмотрелся. В том, что это он сомнений не возникало. Теперь имею представление о его возможностях. Ватсон и Рамирос на своей шкуре испытали. Есть еще и матерая элита. Эти монстры на порядок умнее и быстрее братьев своих меньших. Тут под вопросом не его ли я сегодня видел. Если вспомнить мое появление здесь, то образина со слов покойного Хрома это супер элита. Где разница? В чем разница? А скребер? Короче в голове каша из ненужной пока информации. Вот так размышляя и покручивая в памяти прошедший день незаметно погрузился в сон. Глава шестая Я находился в комнате без окон. Мрачные серые стены были сплошь исписаны причем разными людьми. Одна гласила «Улей жив, Улей навсегда», а другая ниже «Стикс мы вместе». Стены пестрели от подобных надписей. Множество людей, множество судеб, но объединяет всех одно, они были тут в этой комнате. Многие из них ушли, кто-то даже по своей воле, таких меньшинство. Но другие, причем другими они стали здесь, остались, просто я их не видел, как и они меня. Как же странно. Я повернулся и посмотрел назад. Там не было стены, сплошная решетка, которая тянулась с потолка и врастала в пол. От черных каленых прутьев веяло неприступностью, даже свет из комнаты не проникал за них. В дальнем от меня конце решетки, куда не попадал свет, что-то шевелилось. По очертаниям было похоже на картофельный мешок с головой, торчащий из него. Мешок колыхался, голова совершала круговые движения, будто тот, кто там находился, разминал шею. Движения становились все сильнее, колыхания резче, и вот наконец это нечто беззвучно завалилось на бок и быстро, как ускоренной съемки, покатилось ко мне. Сука! Крикнул я, в ужасе подскакивая с пола. За пыльным окном начинался рассвет. Вокруг тишина и утренняя прохлада. Никаких решеток с головастыми мешками не наблюдалось. Сон! Произнес я вслух, недоверчиво зираясь по сторонам. Отвечать мне никто не стал. Приснится же такое. А ведь все как в самом деле шное. Стены, решетки, мешок этот дурацкий. Зляясь на себя за проявление слабости, я достал платок и принялся утирать лицо. Под тек градом, словно бегал полночи а не сны смотрел. Восток из-за видимых на самом горизонте облаков окрасился в приятный глазу малиновый цвет. Красота! Если забыть где находишься, но это невозможно. Вонь это пульсирующая головная боль и тошнота вернулась. Вздохнув, я болтыхнул бутылку, сделал большой глоток и направился к противоположному западному окну. Вчера во время осмотра окрестностей, где-то километрах пяти, я увидел развалины города и немаленького. Судя по остовам высоток, он находился на возвышенности. А сегодня лишь туман, который охотно сдавал свои позиции наступающим солнечным лучам, открывая взору. О чудо! Целенькие новенькие здания выплывали из туманного плена. Вот вылезла улица с пятиэтажными домами, которые, как средневековая стена, ограживали город. Появились высотки, школы, детские сады. Вот оно, великое и кровавое таинство Стикса – перезагрузка. Завороженно глядя на рождающийся город, я вспоминал слова Хрома. Кластеры бывают разные, как по размеру, так и по времени перезагрузки. Есть такие, которые обновляются каждые три часа. Они называются быстрыми. Люди перерождаются через 20-30 минут, пожирают менее везучих сородичей, еще не успевших перевоплотиться, и разбегаются кто куда, потому что грядет очередная перезагрузка. Зараженные хорошо это чувствуют. В подобных кластерах, как правило, нет иммунных. Если все-таки кому-то повезло, то для начала счастливчику надо отбиться от пустышей, затем сбежать от более развитых тварей, ведь они умные. В быстрый кластер не суются, а ждут рядышком. В общем, шансы выбраться минимальны. Таких кластеров мало. В основном перезагрузка бывает от нескольких дней до месяца. Есть, конечно, и долгожители, которые висят годами, а то и десятилетиями. Попав на него, ты сразу поймешь, что это старик. Дороги разбиты, дома полуразрушены, и по улицам идешь как по лесу. Это все стандартные кластеры. Стикс или улей в основном состоит из них. Но есть еще и стабы, то есть стабильные, на них люди строят города и поселения. Период перезагрузки таких кластеров века или больше. Вот что мне удалось вспомнить из рассказа Хрома. Немного, конечно, но хоть что-то. Теория, только теория, но чувствую, за практикой дело не заржавеет. Здесь постоянно что-то происходит. Даже во сне покоя нет. Что делать дальше? Этот вопрос я задавал себе уже не в первый раз. Искать базу Хрома? Что я вообще не знаю? Да нихрена. Он просто сказал, гони по прямой, как носки педарины. А куда? Дальше на север? Та дорога теряется где-то в холмах и лесах. И если я попрос туда пешком, возникает вопрос где искать. А ведь там еще и внешники водятся. Они вовсе не добрые самаритяне. Разберут на запчасти и фамилию не спросят. Так что туда не пойду извини Хром. Ответ был у меня перед глазами. Город. Но сначала первоочередные задачи. Проверка периметра. Движения внизу не было. Мертвые монстры, раскроченная техника, все это лежало кучами и местами друг на друге. Те беттеры, что попали в поле зрения, были вскрыты как консервные банки и зияли теперь черными дырами, наводя на не очень приятные мысли. За этой картиной я наблюдал уже минут 10, жадно выискивая хоть какое-нибудь движение, но в пределах видимости все было тихо. Чтоб попасть на край крыши, мне пришлось найти подходящее окно и проползти десяток метров между трубами вентиляции, которые пролегали прямо по кровле. Попадать в поле зрения беспилотников в мои планы не входило. Почему же так тихо? Говоря славами политиков, тут произошло столкновение интересов, но победителей я не наблюдал. В историю, что последний бойскаут убил крайнего монстра и сам тут же помер, не верилось совсем. Понаблюдав еще какое-то время, я решил, что смысла в этом мало, тяни не тяни, а спускаться надо. Спуск был недалеко, всего в сотни метров. Верхушка металлической площадки выселась над кровью на целый этаж. Чтобы попасть наверх, в здание заходить вовсе не обязательно. Хорошо, что вчера этого не увидел, точно бы не уснул. Сделав очередной большой глоток живчика, я пополз в обратный путь. Наружный спуск мне не подходил, он у всех на виду, да и конструкция полностью металлическая. Звук от моих шагов по ступеням будет отражаться от здания и разноситься на сотни метров, не мой вариант. Закрыв за собой окно, я приступил к сбору имущества. Ранец за спину, разгрузку на пояс, винтовка готова к стрельбе. Тронулись. Мой путь лежал в противоположную вчерашнему направлению сторону. Окрестности осмотрены, теперь надо решить проблему с провиантом. От овсяных печеней уже подташнивают. Тарелка горячего супа, вот о чем я мечтал. Еще нужна подходящая для дальних походов одежда. Сюрприз в виде разбросанных человеческих костей ждал меня на пятом этаже. Удвоив внимание, я ходил чуть ли не на цыпочках. Приходилось проверять каждую дверь, большая часть из них были заперты, а открытые не представляли никакого интереса. Удача улыбнулась на третьем этаже, рабочая бытовка. Пара десятков шкафчиков, стояли два ряда, между ними деревянные скамейки. В таких местах я бывал не одну сотню раз, веяло чем-то родным. Пришел с утра не спеша посмеиваясь над шутками мужиков, переоделся и пошел трудиться на благо семьи и родины. Эх, где она, та беззаботная жизнь. Постояв несколько минут, прислушиваясь и приглядываясь к дальним углам, я приступил к обыску. Повезло, что шкафчики в основном не заперты. Нашлось все, что нужно. Штормовка, тонкие камуфляжные штаны и даже кирзовые сапоги, правда, великоваты, но портянки с одетыми поверх носками решили эту проблему. Посмотревшись в зеркало, я понял, что выгляжу ужасно. Дело не в одежде, если глянуть издали, обычный пастух только с винтовкой. Проблема была в лице. Всклоченные с проседью волосы, глубоко посаженные с синюшными кругами дикие глаза, вкупе со щетиной и тонкой злобной линией губ, я выглядел как непросыхающий охотник за головами, причем не за коровьями. Ужас, похоже улей и здесь внес свои коррективы, любой момент пристрелит не задумываясь, да еще и отпинает потом с радостью. Надо что-то делать. О чем я думаю? На кой хрен? Все местные менты давно урчат и бегают по окрестностям в поисках пищи, так что забьем на это дело. Быстро обшарив оставшиеся шкафы, я стал обладателем бутылки боржомя и упаковки вафель. Надо мной кто-то явно издевался. Нашлась еще вязаная шапочка, напелив которую я стал похож на неадекватного ваххабита. Выход был с южного торца. Легкий ветерок принес запах метвичины и каких-то нефтепродуктов. Осмотревшись, я пригнулся и с винтовкой наперевес двинулся в западном направлении. Нужно было срочно покинуть территорию элеватора, не нравилось мне тут. За углом стоял помятый бензовоз, кабина сорвана, а цистерна выглядела так, будто по ней били гигантской кувалдой. Сзади что-то блямкнуло и ноги понесли вперед, резко пахнуло бензином. Дыхание перехватило, глаза заслезились и меня стало качать из стороны в сторону. Не хватало еще сознания тут потерять. Собрав все силы, я бросился в единственный видимый проход между бензовозом и углом здания. Под ногами хлюпало и брызгало, было понятно, что это не вода вовсе. Какой же ты идиот, можно же было побежать в другую сторону. Ведь здесь нужна лишь маленькая искорка и все писец котенку. На последних парах воздуха я пробежал мимо бензовоза, споткнулся обо что-то, упал, выставив руки перед собой. Винтовка ожидаемо бухнулась, а металл, заставив меня съежиться. Фу, пронесло. Ощутив под собой железную поверхность, которая под пологим углом длиннее. В какой-то момент руки с ногами запутались и лицо тут же встретилось с серебристой поверхностью. Все, сил больше не было. Раздираемые жажды легкие забирали последние капли, им нужен воздух. В лицо дунул теплый сухой ветер и я вдохнул. Какой же кайф, повезло, что поднявшийся легкий ветерок прошелся через меня в сторону благоухающего бензовоза. Воздух был чист. Так бы лежал, наслаждаясь жизнью, но тут вспомнилось причиной, по которой я сиганул. Резко подскочил, отмечая походу, что с координацией почти порядок. Чуть подташнивало и слезились глаза. Ну жить можно, а главное вокруг никого не видно. Если вспомнить хитрые маневры того элитника, безопасности это обстоятельство не гарантировало. Бензовоз был внизу. В слепой панике я умудрился заползти на разгрузочный пандус. Вот уж воистину у страха глаза велики. До забора несколько метров. Надо лишь придумать, как преодолеть колючку на нем. Искать обход, когда есть прямая дорога, очень не хотелось. За препятствием начиналась лесопосадка, переходящая сплошной массив. Что-то мне говорило, там будет легче. Я уже двинулся в сторону забора, размышляя, как бы приспособить подон и перелезть. Как почувствовал его скребущее злобное давление на затылок. Разворачиваясь всем телом, я уже знал, кого увижу и не ошибся. Меня нашли. Тварь стояла, чуть пригнувшись прямо за бензовозом, возвышаясь над ним на целую грудь. Уродливая рогатая голова была склонена на кошачий охотничий манер. Оскаленная пасть демонстрировала внушительные клыки, торчащие в несколько рядов. Маленькие черные глазки среди костяных наростов смотрелись нелепо, однако взгляд промораживал до костей. Увы, тварь не оценивала свои или мои шансы. Она размышляла на тему, с какой части моего тела начать обед. Не знаю откуда, но осознание этого пришло как факт. Пришла вкусная еда. Сбросив оцепенение, я нажал на спуск. Граната ушла вниз куда-то под машину. Воздух взорвался до ее соприкосновения с асфальтом. Взревев, монстр прыгнул. Одновременно мягкая, но сильная рука взрывной волны толкнула меня спиной вперед. Крик издавался, минуя мое желание, а глаза отмечали, что я лечу. Платформа, на которой только что стоял, потерялась из виду в огненном вихре. Мелькнула трава, забор сверкнул колючей проволокой, одинокое дерево и хрязь с треском влетая во что-то колючее и податливое. Бумс, мой зад встречается с твердью. Сучья жизнь, постоянно что-то происходит. Ворчая, потирая отбитый копчик, я вскочил и тут же припустил в лес. Где-то за забором ревел и бесновался монстр. Вряд ли он сильно ранен, но пока ему не до меня лучше свалить. Надо же такому везению случиться. Выпустил гранату в бомбу на колесах. Мало того, что выжил, так еще и через забор перекинуло. Беги, мол, придурок, пока мы добрые. Метров через 300 быстрого бега пришло понимание, что не все так гладко. Болели ноги, копчик, левое плечо, лицо горело огнем. Потрогав его, я чуть не взвыл. Кожа была воспалена и местами кровоточила. Хорошо, хоть шапку это напялил, иначе ходить бы мне без волос. Осознание того, что в ближайшее время бриться не нужно, облегчение не приносило. Добив бутылку живчиком двумя глотками, выбросил ее и припустил с прежней скоростью. Головную боль никто не отменял. Строго раз в полтора-два часа мне нужно пойло, которого теперь нет. Но динамика местной жизни говорила о том, что все может измениться в любой момент, как в хорошую, так и в плохую сторону. Бег никогда не был моей сильной стороной, тем более сейчас, когда уже за 40. Быстрый шаг это да, но бег, даже будучи подростком, я не играл в футбол, потому что терпеть не могу бегать. Дзюдо да, бокс еще лучше. Можно вообще на месте стоять и лупить противника. Но сейчас, когда меня может нагнать пятиметровая тварь, боль во всем теле, одышка, все это такие мелочи в сравнении с самым дорогим, что у меня есть, жизнью. Я бежал, лавируя между деревьями, перепрыгивая кочки и мелкие канавы. Лес то редел, то становился гуще, боль не отступала, она усиливалась, но мне было плевать. Я понимал, что убегать почти бесполезно, от этой твари не уйти. Но вот это почти, вкупе с врожденным упрямством, не давали мне упасть, надежда есть всегда. Не знаю, сколько это продолжалось, но перепрыгнув очередную канаву, подозрительно похожую на ступеньку, я понял, что лес изменился. Из Соснового он вдруг перешел в дубовый с редкими липами. Значит, кластер сменился. Но мне от этого не горячо и не холодно. Тварь не заметит границы, а значит, надо двигаться дальше. Продравшись сквозь кустарник, я буквально вывалился на грунтовую дорогу, которой, судя по состоянию, пользовались часто. Упершись руками в колени, нацадно дыша, я прислушался. Нет, не показалось, с юга приближался шум мотора. Чуть отдышался и вернулся в кусты. Это может быть кто угодно, так что лучше перебдеть, чем недобдеть. Спустя минуту в поле зрения попала одинокая белая машина. Попытка не пытка. Быстро сложив приклад на трофейной винтовке, я снял ранец, сумму льет туда, застегнул штормовку, спрятав тем самым разгрузочный пояс. Я смотрел себя, только приоделся, а уже опять оборванец. Вероятность, что меня подберут минимальная, но рискнуть стоило. Отбросив сомнения и сделав, как мне казалось, благодушное лицо, я вышел на дорогу. Белая нива пятидверка приближалась. Сквозь лобовое стекло было видно только одного человека, водителя. Вопреки моим опасениям, скорость он не прибавил, а напротив вильнул в мою сторону и поравнявшись остановился. Пригнувшись, я заглянул в салон. Под семьдесят, но на вид довольно крепкий, черная ряса, седая борода. Умные глаза смотрели с интересом и толикой сочувствия. Здравствуй, батюшка. Повезло, этот человек не может бросить в принципе. И тебе не хворать, сынок, ты откуда такой красивый? Приятный низкий баритон с характерной буквой О. Долго рассказывать, батюшка, до города подбросишь? Вот чего же не подбросить? Чай не на горбу понесу, садись. Машина тронулась, как только я уселся на переднее сидение. Отец Дионисий, представился священник, протягивая руку. Кнут, ответил я, пожимая неожиданно крепкую сухую ладонь. Почему я сказал кнут? Ведь я же... Вот черт, прошлое имя всплыло не сразу, словно что-то старое не особо нужное. А ведь всего-то пару дней прошло. Как ни странно, но отец Дионисий не удивился ни моей кличке, не обгорел отбитому виду, возможно, принял задолженное или просто виду не подал. «Был мне сегодня странный сон», произнес священник, не отрывая глаз от дороги. «Будто мир изменился». Тут он бросил на меня короткий пронзительный взгляд. Ну что тут сказать, человек похоже догадывается. «Прав ты, батюшка, это уже не твой мир и не мой, это стикс». Я сделал паузу, ожидая реакции. В таких случаях принято крутить пальцем у виска или хотя бы поднять человека на смех. Но он меня удивил. «Как тут и странно сказал, не твой и не мой». Обычно же говорят не наш, я правильно понял? Вот же умный земле. «Про том неведомо». Выехав на более ровный участок дороги, он прибавил газу. «Как проснулся, понял. Вера, она материальна. Глубоко верующий человек всегда чувствует ее благодать, эту энергия, чтоб ты понимал». Он посмотрел на меня, словно ожидая опровержения. Но я промолчал, просто не знал, что на это сказать. Одолевала та самая неистребимая жажда. Головная боль, страшно той шли рядышком. «Нет ее здесь, той благодати, ни следа, ни маленького родничка энергии. Но есть что-то другое. Оно не плохое, не хорошее, просто другое, не знаю, как сказать». Закончил он, повысив голос. Деревья закончились, пошли поля засеянные пшеницей. Указатель на обочине сообщил, что мы приближаемся к Междуреченску. Про такой город я не слышал. Отец Дионисий, судя по озадаченному хмыканью, тоже. Неожиданно из пшеницы выросла фигура человека и дерганно бросилась нам на перерез. «Видишь это?» Привлек я внимание священника, указывая рукой направо. «А как же, чай не слепой?» ответил тот, угрюмо косясь на приближающегося. «Прибавь газу и не вздумай останавливаться, это уже не человек». В ответ он озадаченно покосился на меня, но просьбу сказанную в приказном тоне выполнил четко. С зараженным мы разминулись на несколько метров. Пробежав за нами какое-то время, он в конце концов сдался. «Все расскажу, объясню», ответил я на немой вопрос в глазах священника. «Сначала в город меня доставь, лекарства нужно сделать». «Кстати, батюшка, ты как себя чувствуешь?» «Хворый я с утра, голова чугунная и тошнит, что за укази я не знаю». «Это вылечим», с уверенностью заявил я, но затем добавил. «Главное, чтобы ты иммуном оказался». Потянулись дома частных застроек. Стали попадаться машины, народ спешил, сам не зная куда. Пешеходы стояли кучками, то и дело от задачи натыкая пальцами, то в одну, то в другую сторону. Люди не узнавали родных мест и понятия не имели, что их ждет. Глянув в зеркало заднего вида, я заметил столб черного дыма рядом с громадиной элеватора. Похоже, огонь нашел себе пищу. В отличие от них, я кое-что знал и подозревал. С того костерка, что в нескольких километрах позади, может такое прибежать, все местные бабушки с инфарктами попадают. Как вспомню эту абразину, аж спаренной соленой покрываюсь. Ты иммунный? Неожиданно спросил отец Дионисий. Вроде да. Ответил я, испытывая некоторые сомнения. Вторые сутки уже здесь и пока не обратился. Понятно, что такой ответ вызовет еще больше вопросов. Ну а как тут отвечать? Сомнения в моей иммунности возникали. Хром говорил, что живчика нужно 250 или 300 грамм на день, с условием, если не ранен. А мне же литра не хватает. Хоть и здоров, царапины и ожоги думаю не в счет. Боль в голове останавливается на час после большого глотка пыла. Еще столько же я терплю до очередной дозы. Что не так? Может я обращаюсь? Тот что бежал за нами? Это зараженный. Увидишь такого беги прячься или убей, иначе он тебя сожрет. Их легко узнать. Урчат, бегают не по-человечески. Так, теперь забирай направо. Сменил я тему. По окраине город обойдем, думаю, там есть большие магазины. Не знаю, почему священник так просто принял мое шефство. Проняло? Сомнительно. Не тот человек. Может он и вправду что-то чувствует? Как он выразился, вера, она материальна. Вполне возможно, если я не ощущаю, это не значит, что ничего нет. Супермаркет нашелся на северной окраине. Отдельно стоящее здание с большой парковкой. Машин было немного и нам удалось припарковаться у входа. Отец Дионисий пообещал, что дождется меня, несмотря ни на что, но ранец я на всякий случай захватил. Не то, чтоб не доверял, мало ли, что может случиться, зараженная или вооруженная. За последние пару дней я убедился в незаменимости огнестрела и впредь даже в сортир без автомата не пойду. Магазин встретил меня полумраком и гомоном. Люди ходили в потемках стеллажей, выискивая продукты. У кассы стоялось десяток бабушек с авоськами. Подойдя ближе, я понял, что они вовсе не продукты оплачивают, а просто общаются. «Американцы на нас опыты устраивают», голосила одна. «Племянник в компьютере прочитал, что президент наш землю вокруг города вместе с речками американцам продал. Вот теперь эти нехрести и чудят. Да-да. Дура ты, старая, какие нахрен американцы? Куда полгорода делась, а речки нехрести уперли?» «Говорю же, инопланетяне это». «Они же вроде католики, крещеные значит». «Кто? Инопланетяне?» «Тьфу ты, коры!» выразил свое мнение проходящий мимо старик. «Ты иди, иди, старый, корвалола накапай». Прикрикнула на старика голосистая бабуля. Старые страсти накалялись, того и глядя войске с тележками в ход пойдут. Бросив бесполезную прослушку, я ушел в торговый зал. Времени не так много, народ скоро начнет обращаться, да и голодные гости вот-вот нагрянут. Вместе с погрузкой двух огромных пакетов в машину на все про все ушло не больше двадцати минут. Получилось бы быстрее, но консирша долго разглядывала мои деньги, пятитысячную купюру, которой так и не сурдено было попасть к молодым. Что-то ей не нравилось, она даже старшего продавца позвала. Та, пощупав купюру, посмотрела на мой потрепанный, но все еще грозный вид и дала добро. К тому времени в городе началась стрельба. «Начинается», констатировал я, усаживаясь на переднее сиденье. «Батюшка, давай-ка вон за те гаражи, с глаз долой». Тот без вопросов завел свою старушку Ниву и перевез нас в укромное место. «Рассказывай, Кнут», требовательно произнес священник, заглушив двигатель. «Что за чертовщина тут творится?» И я начал говорить, одновременно готовя живчик. Пересказал ему все, что узнал от Хрома. Про тварей и трофеи с них, мультиверсум со множеством миров и нашей копии. С самого начала со свадьбы до момента нашей встречи на лесной дороге. Поспрашивал и самого батюшку. Как выяснилось, он попал в кислый туман более 8 часов назад и умудрился ни разу не нарываться на зараженных. «Вот!» Протянул я священнику полтора литровую бутылку живчиком, на которую ушли последние два спарана. «Сделай два больших глотка, я уже говорил, что это наше лекарство». Тот принюхался к горлышку, скривился, но просьбу выполнил. «Ну и сивуха!» произнес батюшка. «Возвращай мне бутылку». К тому времени я уже поправил здоровье и чувствовал благотворное действие пойла. К слову, приготовлено оно было на коньяке. Так что батюшка зря жаловался, он еще не пробовал на спирту. Накромсав прямо на пакете куски карбоната и хлеба, я сделал несколько бутербродов. Мне хотелось не есть, а жрать, жрать и жрать, чем и занялся, поделившись со священником. Овсяно-вафельная диета была у меня в печенках, никакого удовольствия, только притерная сытость. С деликатесом мы разделались за несколько минут. Батюшка почти не отставал от меня, но только делал это постарчески степенно. «Раз такое дело, надо местную церковь найти», сказал отец Дианисий давно ожидаемые мною слова. Видимо, вместе с пищей он переваривал и мой рассказ. «А что это даст? Я уже говорил, 95% этих людей превратятся в урчащих монстров, нас просто сожрут, не они, так те, кто придет позднее». «Ты мне на слово поверь, этих тварей лучше встречать с базукой». «Хорошо», неожиданно согласился священник. «Что ты предлагаешь?» «Для начала, как ты себя чувствуешь?» «Лучше, много лучше, будто после крепкого здорового сна», признался тот, почему-то разглядывая руки, а затем с удивлением уставился на меня. «Вот теперь ты понимаешь, что...» Совсем рядом у супермаркета раздалась пулеметная стрельба. С этой музыкой я уже был знаком. Послышался звук бьющегося стекла и женские визги. «А-ха-ха! Мясо! Вы все просто мясо!» Пролаял громкоговоритель голосом безумца и снова заработал пулемет. Тут же в прогале между гаражей пронесся армейский джип с пулеметчиком наверху. Тот палил прямо перед собой. «Вот черт!» Инстинктивно пригнувшись, я принялся высвобождать винтовку из ранца. Следом за первой пронеслось еще несколько автомобилей, среди которых парочка грузовиков. Замыкающая машина завернула в наш проулок и остановилась. Помогло то, что прямо перед нами стоял большой мусорный контейнер, из-за него было видно лишь верхушку машины. Показав священнику знак тишины, я тихонько открыл дверь, сполз на землю и через несколько секунд уже выглядывал из-за угла контейнера. Причина остановки была банальна. Человеку захотелось по малой нужде, чем он сейчас и был занят, стоя ко мне спиной поливал ворота гаража. Крепко сбитый лысый мужик, закамуфлированный с ног до головы. Разгрузка пестрела гранатами и автоматными рожками, как новогодняя елка. Внезапно его рука потянулась к кобуре и он обернулся ко мне. Небритое лицо исказилось в глумливой улыбке. Тихо лязгнула винтовка быстрее мозга, ведь даже подумать не успел, как полец выжал курок. Однако тормозить сейчас никак нельзя. Пригнувшись, я добежал до покойника, схватив за шкирку и поволок в свое убежище. Вряд ли кто-то мог услышать, у меня тихая винтовка. К тому же пулеметная стрельба прекращалась, только когда безумие скричал про мясо. Могли увидеть, но вроде как пронесло. Бросив тело, я занял наблюдательную позицию. В зоне ближайшей видимости было спокойно, смущал только обвешанный броней и решетками УАЗ-Патриот, оставленный заведенным, если кто заглянет в проулок, беды не миновать. Бывший уголовник! Послышался тихий голос отца Дионисия за спиной. Обернувшись, я обнаружил священника за неприглядным занятием. Он методично и без всякой брезгливости исследовал содержимое карманов покойника. Батюшка? Я говорю, что наколки на его пальцах о многом рассказывают потерянная душа. Задумчиво произнес священник и бросил мне коробочку похожую на футляр из-под очков. Что это? Сам погляди, по-моему это то, что нам нужно. Он оказался прав. Десяток спаранов и что-то похожее на горох. Я знал, что это только из рассказов Хрома. Сам не видел, но спутать было сложно. Живем. Что за звери такие? Поинтересовался батюшка. Точно не уверен, честно признался я. Ну по-моему это муры. Хром, ну тот, который меня во все посвятил. Примерно так их и описал. Бывшие зэки из отмороженных. Священник тем временем стену струб автомат, снял разгрузку кобуру с пистолетом. Вообще разоружил ее полностью. Попутно ломаемые шаблоны. Дела. Отец Дионисей, привлек я внимание священника, тот передернул затвор Калашникова и поднял вопросительный взгляд. Пользоваться значит умеешь? А как же, чай не белобилетник какой, служил и воевать приходилось, не всегда я был дьяконом. После этих слов он убрал оружие, положив руку на уцелевшую часть лица покойника. Что-то зашептал, затем перекрестил его и поднялся со словами. Машину обыскать надо, может полезное что есть и уходить по-тихому, пешком, сам видишь. Единственный выезд под присмотром, не там и сила, чтобы с бесами этими воевать. Тут я был полностью согласен. Сказано сделано. Привычно пригнувшись и стараясь окинуть взглядом все что можно, я добежал до уазика. Водительская дверь открыта, двигатель журчал ровным механическим звуком. Оглянувшись по сторонам, я запрыгнул на сидение и схватил с пассажирской стороны небольшой рюкзак. Тут щелкнула ручка задней двери, заставив меня втянуть голову, но это был отец Дионисий. Глава седьмая Слышь, Рябой, долго еще обезьян будет гонять по кругу и боезапас расходовать? Никого же больше нет. Сам у него спроси. Злобно огрызнулся Рябой. Он при мне только два раза краснухой закинулся. Прикинь, что у него в башке сейчас? Да хрен бы с этими патронами. Вот только шумит он больно. Не прибежал бы кто серьезный. Я смотрю, мина, ты сегодня умного включил, да? Прибежит так завалием. Да и нет тут серьезных. Все, хорош мне на уши приседать. Прошипел Рябой с угрозой глядя на мину. Делом лучше займись. Вон у тех двух дятлов в зилке рожу больно довольные. Сто пудово дрянь по венам пустили. Хватай этих пернатых. Пусть тушня грузят. Не особенные. Мина убежал выполнять приказ. Рябой окинул взглядом площадь, по которой катался на джипе их глава с говорящим именем обезьян. После того случая в чистом ручье их основной стал съезжать с катушек. Спек, потом коньяк и снова спек. В любое время, день это или ночь, он был залит дрянью по самые уши. Рябой не понимал, почему? Но потерял он лучшего кореша. И что с того? Они десятками через день дохнут. Два дня назад не вернулась бригада жердяя. Никто же не плачет. А ведь это почти полсотни проверенных пацанов. Нет, бешеный конечно пацан правильный, никакой гнили за ним не замечено. Но нахрена так убиваться? От некогда грозной банды Белые Волки осталось чуть больше трех десятков. Надо думать как новых набрать, устроить рейды по ближайшим зонам, а не спеком закидываться. Рябово положение дел не устраивало настолько, что он готов был прибегнуть к решительным действиям. Вариантов было всего два. Брать власть в свои руки, но для этого придется поговорить с обезьяном. Либо валить в поисках других, более удачливых бригад. Стикс велик, есть где разгуляться, тем более здесь стронги с сектантами притесняют. Последнее кстати, совсем озверели, вырезали целый стап на тысячу рыл, даже рук при этом не запачкав. Пацаны из назначенного обезьянам посольства попали под раздачу вместе с остальными. Малая повезло, бывший форточник двое суток гасился по подвалам, а когда все утихло, сумел свалить незамеченным. Вот он то все и рассказал. Сектанты окружились стап ночью, устроили шквальный огонь по находящимся на стенах защитникам, не давая им высунуться. Народ был в непонятках, куча боеприпасов улетая, даже никого не задев. Некоторые стали посмеиваться, дескать, у кого-то скопилось много патронов и появилось свободное время. Но смешки быстро прекратились. Под прикрытием ураганного огня сектанты подогнали к стенам несколько десятков громоздких механизмов, очень похожих на катапульты. Защитники забеспокоились, когда поняли, что сейчас произойдет. Их собирались обстрелять, но не бомбами и даже небольшими камнями, это были зараженные. Всего один залп и несколько десятков урчащих монстров оказались в густонаселенном стабе. Многие из них погибли, упав на твердую поверхность. Но тех, что попали на крыши домов, хватило, чтобы решить судьбу стаба. Защитникам тут же стало не до сектантов. Им пришлось с автоматами и пулеметами отстреливаться от тех, кому даже танковый снаряд не повредит. Итог был предсказуем. К утру сектанты стабом. Надсадный рев дизеля и звон бьющегося стекла заставили Рябова дернуться. Но это лишь грузовик въехал задом в магазин для ускорения погрузки. Козлы сухомозглые! Пробурчал Рябой, тут же окликнув пробегающего мимо долговязого широкоплечивого бойца. Эй, как там тебя, шпала? Жирть я, прогудел тот трубным лосиным голосом. А, ну да, вспомнил. Короче, бери ту шашлайку. Он ткнул рукой в сторону внедорожника, обвешанного броней. Водили, скажешь, я приказал. И гоните в гараже. Проверьте, че там Бендера застрял. Если дрочит, можешь ему яйца отстрелить. Разрешаю. Ха-ха. Угу. Буркнул жирть и побежал выполнять приказ. Набрали, млядь, дебилов. Проводив бойца взглядом, Рябой скрылся в супермаркете. Кнут. Полушепотом позвал меня священник. Я как раз заканчивал с багажником, а отец Дионисий, осмотрев заднее сидение, засел в кустах украйнего гаража и наблюдал теперь за действиями Муров. К нам гости. Я обернулся, осмысливая сказанное. Но тут события понеслись вскач. Где-то впереди, вне зоны видимости, дико завизжали тормоза. Раздался полной боли и ужаса человеческий крик и тут же потерялся на фоне злобного проникающего на все частоты урчания, от которого аж в голове заломило. Долго думать мне не дали. В следующую секунду из-за машины выскочил пустыш и прыгнул, сбивая меня с ног. Оказавшись на спине, я уперся обеими руками в грудь зараженному и постарался держаться подальше от зловонных колоцающих челюстей. Мутные белесые глаза дико вращались, руки слава местным богам без когтей хаотично били по мне, попадая по многострадальному лицу. Гребаная вонючка. Топот ног справа мелькнул приклад и пустыш с хрустом костей отлетает в сторону. Тяжело дышая поднялся на ноги. Глянул на несостоявшегося монстра, то судорожно вздрагивал. Проломленный череп говорил об одном, не жилец. Перевел взгляд на священника, лицо которого выражало мрачную решимость, оно никак не сочеталось с церковной рясой. Спасибо, батюшка. Есть мой долг. Спокойным менторским тоном заявил тот. Ну да, чем этот пустыш не порождение тьмы, а приклад калашания орудия Господа? На все про все ушло не более пары минут. Чуть отдышавшись, я нырнул в отгораживающие нас от муров кусты, чтобы разведать обстановку. Возрастающий шум настораживал. Хватило одного короткого взгляда, чтобы понять и ужаснуться. Пришел тот самый. Его телосложение, если так можно назвать груду мышц и костяных наростов, я хорошо запомнил. Тварь ревела, круша внедорожник ударами могучих лап. Мельтешащие в небольшом отдалении муры, непрерывно поливали монстра из автоматов. С крыши зилка стоящего у супермаркета заработал пулемет. Слева мелькнул дымный розчерк, который, судя по траектории, должен был закончиться на груди у монстра, но его там уже не было. Снаряд пролетел дальше и взорвался где-то в кустах. В ту же секунду цельнометаллический корпус зила вмялся вместе с пулеметчиком, будто невидимый великан ударил по машине полиции. Нет, ребятки, это вам не поможет, подумал я, вспомнив про вскрытые БТРы. Батюшка, бежать надо и бежать быстро! Не сговариваясь, мы покидали все ранее награбленное обратно в УАЗик. Я прыгнул за руль, священник без колебаний устроился на заднее сидение. Развернув машину, я рванул в направление, откуда приехали муры. Была вероятность нарваться, причем не только впереди, но и получить очередь в спину. Но там был элитник, а это многое меняет. Город за последний час сильно изменился. Вместо спокойно стоящих и не спеша передвигающихся пешеходов появились корявые бегающие за ними, то есть за пешеходами личности. Останки людей лежали где попало, на некоторых пир шел полным ходом. На нашу машину бросались, бились об бампер, двери, оставляя кровавые следы на стекле и даже пытались догнать. Господи помилуй, спаси и сохрани нас грешных, произнес отец Дионисий слегка дрожащим голосом. Не сказать, что я был в шоке, это был ужас. Трупы женщин, детей, стариков увидев такое три дня назад, я бы точно свихнулся. Вон, даже священник побледнел. Впереди прямо на дороге, можно сказать, в центре безумия, стояла маленькая худенькая фигурка. Ребенок совсем кроха, может лет трех-четырех. Зараженные пробегали мимо него, будто не замечая, а может пока игнорировали, ведь вокруг полно целей покрупнее и посочнее. Батюшка! Вижу! ответил тот и добавил твердо, почти требовательно. «Поспеши!» Плюнув на подвижное препятствие, я вдавил педаль в пол, тут же поймав бегущего на перерез пустыша. Крутанувшись, тот перелетел через машину, задев при этом лобовое стекло. «Двадцать метров!» «Быстрее! Еще быстрее!» «Десять!» «Черт!» «Кто этот лысый здоровяк слева?» «Лотерейщик?» «Оплевать!» Резко выжимая тормоза, пожалуй, слишком резко. Батюшка едва успел схватиться за дверную ручку. Визжа покрышками, машина пошла левым боком, сбивая как кегли двух пустышей. Чуть газанув, я опять притормозил и УАЗик, покачнувшись, выпрямился. «Стоп, машина!» Белокурая девочка за правым окном стоит. Стоит, как струнка, ручки по швам, глаза с силой зажимулины. Батюшка не стал возиться с дверью, высунулся в окно, схватил ее за плечи в полмагазина. Летящий на всех парах лотерейщик закончил свой забег по инерции, сильно приложившись о заднюю дверь. «Фу, успели!» выдохнул я, прибавляя газу. «С божьей помощью!» утвердил батюшка. Пригород остался позади, а впереди ждала развилка. Передо мной стоял выбор, прямо по трассе на запад или направо проселками в северном направлении. Я выбрал проселки. Метров через шестьсот начинался сосновый лес, дорога вела сквозь него. Проехав с километр, съехал на обочину и остановил уаз под тенью деревьев. «Перекур! Десять минут!» сказал я, глуша машину. Ребенок сидел на коленях у батюшки. Зажмуренные глаза подрагивали, маленькие пальчики крепко держались за рясу. Священник поглаживал ее по белокурой головке и что-то нашептывал. Лес жил своей обычной жизнью. Где-то атаковал тетерев, далекая кукушка монотонно отсчитывала чьи-то годы. Все как обычно, будто и не было кошмара под названием улей. А монстры это просто сон. «Почему не по трассе?» услышал я голос батюшки. «Потому что этим проселкам, судя по следам, пользуются редко. А значит, те мудаки приехали по трассе». Наблюдательность не была моим коньком, но на этот раз все очевидно. «Не скверну словь!» сделал мне замечание батюшка, тут же добавив на свой манер. «Бесы они, души потерянные!» Ну что я вздохнул. «Ты видел холодильник в багажнике?» Священник кивнул. А пустые чистые контейнеры кивает, продолжая поглаживать детскую шевелюру. «Так вот, когда эти бесы людей потрошат, органы аккуратно в те контейнеры складывают и холодильник ими набивают». Батюшка угрюмо молчал, а я продолжил. «То, что они бесы, не мешает им быть педерастами. Ну ты понял?» «Это тоже от лукавого!» Не смолчал тот. «Согласен, батюшка. Кстати, ты вроде как иммунный, значит, никакой ты не отец Дионисий, ты на земле и остался». Священник поднял глаза, в них светился интерес и ожидание. «Помнишь, я рассказывал про крестного и новое имя?» «А как же, чай не безмозглый?» «Ты теперь апостол!» Тот помолчал какое-то время, переваривая мои слова, а затем выдал на свой манер. «А не слишком ли это для простого дьякона? Я бывший солдат, грешник!» И тут же перекрестился. «Нет, не слишком. К тому же поздно теперь, слово сказано!» Утвердил я. «Апостол так апостол!» Согласился бывший батюшка, а ныне мой крестник. «Дальше куда? Делать что будем?» Указал он подбородком на неподвижного ребенка. «Затаиться бы нам хотя бы на пару дней, себя прийти, помыться, отоспаться». Хром говорил, что в лесу безопаснее, зараженных тут намного меньше, а потом... Хороший стаб надо найти. Там есть знахари, лекари, они и подскажут, что с ребенком делать. На том мы порешили. Уазик не спеша катился по заросшей лесной дороге. Я крутил головы во все стороны, стараясь ничего не упустить. Апостол на заднем сидении поил девочку-живчиком, которые, по моему настоянию, разбавили яблочным соком. Все заняты делом. В салоне много чего нашлось, но не для взрослого и трезвого, а скорее подходило ребенку или наркоману. Апостол выгреб целую гору наркоманских радостей из кармашка в сидении бардачка. Девчушка, открывшая к тому времени голубые глазищи, взирала на сладости с несвойственным детям равнодушием. «Не переживай!» Попытался я успокоить крестника, глядя в зеркало заднего вида. «Если ребенок был здоров до того, значит вылечится. Ули не только забирает, но и много чего дает». «А что он дал тебе?» Вопрос апостола был закономерным. Сам на него напросился. «Дар, и похоже полезный. Один раз он меня здорово выручил, вот только пользоваться им не умею». Сказал я, как есть чистую правду. Крестника это пояснение не удовлетворило. Пришлось изложить детальный рассказ, про последние секунды в «Тигре» и последующие материализации на элеваторе. Тот надолго замолчал, видимо переваривал информацию. Любая дорога, даже лесная, рано или поздно пересекается с другой. В нашем же случае это была малозаметная, заросшая травой колея с правой стороны. Благо скорость была небольшой, я вовремя заметил и сам не знаю, почему свернул на нее. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь густую листву, придавая мрачности и без того нерадостному настроению. Ветки беспрерывно били в лобовое стекло, машина тряслась по ухабам. Часов ни у кого не было, но по ощущениям ехали мы так минут сорок. Неожиданно деревья закончились, и машина выехала на поляну, по центру которой стоял небольшой домик. По-моему, то, что нужно, сказал я, глуша двигатель и оборачиваясь к апостолу. Тот, ничего не ответив, переложил на сиденье уснувшего ребенка и попытался открыть дверь. Не спеши. За последние пару дней жизнь научила осторожности. Посидим пару минут, вдруг кто выскочит. Но все было тихо, лишь двигатель остывая пощелкивал и сопела мирно спящая девочка. Я завел машину и повел ее в объезд дома. Там оставалось единственное слепое пятно. Машин рядом не было, труба на доме не дымила. В общем, никаких признаков людей или зараженных. А за домом... Господи Иисусе! Прошептал апостол. Признаться, открывшиеся картины меня тоже не воодушевляло. Да и кому может понравиться лицезреть прибитого кресту человека? Да что же это за место такое? За какие грехи прости меня, Господи! Будто опомнившись, пробормотал апостол и вышел из машины. Мне ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Толстый крепкий брус, глубоко вбитый в землю. Попытка расшатать его к успеху не привела. Пришлось вернуться в машину за пилой внешников. К слову, жертва лысый бородатый мужичок признаков жизни не подавал. Я бы, может, и не стал заморачиваться. Поехал себе дальше. Но поведение апостола сомнений не оставляло, пока не снимет его, не успокоится. Пришлось сделать аккуратный пропил с нужной стороны и толкать. Апостол придерживал крест с помощью длинной рогатины, так мы и спустили жертву. Мужичок был совсем уж небольшого росточка, максимум метра полтора. Еле заметно, но все-таки дышал. Жертва хоть и малого роста, а весила прилично. Попотели мы, пока занесли в дом. Я принялся вливать ему живчик, а крестник пошел за ребенком. Вот скажи мне, апостол, обратился я к крестнику, когда тот уложил девчушку на кровать. Что за люди творят такое? Люди ли это? Ответил тот не сразу. Я говорил, что был на войне. Киваю. Давно это было, лет, наверное, двадцать пять назад. Но есть такие картины, которые не забываются. Как-то наш взвод освободил небольшую деревеньку в юго-восточной Азии. Местные партизаны использовали ее как перевалочную базу. Тут он замолчал. По лицу было видно, апостол что-то решал для себя. Вообще, я давал подписку о неразглашении, но думаю, твоя страна осталась там. Перебил я его, указывая пальцем вверх. Как и моя. Наверное, ты прав. Ну так к чему я? То вовсе не партизаны были. Во вторую мировую наши называли таких полицаями. Американские прихвостни, местная дочка ЦРУ. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я. Вьетнамская война, 59-72-й, времена правления Хрущева и Брежнева. Это я помню. Кто такой Брежнев? Апостол был искренне удивлен. Это были Молотов и Хрущев. С цифрами ты тоже ошибся? Тут уже я открыл рот, но вспомнил, где нахожусь, быстро его захлопнул. Неважно. Махнул рукой крестник. Так вот. Во всех вьетнамских селениях были сочувствующие или бойцы вьетконга, вычислить которых была главная задача полицаев. Методы у них я тебе скажу, что и в гестапо побледнеют. Народ вьетнамцы рано взрослеющий и упертый. Лет с пяти уже с родителями в поле, к трудностям привычные, и не всякая пытка их сломать может. Так вот, что эти ируды придумали? Отнимают у матери двух-трехлетнего малыша, суют его в бамбуковую клетку и дают гранату, как игрушку. Малышу любопытно крутит-вертит ее, за куличко дергает, а мать урет. Полицаи на камеру все снимают, для отчетности, так сказать. Посмотрел я такое кино. Погрустневшим голосом продолжил апостол, спустя короткую паузу. Ну так, к чему я это рассказал? Воспитание тому виной. Иные родители всякое творят, а дети видят, и по взрослевку пируют их и плодят своих. А в нашем случае свидозволенность, безнаказанность творят, что хотят, но ведь и они кем-то воспитаны. Закончил на этой ноте апостол. Да уж, издалека начал, но объяснил все популярно, красочно. Я будто сам в этом селении побывал. Тихо захныкала девчушка, позвав во сне маму. Она свернулась клубочком и опять замолчала. Апостол тут же подсел к ней и стал что-то нашептывать, поглаживая по белокурой головке. Кто у вас, президент? Услышал я хриплый голос за спиной. А? Обернувшись, обнаружил глазеющую на меня жертву. Получается, пока мы болтали, мужичок пришел в себя. Ладно, это потом. Он попытался махнуть рукой, но тут же скрилился от боли, попутно вспомнив чью-то маму. Дай, пожалуйста, живчика глотнуть. Вежливо попросил мужичок. Просьбу я выполнил. Пришлось держать бутылку самому. Тот, беспомощно улыбнувшись, сделал несколько больших глотков. Подошел апостол и с любопытством поглядывал из-за спины. Фух, знатный живец, на коничке, видать, мажористы. Выдала несостоявшаяся жертва, удовлетворенно отрыгнув. Фавен я. Кнут, а это апостол. Представился я в ответ. Итальянец, что ли? Поинтересовался крестник. Да какой к чертям итальянец? Псковские мы. А фавен, это потому, что крестник, как меня увидел, сразу ржать принялся. Говорит, что только рогов с копытами не хватает. А так чистый фавен. Я тогда и понятия не имел, что это за зверь такой. Жертва оживала на глазах. На щеках появился румянец, в глазах блеск, даже страшные отверстия на руках и ногах покрылись коркой. Давно эту землю топчу. Регенерация повышенная. Ответил фавен. Хоть вслух я не спрашивал. Видимо, взгляд был красноречивым. Эх, настойку бы еще гороховую. Я бы к вечеру уже ходил. Есть горох. Вот только где уксус с содой взять. Жадничать я не стал. Воспитан по-другому. К тому же, этот человек здесь давно много чего знает. А информация это наше все. Если поделитесь, в долгу не останусь. В свою очередь, подтвердил тот мои мысли. А что до сопутствующих найдем? Этот домик, что-то вроде вольной гостиницы для рейдеров. Тут много чего есть. Кнут! Обратился он ко мне. Сдвинь тот половичок! Выполнив просьбу, я обнаружил погреб. И с содержимым Фавн не ошибся или не обманул. Полностью доверять едва знакомому человеку может только идиот. К слову, нашлось все, что нужно. Это помимо продуктов и патронов. Была даже маленькая баночка с аспаранами, несколько трехлитровых емкостей с живчиком и старенькие К-47. Однако, люди здесь весьма предусмотрительные и нежадные. Надо бы не забыть оставить свой вклад. Пока готовил необходимые банки-склянки, самому себе напоминая матерого торчка, апостол занялся чисткой оружия, а Фавн наблюдал за моими действиями. Смотри, с уксусом не переборщи! Предостерег он меня. Да-да, столько на троих достаточно. Пойло, надо сказать, приятным на вкус не было, что предсказуемо. Уксус загашанной содой плюс экзотический ингредиент из башки монстра-людоеда. Жесть! Выпили, поплевались, все кроме Фавна. Тот был доволен, словно испил дорогущего вина на халяву. А вы, стало быть, свежаки? Скорее утвердил, чем спросил он, пытаясь улечься поудобнее. Так заметно? Поинтересовался я, чуть напрягшись. Да! А где ты как попало? Простых вещей не знаете? Расслабься, парень, не враг я вам. К тому же, свежакам помогать надо. Я тут несколько дней, а апостолу того меньше. Не было смысла скрывать информацию, как оказалось очевидную. Интересное кино. Всего ничего, крестником уже обзавелся. Можешь не говорить, конечно, но кто твой крестный? Хром, погиб он. Предугадал я закономерный вопрос. Судя по тому, как у Фавна дернулись брови, они были знакомы. Расскажи, как было? Мне ничего не оставалось делать, как рассказать. Мда, Хрома, конечно, жалко. Хороший парень, веселый. И стронгов, кстати. Но тут ничего не поделаешь. Бывал я на той трассе не раз, да и элеватора от нее больше двух километров. Честно признаюсь, твой рассказ про дар это что-то невероятное. И ты уж извини, неправдоподобное. Так что приготовься изложить все ментату. Последнее было сказано, как приговор. Кому? О чем ты вообще? Как-то быстро Фавн из несчастной жертвы превратился в хозяина положения. Щелкнул затвор автомата, апостолу тоже не понравились перемены. Бывший священник, если, конечно, таковые бывают, направил ствол на Фавна, сделал два шага назад, подхватил мою винтовку, кинул ее мне. Несмотря на возраст, все было проделано быстро, четко и не отводя глаз от мишени. Зря вы так, ребятки. Никто вам ничего плохого не сделает. Просто несколько вопросов, только чтобы убедиться в твоей честности, Кнут. У меня тоже есть вопросы. Кто ты такой? И где твои дружки? А раз жертва так уверена в себе и говорит про какого-то ментата, значит, есть кто-то еще. Выходит, это была ловушка, только больно затейливая. И на кого? На двух оборванцев? Я Фавн. Все сказанное мной, это правда. Начал тот примирительным тоном. У меня много друзей. У меня много друзей среди стронгов это всего лишь тревожная кнопка. Я ее полчаса назад нажал, а вторая сработала, как только открылась крышка люка. Вот тебе и щедрый парни. Я махнула по столу на ребенка. Тот правильно меня поняв, подхватил одной рукой спящую девочку, не спуская глаз с Фавна, мы двинулись на выход. Зачем так, парни? Ну да, виноват я. Надо было сразу предупредить, они же вас покалечат. Не обращая внимания на монолог жертвы, мы выскочили на улицу и уже добежали до УАЗика, как в воздухе странно свистнуло. Я обернулся и тут же получил удар в челюсть, что-то смазанно мелькнуло. Апостол, охнув, упал на землю. Послышался плач ребенка. Болезненный удар в нос и я лечу назад. Свист, мелькание, удар ногой в печень, даже сквозь круги перед глазами я разглядел силуэт человека. Стой, свист! Крикнул кто-то громко и предостерегающе. Опять свист, перед глазами нарисовался армейский ботинок, удар и темнота. Глава восьмая Когда-то в прошлой жизни, лет, наверное, тридцать назад, я был влюблен. Такое случилось первый и последний раз. Маша, Машенька, самое красивое имя на свете. Как же мне хотелось носить ее на руках, совершать ради нее подвиг. Она сидела впереди, через две порты от меня. Когда Маша поворачивала голову, чтобы пошептаться с подругой, я любовался и представлял нас где-нибудь в диком ночном лесу у костра. Неподалеку водят волки, рычит страшный медведь, она в страхе жмется ко мне, такому сильному и смелому. Мне всего лишь надо сказать, не бойся я с тобой. Как-то окрыленный, после удачных проводов Маши до дома, я решился пригласить ее на свидание. До того пришлось под страхом смерти пробраться в огородик Елены Ивановны и сорвать самую красивую розу. И вот я, весь такой смелый, с цветочком, заявляюсь к ней во двор, обдумывая на ходу, что говорить ее маме или не дай бог папе. А мечта моей жизни сидит на скамейке в компании трех дворовых пацанов и посмеивается над их шутками. Я тогда не растерялся, мало ли просто соседи сидят и болтают. Подошел, вручил удивленной девочке розу и позвал на прогулку. Она бы скорее всего согласилась, но вмешался в самый росли из ребят. Со словами «Ты кто такой?» вали в свой двор, он толкнул меня в грудь. Я в долгу не остался, двину рослому по носу. Началась драка, а Маша вдруг крикнула окреляющую фразу «Не трогай его, он мой парень!» Сердце забилось чаще, улыбка растянулась до ушей. Тут она встала между нами и почему-то толкнула меня в грудь. «Отстань, Артур! Ты мне в школе прохода не даешь! Теперь я во двор пришел!» Почему она так сказала, я тогда не понял. Роза полетела на землю, а Маша, подхватив под руку рослого, зашла в свой подъезд. Получилось, как в той песне, ну а теперь малыш отчаливай. С разбитым сердцем я пошел домой, но далеко не ушел, всего лишь за дом. А там мне разбили нос и челюсть, набили кучу шишек на голове и вообще на всем теле, короче, знатно попинали. Оставшиеся двое друзей рослого не стали терять времени даром, догнали и по-своему попросили больше сюда не приходить. Я их потом по одному нашел, плюнув на рослого с Машкой, там все по-честному было. Вот и сейчас я пришел в себя. Боль во всем теле, губы разбиты, нос кровит, а внутри кипит гнев. Виду, что пришел в себя, не подал. Решил послушать. «Чех, ну вот нахрена вы так? Это же просто запуганные свежаки!» Возмущался Фаван. «Тем более помогли они мне, с креста сняли, живчиком и даже горохом поделились. Нормальные ребята?» Не успокаивался тот. «Да откуда мне было знать? Тревожная кнопка дважды сработала. Подумаешь, вырубили чуть-чуть, через пару дней оклемаются». Примирительно ответил чех. «Чуть! Да ваш отмороженный свищ! Ногами его пинал, пока не оттащили!» «Видел!» С грустью в голосе подтвердил чех. «С ним вопрос решим!» А затем громко. «Свищ, тебя предупреждали?» «Да ладно тебе, чех! Че с ними будет-то? Ну перестарался малость, с кем не бывает! Иммунный же, до свадьбы заживет!» Голос у этого свища был молодой, нагловатый и с легким оттенком гнили. Приходилось с такими встречаться. «Закрой рот, на базе решим!» Безапелляционно заявил чех. «Кажись, второй очухался!» Встрял мягкий, вкратчивый голос. «Виду только не подает!» «Хитрый!» «Все уже, Кнут!» «Не притворяйся!» «У хомяка зачатки знахаря есть!» «Это уже фаун!» Я открыл глаза, сел и облокотился на колесо УАЗа. «Дайте ему живца!» Кто-то схватил меня за плечо, предостерегая от падения, и сунул в руку бутылку. Сделав несколько больших гладков, я, наконец, рассмотрел своих пленителей. В метре от меня стоял крепкий бородатый мужик, лет тридцати пяти. Взгляд властный, твердый, но не злой, видимо, чех. Сосед справа совсем уж с ним не смотрелся, тщедушный, с субтильными ручками, большой щекастой головой и хитрющими глазами. По всему периметру стояли бойцы с автоматами, десятка полтора, может, два. Чуть в стороне виноватымялся фаун, на своих двоих мялся говнюк. А вот слева стоял тот самый, ни с кем его не спутаешь. Такие обычно присильно ходят и во всем тем подпевают, а в одиночку ведут себя тише, воды ниже травы. Вот только силу он недавно приобрел, и теперь ею пивался. Широко расставленные ноги, грудь колесом, взгляд наглый, глазки, однако, бегают. Этакая пантера с заячьей душонкой. Апостол сидел в двух метрах, как и я, прислонившись к колесу. Правый глаз заплыл, на бороде подсыхала кровь. Меня накрыл гнев. «Где ребенок?» Спокойно спросил я, никому конкретно не обращаясь. «За нее не переживай, медсестричка наша занимается», ответил чех. «Не обессудь, парень, накладка вышла, не хотели мы так?» Свиной в голосе, но не перебарщивая, продолжил он. «Нам нужно знать все, что связано с Хромом. Боевой товарищ, знаешь ли?» «Понимаю. А мне нужно поговорить вон с тем телом». С этими словами я поднялся и уставился на свеща. Глядя на покачивающегося меня, тот осклабился. «Эй, нет, так дело не пойдет. Мы не шпана уличная, а боевое подразделение». Отчеканил чех. «Неужели?» Ухмыльнувшись, я потер окровавленную челюсть. Глаза чеха излучали упрямство. И что-то еще. Похоже, тот напряженно думал. «А раз так...» «Да ладно тебе, командир! Он крут, а я свежак, который ищет справедливости. Может, хоть по морде разок зацеплю и то радость. Думаю, он и сам не против. Так ведь? Дрищ!» Последние слова я сказал громко, но вовсе не для свеща, который сделался красным, как рак и подергивался. А для остальных зрителей развлечение же. Вон как уши навострили. «Зачем я это сделал?» «А хрен его знает. Может, упрямство или дурость?» «План-то, конечно, был. Он придумывался по ходу монолога». Самый сильный удар от свеща я получил армейским ботинком, а остальные так себе, чуть сильнее затрещены. Моя битая во многих потасовках рожа достойна большего. Слабак он, короче. «Командир!» К нам приблизился боец ростом за два метра и выглядел он вовсе не длинным, а скорее монолитным. Руки, как мои ноги, могучий торс, а морда будто из камня выточена. Илья Муромец в камуфляже. «Пусть подерутся, а мы порадуемся. Страсть, как душа праздника просит». «Клепан, мы на боевом выезде, забыл?» Прозвучало это менее уверенно, чем раньше. В ответ Клепан состроил гримасу, мол, сам же понимаешь. «Бардак, а не армия», сдался чех. «Если свещ не против, валяйте». «Куда он денется? Так ведь, свещ?» Утвердил и тем же тоном поинтересовался огромный Клепан, хрустнув костяшками. «Не зря старался. Молодец, Илья Муромец». «Я, я буду!» Откликнулся тот на слегка завышенной ноте. «Наваляю ему!» «Давай!» «Да, ты наш герой!» Крикнул кто-то из бойцов. Бросив взгляд на апостола, здоровый глаз которого смотрел на меня с осуждением, я улыбнулся и пошел прочь от машины к естественной площадке между четырех деревьев. Те тоже были частью плана. Со всех сторон, перебрасывая шуточками, подтягивались бойцы. Хмурый чех, недоверчиво посматривая на меня, тоже не отставал. Тут к нему подбежала миловидная блондинка, одетая, как и все, в камуфляж и что-то зашептала, искосо поглядывая на меня. «Он сам настоял!» Донесся до меня голос чеха. Мы встали в метре друг от друга. Свищ смотрел с вызовом. Но где-то в глубине его глаз затаился страх. Он не знал, чего ждать от наглого сорокалетнего выскочки. Неожиданная атака со спины не в счет. В отличие от него, я имел некоторое представление и знал, как это использовать. Опыт наш и все. «Правила просты!» Громко сказал чех. «Драться без подручных средств и ни в коем случае не до смерти. Это тебя касается, Свищ!» «Да понял я, понял!» Нервно крикнул тот. «В случае нарушения правил наказание последует немедленно. Начали!» Я дернулся всем телом вперед, свистнула. В ту же секунду расстояние между нами увеличилось до трех метров. Со стороны зрителей послышались смешки, а физиономия Свища исказилась злобной гримасой. Мелькнула стремительная тень, и я пропускаю удар в левую скулу. Замах, но поздно. Противник не досягаем. Мелькание. Опять левая скула. Больно, но терпимо. А главное, я заметил одну закономерность. Перед тем, как мне прилетает по морде, Свищ, находящийся в трех метрах, слегка приседает. Бойцы улилюкали. Кто-то поддержал меня словами. «Кнут, не тормози!» Злорадно улыбнувшись, Свищ присел. В то же мгновение, я сдвинулся вправо и с силой выкинул вперед левую руку. Раз он не хочет менять тактику, почему бы этим не воспользоваться? Неприятный и до боли знакомый звук ломающегося носа со стоном и матами Свищ валится на спину, прямо у моих ног. «Подловил-то, кикнут!» «Чувствуется опыт!» «Молодец!» Поддержал меня Клепан. «Сука! Я тебя порву!» Провизжал униженный Свищ, поднимаясь на ноги, все его носа текло в два ручья. Я снова дернулся вперед, подмечая страх в его глазах. Свист и где-то слева… Словно мешком с картошкой вдарили обо что-то большое и твердое. «Е-мое!» Удивленно воскликнул один из бойцов. «Свищ! Ну ты реально дрищ!» Подметил другой. В страхе Палин не рассчитал траекторию и со всей дури влетел в сосну. «Не так я планировал использовать дерево, но результат достигнут!» Первая среагировала девушка. Подхватив сумку, она побежала в сторону незадачливого дуалянта. «Тревога!» Неожиданно громко крикнул хомяк. Девушка присела, не преодолев и четверти расстояния. Защелкали оружейные затворы моментально среагировавших бойцов. Спустя секунду из-за злополучной сосны высунулась гигантская лапа, с гроба стала бессознательного свища и уволокла его за дерево. Затрещали автоматы, свистящие пули принялись лохматить сосну. «Марго! Быстрее!» Девушка на коленках поспешила назад. А я наблюдал за действом, даже не заметив, что присел. «Не стрелять!» Властный голос командира остановил разнокалиберную какафонию. «Хомяк! Работай!» «Чисто! По всем направлениям чисто!» ответил тот спустя несколько секунд. «Да как чисто! Свища что, дерево унесло?» Возмутился боец небольшого роста. Стыдно признаться, но выглядело это именно так. Как может обладатель этой лапищи спрятаться за полуметровым ширину дерева? «Что-то матерое! Глаза отводит!» констатировал клепан. «Карманник, не тормози! Тепловизор!» скомандовал чех. Опомнившись, названный боец натянул на глаза прибор и не спеша стал крутить головой. «Движение на девять часов! Восемь! Семь! Обходит, падла!» Заорал боец, выпуская пулеметную очередь в пустое место. Но пули не прошли насквозь. Попадая во что-то, они искрили и отлетали. «Огонь!» Заорал чех. Повторять не пришлось. Напряженные бойцы заработали со всех стволов. Бухнуло что-то громкое и в расстрельном месте вспыхнул алый цветок взрыва. Это сработало. Невидимая вуаль слетела, выставляя на свет пятиметровую бронированную тушу монстра. Оглушительно завопила тварь, мотая рогатой башкой. Тело несчастного свяща изломанной куклой бухнулось на землю. «Ох, ё!» Ненамного тише крикнул чех. «Матерый элитник! Щелкун! Твой выход! Остальным стрелять в морду!» Все происходило очень быстро. Ползком, в страхе получить пулю, я только и успел перебраться за линию бойцов. А теперь озирался в поисках пресловутого щелкуна. Тот не заставил себя ждать. Вперед выскочил ничем не примечательный парень, лет двадцати пяти, и прицелился в оглушенного элитника. Из винтовки совсем уж футуристического вида, которая вызывала из памяти только одно словосочетание – космическая пушка. Раздавшийся звук никак не ассоциировался с оружейным выстрелом. Но, к моему изумлению, туша весом не меньше тонны моментально опрокинулась на спину и тут же с рёбом вскочила. Видимо, пуля, или не знаю что, угодила в левое плечо, да с такой силой, что монстр крутанулся юлой и снёс правой лапой небольшую сосну. Взрывев на всех частотах, он невероятным образом развернулся и странными зигзагами припустил в гущу леса. «Затылок, щелкун! Целься в затылок!» – крикнул Чех. «Не вздумай по ногам, попадёшь в землю, это будет жопа!» Выстрел мимо. Монстр выписывал непредсказуемые зигзаги. Ещё выстрел. Впереди, где-то в метрах в семидесяти от бегущего элитника треснул ствол огромной сосны. Дерево шумно завалилось, а монстр, достигнув его, с лёгкостью перепрыгнул и скрылся в лесной чаще. «Бесполезно! Видел, как он двигается!» – обратился щелкун к командиру. «Да мне воробья в поле проще сбить, непредсказуемый алгоритм, к тому же не пробивает его ИВД!» «Попытка, не пытка?» – ответил Чех. «Зато он точно не вернётся, заляжет где-нибудь, пока рано не затянутся!» «Клепан, команду отход! Нашумели мы, как бы ещё кто не пришёл!» Муромец поднял руку вверх и изобразил круговое движение. Спустя несколько секунд из-за деревьев выскочили четыре тигра и направились к нам. «Я предупреждала, командир!» – с упрёком в голосе высказала подошедшая медсестра. «Нельзя так со свежаками!» «Гостям повязки на глаза у вас забрать, выполняйте!» Проигнорировав девушку, раздал приказы Чех. «Опять тряска по лесной дороге!» вот только теперь в полной темноте. Приказ был выполнен, повязка, а сверху для пущей уверенности мешок. В принципе, такая конспирация придавала уверенности, убивать нас пока что не собираются, да и ведут себя вполне дружелюбно, горячая встреча не в счёт. Меня больше волновала стычка с матёрым элитником, так эту образину называли бойцы. Никаких ошибок быть не может, это та самая тварь с элеватора, я тогда её хорошо рассмотрел. Элеватор, а затем город и теперь здесь. Меня что, преследуют? Совпадение как-то не верится. Мало я знаю об этом мире. Можно, конечно, поспрашивать, но что-то меня сдерживало. Возможно, опыт прожитых лет или интуиция твердили, не стоит делиться своими подозрениями, пока не стоит. Сидеть в темноте было скучно, потому я решил заняться добычей информации. Клепан вязал мне глаза при посадке в машину, а в ней же потом и остался. Шумно вздыхая и ёрзая, словно в нетерпении, он сидел слева. В общем-то, и правый незнакомый мне боец вёл себя так же. Может, просто нервничает. Клепан, вопрос можно? Валяй! Откликнулся тот. Поговорим хоть, молчание на нервы действует. Что это за пушка такая космическая у щелкуна? Ха-ха! Хохотнул Клепан. Ну ты сказанул, космическая пушка, ха-ха! Это брат ИВД, импульсная винтовка Драгунова. Швыряет снаряды калибра 14,5 со скоростью 6000 метров в секунду. 6250 Вмешался боец, сидящий справа. Сколько раз говорил помалкивая, когда дядьки разговаривают? Под смешки с передней части салона произнёс Клепан и, как ни в чём не бывало, продолжил. После попадания из ИВД танк превращается в полный хлам. На Абрамсах испытывали. А почему тогда та Абразина убежала? Из глубин памяти всплыла информация об АК-47. Скорость пули 700 с копейками метров в секунду. Это почти в 10 раз меньше, чем у ИВД. Однако, даже после двух попаданий тварь убежала на своих двоих. Это брат, матёрая элита. Видал, как она пряталась? Видел, конечно. Хотелось добавить, что уже не в первый раз видел, но промолчал. Слушаем дальше. Заражённые такого уровня имеют развитый дар и даже не один. Всё как у нас. Так вот, у этой твари их как минимум два. Отвод глаз и что-то завязанное на его естественной броне. Немного помолчав, Клепан продолжил. Снаряд попал и отбросил на спину. Значит, броня не пробита. Иначе эффект был бы другой. Щелкун, конечно, стрелок знатный, но и ему не под силу попасть дважды в одно место подвижной мишени. Что, поверь мне, убило бы заражённого? Ты спрашивал, почему тварь убежала? Умная падла, матёрая, давно уже воздух коптит. Хе-хе. Видали, как она драпала? Больно, наверное. Спросил Клепан, вызвав хохот бойцов. Скажу честно, таких я ещё не видел, уж больно здоровый. Отсмеявшись, признался боец, не так давно получивший за трещину. Ты рыбак, ещё слишком мал и глуп. Прокомментировал его слова Клепан. Но в одном я тебя поддержу. Тварь это из пекла, и как она тут оказалась, знает только улей. А далеко отсюда пекло? Задал я вопрос, поняв, что разговор идёт вовсе не о загробном мире. Да не так, чтобы очень, ответил здоровяк, хрустнув костяшками. Примерно через тысячу километров в западном направлении начинаются знойные места, и чем дальше, тем жарче. Ты уже бывал в городах после перезагрузки? Я подтвердил кивком. Вот теперь представь, что это Москва или Питер, понимаешь? Воображение у меня было богатое, живо нарисовало миллионы урчащих заражённых, и как выжить в таком месте? Да никак, название, что не есть подходящее пекло. Видал я тварь, что на две головы выше этой и в полтора раза шире. И зачем я это сказал? И выжил? Удивился рыбак. Ты не серчай, молодой он, влез клепан. Но тут рыбак прав. Если ты видел заражённого таких габаритов, то и сам мимо его внимания не прошёл. Даже у десятка опытных рейдеров шансов мало, а уж что говорить про свежака. Это произошло, как только я попал сюда, а твари было не до меня. Супер-элитника поливали из крупнокалиберного пулемёта, обрабатывали 30-ти миллиметровым снарядом из БТРа, а ему хоть бы хны. Погоди, погоди, прервал меня клепан. Откуда про супер-элитника знаешь? Это же миф, почти сказка. Или уже с рейдерами в баре успел погулять. Те друзья ещё не такое расскажут. Ха-ха. Да не до пьянок не было. Тут что не часто новая напасть. Хром его так называл. Я в буквальном смысле почувствовал напряжённое внимание после сказанного. Как говорится, топор в воздухе повис. Хром! Несколько растянул имя крёстного клепан. Так вот откуда ты его знаешь. Со звеном злобного пересёкся? Что там произошло? Хотя нет, молчи. До форпоста совсем ничего осталось. Молчуно и бульбе всё расскажешь. Ментат и начальник гарнизона, чтоб ты знал. Какое-то время в салоне стояло напряжённое молчание. Люди переваривали услышанное. Кто-то боролся с любопытством, но вопросы задавать не решались. Авторитет клепана был высок. Восторитет Какое-то время в салоне стояло напряжённое молчание. Люди переваривали услышанное. Кто-то боролся с любопытством, но вопросы задавать не решались, авторитет клепана был высок. Мои возможности были ограничены стараниями стронгов. Остался только слух, но и он рисовал картину происходящего. Дорога то и дело сменялась с лесной ухабистой до относительно ровной гравийки. Иногда скорость прибавлялась и было слышно ровное гудение шин по асфальту. Несколько раз встречались уже знакомые мне пороги, границы кластеров. Я не считал их, какой в этом смысл, если не знаю направление. Шум двигателя, отражённый от деревьев, сменялся тишиной полей. Тогда приходил запах пшеницы или скошенной кукурузы. Затем опять лес. Гулкое эхо выдавало наличие больших зданий. Поворот, скорость замедляется и машина встала. Тишина, слышно только дыхание окружающих меня людей. Спустя несколько секунд почувствовалась лёгкая дрожь и механический звук мощной гидравлики. Лязгнул металл, машина тронулась и почти сразу пошла под уклоном вниз. Звуки отражались от всего. Стены, потолок, пол, вокруг был металл или железобетон. Тигр остановился спустя несколько минут. Приехали. Подтвердил мои мысли клепан, затем снял мешок и развязал мои глаза. Ярко, очень ярко. Лампы дневного света били сквозь стекло, заставляя меня щуриться. Ты это, начал здоровяк, положив руку мне на плечо. Особо не нервничай, если чист, то отпустят. Ну, может, бульба наш, малость пожурит, этого не отнять. Есть у меня способность, насквозь людей вижу, нет в тебе гнили, нормальный мужик и подраться любишь, ха-ха. Коротко хохотнув, он хлопнул меня по плечу и скомандовал. На выход! Глава 9 Изначально Кремень, а позднее перекрещенный стронгами Тарас Бульба, сидел в своем кабинете и сосредоточенно изучал данные личные статистики. Когда-то давно, в прошлой жизни, он был простым ротным. В те времена перед ним стояла одна простая задача, взбить мамкино тесто до состояния мяса, и если получится, прирастить его к костям. Увы, не все призывники подходили. Кто-то все годы службы провел зачисткой картофеля и уборкой туалетов. И здесь, в Улье, тоже подходят не все. Даже прошедшая кровавую баню первых дней, доказавшая свою пригодность к непростой службе в рядах стронгов. И среди них попадается паршивая овца. Человеческий фактор никто не отменял, а здесь на стикси это фактор в квадрате. Большинство людей, попав сюда, меняется, и далеко не в лучшую сторону, что не мудрено. Значительная часть, скажем, из тысячи, это одно, но когда выживают два-три человека из сотни, как тут строить кадровую политику? Бойцы гибнут, а кем их заменять? Позавчера не вышло на связь звено злобного. Восемь отличных ребят, проверенных годами, скорее всего, потеря, трудновосполняемая потеря. Непривычный к кабинетной работе Тарас устало поднялся из-за стола и принялся прохаживаться по кабинету, так ему лучше думалось. Активность внешников на юге, возросшее число муров, не могли не беспокоить. Первые поджимались юго-востока, а их отмороженные прихвостни с северо-запада. Пространство для маневра еще есть, но уже пора что-то предпринимать, иначе клещи захлопнутся. Дар предвидения твердил о том же. Противнику известно только примерное расположение форпоста плюс-минус 15 км. Но они найдут, Тарас в этом не сомневался. Технологии внешников засекут на любой глубине, катакомбы не спасут. Стоит врагу оказаться над форпостом, как пошел отчет начала-конца. Времени осталось немного, полтора, максимум два месяца. Нужно что-то предпринять. Из раздумий Бульбу выдернул дар. Он почувствовал давление со стороны двери. В голове возникла картина берега реки, по которому в поисках пищи важно расхаживал кулик. «Захария!» Тарас подошел к столу и нажал скрытую кнопку. Входная дверь тут же открылась, впуская темноволосую коротко стриженную девушку, одетую не по форме. Но Бульба смотрел на это нарушение сквозь пальцы. «Подумаешь, ходит по базе в короткой юбке и обтягивающей блузке». Хорошему знахарю можно простить безобидный женский каприз. К тому же Захария напоминала ему дочь. «Командир!» Коротко улыбнувшись, девушка кивнула. «Здравствуй, Захария!» «Группа Чеха вернулась, есть потери!» «Кто?» спросил Тарас, устало прикрыв глаза. «Свищ! Подробности мне неизвестны!» ответила знахарка, скрывая удивление. Ее дар показал, что командир облегченно вздохнул. «Чеха замом и морго ко мне!» скомандовал Бульба. Кивнув, знахарка покинула кабинет. Свищ, одна из тех паршивых овец, трусоватый подхалим. Если кажется так, что Свищ остался в меньшинстве, он сбежит, или хуже того, перейдет на сторону противника. Тарас еще по службе в армии научился видеть таких людей. А здесь это чувство обострилось, превратившись в пассивный дар. Как назло, у Свища было полезное редкое умение, а кадров не хватает. Бульбе под свой страх и риск приходилось отправлять его в рейды, в надежде, что Стикс решит эту проблему. Не убивать же! Какой-никакой, а свой. Правда, он намекнул разок Чеху. Неужто срослось? Стук в дверь. Кулик с выводком из трех птенцов. Тарас давно перестал удивляться вывертом своего дара. Иногда это бурундуки или кролики, но всегда звери. Открыв дверь, он впустил подчиненных. Докладывай! Приказал он Чеху. В гостинице был фавн, сам и нажал кнопку. До этого он два дня на кресте где провисел. Начал отчитываться Чех. Бульба невозмутимо взировал на подчиненного, вспоминая при этом бродягу фавна. Тот был из категории рабов своего члена. Клеит все, что двигается, а что не двигается, расшевелит и клеит. Нарвался, наконец, на ревнивого мужика или целую толпу таких? Поинтересовался Тарас, замечая, как переглядываются Моргос Захарьей. Нет, то были сектанты, какие-то проповедники первого кластера. Прибили к кресту, сказали, что Стикс так решил и ужливо свояси. Что, даже ничего не отрезали? Об этом разговора не было. Ничуть не смутившись, ответил Чех. «Хорошо. Что со свящем произошло?» – спросил Бульба, наблюдая за реакцией всех присутствующих. Чех, как обычно, невозмутим, глаза Моргона против горели возмущением. А у здоровяка Клепана было простовато бестолковое выражение лица с воздетыми к потолку глазами, говорящими, мол, сами просили нати, пожалуйста. Фаван не сам с креста слез, свежаки помогли, Кнут и апостол. В доме уложили, тот с себя пришел и кнопку нажал, сам не знает зачем. А потом выяснилось, что Кнут два дня как крестник нашего Хрома. «Так…» – оживился Бульба. «Дальше что? Где Хром?» По рассказу Кнута выяснилось, что все погибли, Хром последним. Продолжил повествование Чех. «Там еще какая-то мутная история, вроде как Кнут портанулся с трассы на элеватор, дар проснулся. А Хром остался в тигре, который тут же накрыл артиллерия. «Погоди, с той самой трассы?» – уточнил Тарас Сузев глаза. «Да, от нее до элеватора больше двух километров», подтвердил Клепан. «Ты прав, история мутная, что бы свежак на такое расстояние прыгнул?» «Про таких телепортеров я вообще не слышал, ну да ладно, это легко проверить». Бульба задумался, уставившись в одну точку, а затем спросил. «Так, что со свищем-то?» Матерый элитник порвал, щелкун даже с ЭВДшки не пробил, ушел гад. «Командир, позволь я расскажу», вмешался Клепан. «Давай, только четко и ясно усек». Кивнув и поглазев на Марго, тот начал излагать. Свищ решил выпендриться перед Марго, и в нарушение приказа поскакал задерживать свежаков. Мы не в курсе были, почему кнопка сработала. Кнут с крестником подхватили ребенка и вроде как сбежать хотели. Ну, Свищ их задержал. Старого сразу в нокаут, кнута пинал, пока мы не оттащили. «Ну, ты сам понял, командир, зная, что за фрукт нас Свищ?» Тот в ответ кивнул и своим видом показал, что ждет продолжения. Пока потолковали с Фавном, свежаки пришли в себя, чех к ним с извинениями, ну и вопросы говорит кое-какие к вам есть. А Кнут парень с характером оказался, пока, мол, со Свищом не пообщаюсь, все вопросы по боку. В общем, договорились мы, я его поддержал. «Ну, ты сам посуди, командир». Выпучив глаза, повысил голос клепан. «Не здрасте, никак дела, накинулся, я чуть до смерти не запинал, мы же не муры». «Да успокойся ты, не муры, дальше что?» Они стали драться. Свищ вроде как побеждал поначалу, но Кнут его подловил. Тот шуганулся и со страху в дерево влип. Там его элитник и достал, дальше ты знаешь». Закончил клепан. «А я предупреждала, стикс не любит, когда свяжаков обижают». Вставила свое слово Марго. Бульба кивнул, соглашаясь, и начал раздавать приказы. «Клепан, молчуна, сюда». Несмотря на габариты, тот ловко скрылся за дверью. «Чех, что за люди эти свяжаки?» «Апостол священником был», ответил тот спустя пару секунд. «Диакон вроде, на вид под семьдесят, по выправке на военного похож». «Военный, это хорошо», сказал своим мыслям Бульба. «Второй». «Кнут, простой мужик, похожий из работяг, подраться не дурак». «Свящний герой, конечно, но второй год в улье, дар развит». «А еще он живца много пьет, при мне за два раза пол-литровку проглотил». «Не чисти, траванулся, поди», уточнил Бульба. «Признаков не заметил, обгорелый весь бледный, круги под горящими глазами. Очень похоже на споровое голодание, будто не хватает ему чего-то». «А так оба мужика нормальные». Клепан хорошенько их рассмотрел. Закончил излагать чех. «Вот и отлично, проверим, если чисты, в рекруты будем вербовать». Скрипнула дверь, вошел невысокий хмурый молчун, за ним здоровяк. «Зовите Кнута». В комнате было многолюдно. Кроме моих знакомцев, чеха Клепана и блондинки Марго, было еще три человека. Среди них выделялся один, сухощавый, коротко стриженный, со взглядом старого прапора. Похоже, он тут за главного. Остальные мельком, но на него поглядывают. «Меня зовут Тарас Бульба», подтвердил он мои догадки. «Это молчу, наш ментат». Кивну тот в сторону невысокого мужичка. «Захария Знахать», «С остальными ты знаком», подвел итог Бульба. «Я себя чувствовал двоечником на педсовете, пойман и виноват, а завуч с преподавателями решают мою судьбу». Вон и Знахарь козыркает, точь в точь, как моя математичка, будто не ученика недоразумения, словно я жук, занесенный в черные списки красной книги. «Расскажи нам, Кнут», попросил Бульба приказным тоном. «Ты же в курсе, о чем мы хотим знать». «С самого начала», уточнил я, потирая пульсирующие боли виски. «Да, у меня живчик закончился, а приготовить времени не было, угостите». Без лишних слов, Клепан снял с пояса фляжку и протянул мне. Я сделал два больших глотка и благодарно кивнув, вернул ее владельцу. Слушатели терпеливо ждали, все кроме знахарки. «Как часто ты его пьешь?» поинтересовалась она. «Раз в два или два с половиной часа, причем минут тридцать приходится терпеть», не кривя душой, признался я. «Это же очень много, отравиться можно». Лицо Захарии выражало озабоченность. «Все мы тут зависимы». Нетерпеливо вмешался Бульба. «Об этом позже, Захария. Начинай, Кнут!» «Все началось с того, что мы с Толяном дошли до нужной кондиции и нам стало скучно». Начал я свой рассказ. И в очередной раз поведал все, утаив лишь момент с пульсирующей жемчужиной. «Что-то мне говорило, что не нужно им об этом знать. Может, потом». За время рассказа я несколько раз замечал, что присутствующие переводят взгляды с меня на Молчуна. А тот лишь подтверждал свое прозвище, пронзительно смотрел мне в глаза и молчал. «Что скажешь?» – спросил Бульба, глядя на ментата. «Он говорит правду», – сообщил Молчун неожиданно приятным бархатным голосом. «Есть непонятный момент. Перед встречей с Хромом, ну то не суть, Кнут искренне верит в то, что рассказал». «Фух!» – облегченно выдохнул Клепан. «Я ж говорил». «Захария», – перебил его Бульба. «У него странная аура. Никогда такое не видела. Будто одна поверх другой. Та, что внутри, покалеченная». «Нет, не может этого быть», – воскликнула она, расширив глаза. «Что?» – забеспокоился глава, синхронно с Чехом хватаясь за кобуру. «Опасности нет, но мне нужно кое-что проверить». «Интересно, очень интересно. Чего это она так странно на меня глазеет? Неужели я и вправду чем-то болен?» «Скажи мне, Кнут, ты не чувствуешь тяжесть? Я не про болезнь», – будто услышав мои мысли, успокоила Захария. «Словно за спиной огромный тяжелый рюкзак». Все с интересом уставились мне за спину, но там ничего не было. Ранец внешников отобрали вместе с оружием. «Не за спиной, а внутри». Не стал я скрывать мучившие меня симптомы. «Тяжесть во всем теле. Вроде двигаюсь, как обычно, но что-то давит и действует на нервы». Теперь Захария улыбалась, как малолетняя школьница, неожиданно правильно решившая трудную задачку. «Объяснишь?» – поинтересовался Бульба, выражая мнение всех и мое в том числе. «У него редчайший дар – мешок, точнее пространственный карман», – пояснила она, глядя мне в глаза. «Ха, чего тут редчайшего?» – усмехнулся Клепан. «Я двоих таких знаю, у одного даже пистолет помещается». «Давай это вытащим, тебе сразу станет легче». Захария подошла почти вплотную. «О чем она? У меня что-то внутри?» «Ну тут вспомнил, где нахожусь». «А как вытащить?» – спросил я, понимая, что настиг все многое возможно. «Взять того же свища, с его скоростью, живучесть некоторых людей, когда, казалось бы, выжить невозможно». «Просто». Чуть замешкавшись, знахарка указала на стол, заваленный бумагами. «Представь, что ты берешь то, что тебе мешает, и кладешь это на стол». «Легко сказать. Возьми то, не знаю что. Как это сделать? Что мне мешает, значит?» «Ладно, пусть это будет хренов рюкзак, тяжелый, как тот, с которым я бежал через пустыню». «Протягиваю невидимые руки, снимаю, и нате». Скрипнула столешница, Марго взвизгнула, и тут же спряталась за широкой спиной клепана, который стоял, и смотрел на стол, раскрыв рот. «Как это?» – услышал я свой голос. «Охренеть!» – ошарашенно выдал бульбу, пряча пистолет в кабуру. На столе лежал рюкзак, а из него торчало, да более мне знакомое человеческое тело. «Хром?» Мне вдруг стало настолько легко, что еще чуть, еще малость, и взлечу. Голова закружилась, ноги попытались удержать тело на весу, шаг влево, шаг назад. «Помогите ему!» – услышал я голос чеха. Кто-то подхватил меня сзади и потянул вниз, заставив сесть на пол. Рядом на корточке присела улыбающаяся Захария и приложила руки к моей голове. От девушки одуряюще пахло цветами и травами. «Какая же она красивая!» – подумал я и отключился. «Проснись, придурок!» – пробился сквозь сон знакомый голос. «Ох, как же не хотелось этого делать! Мягкая, приятно пахнущая постель, чистое белье на теле!» «Что? Чистое белье? Хром?» – нахлынули воспоминания и сон как рукой сняло. Я подскочил на кровати, чтобы уставиться на первого встреченного в этом мире человека. Тот, сидя на кресле каталки, лыбился во все 32 зуба. Обрубки рук были забинтованы и вроде стали длиннее. Да и сам он как-то вытянулся, подрос что ли. За креслом стояла темноволосая девушка. Судя по широким скулам и разрезу карих глаз, она была азиатских кровей. Слегка заостренные, но красивые черты лица отдавали чем-то хищным. «Вижу, рад меня видеть!» Хром был в своем репертуаре. «Значит, это не сон!» – утвердил я, протирая глаза. На правой руке болтался катетер, тут же у кровати стояла подставка под капельницу. «Эй, что за расстроенные нотки в голосе?» Хохотнул тот в очередной раз. «Между прочим, меня из-за тебя называют тот, кто родился в рюкзаке!» «Как это вообще возможно? Я же тебя два дня с собой носил или в себе?» Непонятно, как работает этот механизм – пространственный карман. Подразумевает некое пространство. Вот только где? Хром тем временем глядел на мои мыслительные потуги, заливался хохотом и делал он это основательно, с запрокидыванием головы и хрюканьем. Успокоился только после того, как получил смачную затрещину от хищной девушки. «Ой! Хе-хе-хе! Все-все!» – взмолился он, пытаясь почесать ушибленное место культей. «Это моя мурка! Не женщина, а зверь!» Очередная затрещина. «Хватит, Милла, я больше не буду!» «Познакомься, Кнут! Это Мурена! Моя девушка!» – произнес Хром уже серьезно. «Приятно познакомиться!» «Взаимно!» – ответила она приятным певучим голосом. «Спасибо тебе за моего Хромика!» – сказала девушка и ласково взъерушила ему волосы. «Да не за что!» – ответил я. «Поверь, даже не подозревал, что спас его Хромик!» Не выдержав, повторил я, уже не борясь со смехом. Мурена поддержала меня улыбкой. «Но-но! Только она может так меня называть!» – нарочито серьезно воскликнул Хром. «И не вздумай звать ее Муркой!» «Ему можно!» – подразнила Хрома Мурена, подмигивая мне. «Ах так! Ну все, Кнут! Дай мне только выздороветь! Наваляю!» «Не выздороветь, а подрасти!» – поправил я, продолжая тему. «Скажи мне, когда ты успел половину задницы отрастить? Ведь прошло-то всего ничего!» «Забыл, сколько живчика пил?» «Уже серьезно!» – спросила меня Мурена, выйдя из-за кресла, демонстрируя тем самым прекрасную фигуру. «Мы с таким сильным даром столкнулись впервые! Лекарство нужно было тебе и Хрому! А он серьезно ранен! Вот потому и потреблял ты его в три раза больше!» – пояснила девушка. «К тому же, ты проспал полтора дня, а Захария времени даром не теряет!» «Полтора дня?» – удивился я. «Даже с похмелья столько не спал!» «Захария!» – усмехнулся Хром. «Она и Рубера заставят уснуть! Дай только коснуться! А уж таких балбесов, как ты! Ха-ха! Хоть целую пачку!» «В следующий раз оставлю тебя в машине!» – погрызил я ему пальцем. Открылась дверь, и в палату вошла целая делегация во главе с Бульбой. Вперед, аккуратно растолкав всех, прошла Захария. «Доброе утро, больной!» – поприветствовала она, делая пасы над моей головой. «Как самочувствие?» «Да вроде не больной больше, так что отлично и спасибо, я хорошо поспал!» – благодарно ответил я. «Пожалуйста! Мне и самой было интересно с тобой повозиться, не каждый день, знаешь ли, такие экземпляры попадаются!» Я открыл было рот, чтобы спросить, каким образом она со мной возилась, но глядя на серьезно настроенному Бульбу, захлопнул его. «Ха-ха-ха-ха!» – не сдержался следящий за мной Хром. «Хром! Тебя уже заждалась Марфа с клизмой, так что вперед!» – произнесла Захария, не отвлекаясь от только ей понятного занятия. «То у моей головы руки подержит, то у груди!» Улыбнувшись, Мурена развернула коляску с помалкивающим хромом и направилась к выходу. «Удачно тебе сходить!» – хохотнув, крикнул им вдогонку здоровяк Клепан. «Да иди ты!» – беззлобно ответил ему тот, скрываясь за дверью. «Он вполне здоров!» – констатировала Захарка, обращаясь к Бульбе. «Местный командир оставался невозмутимым, смотрел на меня и что-то для себя решал, а затем… «Пойдем позавтракаем, Кнут!» – заодно и поговорим!» Прозвучал это скорее как приказ. Бульба занимал должность местного командира и мог себе такое позволить. «А я пока что никто, и звать меня никак, значит пока подчиняемся, а там будем посмотреть!» Отдав приказ, командир вышел. За ним, сняв с меня катетер, упорхнула Захария. Из всех гостей остался только Клепан. «Твои новые шмотки в шкафу!» – указал он рукой на Оный. «Одевайся, я тебя в офицерскую столовую провожу!» «Пока подчиняемся!» «Как там мои попутчики?» – поинтересовался я, примеряя нулевые берцы, которые оказались в пору, как и камуфляжная куртка со штанами. «Крестник твой обживается, в общую казарму определили!» – ответил здоровяк, усевшись на мою кровать. «Дар у него пробивается!» «Слабенький еще, но заметный!» «Харизматик твой апостол!» «А что это?» – не понял я. «Ну, если говорить просто, то через годик-другой, если выживет, конечно, сможет убедить кого угодно в чем угодно!» «Стоит только несколько слов сказать, и человек, а может даже и зараженный, становится его верным соратником!» «Полезный дар!» – произнес я, озадаченно рассматривая кобуру с трофейным пистолетом. «На кой хрен они его ставили? Доверяют?» «Да, полезный! Пистолетик-то возьми!» – посоветовал клепан, глядя на мою нерешительность. «Положено так! Все с оружием ходят!» «Ну, положено так положено!» Спустя минуту кобура с пустынным орлом висела на поясе, а мы шли по узкому коридору. «А что с ребенком?» – поинтересовался я, следуя за клепаном. «Тут все плохо, брат. Она не иммунная, критическая масса 15 кило, а значит, через несколько месяцев придется упокоить!» – ответил он, повернув ко мне голову. «Зачем вы вообще ее подобрали?» «Ну, ты и спросил!» Говоря это, я еле сдержался, чтобы не двинуть здоровяку. «Маленькая девочка одна на трассе, где полно монстров!» «Извини!» – произнес он, не сбавляя скорости. «Зачерствел я здесь!» «Проехали!» Минут пять мы шли по коридорам. Сворачивали налево и направо, поднимались по лестнице, а затем спускались по другой. К концу путешествия я не имел ни малейшего понятия, как вернуться обратно. Создалось впечатление, что мы блуждали по кругу, ну или по квадрату. «Постой здесь пару минут!» – попросил клепан, когда мы поравнялись с малоприметной дверью. «Кое-что заберу!» Пришлось угрюмо пялиться на стену. «Как-то мне все это не нравилось!» Мутный командир, который уже решил, как меня использовать, причем без меня решил, непонятное блуждание по коридорам, похоже, пора отсюда валить, загостился. «Опаньки! Кто это у нас тут?» Донесся сзади задиристый голос. Быстро обернувшись, я обнаружил двух бородачей среднего роста в камуфляже. «Вооружены, как и я!» Клепан не врал. Все тут ходят с оружием. Даже у знахарки на поясе висел небольшой пистолет. «Кто такой?» «Отвечать!» – выкрикнул задиристый последнее слово. «Какого хера тебе надо?» – ответил я вопросом на вопрос. «Что-то мне это напоминает!» Взгляды у обоих нарочито заискивающие, искоса с полулыбкой друг на дружку поглядывают, один в один дворовая шпана. А ведь тут практически боевая часть, стронговский форпост. Сомневаюсь, что таких будут терпеть. Значит, остается…» «Не, ну ты глянь, Беркут!» – обратился задирок бородачу, обходящему меня слева. «Наглец какой! А может, ты муровский лазутчик пробрался и вынюхиваешь, как крыса, а?» Он приближался, но не всем телом, а только шею вытягивал, как жираф за сточной веткой. В этот момент левый бородач замахнулся. Уходя от удара, я нырнул между ними, попутно впечатывая правый кулак в зубы задири. От смачного удара тот опрокинулся на задницу. Я же завершил маневр прямо за спиной у матерящейся жертвы, тем самым создавая препятствие для второго противника. Беркут не стал терять времени, обходя приятеля справа, он не сводил с меня глаз. Я рванул навстречу прямо по лежащему, который уже встал на четвереньки и пытался подняться. «Пипец тебе, крыса муровская!» Взвизгнул он, падая на живот. Беркут нападал, стараясь не наступить на приятеля. Я, будучи нескованным дружескими узами, сделал шаг назад, наступая при этом на левую руку задиры. Тот вскрикнул. Беркут матюгнулся, а я, пользуясь тем, что функционирующий противник запутался в ногах товарища, запрыгнул на вопящий матами коврик, и атаковал Беркута правой в нос. Удар был не особо сильный, но этого хватило. Ослепленный злобой, он пошел в атаку, согнав меня с неудобной спины, запрыгнул сам. Его товарищу оставалось только орать и молотить руками во все стороны в надежде зацепить меня. У Беркута было больше возможностей. Я уворачивался и контратаковал бегая вокруг них. Задира орал благим матом и крякал каждый раз, когда его спина сменяла спарринг партнеров. В таком виде нас и застал вышедший из-за двери клепан. «Какого хрена творите?» – гаркнул он, выпучив от удивления глаза. Сделав несколько шагов назад, я замер в позиции защиты, но Беркут не стал атаковать. Вместо этого он опустился на колени и стал помогать приятелю. «Достали ваши игры, клепан!» – посетовал Беркут, перевернув на конец стонущего приятеля. «С другими договаривайся! Этот вон что учудил?» – тыкнул он локтем в мою сторону. «А другой дар какой-нибудь применит? Ну вас нахрен?» С этими словами Беркут закинул задиру на плечо и что-то бормоча удалился по коридору. Какое-то время здоровяк смотрел вслед удаляющегося Беркута, затем повернулся ко мне. «Пошли в столовку, драчун!» Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться, идти следом и продумывать, что это было. «Понятно проверка, но зачем им это нужно?» «Мужики вон запал сразу потеряли, а ведь Беркут казался очень агрессивным. Не перестарался ли я?» «Ну да ладно, дело уже сделано, теперь будем посмотреть». «Хорошо, что ты пушку не достал!» Буркнул клепан, не поворачивая головы. «Вот оно что!» «А если б достал и палить начал?» Задал я закономерный вопрос. «Не начал бы!» Утвердил здоровяк. «Патронов-то нет!» Быстро проверив оружие, я убедился в его правоте. «Это тебе урок!» Ответил он на невысказанный вопрос. «Не расслабляйся даже в безопасности, здесь улей, а не твой, не знаю откуда ты!» «Молчим, впитываем!» Глава десятая Офицерская столовая, источавшая аромат чего-то вкусно пожаренного, напоминала самую обычную, будь то школа или какой-нибудь завод. Естественно без окон, под землей они не предусматривались. Помимо входа, через который мы вошли, была еще одна дверь с окном раздачи. Синие больничные стены, как и везде, ряд столов по центру, за одним из них уже сидели бульбов с молчуном. «Я заказал всем по глазу не с салом и кофе», сообщил командир. Под веселое бурчание в животе я уселся на свободное место. Тут же, словно по команде, открылась дверь и вышло нечто огромное в поварском халате с подносом. Рука сама подтянулась к кобуре, но ее сразу накрыло лапище здоровяка. «Никогда не ссорься с поварами!» Ухмыльнувшись, посоветовал он. «Это Эсмеральда, она кваз!» «Кваз!» Тупо повторил я, наблюдая, как приближается чудовище. «Квазобаба!» Серо-зеленая морда размером с самовар, уши как таковые отсутствуют. Две дырки заменяют нос, маленькие глазки, скрытые дугами костяных наростов, и огромная пасть с чистоколом крокодильных зубов. Ничего женственного, кроме красных безразмерных сапог, больше похожих на крашеные валенки. Приблизившись, Эсмеральда склонила могучую тушу над столом и принялась расставлять тарелки со стаканами. Бугры мышц поигрывали. Поварской колпак, натянутый на лысую башку, нелепо склонился на бок, открывая мне вид на пещеру ушного отверстия. «Закрой рот! Кнут!» – посоветовал клепан, который на фоне повара смотрелся, как прыщавый подросток рядом с тренером. «Прости его, Эсмеральда! Он впервые видит кваза!» – проинформировал повара Бульба. «Ничего, Тарас! Я привыкла!» Прогрохотала та в ответ и, виляя огромными бедрами, удалилась. Глазу не удалось на славу. «Не знаю, с голода это или по другой причине, но завтрак я умел раньше всех, несмотря на то, что моя порция была вдвое больше, чем у остальных!» «Про квазов даже не слышал!» – сообщил я окружающим меня офицерам после глотка вкуснейшего кофе. Народ молча поглощал пищу, а мне было любопытно. «Эсмеральда! Что, частично зараженная? Или…» – ответил мне здоровяк, утирая губы салфеткой. «Не ту жемчужину проглотила. Такое бывает, знаешь ли. Сначала ее нужно добыть или купить. Первое сделать тяжело, а второе, соответственно, недешево. Затем ты глотаешь жемчужину. Это всегда лотерея, но рискуют все, потому что дать она может много больше, чем забрать». Посмотрев на Бульбу и немного помолчав, Клепан продолжил. «Мой дар – суперсила!» Ударом кулака я могу пробить кирпичную стену толщиной в 25 см, зашвырнуть двухпутовую гирю на крышу пятиэтажного дома. Но так было не всегда. За все годы, проведенные здесь, я проглотил десять жемчужин. Семь красных и три черных. До сих пор мне везло. «Ты бы хотел развить свой дар или получить новый?» Переняв эстафету, задал вопрос Бульба и сам же ответил. «Захотел бы, все хотят!» «Он свежак, не забывай!» Влез в разговор молчун. «Многого не знают!» «Ты прав!» Не заставил ждать с ответом командир. «Но у него два редких дара. Уже должен был прочувствовать!» «Знания, командир!» «Все равно играть!» «Говорите прямо!» «Ну что же, прямо так прямо!» Выпалил Бульба, словно того и ждал. «Ты знаешь, какова основная задача для Стронга?» «Вы внешников кошмарите!» Выложил я, не задумываясь. «Правильно! Но есть еще и муры, абсолютно беспринципные, не озабоченные моралью люди!» Бульба говорил спокойно, но напряженные желваки, вкупе с горящим взором, говорили о другом. «Внешний вид – это напускное, чтобы других не напугать, внутри же буря!» «Жечь, крушить, рубить – вот что было в глазах!» «Никто не любит ни внешников, ни муров и старается их уничтожать при удобном случае!» «Те и другие многочисленны, сильны, тем более, когда работают вместе!» Бульба допил свой кофе и громко поставил стакан. «Мы не можем искоренить их как вид!» «Первых поддерживают недосягаемое государство, а вторые – это человеческие отбросы, которые будут всегда!» «Похоже, говорить он может долго, как-никак профессия обязывает!» «Залезть в душу, заполнить ее своими идеалами!» «Надо пресечь эту болтологию, я не новобранец!» «Я согласен помочь, но при всем уважении, я простой работяга трех дней от роду!» «Ребкое сочетание!» – прервал меня Бульба. «Два сильных дара в одном человеке, вот я про что!» По интонации было понятно, что они уже нашли им применение. Его соратники помалкивали, но было видно, что готовы вмешаться в любой момент. «Как я уже говорил, искоренить не можем, но пощипать, проредить их и даже отбросить назад – вполне в наших силах!» «Большего диверсанта, чем ты еще поискать надо!» – заключил Бульба. «До меня стало доходить, ведь я практически идеальный почтальон!» «Могу прыгнуть на пару километров, доставить письмо, посылку или большую посылку!» «К тому же чужак, а таких не особо жалко!» «Но мандражировать поздно, я уже согласился!» «Вижу, понял, что от тебя требуется!» – утвердил командир, а клепан почему-то ухмыльнулся. «Да, вот только есть одно «но» – я прыгал один раз, и не знаю, как это получилось!» «Сказал я, как есть!» «Это как раз не проблема!» – подбодрил молчун. «У нас хороший знахарь!» «Значит так!» – начал Бульба. «Определенную лояльность ты уже показал, но для вступления в наши ряды этого маловато!» «Я не говорю, что стремлюсь к вам!» Нужно было расставить все точки над «и». «Хотелось бы остальной мир посмотреть, а тут дисциплина, считай, что армия!» «Ну, нет так нет!» Неожиданно быстро согласился командир. «Сделаем проще! Оказываешь услугу нам, а мы тебе! Как тебе такой расклад?» «Я лишь кивнул, наблюдая за их реакцией!» «Бульба, как мне показалось, испытал облегчение!» «Молчун был невозмутим, а вот Клепан расстроился!» «Этот бесхитростный здоровяк вызывал у меня симпатию, чем-то напоминал лучшего друга из собутыльника Толяна!» «Вот и отлично!» «Молчун проводит тебя до тира, протестируем умения и начнем подготовку!» «А почему ты не попытался его уговорить?» Поинтересовался Клепан у командира, когда они остались вдвоем. «Нормальный же мужик и умения, что надо!» «Проблемы с ним будут!» Ответил тот, не отвлекаясь от планшета. «Вот, посмотри!» Бульба развернул гаджет к Клепану. На видео разворачивалось действо, посмотрев которое, здоровяк отметил. «Ну, красавец чё! Я в нем не сомневался! Ха-ха!» «Ты не понял, Клепан!» Бульба был удивлен недогадливости товарища. Кнут сообразил сразу и устроил представление. «Он слишком независим! Дисциплина не его конек!» Заключил командир, допивая свой кофе. «Ну, независим! Что с того? Вспомни, каким я был три года назад!» Вставил здоровяк, улыбнувшись. «Да, ты, брат, был неуправляем!» Подтвердил Бульба, позволив себе то, что подчиненные видели довольно редко. Он улыбался в ответ. «Повторение нам не нужно!» Тут же добавил он серьезно. «Хе-хе!» «К тому же, мой дар не видит его здесь. Кнут где-то далеко на западе!» Бульба уставился на Клепана, но не видел его. Капризный дар увел командира вдаль, в одну из веток ближайшего будущего. Туда, где нет определенности, нет уверенности, что будет именно так, как видит обладатель дара. Но есть множество вариантов развития событий. «Горис, наш Кнут скоро будет там!» «Да ладно!» Недоверчиво воскликнул Клепан. «Оттуда до пекла рукой подать!» «Элита там стадами бродит!» «Семьсот километров минимум, и это по прямой!» «А ближайший караван пройдет мимо нас через месяц!» «Так что пять недель с условием, что он отправится завтра!» «Это один из вариантов, который повторяется чаще других!» «Сам знаешь, мой дар несовершенен!» «Возьми хотя бы Хрома, его появление для меня было сюрпризом!» «Да уж! Хе-хе! Нас рожденный в рюкзаке!» «Я уже представляю, какие байки по стабам пойдут! Ха-ха-ха! Крестник крестного в себе!» Тут здоровяк загоготал всерьез. «Хрен с ними, с байками!» Присек Бульба радость подчиненного. «Давай к делам! Как там с пленными?» «Порядок! Вчера утром доставили на муляж!» «Надеюсь, их там не сильно лупят?» «Нет, что ты, командир! Ребята свое дело знают!» Заверил Клепан. «Подумаешь, зубы потеряют! Муром только на пользу!» «Смотри! Это пятерка муров! Важный момент в предстоящей операции! Бегать они должны бодро! В раскладе появился новый козырь!» «Придется перестроить план операции под новые реалии! Но основные моменты остаются прежними!» «Так что муров беречь, как монашка невинность!» «Все будет исполнено в лучшем виде! Живчиком и едой они обеспечены! Так же как мы! А большего не нужно!» «Хорошо!» Задумчиво изрек Бульба. «Как побег организуете?» «Медведю! Я как себе доверяю! Мужик толковый!» На что командир согласно кивнул. «Он решил сыграть в ботаника!» «Думая о чем-то своем, Бульба снова кивнул, но затем опомнился!» «Постой! При чем здесь ботаник? Он же растяпа-растяпай! И выглядит всегда будто удивлен!» «Да лохом он выглядит! Чего уж тут!» Подытожил Клепан. «Но стреляет, как бог! Пятирублевую монету сотни метров навскидку!» «Об этом я помню, иначе бы его с нами не было!» «Также помню, как пару месяцев назад он заблудился в наших коридорах и орал «помогите!» «Покалеший на него не наткнулся!» «Пространственный кретинизм! Такое бывает!» «Ага! Настолько острой формы, что даже улей на него плюнул!» Утвердил командир, глядя на здоровяка с упреком. «Кстати, все хотел спросить, почему у него лоб всегда разбитый? Из наших кто шалит?» «Да кому он нужен? Сам бьется!» Бульба уставился на подчиненного, ожидая продолжения. «Ну сам же видел, какой он одаренный!» Выразился Клепан, разведя руки в стороны. «Варежку раззявит и крутит башкой, как тот дятел, а дверные проемы у нас низкие!» «Да, привел Улей Стронга, муром на смех!» Скептически заметил командир. «Они все продумали!» «Походит, то несколько дней мимо камеры примелькается!» «Слава Богу, есть парень-ботаник приметный!» «А муры звери глазастые!» «В нужный день и момент он запутается в своих ногах, споткнется и потеряет ключи!» «Как назло тревога!» «Элита со свитой пожалует!» «Дальше дело за мурами!» Закончил излагать Клепан. «Не знаю!» Засомневался Бульба. «Как-то натянуто все!» «Не дрейфь, командир!» «Сыграют как надо, отрепетируют!» «Медведь это дело на самотек не оставит, я его знаю!» «Под твою ответственность!» «Заключил командир, поднимаясь со стула!» «В тире, куда я попал после обязательного блуждания по бесконечным катакомбам, нас встретил инструктор с говорящим прозвищем Кабан!» «Мужчина Кваз был во много раз страшнее неудачливой женщины, что в принципе предсказуемо!» Представивший нас молчун ушел по своим делам, а я стоял перед Годзиллой, разминая правую кисть, помятую дружеским рукопожатием. «Так и будешь глазеть на меня?» Прогрохотал Кабан. «Я тут по делу, но пока сам не знаю по какому!» Ответил я с опаской, глядя на инструктора. Тот возвышался надо мной на добрых полметра, что гармонировало с остальными размерами, то есть где-то вдвое шире меня. Массивная нижняя челюсть с выступающими клыками. Кабан как есть! Массивный, но инертным не казался. Движения легкие, непринужденно быстрые. Он напоминал сжатую пружину, только тронь разормется и мало не будет. Про такого не скажешь. Чем больше шкаф, тем громче падает. «Знаю, что не на прогулке. Показывай, что умеешь!» В приказном порядке попросил тот. «Против тебя даже не знаю!» Честно признался я, чем вызвал громоподобный смех чудовище. «Ладно, клоун!» Произнес Кабан, успокоившись. «Начнем со стрельбы. Что у тебя за пукалка в кобуре?» «Пустынный орел!» Вынимая пистолет, ответил я. «О-о-о-о!» Уважительно произнес квас, беря его в руку. В ней пистолет и вправду казался пукалкой. «Серьезная пушка. Лотерейщиков раз успокоят!» Кабан покрутил пистолет в лапах, довольно ловко передернул затвор, затем вышелкнул обойму. «Патроны на стенде!» Сообщил он, возвращая оружие. Ближайшая мишень была метрах в семидесяти. Представив себя ковбоем, я выстрелил на вскидку и тут же пожалел об этом. Отдача от калибра 12,7 была не детской, ударила по ладоням и запястьям, заставив меня скривиться. А уж по ушам как садануло! «Ну что, получил ковбой!» Судя по гримася, квас улыбался. «Сразу несколько ошибок и в мишень не попал!» «Вот же чучело глазастая!» «Получается, ты из него в первый раз стрелял?» «Да, в основном из винтовки и подствольника приходилось!» «Честно признался я!» Квас достал из-за стенда винтовку и вопросительно посмотрел на меня. «Она американская вроде!» «Израильская винтовка «АРАД» модуль подсоветский патрон 7,62х51 интегрированный 40-мм гранатомет!» «Проинформировал он меня!» «Хорошее оружие в умилых руках, но, как и большинство подобных стволов, требует тщательного ухода!» С этими словами, кабан передал мне винтовку и тут же достал АК-47. «Детали подогнаны слишком плотно!» «Попал какой-нибудь мелкий мусор и оружие заклинит!» «В отличие от нашего!» Квас ловко разобрал АК и продемонстрировал мне детали. «Видишь, сколько свободного хода! Калашу песок не помеха!» После лекции мне разрешили пострелять из моей винтовки, затем из Калаша и несколько других винтовок и автоматов, название которых в памяти не задержалось. Выяснилось, что стрелок из меня посредственный. Квас сказал, что на тройку кое-как по пятибалльной шкале. Также я узнал, что мой крестник-апостол хоть и старый, но отстрелялся на отлично. А потом Квас процитировал Владимира Ильича словами «Учиться, учиться и еще раз учиться!» «Продемонстрируй мне свой дар!» Попросил Кабан после того, как я закончил со стрельбой. «Убери свою винтовку в карман!» Времени для тренировки с дарами у меня не было, но зато я помню, как явил на свет Хрома. Звучало это как минимум противоестественно. Но уже ничего не поделать, выглядело именно так, как и сказано. «Рожденный в рюкзаке, блин!» Протягиваю невидимую руку, беру винтовку и кладу ее в невидимый карман. Хоп, и оружие растворилось без следа. «Волшебство прям!» «Интересно, я когда-нибудь привыкну?» «Круто!» Выдал Квас. «Я проглотил пять жемчужин и ведро гороха, а спрятать могу только небольшой пистолет. Даже интересно, сколько в твой карман полезет!» Мне тоже было любопытно. «И сколько на это потребуется живчика? Ведь сейчас жажды я не чувствую!» «Спрячь калаш!» Приказал Кабан. «Протягиваю руку и облом!» «Не берется!» «Не получается!» Проинформировал я Кабана. «Вот!» Он выложил патрон. «Попробуй сейчас!» Но и с небольшим боеприпасом вышла осечка, заставив Кабана задуматься. Спустя несколько секунд он ушел в подсобку и вернулся с большой армейской сумкой. Набил ее всем, что было под рукой. Автоматы, винтовки, пистолеты, коробки с патронами. Приказал вернуть из кармана винтовку и сунул ее туда же. «Около полста кило!» Сообщил он, взвесив сумку в руке. «Дерзай!» И я дерзнул. Сумка послушно растворилась, тут же вернулось неприятное чувство, от которого я успел отвыкнуть. Давило на каждый сантиметр моего тела. «Непривычно, неприятно, но терпимо!» «Красава!» Воскликнул Кваз. «Эй, ты как?» Спросил он, заметив, что я покачнулся. «Терпимо! Хром вроде полегче был!» «Так и есть! 49 кило, вместе с рюкзаком!» Подтвердил догадку Кабан. «Ну ты силен, брат!» Искренне восхитился Кваз, обходя и осматривая меня, словно сумка может торчать из-за пазухи. «Значит, количество предметов, вернее, места в твоем кармане ограничено одним!» Подытожил он, усаживая свой огромный зад на стол. «Вот размер и вес того предмета нам предстоит выяснить!» «Вот же засранец! Опыты на мне ставят!» «Мне это не особо нравилось!» «Но пока что сделать ничего нельзя, приходится терпеть!» «К тому же договор у нас взаимовыгодный!» «Я тоже что-то с этого поимею!» «Главное дожить до раздачи!» «Скажи, Кабан, сколько будет весить посылка?» «Никто не запрещал мне задавать вопросы!» «Тот помолчал какое-то время, глядя на меня, видимо решая, стоит ли об этом распространяться!» «Почти 120 кило!» «Ответил он, решившись!» «И это минимальная комплектация!» «Минимальная?» «Значит, не исключено, что придется тащить больше!» «А сколько весишь ты?» «Я-то 180!» «Не задумываясь, ответил Кабан!» «Ага!» «Произнес я, обходя и оценивающе рассматривая кваза!» «Эй, ты к чему это спросил?» «Опомнился он, вскакивая со стола!» «Даже не думай! Клепан говорил, что ты псих, но я-то нормальный!» «Ну да, нормальный он, для музея ужасов! Хищник с чужим красавчики в сравнении с тобой!» «О чем это вы?» «Поинтересовались за спиной, голосом Захарии!» «Знахарка выглядела озадаченной, и я, признаться, тоже!» «Как тихо она подкралась!» «Этот псих задумал меня в свой карман усадить!» Пожаловался кваз, заходя за спину Захарии. Выглядело это смешно, как если бы кошка решила спрятаться за мышкой. «Для начала надо его освободить!» Заявила знахарка, подмигивая мне. Тихо звякнули железки, и под моими ногами материализовалась сумка с оружием. «Да ну вас!» Воскликнул Кабан, и с невероятной для его габаритов скоростью ориентировался из тира. «Здорово ты его напугал!» Звонко, отсмеявшись, высказалась Захария. «Обалденная!» Не в первый раз подумал я. Любоваться и слушать ее мягкий голосок можно часами. «Что поделаешь?» «Такой большой, а шуток не понимает!» Девушка подарила мне улыбку, а затем спросила. «Так сколько в этой сумке?» Кабан сказал «пятьдесят». «И как ощущения?» Если судить по глазам, знахарке и в самом деле было интересно. «Я сразу понял, что сумка тяжелее хрома, но, как уже говорил Кабану, терпимо. Могу и больше!» «Не спеши, надорваться успеешь!» «Пока ты спал, я ставила капельницу, выжимка из гороха!» Пояснила девушка. «Повышает регенерацию и стимулирует дар. Часто ее ставить нельзя, через день, иначе возможны негативные последствия». Извиняющимся тоном объявила она. «Ах да, Гульба тебе жемчужину выделил в качестве аванса!» С этими словами Захария протянула мне красный шарик. «У меня тоже есть такая!» Заявил я, не делая попыток прикоснуться к авансу. «Знаю!» «Та жемчужина, горох со спаранами, изначально твои, а это часть платы за услугу. Прими ее на моих глазах, пожалуйста!» Сказав это, девушка очаровательно улыбнулась. А я, глядя в ее зеленые глаза, понял, что так и влипнуть недолго. «Хорошо, попробую!» После моих слов, лицо девушки сделалось озадаченным. Недолго думая, я взял из рук Захарки красный шарик и поднес его к рту. «Жемчужина тут же завибрировала, да с такой силой, что это стало заметно!» «Ой-ё!» Неподдельно изумилась Захария. «Это тоже не хочет!» Вынес я вердикт и улыбнулся девушке. «Очень интересно! У меня еще есть!» Обрадовала она меня, доставая пластиковую коробочку. У Захарии было шесть жемчужин, три черных и столько же красных. Девушка разложила их на столе и уставилась на меня взором, полным исследовательского азарта. «Приступайте, больной!» Скомандовала она. Я подчинился, но почему-то был уверен, что ничего не получится. Так и вышло. Ни одна из них не захотела попадать мне в рот. «Очень странный пассивный дар!» Задумчиво произнесла она. «Паразит внутри тебя не хочет принимать жемчуг, но не потому, что он может навредить. Как ни странно это звучит. Ощущение, что он сыт!» Девушка задумалась, а затем выпалила вопрос. «Скажи, ты уже глотал жемчуг?» Тут передо мной встал выбор. Рассказать правду, полуправду или соврать. И что мне это даст? А какая разница? За минуту до встречи с Хромом я нашел мигающий шарик и проглотил его. Решив, что ничего не теряю, признался я. Знахарка изменилась в лице. «Каким цветом она мигала?» Спросила девушка. «Ярко белым, как сварка. Я чуть не ослеп от неожиданности». «Ох, кнут!» Захария запнулась, подбирая слова. «Клепан был прав». «И в чем это он прав?» «Пульсар, вот что ты проглотил. Если, конечно, не путаю с описанием. Байки, которые травят рейдеры в барах, так это правда». Глаза у девушки горели, словно она была на пороге научного открытия. «Ты можешь толком объяснить, что за гадость я проглотил?» Взяв знахарку за плечи, я подвел ее к столу, предложил присесть. Та безропотно согласилась и теперь смотрела на меня восхищенным взглядом. «Что происходит?» «Несколько лет назад?» Начала Захария. «Ходили истории про некоего везунчика, именно так его окрестили. В первый же день он умудрился убить суперэлитника». «А как такое возможно?» Вспомнив про габариты и скорость монстра, полюбопытствовал я. «Истории разнятся, но одну я знаю хорошо». «Да повезло ему!» Вмешался подошедший сзади кабан. «Что? Здесь мое рабочее место!» Отреагировал он на наши взгляды. «Со слов его крестника, который был знаком с другом моего друга», продолжил кабан. «Везунчик спасался бегством от того супер монстра и случайно выстрелил из простого ТТ. Пуля дважды стрикошетила от близ стоящих домов и попала монстру в споровый мешок». «Правда?» Сомнением поинтересовалась Захария. «А я вот другое слышала!» «Спасался везунчик от Рубера, бежал по крыше». Когда одеваться было уже некуда, он спрыгнул вниз с простым ножом в руке. А там как раз суперэлитник мимо проходил. Нож попал в споровый мешок, естественно монстр подох. Рубер же, увидев эту картину, умер от разрыва сердца. «Это мне крестный рассказывал, я ему верю!» Закончил рассказ девушка. «Ха-ха! Если верить твоему крестному, то суперэлитники под каждым домом загорают. Трипло он!» Опроверг историю знахарки Кабан. «Это крестный-то трепло!» Возмутилась девушка. Дальше посыпались взаимные оскорбления. Причем не только крестных вспоминали, но и весь их болтливый выводок. В конце концов мне это надоело, и я рявкнул. «Ну все, хватит! Понял я, что везунчик был везунчиком! Дальше-то что? К чему сказ велся?» «Да, к чему?» Вслед за мной поинтересовался Кваз. «Наш кнут пульсар проглотил!» Бессовестно выдала мою тайну Захария. «Да ладно!» Недоверчиво произнес Кабан. «Это такая моргающая хреновина, от которой ослепнуть можно!» «Ты очень точно ее описал!» Подтвердил я. «Дела! А, ну тогда понятно, откуда у тебя два сильных дара!» Какое-то время стояла тишина. Собеседники думали о чем-то своем, а я ждал продолжения. «Я как-то слышала, что пульсар может дать до пяти сильных умений!» «Я тоже об этом слышал!» Подтвердил Кваз. «Но у везунчика их было три. Первый – кинетик, он машинами кидался, как мечами. Да далеко так! На двести метров мог закинуть!» Захария кивнула соглашаясь и перехватила эстафету. Второе – так себе умение. Он мог видеть напряжение в проводах, даже если те под землей. «А вот тут не скажи!» Не согласился с девушкой Кваз. «Бесполезных даров не бывает. Если есть горох и жемчуг, со временем пустышка перерастает во что-то мощное». «Согласна! А сколько лет нужно для этого прожить?» В этот момент в дверном проеме появился клепан. «О чем совещаетесь, иммунные?» Начал тот сходу. «Новичку про везунчика рассказываю!» Ответил за всех кабан. «А-а-а!» Протянул тот. «Про этого типа можно часами рассказывать!» «О том, как он пульсар добыл, говорили?» «Да!» Коротко ответил я, понимая, что пришел еще один сказочник. «А про морок?» Тут даже Захария скривилась. «Да байки все это!» Вспомнив недавние рассказы про то, как везунчик расправился с суперэлитником, я готов был согласиться заочно, но послушать все же было интересно. Не даром же наши предки говорили, что в каждой сказке есть доля правды. «Как это байки?» Искренне возмутился клепан. «Деда помнишь?» Обратился он к кабану. «Помню. Я как к вам попал, он через неделю погиб. Подорвался вроде». На что клепан согласно кивнул и продолжил. «Дед был лично знаком с везунчиком. В несколько рейдов с ним ходил, и к мурам они вместе попали. Это еще до стронгов». Глядя на недоверчивые глаза Захарии, сделал поправку здоровяк. «Так вот, дар этот, то ли иллюзия называется, то ли еще как, не помню. Везунчик его мураком звал. Он мог любому человеку, какую хочешь личину нацепить, и не только лицо. Тело с голосом тоже менялись. Видно было, что рассказчик он знатный. Дай только повод. А если пузырь поставить, то вообще от нас, хоть телевизор с радио выкидывай». «Так вот». Продолжил здоровяк, удобно устроившись на столе. Пошли как-то дед с везунчиком и еще пятью рейдерами на один интересный кластер. Но беда в том, что интересен он был не только их команде, как никак армейский склад, который грузится раз в три месяца. Все вроде путем поначалу шло. Добрались почти без проблем. Пустошей привалили. Хабар грузить начали. А тут муры откуда ни возьмись. Да толпа целая. За халявой пожаловала. Началась стрельба. Кого убили, кого ранили. В общем, муры их почти взяли. А везунчик, тот еще фрукт глазастый, машинами не стал кидаться, а сделал вот что. Заинтриговав всех, даже кабана, который скорее всего не раз слышал эту историю, Клепан продолжил. Выследив взглядом щуплого мура, он нацепил на него личину грудастой блондинки. Ну той, которая с президентами американскими шашни крутила. Вся в кружевах и переднике. Коровьи глазенки по-блински накрашены, как официантка из закусочной. Хитро подмигнув мне, выложил здоровяк, будь то сам на том складе присутствовал. Прям по-блински, уточнила Захария. Не мешай, пусть рассказывают. Вступился за Клепана Кваз. Ну так вот. Продолжил здоровяк, улыбнувшись нахарке. На том чертяка не остановился, срисовал еще одного. Фильм такой был, Глория, может помните? Шикарная блондинка в нем снималась. В общем, второй мур ею стал. Хе-хе-хе. Не удержавшись, хохотнул рассказчик. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Поддержал Клепана Кваз. Как представлю, по полу кататься хочется. Муры не сразу просекли. Постреливали, пытаясь наших зацепить. А потом вдруг, как завизжат, аж уши позакладывало. Увлеченно произнес здоровяк. На позициях муров началась возня. Кто-то сюсюкал, кто-то посмеивался. Слышались бабские маты. В общем, мурам вдруг стало не до стрельбы. Везунчик с дедом под этот шумок и свалили. А тем двум блондинкам, говорят, еще несколько дней везло. Пока личины не отвалились. Везунчик с перепугу, силы не рассчитал, слишком много влил. Такая вот интересная история. Заключил Клепан под громкий смех кабана. А к чему это вы про везунчика вспомнили? Поинтересовался здоровяк спустя небольшую паузу. Кнут говорит, что перед встречей с Хромом пульсар проглотил. Ответил за всех Захария. И вот я уже в третий, боюсь, что не в последний раз, наблюдал за восхищенно недоверчивым взглядом. Моргающая хреновина? Повторил Клепан вопрос кваза. Она самая. Пришлось мне подтвердить. Я уже приготовился к продолжению расспросов, даже с новыми байками смирился. Но здоровяк повел себя по-другому. Он вдруг преобразился, отчего стал похож на человека, способного принимать непростые решения. Каменное лицо, холодный расчетливый взгляд, даже голос изменился. Будто это не веселый простодушный Клепан, каким я его привык видеть, а тело, одержимое кем-то или чем-то нехорошим. Отлично. Тогда вернемся к нашим баранам. Какой вес? Спросил он у Кабана. Пусто. Ответил тот на манер командира. Маловато. Но это дело поправимое. Жемчуг, горох и тренировки. Жемчуг отпадает. Вставила слово знахарка. Только горох. Ну или... Тут она неопределенно посмотрела на Клепана, словно речь шла о тайне. Что значит отпадает? А то и значит. Кнут, покажи. Мне в очередной раз пришлось продемонстрировать, как жемчужина не желает попадать в мой рот. Клепана это не расстроило, но, может, озадачила малость. Выглядел он теперь как торговец перед принятием решения, вкладываться или нет. Больше всего меня удивил Кваз. На его и без того непростом лице читалась одна единственная эмоция – обида. Если представить себе, скажем, лицо не сильно свежего покойника, который почему-то решил ожить и посмотреть на приветствующий его белый свет с немым укором, то можно понять, о чем идет речь. Этот вопрос отложен. Ни одному мне решать. Выдал здоровяк, заинтриговав меня еще больше. О чем речь-то? «Что по второму удару?» спросил Клепан. «Рабочий, как раз собирались испытать», ответила за меня Захария. Удивляться я не стал. «Кнут, видишь самые дальние мишени?» На что я кивнул. Те были в глубине хорошо освещенного туннеля, но на глаз расстояние не определишь. Возможно, метров двести плюс-минус. «Прыгни туда, а затем обратно», приказал он таким тоном, будто мне нужно было в одном ухе поковыряться, а затем в другом. Пришлось вернуть его на землю. «Я же говорил, что не знаю, как у меня это получилось». «Ладно, я постараюсь объяснить. Если не получится, Захария поможет». С этими словами здоровяк спрыгнул со стола и начал прохаживаться перед нами, заложив руки за спину. Любой иммунный, у кого есть дар, а в улье он есть у всех, использует определенный прием для активации. И таких приемов множество. Кто-то щелкает пальцами, другие моргают, третий напрягает пупок, есть даже умельцы, которые язык прикусывают. Но это небезопасно, так недолго и без него остаться. Сам должен понимать, почти все перечисленные способы годны только в относительно мирных местах. Не годятся для войны, враг не должен засечь активацию дара. Тыкнут, смог активировать дар как минимум один раз, а этого достаточно, так что вспоминай, а Захария расскажет тебе про паразита. Девушка как раз закончила делать пасы надо мной, будто снежную бабу с макушки до талии оглаживала. Паразит? Начала она, очаровательно улыбнувшись. Находится вот здесь. С этими словами девушка указала на мою голову. Институтские утверждают, что это псевдоразумный грибок. С последним согласится любой иммунный, хоть раз вскрывший споровый мешок. Что немаловажно, этот грибок очень хочет жить, а потому активируется он чаще всего в критический момент. Умрет иммунный, умрет и грибок. Паразит кидает все силы на спасение своего носителя. Так и проявляется дар, в твоем случае очень полезный. Вспомни, что ты делал в последнюю секунду перед прыжком, чего хотел больше всего. Может быть кого-то вспоминал или сделал что-то необычное, то, чего никогда не делал. Это сказать легко, вспомни. Ситуация была, скажем, мега критическая. Снаряд летит, какие-то доли секунды и все. Конец кнуту. В тот момент, больше всего на свете, я хотел свалиться этой чертовой машины куда-нибудь в тихое спокойное место. Нет, стоп, не куда-нибудь, было что-то определенное. Окно, маленькое окошко, почти на самой вершине элеватора. А что я в тот момент делал? Жалел себя, боялся умереть, смерть, отец, я почему-то вспомнил отца. Картина, которую гнал от себя десятилетиями, предстала во всей красе. Тело, как у узника концлагеря, желтое, сушеное болезнью лицо. На этом нерадостном фоне выделялись только глаза, яркие, как прожектора в безлунную ночь, в то же время теплые, как окна родного дома в непогоду. Ярчайшее воспоминание. После живым я отца не видел, а ведь в тот день он со мной говорил и довольно долго. Как не силился, детали разговора не всплывали, запомнился только стих, несколько строк. Необычное, говорите, я сделал то, чего никогда не делал, вспомнил стих. Гостем встану на пороге у неведомой дороги. О, стенда не было, как и людей, и я стоял рядом с ростовой мишенью. Невозможно, меньше, чем за секунду, переместиться на две сотни метров, «Красава!» Услышал я далекий нагулкий голос кабана из другого конца тира. Захария тоже что-то кричала и махала руками, а людей там было уже четверо. Новоприбывший стоял рядом с клепаном, заложив руки за спину. Увидев его раз, уже ни с кем не спутаешь. Сила воли, непримиримость читала всего позе, взгляде, даже с такого расстояния. Бульба махнул мне рукой, призывая возвращаться. Я подчинился. «Ну ты даешь, брат, я до последнего не верил, а ты раз и...» Клепан, вернувшись к образу доброго весельчака, со всей дури хлопнул меня по спине, чем заставил присесть и пошатнуться. «Полегче, медведь, прибьешь же!» отреагировал я, вернув себе устойчивость. «Ох, извини, парень, это я не подумавши!» Подошедшая Захария опять начала только ей понятный ритуал ощупывания снежной бабы. «Даже четверти сил не потратил!» Отчиталась она перед Бульбой. «Силен!» утвердил тот, но на выражении лица это никак не сказалось. Знавал я одного телепортера, двенадцать метров был его предел раз в сутки. «Так это вообще ни о чем!» вставил слово здоровяк. «Правда, двести пятьдесят тоже маловато!» «Он уже прыгал на два с лишним километра!» перебил его Бульба. «А какое будет расстояние?» поинтересовался я. «Три и семь, может, три и пять, ближе подойти невозможно!» Недолго думая, выдал командир. «Значит, мне нужно...» начал я размышлять вслух. «Взять посылку весом сто двадцать кило, совершить прыжок в четыре километра, оставить ее там и вернуться?» «Примерно так!» подтвердил Бульба. «Справишься?» Хоть он и спросил, но было похоже на утверждение. «А что мне мешает вытянуть из ситуации больше плюсов? Без разницы каких, информация это или что-то материальное?» «Не знаю, я тут новичок, но слышал, что на развитие дара нужно время». «Тут ты прав, месяцы и даже годы!» «На стикси мало, кто столько живет, но события можно форсировать!» На этих словах Бульба посмотрел на Клепана, тот неопределенно пожал плечами. «Но это позже, сначала выясним границы твоих умений». Тем временем Кабан приволок откуда-то две двухпудовые гири и бросил на меня многозначительный взгляд. «Пятьдесят плюс тридцать два!» ответил я на немой вопрос. Кваз тут же расстегнул сумку с боеприпасами и сунул в нее одну гирю. «Ты уверен?» поинтересовалась нахарка. Вместо ответа я протянул невидимую конечность и спрятал сумку. Тут же ощутил себя на дне пятиметрового бассейна, наполненного водой до краев. Давило на все, руки, ноги, торс, но больше всего страдала голова. Это можно сравнить со входниками после хорошего мордобоя. Борясь желанием скинуть поклажу, я сделал несколько шагов, с трудом но ходить можно. Зрители не мешали, наблюдали за мной молча. Проверять так проверять решил я и бросил взгляд в дальний конец тира. «Стой!» услышал я возглас Захарии. Она опоздала, присказка сказана и я стою у той самой ростовой мишени. Тяжко, но не смертельно. Подгибающимся ногам стоять не нравилось. Голова на грани взрыва, того и гляди начнет выстреливать глазами. «Жди там, не прыгай!» Через больные уши в больную голову прилетел далекий бас кабана. Они уже бежали ко мне. Захария и двое мужчин. Невозможно было разглядеть кто. В глазах темнело, кровь нещадно стучала в голове и казалось польется из ушей. Еще пришло понимание, что не обязательно видеть место, куда телепортироваться. Важно хранить его в памяти. Как сейчас, брошенного взгляда хватило, чтобы увидеть стрелковые стенды. Там стояла одинокая фигура, значит нам туда. «Да, гостем встану». «Прекращай, достаточно на сегодня!» Слова бульбы словно сквозь вату протиснулись. «Дурак, что ты творишь?» воскликнула подбежавшая знахарка. «От такого легко можно умереть!» Впрочем, запал у девушки быстро улетучился, стоило ей только глянуть на мою физиономию. Она тут же замолчала и положила правую руку на мой лоб, а левой достала платок, который сразу прижала к моему носу. «Прижми, а то кровью истечешь!» промолвила она негромко, а почти ласково. «И скидывай уже груз!» «Нет!» выпалил бульба. «Держи, сколько сможешь, дайте ему живчика!» Сукаризный глянув на командира, Захария продолжила свое занятие, и я почувствовал, как от головы к ногам потекло приятное тепло. Не то, что прямо в кайф, но стало намного легче, даже говорить уже можно. «Спасибо, ты настоящий целитель!» прохлепел я. «А ты придурок!» ответила та. «Ты уж определись, дурак или придурок!» «Одно другому не мешает!» парировала девушка. «От переутомления с даром даже у старых иммунных отказывает сердце, а ты...» «Вот, выпей!» присевший рядом клепан сумел мне флягу. «Захария права, нельзя так!» «Хотел проверить, насколько крут!» ответил я, сделав большой глоток. «Да крут, крут! Успокойся! Хе-хе! Только толку от того, если помрешь!» «Как я уже сказал!» вмешался Бульба. «Держи сколько сможешь, если уж совсем в тягость будет, обращайся к Захарии, думаю, ты справишься!» Закончив со мной, командир обратился к здоровяку. «Пойдем, разговор есть!» Глава одиннадцатая «Что скажешь?» поинтересовался Бульба у Кулепана, когда они покинули Тир. «Ты прав, он нам не особо подходит!» избавляя шага, выдал здоровяк. «Поясни!» «Слишком он самостоятельный, смотришь ему в глаза, а там упрямство!» Кнут словно принят для себя решение подчиняться, но скрывать свою натуру не умеет. «Я мотивацию не пойму, вот что напрягает!» Здоровяк какое-то время молчал, подбирая слова. Командир терпеливо ждал. «Не любит он подчиняться, норовит все по-своему сделать!» «Думаешь, продолжать не стоит?» «Он правду сказал, сделает!» «Из кожи вон вылезет, сдохнет, но задачу выполнит!» «И это не потому, что нам подчинился, а потому, что сам так решил!» «Я тоже так думаю!» Согласился Бульба, подходя к двери своего кабинета. Закрыв заклепаном дверь, командир уселся за стол, открыл нижнюю полку, достал оттуда небольшую коробочку. «Придется стимулировать его дар!» Большинство иммунных не способно противостоять чарам белой жемчужины. Более сильной притягательностью способен похвастаться лишь пульсар. Но если обладатели первого сокровища можно причислить к счастливчикам, то по второму это как минимум божественное везение. Потому как столько факторов совпадает лишь раз в жизни, и этим еще нужно суметь воспользоваться. Но и белый жемчуг не на грядке растет. На его добычу отправляются рейдами не меньше чем сотню бойцов, десятки единиц бронетехники. Существо, из которого добывают сокровища, нельзя назвать обычным зараженным. Тварь больше похожа на насекомое. Дьявольское сочетание богомола, скорпиона или мокрицы вкупе с гигантскими размерами делают из скребера именно так называемую эту тварь непревзойденную машину, смысл существования которой сеет смерть. Сила, скорость, интеллект, природная броня. Сочетание нечастое даже переплюнул всех, а его талантах слагают легенды. Самые матерые зараженные боятся заходить на территорию его охотничьих угодий. Но человека это не касается, даже тот факт, что большая часть рейдеров не возвращается, не пугает. Всегда найдется охочий до главного сокровища стикса, белой жемчужины. Клипан сглотнул непроизвольно выступившую слюну. Даже ему было нелегко оставаться равнодушным при виде белого шарика. Решил все-таки? спросил здоровяк, с трудом борясь с соблазном. Бульба же, в отличие от подчиненного, давно научился справляться с этой магией. Он мог спокойно проглотить жемчуг, и никто не усомнился бы в правильности его решения. Он командир, голова которая думает за всех. Но Бульба этого не делал, по одной простой причине. Он был хорошим командиром. Знал, что придет момент, и из этой же мчужины можно будет выжать максимум. Этот момент пришел. Кое-что срастается. Хитро прищурившись, ответил командир. Ты же не только про посылку. Зная Бульбу, прошептал Клепан. Тот лишь многозначительно промолчал, но здоровяк уже знал, что попал в точку. Следующее утро началось для меня с привычной уже головной боли, что напомнило беззаботную прошлую жизнь. Пара таблеток аспирина, побольше чая с лимоном, и к обеду приходишь в относительную норму. К сожалению, сегодня это не поможет, ведь я не дома, а в чертовом улье или стиксе, кому как больше нравится. Который день здесь, я просыпаюсь надеждой, что это всего лишь кошмарный сон. Разбудил меня клепан. Подшучивая на свой манер, здоровяк сунул мне фляжку с живчиком и велел подниматься. Нас ждут великие дела, брат, а ты дрыхнешь, жизнерадостно заявил он. Долго мне эту сумку таскать, ты даже не представляешь, насколько это муторно, пожаловался я. Не, недолго, сейчас в тир, там же и позавтракаем, а потом и скинешь ее, но ненадолго. Кабан тебе другую сумочку собрал, ха-ха-ха, малость потяжелее, ха-ха. Обрадовал меня этот садист. В тире нас ждали. Кабан коротко кивнул. Захария грустно улыбнулась и еще раз заявила, что против таких опытов, но не она решает. Не переживай, откачаем, ха-ха-ха. Подбодрил меня здоровяк. Откуда ни возьмись, появилась эсмеральда с подносом полным бутербродов. Кваза баба меня смутила. Может привык, а может просто желудок вспомнил, что кормили его в последний раз сутки назад. После вчерашних упражнений я еле добрался до своей комнаты и вырубился сразу, как упал на койку. К слову, если б не Захария, которую я мало стеснялся, завтрак прошел бы намного быстрее с хрюканем. Пришлось держать себя в рамках. К тому же ели мы только с в нужном порядке предложил здоровяк. Что вы задумали? Я хоть и пребывал в легком блаженстве после набивания утробы, но слова знахарки меня насторожили. Мало ли, что эти садисты придумали. Да почти как вчера. Беззаботно подмигнул мне клепан. Кваза кабан не зря носил такое прозвище. Когда он открыл принесенный им баул, причем нес он его не особо напрягаясь, моему взору предстали четыре двухпудовой гири. Сто двадцать восемь кило, объявил очевидный здоровяк. Но настоящая посылка килограмм на пять полегче. Разве это не хорошая новость? Да уж, радости полные штаны. С этими словами я скинул то, что носил себе почти сутки. Стало почти так же хорошо, как и в случае с хромом. Мгновенное облегчение, словно к спине крылья прицепили. Я полетел, но недалеко, запутавшись в ногах, начал заваливаться на пол, где меня и поймал клепан. Куда собрался орел? Мы только начали. Ты не должен падать после сброса посылки. Ты не Дед Мороз и не конфеты с пряниками деткам понесешь. Понял? Догадаться нетрудно. Освободившись от здоровяка, я не стал тянуть время. Просто взял и спрятал бауз с гирями. У меня уже было некое понимание дара, нечто сроднее интуиции. Знание, что еще вчера я смог бы взять этот груз. Но что-то мне твердило, не спеши, не показывай, что можешь прыгнуть без визуального контакта. А сейчас можешь падать без сил. Тем более это не сложно. Боль на самом деле адская. Я мычал что-то загнется же. Голос клепана был взволнованным. Вот, Захария, помогай. Это не идет, буркнул кваз. Другую пробуй, ну что ты как маленький, и это не хочет. Сам видел, что спрашивать то? Песец, ну давай тогда последнюю, во. На язык упало что-то теплое и круглое, тут же устремившись в глотку, будто пендаля дали. И сразу потекла вонючая, слабоалкогольная жидкость, заставив меня закашляться и принять сидячее положение. Зрение начало восстанавливаться, но самое интересное происходило в животе, там что-то надувалось, раздвигалось стенки желудка, хлоп, и по телу растеклось приятное тепло. Чем вы меня накормили, извращенцы хреновы? Возмутился я, понимая, что уже стою. Мне не понравилось, как они на меня смотрели, словно на потлату прямо ходящую морскую свинку, которая научилась материться. Не, ну вы посмотрите на него, только что лежал подыхая, а сейчас стоит и возмущается, чудо прям, выдал клепан без тени юмора. Такого я еще не видел, почесывая уродливую голову, выговорил кабан. Да и Захария чуть ли не дым из ушей пускала, а ведь она знахарь. Само звание о чем-то говорит. Он в порядке, отчиталась девушка. Прекрати говорить, будь ты меня здесь нет, и ответь наконец. Помнишь, я рассказывал о паразите, про то, как он хочет жить? На что я киваю в ответ? Мы его обманули. Гирьки ты с секретом, хе-хе-хе, влез здоровяк. Кабан их просверлил и залил малость свинца. 200 килограмм оказались критическим весом. Мы попробовали черный, а затем красный жемчуг, но твой организм их не принял. Пришлось дать тебе белую жемчужину. В голосе девушки чувствовался легкий упрек. О, как! Я знал, что такое белая жемчужина. Она в несколько раз быстрее развивает существующий дар и открывает новый. Может вылечить смертельно раненого и сделать иммунным любого новичка. Дороже белой жемчужины только мифический пульсар, который я вроде как проглотил. А нельзя было просто дать мне ее без этих мудовых опытов? Можно, но эффект был бы заметно слабее, да и не были мы уверены, что твой организм ее примет. Не, ну вы видали? Он недоволен. Мы значит скормили ему штуку, за которую предлагали десяток Т-90 и две акации, а кнут морду воротит. Кабан, скажи что-нибудь. Я лучше промолчу. Угрюмо отозвался кваз. Пока исследователи переговаривались, я прислушивался к себе. Состояние не то чтобы отличное, но на твердую тройку тянет. Давление на организм, к которому я стал привыкать, практически можно даже бегать и прыгать. А ведь если мне не врут, а они не врут, то я взял двести кило. Первый момент было тяжко. Если честно, думал уже все спекся. Получается мне нужно радоваться, кланяться в ноги своим благодетелям. Возможно они этого и ждут. Вон как клепан заливается. Прям соловей. Пристыдить меня хочет старый садист. Пора прекращать балаган. Я не значит можно сделать вывод, что вам это нужно больше чем мне. Так что завязывай клепан, побереги свое красноречие для женщин и детей. Давай лучше делом займемся, а то мне уже скучно. Скучно говоришь? Когда ты в последний раз бегал? В вопросе звучало злорадство. Два дня назад я только делал, что бегал. Сказала чистую правду. Тогда это будет не сложно, кабан. Прогони его по малому кругу, пусть к весу привыкнет. Начали. Видало? Спросил клепан у Захарии, когда квас с новичком скрыли за дверью. А ты ждал, что он начнет хлопать в ладоши от радости? Таяние об этом не идиот же, должен был догадаться. О другом речь. Здоровяк сделал паузу, словно ожидая от знахарки продолжения его слов. Как он подскочил? Лежал весь синий. Я думал, все потеряли мужика. А тут раз, в метре от нас и материться. Не подскочил он, поправила девушка. Телепортировался, это его дар. Забыл? Как -то быстро его дар развился. Мы только жемчужину затолкали и уже... Повысив голос, воскликнул клепан. Я не знаю, какие грани в его даре активны, так что не обязательно развился. Скорее всего, сработал инстинкт защита. Девушка задумалась. Даже представить себе трудно, что может делать телепортация в симбиозе с таким пространственным карманом. Главное, чтобы он по нашей теме отработал, сама знаю, что это даст. Согласна, я не сомневаюсь, что он справится и отработает вложенное с лихвой. Последнее слово Захария выделила. Отлично! Клепан улыбнулся. Он знал, что из уст знахарки прозвучали не просто слова поддержки. Сегодня 22-й день моего пребывания на стиксе. Я до сих пор жив и даже здоров. Стал сильнее, выносливее себя прежнего. Все это благодаря стараниям моих новых гоняли по подземным коридорам с грузом в кармане и поверх. Одет я был как на войну, чего собственно не понимал. Ведь мне надо доставить посылку, которая скорее всего кому-то не понравится. Ну зачем же так гонять? Часами стрелять по подвижным и стоячим мишеням. На заданный мной в самом начале вопрос кабан ответил, что я потом все пойму. Не загружай голову, работая мышцами. Я работал. Сегодня был особый день. Начальство решило, что пора поработать на свежем воздухе. Знаешь где мы? Задал вопрос клепан, как мне показалось легкой хитцей в голосе. Мы находились на опушке леса за редкими кустами, а в сотни метров от нас начинался дачный поселок. Разнокалиберные дома, типа кто во что гораст или у кого на что хватило. Во всей этой красоте не хватало самого картину. Я наслаждался чистым сельским воздухом, пением птиц, да даже на деревья раскачиваемые ветром приятно было посмотреть. После трех недель вынужденного заточения я наслаждался, а тут клепан со своим непонятным вопросом. Да откуда мне знать? Сначала по коридорам, потом лесом и все время с мешком на голове. Издеваешься? Ни в коем разе, ответил здоровяк, не отрываясь от бинокля. Это для твоего же блага, очень не хочется тебя убивать. С этими словами он повернул ко мне голову и улыбнулся во все тридцать два. Ясно, чем займемся? Я буду сидеть здесь, а ты сделаешь нужное и полезное. Тут он поднял левую руку и изобразил ей непонятное движение. Я понял, что данное действие было не для меня. Ребятки тебя подстрахуют, но не расслабляйся. Подтвердил Клепан мои мысли. Да делать-то что? Не понял я. Зачистка, брат, нужное дело для нас, полезное для тебя. Смотри на пол первого. Здоровяк передал мне бинокль. Мне ничего не оставалось делать, как уставиться в указанном направлении. Но как не всматривался, заметить ничего не смог. Проулок между красным и белым домом, уточнил Клепан. Будь внимательнее, ё-моё. Бегун вроде один. Последние три недели меня не только по коридорам гоняли, но и вбивали теорию. Паразит и все его производные от пустыша до мифической суперлиты. Картинки, видео, способы их убийства. Признаться, в теории это делается легко. Нужно оказаться за спиной зараженного и воткнуть нож или клюв в его затылок. На деле же провернуть такое непросто. Если, конечно, у тебя нет специфического дара. У меня такой имелся. Но и здесь были свои сложности. Нельзя расходовать силы бесконтрольно. Нужно рассчитывать каждый шаг, суммировать в уме все прыжки, учитывать направление ветра. Да и вообще, лучше отрастить глаза на затылке, иначе тебя сожрут. У меня уже был некоторый опыт выживания. Даже пару лотрещиков умудрился завалить. Но это ничто в сравнении с опытом того же Клипана. Во время тренировок я не раз сходился с ним на ринге, но выиграть так и не сумел. Не знаю, кем он был в прошлой жизни, явно не IT-специалистом. Возможно, бывший военный или спец по рукопашному бою. Скорость, невероятная сила, помноженная на опыт, делали из Клипана опаснейшего противника. Покойный свищ в сравнении с ним щенок, а я то дурак радовался, что справился. Работай! Тихий голос здоровяка выдернул меня из размышлений. Я прыгнул. 200 метров не расстояние, когда сил целый вагон. Как и планировалось, материализовался четко за бегуном, который оказался матерым. В нос ударила густая вонь, от которой я успел отвыкнуть, что не мудрено, на тренировках то ее не было. Начинающий трещик. Вот он, полуметре. Почувствовав меня, начинает поворачивать уродливую голову, но поздно. Тяжелый клюв обрушивается на споровый мешок и зараженный с треском валится на хлипкий заборчик. Вот же гадство. По-хорошему его нужно было подхватить и опустить аккуратно. Побрезговал. Вот результат. Попробуй-ка обнять лысого обгаженного урода. Присев, я принялся воровато крутить головой. Это слева в чьем-то огороде послышалось удивленное урчание. Значит, мой кульбит не остался незамеченным. Послышался торопливый топот, перешедший в стук по чему-то твердому. Словно кто-то большой решил пробежаться в деревянной обуви по бетону. Неужто топтун? Инстинкт требовал найти укрытие. Но я сидел и терпел, уставившись на место, откуда должен появиться зараженный. Он не заставил себе ждать. Смяв забор из профлиста как бумагу, топтун, а это был именно он, выскочил в проулок. Хищно крутанув лысой башкой, он мгновенно нашел источник шума. Я, собственно, и не прятался, это же зачистка, просто ждал момента и тот настал. Туша весом не менее трехсот кило наклонилась в мою сторону, обозначая начало движения и я прыгнул. Мля! Сука! В споровый мешок я попал с позорного третьего раза и тут же прыгнул в исходную точку. Мало ли, мне и так повезло, поиграл как на барабане. Зря опасался. Топтун, сообразив, что все не так просто, начал разворачиваться, да так и завалился на бок с торчащим из затылка клювом. Убедившись, что опасность миновала, я поискал глазами клепана. К моему удивлению, он оказался намного ближе, на углу дома метрах в десяти. Тот, посмотрев на меня как наиполного идиота, постучал пальцем по виску и, изобразив удивление, развел руки. А я что, задача же выполнена. Все это я выразил в пантомиме путем пожатия плечами и указывания на мертвого монстра. Недоуменно покачав головой, здоровяк зашел за куст, заняв тем самым наблюдательную позицию. Собрав трофеи спокойников, я продолжил. Зачистка так зачистка, приказа об отмене не поступало. Бесшумное оружие в правой руке, мягкая поступь, глаза и уши на 360 градусов. Так я прошел сквозь два участка, не встретив при этом никого, кроме птиц и насекомых. К слову, об оружии. У меня забрали все, даже кинжал внешников, а взамен вручили нечто вроде кирки каменщика. Колющая часть инструмента была заточена на манер клюва аиста или цапли. Рейдеры так его и называют клюв. Как сказал мне кабан, если хочешь жить долго и счастливо, привыкай к этому оружию. С дальнобоем или любым другим огнестрелом каждый недоумок сможет, но и нашумит при этом, а такое на стиксе не прощается. Если ты один и с клювом, тут уже не до охоты, будешь вести себя как мышь в кошачьем заповеднике. Изначально у нас мышей мозгов больше, чем у местных котов. Есть, конечно, исключения, но, к счастью, интеллектуалы среди зараженных встречаются крайне редко, гораздо чаще попадаются безмозглые иммунные. Включай голову, наставлял меня кабан. Твой дар заточен под подобную тактику. Прыгнул, клюнул, прыгнул, клюнул. Да за такой дар любой рейдер душу продаст, главное, внимание, рассчитывай, оценивай. За ошибки на стиксе платят кровью. И смотри, не зазвездись, типа я такой крутой и хитрый. На каждый хитрый зад найдется болт с левой резьбой. Кабан хоть и моложе меня, но к его советам я прислушивался. Тактика, предложенная им, неплохо себя показала. Осталось поработать над точностью. Донеслось из-за кустов. Кто-то зашипел, зашуршали мелкие кусты и мимо меня прошпыгнул взерошенный кот. Со скоростью пули он скрылся на соседнем участке. Тут же раздался хруст веток, нечто гораздо крупнее спешило за добычей. Я толком сообразить не успел, как из кустов выскочила блондинка в короткой юбке и с возбужденным урчанием устремилась за котом. И все это в каких-то двух метрах от меня. Добежав до соседского забора, она попыталась взять его на таран. Но силы были неравны, штакетник спружинил и блондинка оказалась на земле. Разочарованно уркнув, она поднялась и повернулась ко мне. Вполне себе ничего была дамочка. Грудь размеры кедок третьего, стройные длинные ноги, даром, что обгаженные. А сейчас наша звезда доросла до бегуна, успела кого-то схарчить. Я никогда не обижал слабый пол, дерганье одноклассник за косички не считается. Сейчас же мне придется убить. Убедив себя, что это уже не человек, я прыгнул. На зачистку ушло минут тридцать, не больше. Один топтун, один почти лотар и шесть бегунов. Барабанная дробь в голове нарастала, звон в ушах и помутнение зрения. Зря я прыгал в крайний раз, переоценил свои возможности. Можно было дождаться, пока молодой бегун доберется до меня и упокоить. Но нет же, я ведь крут. Таким меня и нашел клепан. Канал Терабайт История представляет Аудиокнига Серий Стикс Почтальон Часть Третья Глава Двенадцатая Как там наш подопечный? Вложение оправдывает? Поинтересовался Бульба у вошедшего в кабинет клепана. Балбес он самоуверенный а не подопечный. Пробосил здоровяк, усаживаясь на стул. А что так? Зачистка не удалась. С этим порядок. Три горошины и двенадцать спаранов. Не пропадет, в общем, в случае, если не будет прыгать очертя голову. Я даже ой сказать не успел, руку только поднял для отмашки. А он прыг и давай топтуна по черепушке дубасить. Руками что ли? Командир удивленно поднял бровь. Да нет, клювом. Это же топтун. Разве можно пропали вложения. Не надо так переживать, отчитал подчиненного бульба. Он не ребенок, дожил же как-то до своих лет, значит еще поживет. На последних словах командир хитро подмигнул клепану. Я все забываю про твой дар, улыбнувшись, произнес даровяк. Сам иногда сомневаюсь, но в этот раз картинка четкая. Ладно, не о том сейчас. Сколько раз он телепортировался? Восемь, ответил клепан после короткой паузы. Где-то два километра напрыгал. Немного в общем. Захария говорит, что дар затрачивается при активации. Расстояние особой роли не играет. Сообщил бульба. Да ладно, он что, на любую дистанцию сможет? И так несколько раз? Недоверчиво предположил клепан. Может, со временем и сможет, если столько проживет. Главное, что он нашу дистанцию сдюжит. Захария подтвердила. И еще, похоже, ему не обязательно видеть конечную точку. Кнут может посмотреть и отвернуться, а затем прыгнуть по памяти. А ведь об этом молчит. Сам себе на уме, парень, отметил здоровяк. Пусть молчит, а ты бы всем рассказал, да? В ответ клепан широко улыбнулся. Хе-хе-хе. Об этом все. Закрыл тему командир. Давай к нашим баранам. Парни готовы. Правильно поняв, отрапортовал клепан. Медведь ждет отмашки. Хорошо. До пиндосов им сутки добираться. Это если не торопиться, перебил здоровяк. Наши-то их подгонять будут, за 16 часов добегут. Для бешеного мура сто верст не круг, подытожил он. Спешить не надо, вдруг они решат пойти в другую сторону. Да кто жим даст то? Медведь с парнями для чего? Да и потом. Клепан склонился над столом. Мур падаль не только бешеная, но и жадная. Сам знаешь, что им пиндосы отвалят за координаты нашей базы. Знаю, белую жемчужину и лучшее оружие, артиллерия, бронетехника, возможно даже и ВДшку выделят. Кому? Мурам? Не смеши, командир, пиндосам проще привалить их по-тихому. Возмутился Клепан. Но ведь это возможно. Страшно и подумать, если такой ствол окажется в руках Мура. Один более-менее толковый стрелок с ИВД может спалить колонну бронетехники. И где они их только достают? Ясно где. Грустно улыбнувшись, Бульба посмотрел на подчиненного. У наших тамошних. Додумались как-то кулибины, сотворили ствол, который самому дьяволу башку рогатую снесет. Но не о том сейчас, не для того мы такую масштабную операцию задумали. Бульба ненавидел внешников всей своей солдатской душой, чем не отличался от самого обычного рейдера, прожившего на стиксе больше одной недели. То, что творили эти нелюди, не укладывалось в голове. Они знали координаты и цикличность перезагрузки всех родильных домов в радиусе 150 км. Сие здания для простого рейдера бесполезны по одной простой причине. Там нет ничего и никого, кроме зараженных и мамаш, которые скоро переродятся. Для внешника же это золотое дно. Одна иммунная беременная женщина окупает все возможные потери с нескольких подобных операций. Вытяжка из плазмы новорожденного после должной обработки стоит бешеных содержимое двухкубового шприца с вытяжкой, попавшая в дряхлую вену какого-нибудь миллиардера, даст ему до нескольких лет жизни. Крем, изготовленный на ее основе, омолодит не менее дряхлую кожу. Омолодит настолько, что придется менять фотографию в паспорте. Бульба знал все это от пленного внешника. Тут уже год сидел под замком на самом дне базы. Смысливый 30-летний парень работал ассистентом хирурга. Имеет должное медицинское образование и очень хорошо зарабатывает, точнее зарабатывал. Сейчас же он вызывает жалость даже у Бульбы, не говоря уже об остальном женском составе. Потому вся его прозрачная герметичная камера была сплошь увешана ламинированными плакатами, на которых были описаны все возможные злодеяния внешников. Прочти, прежде чем начнешь его жалеть. Это был самый заметный из плакатов. Скажи медведю, отчеканил Бульба. Понял, командир? Генерал Говард не любил свою работу. Начав военную карьеру во Вьетнаме, он воевал всю жизнь. После Вьетнама была Камбоджа, затем Иран, Афганистан, Югославия, Ливия, скромный список военных компаний, в которых он принимал участие. И сейчас, сидя в подземном герметичном бункере, генерал вспоминал о них с умилением, совсем как его отец в последние месяцы жизни. Возможно, он постарел, но в свои неполные 70 генерал не чувствовал себя стариком. Напротив, бодр, подтянут и еще может отжаться 20 раз, а это какой-никакой показатель. Бодрый старик все еще заглядывался на женщин. Особенно его волновала чернокожая красотка Вильямс. Стерва догадывалась и потому усиленно крутила бедрами в присутствии генерала. Подсознательно Говард знал, что дело не в возрасте, а в забытом всеми богами мести, с населением, которое они никак не могут приручить. Гребаный Стикс. И дело не в том, что ему каждый день приходится проверять списки на расчленение. Шестизначная цифра, ежемесячно капающая на счет, легко закрывает на это глаза. К тому же это не люди, а мутанты. В этом отношении совесть Говарда чиста, он выполняет долг перед страной. В конце концов и сюда придет демократия. Долг генерала поддерживать имидж страны, которая всегда и во всем первая. Говард не подведет. Из задумчивого созерцания карты ближайших кластеров генерала вывел интерком. Генерал Говард, сэр. Вильямс? Ох уж это Вильямс. При звуке ее голоса у генерала поднималась температура. Но не во всем теле, а только в промежности, пробуждая подзабытые ощущения. Уже не пробуждает ничего кроме нервного тика, который Говард мастерски скрывает. Нетрудно два дня за месяц строить из себя любящего супруга. Совет директоров не дает больше двух дней. Генерал при желании мог бы добиться более продолжительного отпуска, но тогда они могут решить, что бессменный генерал устал и начнут искать сменщика, дабы перевести на вахтовый метод. Его знакомец из совета уже делал намеки. Говард не мог такого допустить. Ведь до желанной инъекции осталось каких-то три месяца, а со сменщиком срок удвоится. Он заслужил право на сыворотку как командующий фортом. Вожделенный укол раз в три года и старость сдает позиции. Почти три года назад, когда Говарду сделали первый укол, он завел интрижку с ассистенткой доктора Маршала. Это нетрудно, когда скидываешь груз десятков лет и чувствуешь себя молодым жеребцом. Как же приятно ощущать бьющие в голову гормоны. Через несколько месяцев Говард станет моложе и Латишев Вильямс развеет его тоску. Генерал, сэр, воздушная разведка докладывает, сектор 705 перезагрузился на 6 часов раньше запланированного времени. Ну что ж, такое бывает, лейтенант. Спасибо за своевременный звонок и передайте разведке, что их внимательность заччется. Говоря это, генерал рисовал воображение живописную картину, извивающегося под ним упругого черного тела Вильямс. Так точно, сэр, сказала лейтенант и отключила связь. Это игра воображения или в ее голосе появились игривые нотки? Неважно, всему свое время. Сейчас же необходимо заняться рутиной, кто кроме него? Хейз, требовательно произнес генерал, выжав нужную кнопку внутренней связи. Генерал, сэр, сразу ответил тот, словно знал, что его вызовут именно в эту секунду. Говарду Хейз не нравился, он считал его тем еще же полезом, постоянно делал комплименты и пытался выслужиться на ровном месте. Так и хотелось ему сказать, хватит, у тебя уже язык коричневый. Сектор 705, миротворцы и воздушная поддержка, все по прежней схеме, выполняйте. Понял, сэр, разрешите личное участие. Успел он вернуть просьбу, до того, как генерал отключился. Вот же жополис. А чем дьявол не шутит, вдруг его мутант загрызет? Разрешаю. Милостиво выдал генерал после недолгого обдумывания. Отлично, сэр. Спасибо, генерал, сэр. Зачистил с благодарностями Хейс. Я вас не подляду. Кстати, прервал славоизвержение жополиза генерал. Используйте дроны только из последней партии, те, которые снабжены тепловизорами. Повторение истории Кэмпбелла нам не нужно. Понял, сэр. Радостно отчеканил Хейс и отключился. Полковник Кэмпбелл своей бесславной смертью подсунул генералу жирную свинью. Вся проблема в том, что в составе группы миротворцев был лейтенант Уотсон. И дьявол бы с ним, с этим неудачником, если бы не его папаша, генерал Уотсон. Генерал Уотсон оказался тем еще засранцем, которого не устраивает роль отца, похоронившего героя нации. Оказалось, что он имеет парочку друзей в совете директоров. Те вняли мольбам убитого горем отца и проголосовали за усиление гарнизона форта, взвода морских котиков, во главе с майором, мать его Уотсоном, старшим братом того неудачника. И что теперь имеет Говард? Ослабевшая позиции в совете директоров, возможного сменщика или не допустить господь преемника в лице старика Уотсона. А его старший сын, которого Говард сослал охранять периметр форта, является вражескими глазами и ушами. С какой стороны не посмотри одни минусы. В расстроенных чувствах генерал встал из-за стола и направился к бару. Он знал, что его может успокоить. 12-летний скотч и сигара. Ничего, господь и удача на его стороне, ведь Говард все еще командует фортом. что ему скорее всего повезет. Господь не оставит своего верного слугу. Возможно, это будут пара десятков разумных мутантов, с которых тоже есть что взять. Скажем, выжимка из печени трехсот дневного разумного. С 90% гарантией излечит от большинства разновидностей рака без всякой химии. Чем больше времени разумный мутант прожил на Стиксе, тем он более полезен для Говарда и нации. Погруженный в мечты генерал сделал большой глоток и с наслаждением затянулся сигарой. Генерал, сэр. Оживший интерком выдернул Говарда из приятных грез. Вильямс! Майор Уотсон задержал троих разумных на границе западного фропоста. Доложила лейтенант. Отлично, Вильямс, но мне не обязательно знать обо всех мелких происшествиях. Пожурил генерал отеческим тоном и добавил. Можете отправлять таких медотсек без доклада. Но, генерал, сэр, эти трое проходят по нашей картотеке как аборигены. Союзное племя, сэр. Обезьян, произнес Говард единственную запомнившуюся ему кличку. Генерал даже встречался с этим мутантом полгода назад, а сотрудничал с ним уже несколько лет и, надо признать, довольно плодотворно. На встрече полезный мутант с неблагозвучным именем предложил создать свое посольство на территории форта, чем сильно рассмешил Говарда. В открытую, конечно, генерал не смеялся, а лишь обозначил милую ничего не значащую улыбку, пообещав подумать. У нас с аборигенами есть отработанный канал, и он находится на другом форпосту. Знаю, сэр, но из их сбивчивых объяснений майор сделал вывод, что те были в плену у стронгов, сэр, на основной базе. При упоминании этого военизированного племени генерал напрягся. Дерьмовые стронги попортили Говарду ни одну пинту крови. На их счету сотни загубленных жизней. Отличные парни, десятки единиц бронетехники, а стрелковое оружие и боеприпасы даже подсчету не поддаются. Кроме трижды проклятой русской винтовки, выданной советом для отстрела опасных неразумных мутантов, ох и досталось тогда генералу. Сжав кулаки, Говард задумался. Основная база это хорошо, можно всех разом накрыть, вот он шанс отличиться одним точным выстрелом двух зайцев. Стронгий минус, а для него плюс. Влияние в совете укрепится и засранец Уотсон по боку. К черту его. Пусть плетет интриги в доме престарелых, а молодой Говард продолжит делать то, что лучше всего умеет защищать честь и благосостояние нации. Обдумав ситуацию и решив, что звезды сошлись, генерал отдал приказ. К майору Коллинзу их выполняйте. Да, сэр. Закончив с Уильямс, генерал выжал нужную кнопку и уставился на интерком в ожидании. Коллинз на связи, сэр. Ответил подчиненный. Рик, дружище. Нестандартно для себя начал Говард. К тебе скоро гостей приведут три аборигена. Они очень важны для меня. С нажимом на последние слова сообщил генерал. Мягкая беседа, сэр. Говард знал, что в лексиконе Коллинза это вовсе не дружеские посиделки с барбекю, а допрос без применения химии. Нет, Рики. Эти аборигены из союзного племени, то есть наши друзья. Угостите их споровым настоем номер один. Да, даже второй предложите, разговорчивее станут. Затем расспросите наших друзей, где они бывали, как провели выходные, без давления. Вопросы, что неясно. Понял, сэр. Члена вредительства исключить. Все верно, дружище. Облегченно произнес генерал. Жду видеоотчета. Говард относился к Коллинзу с непонятным для самого себя опасением. Мягкая спокойная речь подчиненного контрастировала с родом его деятельности. Рик Коллинз по сути палач, именно так называли этих людей в средневековье. Если необходимо рассмотреть вопрос с большими подробностями, разумных отправляли в крыло Коллинза, а тот делал свою работу на отлично. Разумный вспоминал все от рождения до последней секунды. В данный момент Говард не видел выражения лица подчиненного, но мог нарисовать его в воображении, поскольку не раз вызывал его для бесед. Большие уши, наверное, чтобы все расслышать, крючковатый нос на лице скучающего пенсионера и странный взгляд. Коллинз будто картины за спиной Говарда рассматривал. А поскольку картин в кабинете генерала не было, то относился к нему с опаской. Даже со штатным психологом данную тему не обсуждал и страха, что информация пойдет наверх. Нельзя показывать слабость, заменят, а Говарду нужна инъекция. Просыпайся, пробился сквозь сон знакомый бодрый голос. Последние несколько недель я просыпался без чьей-либо помощи. Помывка, зарядка, завтрак и весь день тренировок в перемешку с теорией и редкими выходами на поверхность. Сегодня все по-другому и клепан тут же подтвердил мою догадку. Ну что, брат, готов? Посчитав вопрос риторическим, я уселся на край кровати и принес натягивать камуфляжные штаны. Э, нет, брось это барахло, сегодня одеваемся по-взрослому. С этими словами здоровяк подтолкнул ко мне армейскую сумку. Одежка оказалась тяжеловатой и жестковатой, а в остальном такой же камуфляж. Клепан пояснил, что снаряжение частично мимикрирует, то есть сливается с окружающей местностью. Теплоодача минимальна, а это значит, что тепловизор не страшен. А жесткая, потому что ни разу не одеванная, привыкнешь и разносишь. Здоровяк был одет в то же самое. Сбор в тире через 30 минут. Сказав это, он вышел. Команда, надо сказать, была совсем уж немногочисленна. Я пока не знал, кому и что эти люди собираются подарить с моей помощью. Но три человека, Марго, Клепан и собственно я. Захария и командир не в счет, сомневаюсь, что они включены. Должно быть, взгляд у меня был красноречивее любых слов, потому как Бульбас не зашел до пояснения. Помнишь свои первые дни нахождения на базе? Обучение? Он не ждал ответа. Чем меньше отряд, тем тише он перемещается, до нужного места вам добираться без малого три дня. А этот район тихим не назовешь. Зараженные, муры и внешники на каждом шагу. Будете красться как мыши через хозяйскую кухню, но это в крайний день. Пояснил Бульба. А поначалу придется побегать. Мне что, эти гири с собой нести? Решил я внести ясность. К слову о гирях, которые я сунул в карман 32 дня назад. Они до сих пор были со мной. 200 кило первые пару недель доставляли массу неудобств. Приходилось есть, спать, тренироваться с постоянным давлением. Живчик и гороховый настой летели литрами. Но Стронги своего добились. Через месяц я настолько свыкся с неудобством, что просто перестал обращать на него внимание. Груз стал неотделимой частью меня. Конечно, нет, ответил командир Стронгов. Скидывай их сюда. Он указал себя под ноги. Когда-то в далекой перестроечной юности я в компании таких же подростков посмотрел китайский фильм. Сюжет был прост. Мастера кунг-фу обучали подрастающее поколение непростому искусству боя. Свинцовые накладки, которые крепились на запястьях, ногах и поясе пятилетнего ребенка, были частью обучения. Ученик так и ходил с десятью килограммами свинца, лет, наверное, до двадцати, терпя и свыкаясь с неудобством. Но зато, когда по происшествии нужного времени груз снимали, скорость его движения возрастала в разы. Парень разве что не летал, исполняя смертоносный танец кунг-фу. Вот и я, сбросив гири, почувствовал себя шаром, наполненным гелием. Вот-вот и взлечу. Даже колыхался, как на ветру, пока подоспевшая Захария не положила мне руку на затылок. Чуть-чуть не упорхнул, ха-ха-ха. Поделился клепан своими наблюдениями. В следующий раз будет намного легче, успокоила меня знахарка. Спасибо. Справившись с головокружением, поблагодарила девушку. Та, не обращая ни на что внимания, продолжала манипуляции с моей головой. Бульба, как и остальные, терпеливо ждал. Когда в тир вошли два бойца с носилками, на которых лежал огромный зеленый ящик, все изменилось. Бойцы поставили подарок на пол и не ожидая команды ретировались. Я уже не сомневался, что это именно тот груз. Командир с клепаном, охватав монтировки, повели себя как заправские грузчики. Через 30 секунд ящик не выдержал издевательств и представил свету нечто. Охренеть! Невольно вырвалось у меня. Да эти ребята маньяки! Здоровяк ухмыльнулся и отошел в сторону, такой я только в кино видел. Большой белый снаряд с желтым наконечником. В названии и предназначении сомнений не возникало. Опоясывал широкий серый обод явно кустарного производства. Тактическая ядерная боеголовка. Представил подарок Бульба. Мощность небольшая, всего 2 килотонны, изначально боеголовка весила 120 килограмм. Командир ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. Ну, один физик-теоретик убедил меня, что разрушительная сила несколько возрастет вот из-за этого. Бульба ткнул монтировкой в серый обод. «60 кило свинца, брат!» Продолжил за командира клепан. «Так что, полегче не будет, ха-ха-ха!» Головокружение отпустило, а легкость в теле не мешала работе мозга. Получается, мои новые друзья хотят подорвать какой-то стаб, точнее, стереть его с лица стикса. Но 2 килотонны не маловато ли? Если вспомнить уроки истории, в конце Второй мировой войны Америка сбросила на Японию две ядерных бомбы, каждая в среднем по 20 килотонн. Это в 10 раз мощнее снаряда переростка, который мне придется тащить, возможно и подрывать. Те бомбы детонировали в нескольких сотнях метров над японскими городами, уничтожив тем самым около 200 тысяч мирных остается хитрый план Стронгов был для меня загадкой. Понятно, что жертвами станут внешники, их стаб или база не важно. Важно то, что есть моральная сторона, готов ли я убивать. На словах да, а вот когда коснется дело, сдюжили. А ведь убивать придется и не одного двух злодеев, их может быть несколько сотен, будь бы не тот человек, чтобы размениваться по мелочам. Среди этих возможных злодеев могут оказаться невинны, не могут, а точно будут. Стронги спешут на допустимые потери, а что сделаешь ты? Бульба, все это время наблюдавший за мной, задал вопрос, словно мысли читал. Готов продолжать? Жаль, что я не японец, ответил я, сбив с толку здоровяка. При чем тут японцы? Судя по реакции остальных, Клепан был единственным, кто не понял. Просто не могу просечь торжества момента. Хорошо, что ты дружишь с историей, без тени эмоций отметил Бульба. Этому школе учат, заявил я, несколько удивившись реплики командира. Любой старшеклассник моего времени об этом знает. Не удивляйся, Кнут, в моей версии Земли по-другому, а Клепан сам видишь понятия об этом не имеет. Когда я училась в школе, нам тоже рассказывали, что Америка сбросила на Японию ядерные бомбы. Вмешалась Марго. А когда я стала взрослой, об этом стали забывать. Затем и вовсе в бомбежке обвинили Россию, назвали это геноцидом и стали нас травить. У меня примерно так же, поддержал я Бульба. Но не об этом сейчас речь, то было в другом мире, а сейчас мы настигся, и есть задача, которую необходимо выполнить. Замолчав на несколько секунд, командира кинул присутствующих взглядом и принялся раздавать приказы. Клепан, займись снаряжением. Марго, ты знаешь, что делать. Кнут, у меня к тебе небольшой разговор. Захария, можешь остаться. Глава тринадцатая Городок был небольшим и находился в созданной природной чаше. Холмы, окружающие его, нельзя было назвать горами, возможно, миллионы лет назад на месте города находился действующий вулкан, который в один прекрасный день не выдержал внутреннего давления и взорвался, осыпав окрестности миллионами тонн породы. Со временем все безобразие, что натворил вулкан, поросло травой и деревьями, пришли люди и основали поселения. Все это было давно на старушке земле. Сейчас же действиями неких вселенских механизмов чаша с холмами перенеслась в другое место. Никто, даже местные старожилы, которых называют динозаврами, не знают, где они находятся. Ад для грешников или рай для монстров. Иммунным же, если те не институтские или сектанты, не до подобных размышлений. Их волнуют более приземленные темы. Самое насущное из них выживание. Здесь нет правительства, в какой-то мере заботящегося о своих гражданах, нет социальных служб, нет полиции, чтобы жаловаться. Никто тебе не поможет, если это не сулит выгоды. А кто-то не постесняется отнять последнее, убив при этом или сдать тебя на органы. А про то, что сделают с тобой местные хищники, можно даже не упоминать. Это место называется Стикс. Человек здесь не вершина пищевой цепочки. Жители городка об этом не знали. Находясь в простодушном неведении, люди пытались наладить быт. Жаловались в бесполезную ныне полицию или просто взирали на окрестности, которые ни с того ни с сего поросли густым лесом. «Долго мы будем здесь сидеть?» спросил я у Клепана. Тот, как и я с Марго, сидел за деревьями и смотрел на покидающий город туман. К слову о взгляде, он был нерешительным, что не очень вязалось с образом браво-здоровяка. Марго пожала плечами, причем было непонятно, на что, на мой вопрос или на поведение Клепана. «Вокруг города заболочено, время потеряем, придется идти через него», пробурчал здоровяк обреченным голосом. «Кто же знал, что этот Зажопинск перезагрузится на 12 часов раньше?» Становилось все интереснее. «Чего это он?» «Подумаешь, через город пройти, ведь только загрузился, время не вагон и маленькая тележка. Может, кластер быстрый или с местными что-то не так?» «Очень хотелось поинтересоваться, но переселив себя, я решил, что и так скоро все узнаю». «Оружие в рюкзаке, камуфляж привести в порядок, через пять минут выдвигаемся». Отдал приказ Клепан и первым же принялся его исполнять. Проезжающие мимо горожане поглядывали на нас с интересом и долей опасения. Видимо, трое пеших военных в непонятном камуфляже явление здесь нечастое. Глазили все, кому не лень, даже козы бросили жевать траву и провожали нас неудоуменными взглядами. «Зажопинск!» Презрительно бросил здоровяк и прибавил ходу. «Нам ничего не оставалось делать, как поспешить за ним». Город был мирным, ни блокпостов на въезде, никаких военных патрулей, даже полиции не видно. Зараженные еще не подоспели, так что народ не особо суетился. Клепан был прав, населенный пункт заштатный. «К слову, о моем новом командире». Несмотря на явное нежелание, шел он ходко и остановился лишь раз перед рекламным стендом, на котором был изображен решительного вида лысый мужчина. Повернулся к нам со словами «Россия рулит!» прицепил майорские погоны к камуфляжной куртке. Спустя час не особо спешной ходьбы мы оказались в центре города. Об этом говорило здание мэрии и памятник Ленину гранитной рукой, указывающего светлое будущее. Людей тут было заметно больше, чем на окраине. Будущее монстры. Так я решил думать о несчастных, чтобы не сильно их жалеть. Толпились кучками по пять-десять человек и бурно обсуждали последние новости. Кучки, образованные стихийным образом, передвижению не мешали, но жутко нервировали. Люди оборачивались, что-то шепчая гримаснича, тыкали пальцами в нашу сторону. Глядя на это, клипан сделался красным и, сопя в бороду, прибавлял скорость, перейдя на быстрый шаг. Я кое-как поспевал за ним, а Марго почти бежала. «Час, максимум полтора, и начнется веселье!» Пробурчал здоровяк, как только я поравнялся с ним. «Надо поспешить!» «Чего ж тогда мы машину не поймали? Все пешком да пешком!» Задал я логичный вопрос. «Кластер быстрый, как кисляк сходит, у них крышу начинает рвать. Поедешь с таким, а он свихнется, или ты желаешь местной больничке полежать?» Говоря это, клипан посмотрел на меня с таким выражением, будто я и вправду решил отдохнуть. «А машину отнимать не мой почерк, к беспределу привыкать не хочу!» Будто в подтверждении слов здоровяка где-то за домами завизжали тормоза, и послышался глухой удар. «Слыхал?» «Начинает!» «А это еще кто?» Прервал здоровяка высокий визгливый голос. «Вот же, мали!» Сокрушенно проворчал клипан. «Так и знал, что на эту сухомозглую нарвемся!» Удивившись новому повороту, я обернулся в сторону визгливого голоса. Нам на перерез вышла бледная анорексичка в деловом костюме. Длинные кучковатые волосы, обесцвеченные до качества паутины, вкупе с орлиным носом и близко посаженными глазами делали ее похожей на нездоровую птицу. «Я всех в этом городе знаю! Вы не местные!» Провизжала она, перегородив клипану дорогу. «Дорогу, гражданочка! Я на службе!» Голос здоровяка сделался сухим и казенным. В прошлом, достигся, я бы ему поверил, как и большинство простых обывателей. Вон, даже некоторые подошедшие к нам вплотную попятились в разные стороны. Но бледную птицу не проняло. Воткнув тонкие, как циркуль, руки в бока, она окинула взглядом окружающих. «Вот, кто ответит на наши вопросы?» Она обозначала паузу, глядя на всех и никуда. «Вот, кто расскажет, куда подевалась цирка, в которую мой папа десять лет строил? Где наш парк? Где яблоневый сад? И все остальное?» Заслышав песклявый голос птицы, стал подтягиваться народ. У клипана загуляли желваки, да настолько сильно, что зашевелилась борода. Не стало интересно, что будет дальше, гаркнет ли он, или просто размашет ее по грязному асфальту. Но здоровяк меня удивил. «Ваш город?» Прошипел он. «Попал в задницу. В общем-то, он там всегда находился, но эта жопа всем жопам фор удаст. Вы, дамы и господа, больше не в России, даже не на земле. Вы в заднице, название которой стикс. Не буду врать, я не знаю, кто и зачем это делает, но схема всегда одна. Появляется кислый туман, а когда он рассеивается, кусок земли с частью города или деревни уже на другой планете. И с этим уже ничего не поделаешь. Но это не самое плохое. Очень скоро среди вас появятся кровожадные монстры и начнут рвать вас на части». Завладев вниманием толпы, здоровяк не замолкал. «Единственное, что вы можете сделать в данный момент, сейчас же разойтись по домам и закрыться на все засовы. Возможно, тогда некоторые из вас еще поживут». «Я ответил на ваши вопросы?» Гаркнул клепан. От неожиданности птица дернулась и отшатнулась. «Бред!» ответила та, взяв себя в руки. «Майор, а может, ты спиртика перебрал?» Вкратчиво поинтересовался кто-то из толпы. «Да-да». Оскарившись в улыбке, ответил здоровяк и демонстративно приложился к фляжке с живчиком. Завидевший это народ заохал, послышали смешки и маты. «И только тут я заметил, что нас окружает не меньше сотни человек. Когда они успели набраться?» «Алкаш, сволочь!» крикнула бабка. «Да он издевается!» Возмутился кто-то из толпы, которая все больше росла. «Вызовите полицию!» «Видите их!» крикнула девушка-птица. «А вот это плохо!» «Их больше сотни!» «Просто растопчут!» Не успел я додумать, чем все закончится, как клепан с невероятной для своих габаритов скоростью выдернул из рюкзака автомат и дал очередь в воздух. Позабыв про линчевание военных, народ с визгами и матерными криками прыснул в стороны. Началась давка, передние наседали на задних, слабые начали падать, их тут же топтали испуганные сограждане, создавая неорганизованный бардак. «Валим! Времени почти не осталось!» С трудом, но здоровяк перекричал гомон обезумевшей толпы. В габаритах нашего командира был несомненный плюс. Он как скала, нет, как ледокол пробивает лед. Клепан врезался в толпу, расталкивая всех и вся. Нам с Марго нужно было просто держаться за широкой спиной. Вот таким непростым способом мы покинули площадь и пересекли часть прилегающей к ней аллеи. Когда уже некого было расталкивать, Клепан сбавил скорость. «Вот же плесень косая!» Бросил он тяжело дыша. «В пятый или в шестой раз! Тьфу ты, черт, со счета уже сбился! Я прохожу через этот сраный городок и только один раз мне не попалась эта мымра!» Сбудораженная нами городская площадь закипала голодными страстями. Переродившиеся горожане бросались на бывших соплеменников. В разных слышались одиночные выстрелы. «Похоже, мы ускорили процесс!» Заметила Марго, тут же врезавшись в спину здоровяка. «Не спеши!» Бросил тот, глядя на проезжую часть. Нужно было пересечь дорогу, а делать это в нынешней ситуации было, мягко говоря, небезопасно. Машины носились как по автобану в разгар дня, несмотря на то, что это была узкая двухполоска. Я и сам едва не выскочил, но вовремя послушал на пролетающие машины и обернулся назад. А там было на что посмотреть. Разношерстная толпа колыхалась как единый организм, словно огромный безобразный спрут раскидывал щупальца и тут же увеличивался в размере. «Массовое обращение!» Завороженно произнесла Марго. «На теории мне про такое не рассказывали!» Сообщил я, не в силах оторваться от зрелища. Городская площадь, как эпицентр медленно происходящего взрыва, раскидывала смертоносная волна во все стороны. Как только нечто незримое, но осязаемое касалось панике бегущего человека, все изменялось. Страх уходил вместе с разумом, движения становились коверканными, пародийными и существо, бывшее недавно человеком, становилось частью волны. Жуткое зрелище, лучше бы такое вообще не видеть. Виск тормозов вывел меня из состояния цепенения. Вернулось чувство самосохранения, а в правой руке уже был пустынный орел. Я даже не засек момента, когда достал его из наплечной кобуры. Осторожно! Гаркнул клепан, толкая меня на газон. Я успел заметить отскочившую в сторону марго, и тут же мимо нас пролетел желтый микроавтобус. Но далеко он не уехал. Видимо, водил успел нажать на тормоза, и это вовремя. Маршрутка остановилась в нескольких сантиметрах от дерева. Резко открылась водительская дверь, и на газон вывалился окровавленный матерящийся комок из тел. Старушка божия дуванчик, очень уж резво для ее возраста, отгрызала мужчине ухо, а тот, крича благим матом, пытался ее скинуть. Кнут, не спи! Услышал я оклик здоровяка. Тому было плевать на отключшуюся картину, он зачем-то потянул за ручку пассажирскую дверь. Как только это открылось наполовину, в проеме нарисовалась окровавленная морда с белесыми глазами. Платоядно заурчав, мертвяк прыгнул, не заботясь о приземлении, а зря. Клюв клепана решительным образом прервал его полет. Следом полезли остальные пассажиры. Несколько молниеносных движений и с ними было покончено. Тревожно озираясь по сторонам, здоровяк отступил назад. Брошенного взгляда на аллею хватило, чтобы понять дело дрянь. Людей там уже не было. В нашу сторону неслась серая урчащая волна. Кнут, быстро за руль, как бы нас не зацепило. Не сказать, что я за рулем ас, не полный нуль это точно, но так водить мне еще не приходилось. Это была гонка на уничтожение. Каждую секунду кто-то норовил броситься на машину и под нее. Я уже не различал, люди это или нет, останавливаться нельзя. Это было понятно и без приказа Клепана, который выбив пару боковых окон, постреливал в особо ретивых. Крики умирающих, победное урчание мертвяков, стрельба, взрывы радовало только одно, машин навстречу не попадалось. Точнее они были везде, с открытыми дверями, выбитыми стеклами и копошащимися в них силуэтами. Машины стояли, водить было уже некому. городским улицам, перешла на более спокойную, пригородную, можно было и поговорить. А что ты имел ввиду, когда сказал, как бы нас не зацепило? Задал я, мучивший меня, вопрос. А ты не почувствовал? Ответил здоровяк, вопросом на вопрос. Вспомнилось неприятное, затягивающее чувство. Меня будто лишили воли, помог резкий виск тормозов. Волна? Ага, я тоже почувствовал, подтвердил клепан. И я, подала голос Марго. Это гадко, тошнотворно. Неужели мы могли обратиться, а как же иммунитет? Иммунитет, шмунитет, передразил меня здоровяк. Это споры, грибок. Институтские утверждают, что он псевдоразумен. А я так вообще думаю, что у этого грибка мозгов побольше, чем у некоторых. Твои, мои, ее сверхспособности, все это заслуга грибка, который, между прочим, есть и у зараженных. Только у них он убивает мозг и берет управление в свои грибные ручки. Так что, когда в следующий раз будешь улепетывать от элитника, подумай, кто за тобой бежит, бывший менеджер из магазина электроники или что-то пострашнее. У распалившегося разговором Калипана горели глаза. Мне же приходилось следить за дорогой и поглядывать на него в зеркало заднего вида. Пригород закончился, начавшийся был редкий подлесок и зашел в раскидистый еловый лес. Сворачивай под деревья, там мы договорим и дух заодно переведем. Неожиданно сменил тему здоровяк. Это как коллективный разум, начала Марго, когда я остановил машину. Ну там, на площади, пояснила она, глядя на Калипана. Да, поначалу споры имеют огромную власть, даже мы ее ощутили. Я слышал рассказы, как пропадают целые команды рейдеров. И все бы ничего, такое происходит сплошь и рядом, это Стикс. Но те иммунные далеко не новички, а городские кластеры, где они промышляли, проверены годами зачисток. Так что Стикс его знает, лучше перебдеть, чем урчать потом по кластерам в поисках мяса. Да уж, еще одна монетка, полупустую копилку моих знаний. Получается, что иммунитет не дает стопроцентной гарантии, будто и без того забот нету. Дальше идем пешком, здесь граница владений, наших звездатых друзей, так что тише воды ниже травы. Я всегда любил лес. Частые походы с отцом, пока он был жив, а затем с друзьями по юности, не могли не привить это чувство. Величавые вековые дубы соседствовали со скромными березками и модницами по весне липами. Красота леса, как мне всегда казалось, заключается в его чистоте. И дело вовсе не в отсутствии поваленных деревьев и непроходимых чашь. Чистота духовная. Здесь забываешь о каждодневной суете. Лес словно говорит тебе «Успокойся, не нужно никуда спешить. Посиди под деревом, послушай, как толкует далекий титерев, как ветер шелестит листвой. Прими этот покой, так будет всегда». Возможно, тот далекий во всех отношениях лес и не лгал мне. Этого никак не проверить. Здесь же настигся я постоянно чувствовал угрозу. Вроде те же деревья, насекомые и птицы. Все как положено, кроме покоя. Угроза ощущалась как камень, висящий над головой. Никогда не знаешь, когда он упадет. Шли мы тихо, со скоростью не превышающей 3 км в час. Часто останавливались. Видимо, Марго с командиром имели способности, о которых я не знал, потому что инициаторами остановок были оба. Переглядываются, зачем-то кивают и мы идем дальше. С тех пор, как бросили машину, мы отдыхали всего 3 часа, с полуночи до 3, да и отдых был относительный. Разве можно поспать на полглаза? Быстрый перекус холодной тушенкой и вперед. Следующая остановка была в 9 вечера, то есть через 18 часов. Не зря меня стронги гоняли. Усталость хоть и чувствовалась, но не критическая. Конечная точка! Полушепотом объявил клепан. Отсюда до базы внешников 8 км. Сейчас отдыхаем, можешь спокойно спать, через 3 часа сменишь меня. Кивнув, я уселся под большим дубом и первым делом умял банку тушенки. Запив это дело живчиком, я с удовольствием откинулся на спину. Командир исключил из дежурства Марго, которая, скинув рюкзак, скрылась в зарослях. Впрочем, если клепан не проявляет беспокойства, значит операция идет по намеченному плану. Завтра все решится. В памяти всплыл разговор с Бульбой. Бывший ротный проявлял беспокойство по поводу предстоящего, хоть и старался это скрыть. Скажи мне, Кнут, ты ведь понимаешь, не все так просто. Взгляд Бульбы сделался жестким. Будет мало толку, если заряд детонирует на поверхности, потому как основная база находится на 100-метровой глубине. Она была построена во время холодной войны, то есть соблюдением всех правил. Понимаешь, о чем я? Значит, это бункер вроде вашего и задача сложнее, чем я думал. Верно, придется спуститься на отметку минус 50. Он смотрел ожидаемые реакции. Интересно, как же я это сделаю? Мало того, что нужно попасть туда, так еще и на лифте придется покататься. Навряд ли внешники будут спокойно на это смотреть. Вот же сукин сын самое важное оставил напоследок. Изучил меня и решил, что вероятность отказа в этом случае минимальна. Не все так плохо, произнес командир Стронгов, будто прочтя мои мысли. Вот. Он вручил мне небольшой чать. Бульба не мешал. Листок был исписан мелким красивым почерком. Сначала шла абракадабра на латинице заглавная строчная буква перемешку с тире нижним подчеркиванием и разными другими знаками. Очень похоже на ПА. Это пароль. Как ты понял, дальше расписан детальный маршрут внутри бункера. Желательно все заучить. Добавил Бульба с нажимом. Ты изначально телепортируешься в самое защищенное место на поверхности. Чтобы попасть туда пешком, нужно пройти 2 км по абсолютно открытой местности, по которой регулярно курсируют патрули внешников. Следом идет километровое минное поле, затем блокпост. Охраняется обычно взводом морских котиков. 12-метровая бетонная стена, крупнокалиберные пулеметы и огнеметы интегрированы в нее, не требуют участия человека и оснащены системы распознавания свой-чужой. За стеной начинается первое кольцо, это еще 800 метров. Идти придется между зданий, которые утыканы датчиками, опять же свой-чужой. Ты еще не устал слушать? Моего молчания и внимательного взгляда вполне хватило, чтобы продолжить. Дальше идет 16-метровая стена с таким же вооружением и еще одним сводом солдат. За ней начинается второе центральное кольцо с искусственной дальнобольной артиллерии и зенитной установки. Орудия автоматические и управляются из бункера, так что присутствие людей не обязательно. Но на всякий случай внешники держат там одного автоматчика. Вот оттуда и запланирован вход в бункер. Кстати, охранника придется убить, заявил Бульба неотрывно глядя на меня. Если он решил меня напугать, то зря. Убить придется несколько сотен, и это в лучшем случае. Очень в данном контексте. Датчики, автоматические пулеметы. На всякий случай поинтересовался я. Ничего, удивил меня командир. Только один солдат. Правда есть камеры наблюдения, но это не проблема, в шпаргалке сказано, как их обойти. Всего один автоматчик? Странно. Ты не видел базу, это настоящая крепость. Генерал Говард, хоть и тварь паскудная, но в военном деле толк ни с танками, ни с авиацией. А что изменилось? Ответ на вопрос я знал, но хотелось больше конкретики, мало ли, может, что-то упускаю. Появился человек со способностями, о которых никто слыхом не слыхивал, а там, где один, может быть и второй. Надо действовать первыми, пока тот гипотетический второй не обнаружен. Люди все разные, тебе ли не знать. Вдруг тот возможный второй будет на стороне Муров? Ты ведь спускался к Томпсону? Смена темы была немного неожиданной, поэтому я не сразу сообразил. Внешник в стеклянной камере, пояснил Бульба. В ответ я кивнул, не понимая смысла вопроса. Познакомить меня с Томпсоном была его идея, точнее приказ. Приказы, как известно, не обсуждаются, а выполняются. Сломленный человек, жалкое зрелище, вспомнил я свои ощущения при встрече. Так было не всегда, возразил мне командир. Когда-то Эрик Томпсон считал себя золотым пупком, выпускник Северо-Западного университета, что открывало ему дорогу во все медучреждения страны. Но пришел представитель Минобороны и Томпсон выбрал Стикс. Убедили его полуобманом, но военные при этом не особо усердствовали, победила жадность. Первые дни в плену Томпсон вел себя заносчиво. Утверждал, что он представитель супердержавы и мы просто обязаны его отпустить, иначе прилетит батальон морских котиков и разнесет тут все в пыль. Но время шло, никто за ним не приходил и Эрик Томпсон начал умнеть. Теперь он совершенно искренне улыбается каждому посетителю. На это я кивнул соглашаясь. 90% сведений о базе внешников, которую кстати они называют фортом, дал нам Томпсон. Пароль тоже его работа. Один из охранников на втором кольце близкий друг Томпсона. Последние несколько слов Гульба произнес таким выражением, что я невольно скривился. Он даже говорить на эту тему не стал, лишь кивнул, слегка расширив при этом глаза и продолжил. Одновременно на базе может находиться от полутора до двух тысяч человек персонала, половина из них охрана. Не делай такие глаза. Это государственные учреждения. В их штате 25 дипломированных хирургов. А люди, в смысле иммунные, их много? Задал я наиболее больной для себя вопрос. Гульба не стал юлить и успокаивать мою совесть. Сказал по-своему, так как посчитал нужным. Их работа построена по пяти бригадной схеме, то есть одновременно работают пять хирургов. У каждого из них по три ассистента. Смена длится 12 часов. За это время каждый хирург успевает распотрошить от 7 до 9 иммунных. Если брать среднее значение 8, то за смену получается 40 человек, значит 80 за сутки. Да они настоящие стахановцы. Не смог я удержаться от реплики. Что правда, то правда. У них это поставлено на поток. Как утверждает Томсон, несколько и они в удалении от базы. Значит на базе не может быть больше 50 иммунных? Примерно так. Слишком уж спокойно ответил Бульба. Я тебя успокоил? Ни хрена. Это хорошо. А теперь включи другую математику. 80 сутки это примерно 2500 в месяц. Так ое число тебе нравится? А пока мы с тобой болтали, эти мясники распотрошили десяток человек. Так лучше? Понял я. Можешь не продолжать. Сделаю. Коротко и емко. Прокомментировал мои слова Бульба. А можно вопрос? Спрашивай. Это их остановит? К сожалению нет. И месяца не пройдет, как они начнут заново. Представляешь сколько богатых бессмертных останется без дозы? Радует одно, поначалу внешники будут уязвимы. Прежний стаб, если все пройдет как надо, будет непригоден для жизни ближайшие лет сто. Придется искать новый, а это опасные экспедиции без брони и малым составом. В свой регион мы их не пустим, а в соседних свои хозяева. Годами будут мыкаться по кластерам, пока не найдут подходящий. В развитии мы откинем их назад, а это победа. Я ответил на твой вопрос? Почти как политик. Выдал я вердикт. Должность такая? Усмехнувшись, ответил командир. Ну все, заболтались мы с тобой. Поговори с Захарей и отправляйтесь. Глава четырнадцатая Бульба ушел по командирским делам, а я подошел к знахарке, которая все это время терпеливо ждала у ссылкового стенда. Девушка странно себя вела, переминалась ноги на ногу, смотрела на меня полубоком, ну прям скромница на первом свидании или что-то скрывает ей стыдно. Не переживай, я вернусь и все у нас наладится. Сам не знаю, почему ляпнул я. Однако моя шутливая реплика возымела нужное действие. Захаря лучезарно улыбнулась. Ты странный, заявила она. Бывшая поначалу то же самое говорила. Девушка начала смеяться, прикрывая рот ладошкой. Прекрати, я же серьезно, пролепетала она, борясь со смехом. Поклянись, что будешь меня ждать. Буду, буду, хватит уже, серьезно, надо поговорить. Поразнесла та со смешинками в глазах. По поводу твоего дара. А что с ним не так? Да с ним все прекрасно, причем настолько, что даже я не вижу его границ. Я про дар телепортации, пояснила она. Какое-то время она молчала, собираясь с мыслями, я терпеливо ждал. Тебе нужно доверять ему, но с осторожностью. Там темнота, неестественная, непроглядная. Я никогда такого не видела. Чуть взволнованно закончила девушка. О чем ты? Ничего не поняв, поинтересовался я. Я пытаюсь, но это сложно, меня только другой знахарь поймет. Главное знай, твой дар сильнее, чем ты думаешь. Пользуйся соглядкой, понял? Понял, успокоила девушку, хотя сам был в замешательстве. Она как-то странно улыбнулась и вцепилась меня в левую руку «Вставай!» «Я и так стою!» «Вставай!» «Говорю!» Ее голос делался грубым, появились жесткие мужские нотки. «Да что происходит?» «Вставай или дам по морде!» крикнула Захария совсем уже не по-женски. «Да что с тобой? Будешь так себя вести отшлепаю!» «Ёкнулся что ли? Кнутяра!» Возмутилась девушка голосом клепана. Тут я почувствовал озноб во всем теле, прямо как ранним летним утром. Нечеткая картинка пошла рябью, меняя очертания тира на нечто темное, а красивую девушку на несимпатичного бородатого мужика. «Клепан!» «Какого хрена?» «О, ну наконец-то! Я уж думал по морде двинуть!» «И не ори так, не дома!» Луна светила так, что приходилось щуриться из лица от того, что меня выдернули в неправильную реальность. «Как спалось, дорогой!» Издевательским тоном поинтересовался здоровяк. «Кстати, о самочувствии!» «Если исключить неприятное чувство от долгого лежания на холодном и твердом, оно было прекрасным!» «Приятная ломота в суставах и холодная ясность ума, эти симптомы были последствиями здорового крепкого сна!» «Мне снилась бородатая баба!» «О, ну так надо было сказать, я бы дал досмотреть!» «Ха-ха-ха!» «Ну, обломилась чего?» «Да иди ты!» Беззлобно бросил я, поднимаясь. «Ха-ха! Нет уж, брат, мы в одной упряжке, вместе пойдем, вот только остальных дождемся!» «Остальных?» «Не понял я!» «А ты думал, мы втроем? Ну ты даешь!» Клепан вполне искренне покачал бородатой головой. «В общем-то, какое мне дело, сколько народу задействовано? Если нас больше, то это только к лучшему. Шансы добраться до базы возрастают, а дальше это уже не имеет значения. Я останусь один, не считая бомбы и грызущей совести». «А почему так светло?» опомнился я, разглядывая небосвод. «Это потому, что ты поспать не дурак!» Негромко ответил Клепан, изучая окрестности. «Не стал я тебя будить, мне привычно и три дня могу выдержать, а ты еще свежий и прыгать на четыре километра не мне. А ты не рад, что отдохнул?» Спросив, здоровяк бросил на меня взгляд и направился к своему рюкзаку. «Я тоже не сахарный, потерпеть могу?» «Не то, чтобы я был недоволен отдыхом, просто так по блажкам не привык». «Так это я не о тебе переживал», честно признался клепан, не отвлекаясь от копания в своей поклаже. «А за дело!» «Мне мясники звездатые покоя не дают, уснуть не могу, представляя, что твари эти живые еще и режут нашего брата. Знаешь, как они нас называют?» Он наконец нашел, что искал и, зажав непонятную вещицу в кулаке, уставился на меня. «Как?» «Разумные мутанты, мы для них даже не люди, а так, соответствовать». «А муры для них аборигены, союзное племя», добавил он новой информации. «Ну, раз так, то зови меня Большой Кнут». «С какого это перепугу?» опешил здоровяк. «Ну, потому что я посланник вождя твоего племени». «А, понял, ха-ха, тогда не Большой, а Ядерный Кнут». «Это уже что-то политическое», возразил я. «Плевать, главное покажи им Кузькину мать». «Тихо!» Мгновенно успокоившись, Калепан припал на одно колено и устаивался при драссветной сумерке. «Стикс учит осторожности, и потому я с автоматом на изготовку сидел в нескольких метрах от здоровяка, контролируя тыл». «У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У- с характерным рычанием на вдохе. Словно не человек говорил, а специально обученный дикий зверь. Да и внешность была колоритной. Если представить прямоходящего медведя-гризли во всех габаритах, засунутого в костюм из человека, то можно понять, как выглядит этот гигант. Таких квазов я даже на картинках не видел. Прям секретное оружие какое-то. Ни маленький клепан, который полез к нему обниматься, не смотрелся вообще. «Здорово, брат!» Поприветствовал его меньший здоровяк. Из темноты пребывали новые персонажи. Марго, без лишних разговоров, прошла мимо и тут же скрылась густой растительности. Двое незнакомых мне бойца аккуратно кивнули и последовали за девушкой. Сюрпризом стала Мурена. Задорно подмигнув, она встала рядышком. «А Хром?» Поинтересовался я, представляя примерный ответ. «Не дорос мой Хромик, дома сидит!» Ответила она, хищно улыбнувшись. «Очень интересно! А что это за птица была, сова или филин?» «Дятел это волнистый, не доставай меня, ботаник!» Ответил грязлеподобный. «Знакомьтесь, кнут, медведь, ботаник!» Перечислил всех клепан. Совершив два гигантских шага, квас оказался рядом со мной, желтые глаза с вертикальным зрачком излучали холодное любопытство опасного зверя. «Привет!» Моя ладонь утонула в огромной когтистой лапе. «Хлипковат он!» Подвел итог медведь и, потеряв ко мне интерес, отошел в сторону. «О! Я давно мечтал с вами познакомиться!» Мелкий, тощий тип, как я понял, ботаник, все это время скрывался за спиной кваза, а сейчас предстал во всей своей красе. «Не зря я решил, что это ребенок, все сходилось, и какого хрена он тут делает?» «Ой, извините, я такой неуклюжий!» Ботаник умудрился обо что-то споткнуться и упасть, пока шел ко мне с протянутой рукой. «О, господи!» взмолился медведь. «Сядь где-нибудь в сторонке, пока не убился!» Осмотрев присутствующих быстрым взглядом, я присел на поваленное дерево, куда уже примастился ботаник. «Мое дело маленькое, считай, как у подсобника, принеси, подай, пусть большие и умные дяди решают!» «Ждем разведку и выдвигаемся, независимо от доклада!» скомандовал медведь. «Похоже, командир у нас сменился!» Разведка вернулась спустя пару часов, когда уже совсем расцвело. Опасаясь беспилотников, мы коротали время под деревьями. Клепан, как обычно, отравил свои байки, его слушателем был вечно изумленный ботаник. Сейчас я его хорошо разглядел. Особо не прислушиваясь к тихим рассказам здоровяка, я думал о своем. «Медведь и клепан» — это, понятно, командование, заодно и ударная группа. Марго, помимо слабого знахаря, имела и другие способности, в этом я успел убедиться. С двумя бойцами, ушедшими с ней, познакомиться не довелось. Взять хотя бы подругу Хрома Мурену. О ее таландах информации не было. Что она умеет? А ботаник вообще казался белой курицей среди волков. Типаж вечно битого, но жизнерадостного гуманоида. Был знаком еще со школы. Что это чудо здесь делает? Ясно было только одно. Эта операция чрезвычайно важна для стронгов. Бульба не станет посылать абы кого, а значит, у каждого присутствующего есть особые таланты. Из кустов высунулась белокурая головка Марго. Секундное колебание, и она вышла. Затем появилось ее сопровождение. Докладывай! Не стал тянуть медведь. Крупное скопление техники у юго-западных ворот. Начала девушка. Восемь танков, 23 БТРа, командный модуль и четыре легких разведывательных машины. Тот самый? Негромко, словно боясь кого-то вспугнуть, спросил клепан. Да, с модулем переноса. Подтвердила Марго. Медведь с клепаном переглянулись. Собираются запросить подмогу с большой земли. Сказав это, медведь оскалился во всю свою несимпатичную пасть. Значит, Говард оставляет базу? Спросил и тут же ответил клепан. Неважно. Главное, чтобы не успел слинять. Бульба такого шанса не упустит. Вмешалась Мурена. На это утверждение закивали все, кроме меня и ботаника. Я плохо ориентировался в местных реалиях, а гуманоид выгуливал на пальце божью коровку. Две минуты на сборы. Скомандовал медведь. Если до точки сбора мы шли не спеша и постоянно мониторили округу, то сейчас практически ползли. Лелик и Болик, ранее сопровождавшие Марго, пропустили ее вперед и отправились в начало и конец основной колонны. Различить я их не мог. Возможно, поэтому, представив их, клепан назвал бойцов электрониками. Они были абсолютно идентичны. От камуфляжа до строения тела и лица. Работа стикса, или, как их шутливо называли в информационных брошюрах, одностиксовые близнецы. Внутри шел медведь, клепан, Мурена, ботаник и я. Не мне судить, в подобных делах я новичок. Ну вот, ботаник – это был образец совершенно несобранного абсолютного растяпы. Стоило ему посмотреть в сторону, как одна нога цеплялась за другую. Звучало растерянное «Ой!» и ботаник летел на землю. Затем, поднимаясь, он параллельно извинялся и остановившаяся колонна двигалась дальше. Причем без всяких возмущений. Будто так и должно быть. Можно списать на случайность, если бы это произошло единожды. Но три раза за час? То, что ботаник не обуза, я понял, когда мы вышли на небольшую поляну. Марго резко остановилась и, не оборачиваясь, показала непонятный знак рукой. Медведь немедля обернулся в хвост колонны. «Вот, работай!» Негромко сказал он, тут же присев. Остальные повторили его маневр, открывая отличный обзор на поляну, но любоваться долго не пришлось. Из-за густых кустов выскочили два бегуна и, игнорируя Марго, устремились в нашу сторону. Я даже осознать ничего не успел, как зараженные рухнули. Бедолаги только и успели, что миновать девушку. Моментальная расправа. Бот, как назвал его медведь, и не думал приседать, а напротив стоял, широко расставив ноги, держа в руках пистолет с глушителем. Все, поза, взгляд, даже пистолет, выпускавший остатки пороховых газов, выражали ледяное спокойствие. Метаморфоза была столь яркой, что теперь я выглядел ничуть не хуже прежнего ботаника. Это стало понятно по насмешливому взгляду Клепана. Да уж. После этого короткого происшествия мы шли еще минут 30. Гуманоид, ставший прежним, перестал меня удивлять. Неуклюжий растяпа в нужный момент превращается в матерую убийцу. Очень полезный дар. Наш небольшой отряд обосновался под раскидистыми деревьями, названия которых я не знал. Близнецы, как мне показалось, облегченно вздохнув, уселись на землю и принялись пить из своих фляжек. Девушки тоже уединились. А наш командный состав в лице медведя и Клепана тихонько обсуждали что-то, глядя на карту. Крут! Негромко окликнул меня медведь. Живчик из рецпаранов – это особо сильное пойло, и пахло, точнее, воняло соответственно. Не знаю, как для остальных, но для меня потребление такого живца было сравнимо с мини-подвигом. Только осознание того, что давление груза уменьшится, и помогало. Поморщившись после большого глотка, я подошел к начальству. Видишь тот холм? Медведь кинул в прогалину между деревьями. За ним база внешников. Холм, если смотреть на него с нашей позиции, казался небольшим, но подозреваю это чувство обманчиво. За такой горкой можно и средний по размерам город спрятать. Ну и чего мы ждем? Спросил я, поняв, что придется идти в гору. Не суетись, торопыга, успеешь еще отметиться. Проворчал медведь. Электроники подзарядятся и поползем. Вставил клепан. Так они... Наша защита! Перебил меня медведь. Здесь полно датчиков, дронов, размеров со шмеля, Лёлик и Болик скрывают нас от электронной слежки. А патрулей тут не бывает? Бывают, ответил клепан. Но не сегодня, и не ближайшие несколько дней. Еще вчера мы бы не смогли сюда добраться, а холм – отличное место для обзора. Ты же не сможешь прыгнуть, не зная куда. То ли спросил, то ли утвердил медведь. Отвечать я не стал. Пусть думают, что хотят. Но прыгать, ориентируясь только на схематичное изображение крепости, я не собирался, да и не знал, как такое провернуть. Мы готовы. Произнес незаметно подошедший электроник. Нечеловеческие глаза уставились на меня. В прошлой земной жизни я бы как минимум испугался, завидев такое, но на стиксе все по-другому. Медведь мог напомнить человека только издалека, где-нибудь с километра, а вблизи это ночной кошмар. Гарантированный инфаркт при первой встрече, пожизненный тик при повторной, но это стикс, а под личиной чудовища скрывается человек и очень неглупый. А ты готов? Он явно не о прогулке по холму спрашивал, а о том, что последует далее. Большой бум и как следствие пара тысяч трупов, которые, как бы я себя не утешал, повиснут на мне. Да! Коротко ответил я, глядя в глаза к командиру. Всего лишь в десятки метров от временного лагеря стояли три фигуры в капюшонах. Невидимые, неслышимые, ни один сенс не скажет, что они здесь. Зараженные, ведомые поселившимся в мозгу паразитам, обойдут этих людей стороной. Стикс велик, богат на тайные знания. Немногие из иммунных доживают до возраста мифических динозавров. Но те, кто преодолел этот рубеж, знают, что стикс был создан задолго до появления человеческого вида. Как и все созданное, какими бы гениальными не были творцы, стикс имел свои недостатки. Земные программисты назвали бы их лазейками, системными дырами. Маленькие, едва заметные. На обнаружение одной такой порой уходили столетия наблюдений. Но членам братства, каковыми являлись люди в капюшонах, терпения не занимать. «Наш протеже слаб», – громко, не боясь быть обнаруженным, утвердил один из братьев. «Так и есть», – согласился с ним другой. «Но потенциал его велик, нам придется вскормить его силу». «Не слишком ли накладно для месячного иммунного?» Вмешался третий недоверчивый голос. «Он уже получил свой пульсар». А судя по ауре, стронги ухитрились кормить ему белую жемчужину. Третий, младший из братьев, имел право на мнение. Брат Арунд прожил на стиксе чуть меньше ста лет, но уже успел доказать свою незаменимость в некоторых аспектах. «Мы будем вскармливать его силу столько, сколько потребуется, брат Арунд, ибо я уверен, что этот иммунный является ключом». Старший из троицы, брат Сервий, мягко, на свой манер, поставил беспокойного брата на место. Он был уверен, что любовь к материальному – недостаток временный. «Прошу прощения за то, что усомнился в твоей правоте, брат Сервий, но ты сам знаешь, чего нам стоит добыть пульсар. Возможно, в качестве ключа подойдет один из наших послушников». «Поверьте моему опыту, среди них есть кандидатура с куда большим потенциалом». «Куда же подевалась твоя хваленная бережливость?» Поинтересовался Старший, переходя на преподавательский тон. Кнут возродился на кластере X0013. Система тут же пометила его как ошибку и отправила стража. «Несильные, но не всесильные. Наше счастье, что на пути стража оказались стронги. Это дало время». Кнут получает пульсар и через некоторое время открывается нужный нам дар. Система блюдет свою целостность, поэтому и старалась затереть ошибку. Это первое. Дар, шанс выпадания которого один на миллион, второе. «Ты все еще не доверяешь моему выбору, брат Арунд?» Вложение в другого кандидата с большим потенциалом вылится в куда большие расходы, а шанс неудачи возрастет. «Извини, брат Сервий, ты как всегда прав», – повинился младший. «Ничего страшного, брат, на осознание своих ошибок нужно время. У тебя его более чем достаточно». «Квас беспокоится», – вмешался в разговор третий из братьев. «Чувствуют». «Медведь силен не только физически», – заметил брат Сервий. «Уходим в пустоту, нельзя их вспугнуть. Пришлые нам не особо важны, так что дадим стронгам насладиться временной победой». «Троица, которую видели только насекомые, сделалась белой на черном фоне, а затем осыпалась нематериальной пылью». Глава пятнадцатая Даже с четырех километров база внешников внушала уважение. Настоящая крепость, оснащенная современным вооружением с донжоном по центру. На Первом кольце была масса непонятных строений. На Втором же только одно, его я не мог разглядеть из-за расстояния. «Посмотри через это!» Клепан сунул мне в руки огромный черный бинокль. «Изучай пока, я сейчас!» С этими словами здоровяк уполз. Четкость изображения поражала, я даже пулеметы разглядел на первой стене. Спокойно стояли солдаты в скафандрах, их шлемы поблескивали на солнце. Такие же отблески наблюдались у второй стены, или донжона, как его принято называть. По центру была не насыпь, как утверждал Бульба, а высокое бетонное строение с хищно-торчащими стволами орудий на верхушке. Вот туда-то мне предстояло прыгнуть. С этим проблем не было. Я чувствовал в себе силу, готовность переместиться на куда больше расстояния. Главное видеть конечную точку. Проблема в другом. Я не замечал отблесков, характерных к присутствию солдат. Бульба говорил, что охранник один, что, конечно, радует, но мне и этого хватит. Допустим, плюну я на чувство самосохранения и прыгну, а астронавт окажется за спиной. Он ведь там не в носу ковыряться поставлен, пальнет и прощай ядерный кнут. Кстати, что произойдет, если меня убьют? Сомневаюсь, что ядерная хлопушка останется лежать в моем кармане. Незнания и сложившиеся обстоятельства оптимизма не добавляли. К тому же, в последний час, постоянной головной боли и давлению, добавился еще один неприятный симптом. Чесалось. И ладно бы подмышкой или даже под пяткой. Можно достать. Но когда нечто нематериальное зудит, сам не пойму где, особо не почешешься. Неужели радиация? Фон-то всяко завышен. Если буду таскать эту бомбу дольше положенного, рискую превратиться в атомита. Гадство, как это почесать? Ты чего ерзаешь? Спросил приползший клепан. Блохи, забей! Тот послушался и поставил передо мной огромную сумку, судя по потертому виду, явно не новую. Это что еще за подарки? Обновка твоя, примеряй! С этими словами здоровяк вывалил содержимое прямо на траву. Ого! Это оказался скафандр внешников. Да тяжелый какой! Взвесив обновку в руках, я решил, что весу в нем не меньше двадцати кило. А это нахрена? Я ткнул пальцем в пару подозрительного вида трубок, торчащих прямо из причинного места. То есть, если одеть костюмчик, максимальное неудобство обеспечено. Если, конечно, не засунуть их. Да ты прикалываешься! Ха-ха! Зря ты! Говорят, удобно! Хочешь так, а хочешь эдак! Штаны останутся чистыми! Вот себе и втыкай! С этими словами я достал нож и срезал девайсы под корень. Ну вот, инвентарь испортил! Притворно возмутился Калипан. Погоди-ка! Меня осенила догадка. Это не Томсон случайно костюмчик? Его родимого! Здоровяк вовсе не стесняясь злорадно улыбался. Маля! Мне совсем не улыбалось носить стрёмный скафандр после заднеприводного пришельца. Да не переживай! Это не заразно! Да и спиртом изнутри протёрли! Блядь! Ко всем неудобствам добавилось ещё одно – жара. Скафандр был рассчитан на сутки автономного использования. Он не только жидкости выводил, на спине присутствовал плоский кислородный баллон. Уж не знаю, как в него помещался суточный запас воздуха, может там вторичная и третичная очистки предусмотрены. Но факт в том, что воздух закачать забыли, внутренней циркуляции не было, а дышать мне приходилось как рыбе через спину. Стронговские умельцы тупо сделали дырку. Открыв забрала, я с удовольствием вдохнул чистого воздуха, да и в бинокль смотреть было намного удобнее. «Если что непонятное увидишь, спрашивай», – посоветовал Клепан. «Смотрю уже полчаса, не вижу главного, где охранник». «Полчаса, говоришь?» Здоровяк забрал прибор и принес оглазеть на базу. «Шестичасовая смена, проверка орудий каждый час, так что ждем, скоро появится». «Если не проспит», – подытожил я. «Не проспит». Зуммер в шлеме срабатывает каждые 60 минут. «Тупо, конечно, но это же армия». «На, сам не проспи». Клепан передал мне бинокль. «Из большой трубы повалил черный дым». Поделился я наблюдением. «Это то, о чем я подумал?» «Да, брат, это крематорий», – подтвердил мою догадку напарник. А мне вспомнился фильм про Вторую мировую. Концлагерь, худые, измученные тяжким трудом люди, стоят в очереди к большому серому зданию, с такой же трубой. Долго ждать не приходится. Конвейер, отработанный нацистами до мелочей, сбоев не дает. Открывается воротина, и заходит новая партия на помывку. А в центре раздевалки – многометровая куча, состоящая из одежды и обуви. Все, что осталось от нескольких сотен людей. «Сука!» «Немного не то, но тоже подходит», – ответил Клепан. «Да нет, я его вижу, охранник». «Все, не мешаю, ищи место, загаубица и мертвая зона». «Что загаубица?» «Не тупи, большая пушка на тебя смотрит». «Вижу». «Бульба дал тебе шпаргалку?» «Было такое», – ответил я, не отвлекаясь от наблюдения. «Все, заучил, не ошибусь». «Это хорошо». «Пароль, кстати, для подстраховки». «Если все пойдет по плану, у тебя будет пропуск того охранника. Он не именной, так что до первого поста дойдешь без проблем». «А ведь Бульба говорил, что обидь придется одного охранника. Тот еще врун». «На посту двое, затемняю шлем и подхожу вплотную. И работаю, потому что не пропустят». «Скафандр без знаков отличия, уже неважно, убить надо всех». «Труба», «Чидит», как-то по-особому, словно мазут. «Откуда мне знать, как горят люди?» «Неважно, огонь в той печке, надо погасить, а для этого надо убить». «Знаешь, как убить быстро и бескровно?» Прервал здоровяк мои мысли. «Знаю, знакомый элитник научил». Сказав, я изобразил, как втыкая нож, сочленение черепа. «Можно и так». Одобрил Клепан, странно как-то по-новому меня рассматривая. «Только не забывай, удар должен быть мощным, ткань усилена, а ты не элитник». «А как включить бомбу?» Задал я главный вопрос. «Ха, включить это тебе не микроволновка, вот сунь в разгрузку». Клепан дал мне пистолет с глушителем, я тут же последовал его совету. «А это?» Он достал что-то вроде коробочки с каким-то набалдашником сверху. «Пульт от микроволновки?» «Можешь и так называть. Главное, когда придет время, откидываешь защиту и жмешь красную кнопку. У тебя будет 30 секунд». Говорил он медленно, с расстановкой и внимательно глядя в глаза. В ответ я усмехнулся и кивнул. «30 секунд, веселые ребята, Стронги, но я сказал, что сделаю, значит сделаю». «Скажи, Клепан, для меня обратная дорога предусмотрена?» Этот вопрос волновал с самого начала. «Насколько они честны?» «Белая жемчужина, конечно, не пульсар, но и не дешевка». «Стронги не пожалели сокровища ради достижения цели, попутно показав, что доверяют мне, ведь сильному телепортеру сбежать труда не составит. Прык сколько был таков». «Но я так не сделаю, и хитрован Бульба об этом знает. Он давно меня просчитал, вычислил, просмотрел насквозь, в общем, сделал все, на что способен хороший командир. Я не стал задавать этот вопрос Бульбе, возможно, он бы ответил честно. «Но это не то, не тот типаж, а вот Клепан совсем другое дело». «Спали этот вонючий стаб, и я задействую все резервы, но на базу доставлю, а там уже решай сам». «Вот за что мне нравится Клепан, коротко, емко и честно». Получив нужный ответ, я прилинул к биноклю и понял, что время пришло. «Подходит к твоей гаубице. Все, Клепан, будь здоров». «Не пуха!» «К черту!» «Странно, но на тренировках стронги не заставляли меня прыгать на большие расстояния. Двести, триста, максимум пятьсот метров. Я-то в себе был уверен, знал, что сдюжу, хоть опыта особо не было. Прыжок ничем не отличался от множества других. Вот я отвечаю на пожелания Клепана, и раз удивленная, гладковыблитая физиономия охранника. Он почему-то был ко мне лицом, а не задом. «Не важно». Коротко облеснуло лезвие, и нож утонул по самую рукоятку. Место я выбрал удачное, прямо под шлемом. Охранник, видимо, хотел что-то сказать, а получилось короткое «Хаааа». Ноги подгибаются, он падает. А я теперь второй лейтенант Степхен. Кроме знаков различия, которые крепились тупо на липучках, я нашел пропуск, уже знакомую винтовку и пистолет. Его брать не стал. Первый готов. Лиха беда начала. С этой нездоровой мыслью, я вышел из-под гаубичной защиты и продолжил свое, точнее Степхена, путешествие между пушек. Шел не спеша, как и положено часовому. Нужно все обдумать. А может оставить бомбочку здесь, нажать красную кнопку и прыгнуть за горизонт? Мысль была здравой, но отдавала малодушиям. Не так меня воспитывали. Значит, действуем по плану. Камеры вращались по мере моего передвижения. Решив, что так и положено, я шел дальше. Затемнение шлема можно было объяснить ярким солнцем. Сердце колотилось, как у бешеного кролика. Боль в голове усилилась, напоминая о том, что прыжок не прошел даром. Почти 5 километров. Новый рекорд. А вот и заветная дверь, точнее шлюз. Зайти сразу или еще подоптаться? Подумать я не успел, потому что почувствовал то, о чем уже и думать забыл. Нистовая хищная злоба, замешанная на неутолимом голоде. Не может быть. Ощутив, как на затылке шевелятся волосы, я обернулся, но увидел только молчаливые ряды пушек. Нет, эта тварь не сможет сюда пробраться. Значит, она где-то там за периметром. Тот несгораемый, непробиваемый элитник высадил меня. О причинах я не задумывался, но вряд ли тварь пришла поздороваться. Мда, обратная дорога перестала казаться скучной. Окинув взглядом окрестности, ровное, словно выбритые поля и далекое редколесье, я остановился на холме. Отсюда он казался намного больше. Где-то на его вершине сидит здоровяк. Я был уверен, что он меня видит, но предупредить возможности не было. Ладно, там не дети разберутся, а у меня свои дела. С этой мыслью я направился к шлюзу. Торопиться некуда, но и тянуть смысла нет. Давным-давно в прошлой жизни я частенько наведывался в огород к соседке. Елена Ивановна была знатным садоводом. Лично же меня интересовали только цветы. Откуда у мелкого болтуса деньги на букет, а девчонке подарить хочется? Тем более соседский огород в этом отношении был богат. Розы, хризантемы и куча других лютиков, названия которых я не знал. Всякий раз перед вылазками я испытывал внутренний мандраж. Страх попасться на месте преступления. Такое пару раз случалось. В первый садовод-любитель нажаловался дядьке. А в другой пришел участковый. Пожурил для порядка и был таков. В принципе ничего страшного, но мандраж был всегда. Вот и сейчас я с трудом держал руку с пропуском под контролем. Уже зная, что меня отпустят. Как только начнутся активные действия. Я решительно приложил карту к терминалу. Кнут подрос. Он больше не ворует цветы у соседки. Кнут пришел убивать. С громким шипением шлюз открыл свое жерло. Не спешая, не мешкая, я шагнул внутрь. Шпаргалка гласила, чтобы попасть к лифтам, нужно спуститься на этаж ниже. И для начала миновать пост охраны. Затем идет комната обеззараживания. Так и поступим. Шагнув на лестницу, я приготовил пистолет. Риск был огромный. Спустившись вниз, ты попадаешь под обзор видеокамер. Оставалось надеяться, что наблюдатель по ту сторону, не бдительный фанатик. Все-таки этот выход самый защищенный. План, конечно, так себе, но другого не было. Хеллоу, уроды! What the fuck? Начал было самый прыткий. Два выстрела, два продырявленных шлема. Не зря стронги меня гоняли. Проходя мимо мертвых, но еще дергающихся тел, я сделал пару контрольных. Мало ли. Сирены не было и пропуск пока работал. Миновав пост, я уперся в прозрачный шлюз, который тут же с шипением раскрылся. Из динамиков палился приятный, но монотонный женский голос. Инструкция. Меня предупредила шпора. Дышать непонятно какой химии я не собирался. Костюмчик-то дырявый. Дырявый из дырявого. Вот бы Толик поржал. Шлюз закрылся. С потолка палилась жидкость и пенное хлопья. Душ предлагают принять. Так не пойдет. Проблема решилась с помощью трофейного автомата. Очередь вторая и стеклянная дверь посыпалась. Шумно, но действенно и по плану. Слабовато у них защитой. Или я просто в конец обнаглел. Хожу как дома. Ни сирены тебе, ни взвода морских котиков. Тут кнут пришел. Между прочим ядерный. А вы не встречаете. Один из лифтов был на месте. Хорошо. Дверь мягко отъехала. Я вбежал и сразу нажал минус 50. Нет смысла таиться. Накуролесил уже. Вообще, как вариант, можно было отправить в лифте бомбу. Но клепан мою идею забраковал. Мол, может не доехать. Не стоит рисковать. Да и поздно уже. Здоровяка здесь нет. А я уже на минус 22. Лифт был на диво скоростным. Сирена заорала, когда я был на минус 39. А на минус 41 кабина остановилась. Ну, наконец-то чухнули. А то уже нервничать начал. Молодцы. К счастью, и на этот случай инструкции были. И еще в самом начале моих тренировок кабан показал мне, как можно открыть лифт изнутри. Я тогда не понял, для чего мне эти тонкости. А сейчас благодарил предусмотрительного сукина сына бульбу. Не хватало мне еще по тросам карабкаться, как в дешевом боевике. Потребовался клюв и автомат. Первая дверь подалась быстро. Пришлось повозиться со второй. Но и Таня не выдержала рычага в виде автоматного приклада. Рывок, и я в полутемном коридоре. Аварийное освещение давало достаточно света, чтобы понять, меня никто не встречает. Ах нет, ошибочка. Топот ног с правой стороны. Спешат, суки. Ну, а мне, значит, налево. Ну, где же ты? Неужели с другой стороны? Пришлось петлять коридорами в поисках лестничного марша. Должен быть. Без лестницы никак. Дружный топот за спиной, то затихал, то усиливался. Не отстают. Видели лифт. Знают, в каком я направлении. Ну, наконец-то. Свернув за очередной поворот, я уперся в широкий дверной проем с табличкой наверху. Заскочив и закрыв за собой дверь, я принялся скидывать в себя ненавистный скафандр. Смысла в нем уже не было. А бежать будет легче и подарочек небольшой припрятать можно. Благо, внизу тихо. Я спустился на минус сорок четыре, когда наверху послышалась возня, а затем… Взрыв был настолько мощный, что даже меня, находящегося тремя этажами ниже, швырнуло стену. Хорошо, что та была недалеко. По ушам стукнуло до противной тошноты. А что же наверху творится? Слух еще не восстановился, но я уже различал крики, факи и даже плач. Затем что-то большое и тяжелое грохнуло по перекрытию над головой. Скорее всего, лестничный пролет обвалился. Сообразил я, продолжил спускаться. Да чего же мощная штука, даром что с РГДшку размером обахнула мама-не горюй. Кабан меня проинструктировал, можно срывать чеку и бросить. Другой вариант – таймер до 30 секунд. Я же выбрал детонацию на движение. Разложит все на атомы в радиусе трех метров, так что будьте аккуратнее, сказал он мне тогда. Жаль, что таких больше нет, лишь пара РГДшек осталась. Когда я спустился на минус 45, снизу донесся грохот взрыва. Ага, пуганая ворона, на воду дует. Значит, на минус 50 мне путь заказан, придется ослушаться приказа. Этаж, как и ожидалось, встретил меня аварийным освещением. Отсутствие людей было временным, поэтому придется поискать укрытие. Преодолев пару поворотов, я услышал странный звук, легкий скрип, будто маленькие несмазанные колеса. Звук приближался, а поскольку назад нельзя, придется разбираться. Выглянув за угол, я ничего не увидел. Спустя же несколько секунд в коридоре появилась каталка, простая больничная для лежачих. Оттолкал ее обычный медбрат. У меня даже доживю возникло, насколько эта картина была необычной для такого места. За первой каталкой появилась вторая и вроде последняя. Медбратья торопились, хотя какие они к черту, чувство неправильности испарилось, гнев, вот что его заменило. В воображении возникла четкая картинка, серая труба, чадящая черным. Гнев тоже стал четким, я не собирался зверствовать, просто накажу. И хватит маячить в коридоре, можно слопотать пулю в спину. Решив, что делать, я шагнул навстречу медбратьям. «Хеллоу, френд!» Приветливо начал ближайший ко мне. «Не друг ты мне, падла гнилая!» Ответил я, вскидывая пистолет. Дальний оказался сообразительнее. Пришлось стрелять ему в затылок. Другом назвал сука. Тут я понял, что меня в них смутило. Оба были без средств защиты. Ни скафандра в тебе, ни даже дешевой медицинской маски. Иммунная? О чем я думаю? С минуты на минуту кавалерия нагрянет. Проходя мимо первой каталки, я сдернул простыню и тут же встал как вкопанный. Это был подросток, лет 13-14, ребенок дышал. Не задумываясь, пошел к следующей. Там оказалась девчонка, примерно того же возраста и тоже живая. Вот же черт, двое. Ладно, не время тупить. Для начала найду временное убежище. Подойдет любая комната, закуток, куда поместятся каталки. «Эй, придурок!» Прозвучал усиленный динамиками голос. От неожиданности я присел между каталками, поняв, что опасности пока нет. Продолжил движение. «Можешь не прятаться, мы знаем, где ты!» «Надо же, по-нашему балакать умеют, черти позорные!» «Ну, знаете, так знаете, хрен на вас, я тут занят малость!» Комната нашлась, но дверь была заперта, пришлось прострелить замок. Я успел закатить одну каталку, как услышал металлический звон по напольной плитке. Под ногами прокатился небольшой цилиндр, удалился о стену, закрутился. Уже поняв, что не успеваю, я толкнул последнюю каталку в дверной проем и рухнул на пол. Рвануло знатно, несмотря на то, что я закрыл уши руками. Несмотря на то, что я закрыл уши руками, все равно оглушило. Поднявшись на карачки, я попытался скрыться за дверью. Правую сторону неприятно соединило, в голове шум. Значит, граната была шумовой. Будь я хоть трижды иммунным, после взрыва боевой не выжить. Левый глаз засек движение. Силуэт в скафандре, рощик трастера и дикое жжение в боку. Гадство! Я вваливаюсь в спасительное помещение. Тело реагировало болью на каждое движение. Плохо. Очень плохо. Не хватало еще сознания потерять. Превозмогая боль, я сорвал с разгрузки РГД. Выдернул чеку и с матерными пожеланиями зашвырнул ее в коридор, чтобы не расслаблялись. А взрыв я скорее почувствовал. После шумовой гранаты со слухом были, мягко говоря, проблемы. Да уж, квест не задался. Но хрен вы угадали. Наплевав наглость в боку и вату в ушах, я встал на ноги. Если что-то болит, значит ты живой. Вспомнилось вдруг непонятное в детстве наставление отца. Ноги слушались трудом. Болело все. Мне казалось, что мое несчастное тело покрыто кровоточащими синяками. Да и по лицу текло что-то теплое, но я нашел силы или скорее упрямство. Несмотря на всю свистопляску, девочка спала. Об этом говорили хаотично бегающие под веками глаза. Как можно аккуратнее, я поднял ее с каталки и, скрипя зубами, перенес к мальчишке. Операция отняла почти все силы. Оставшихся хватило только на более-менее мягкое приземление на задницу. Ну а теперь, суки, самое интересное. Боеголовка материализовалась в дальнем, невидимом от входа углу. Как там наставляла меня Захария, доверяясь своему дару, но с оглядкой. Откинув защиту с пульта, я без раздумий выжал красную кнопку. На небольшом табло тут же высветилась красная цифра. Тридцать. Двадцать девять. Поехали. Двадцать восемь. Встану гостем на пороге у неведомой дороги. Обычно прыжок происходил после первой строчки. Бывало, я даже не успевал ее произнести. А сейчас... Двадцать семь. Двадцать шесть. Сердце заколотилось быстрее. Неужели я ошибся? Двадцать пять. Двадцать четыре. Черт! Как же там дальше? Она вдаль меня зовет. И не всякий там пройдет. В этот момент в комнату влетел уже знакомый мне цилиндрик. Крутанувшись, он покатился ко мне. Ну вот, подумалось мне, теперь перед большим бабахом будет маленький. Но граната не докатилась, резко встала, будто пойманная невидимой рукой. Тут я с удивлением понял, что ошибся. Это не граната резко встала. Дым в видимом участке коридора тоже был неподвижен. А на пульте застыла цифра двадцать один. Остановилось все. Я тоже. У меня были только мысли. И то, куда в это время смотрели глаза. Странно и красиво. Время, вечно спешащий куда-то зверек, затаилось. Показалось, что бывает и такое. Ну а я что? У меня есть мысли. Мне пора, я вернусь. Двадцать. Глава шестнадцатая. Ух ты ж, Кнут. Как же тебя угораздило-то. Места живого нет. Причитания Клепана пробивались, словно сквозь туго набитую вату. Аромат цветов после подземелья казался божественным. Как же хорошо. Болит, колет, жжет во всем теле. Но все равно хорошо. Я лежал на спине, щуясь от пробивающихся сквозь кровавый туман солнечных лучей. Сбоку маячил силуэт здоровяка. Чего ты раскудахтался? В каим успека. Голос одного из электроников. Да погоди ты. Клепан явно волновался. Мне грубо оттянули нижнюю челюсть и по горлу потекло. Нечто намного едро необычного живчика. Закашлившись, я дернулся вперед, но меня удержали. Что у него в руке? Опять один из электроников. Что внешность, что голос все одно. Ну-ка, да это ж пульт. Почему-то удивился здоровяк. Ээээ, десять секунд. Сейчас рванет, братцы. Если, конечно, не надули. За кобальтом такого не замечали. Возмутился один из близнецов. В плен может взять. Привратнику скормить. Но обмануть нет. Я уже хотел начать возмущаться. Это же ядерная бомба. Но получился только невнятный хрип и вялая попытка отползти. Не боись. Успокоил меня здоровяк, придерживая за ногу. До сюда не достанет. Да и ведь те... Договорить он не успел. Нас тряхнуло, подбросило и опять тряхнуло. Только после этого донеслось глубокое смертоносное... Словно несколько десятков громовых раскатов слились в один. Еще немного потрясло и все закончилось. Не, ты видал, а? Клепан радовался, как ребенок фейерверку. Как провалилась, а? Зачетный котлован получится. Ну, кнутяра, ну, красава. Угодил, брат. Он стал трясти меня за плечи в радостном порыве, я полагаю. Но добился только матерных хрипов и окриков от близнецов. Ой, прости, брат, не рассчитал. После того, как вкололись в пек, я почувствовал себя намного лучше. Даже на ноги смог подняться. Муть из глаз ушла настолько, что можно было насладиться плодами своих трудов. А посмотреть было на что. Не было ни первой, ни второй стены. На их месте красовался глубокий дымящийся кратер. Легкий, нащутимый ветерок сносил смертоносное испарение в противоположную сторону. Ну и рожа у тебя, кнут. Смотреть страшно. Однако, несмотря на это, здоровяк сиял, как золотой червонец. Чтобы насладиться победой полностью, надо торопиться. Так что бегом в лагерь, сюда скоро вся округа сбежится. Быстро перевязав бок, стронги подхватили меня с двух сторон и потащили вниз по склону. Во временном лагере нас встретили тихим ликованием. Легкие хлопки по плечам, пожимание рук. Даже громила медведь снизошел до похвалы. Прекратила это Марго. Увидев меня, девушка быстро всех разогнала и занялась ранами. У тебя пуля в почке. Оповестила на меня, сорвав повязку. Я подозревал, что не все так радостно. Ведь до укола болело не по-детски. И что теперь делать? Потерпи минутку. Больно не будет. Спек еще действует. Сказав это, Марго приложила руку к ранее и закрыла глаза. Она не обманула. Чувствовалось легкое покалывание и вроде что-то двигалось. Спустя минуту девушка меня удивила. Вот, держи на память. В ее руке была пуля. Да ты настоящая волшебница. После укола я пребывал в прекрасном настроении. Марго смущенно отмахнулась. Что я? Вот Захария. Такие раны лечит, что не увидев сам не поверишь. Я видел Хрома и он жив. Хром не то. Это его дар. Твоего крестника убить нелегко. Погоди. Не понял я. Ведь это я его крестник. Это ты его на себе таскал. Вот наши и шутят. Крестник крестного несет. Разверни наоборот. Хихикнув, процитировала девушка. Тут же серьезно глянув на меня. Добавила. У тебя эйфория. Действие наркотика закончится и боль вернется. Я уже раскрыл рот, но был неделикатно прерван. Как он? Прорычал подошедший медведь. Рану я заживлю. Рваное ухо и пробитая голова не в счет. А вот с гематомами по всему телу сделать ничего не смогу. Нужно время. Сами рассосутся. Заявила она. А чего они? Тебя что, взводом пинали? Вопрос был ко мне, но ответила Марго. Нет. Это споры нашего паразита. Я слышала, внешники ведут исследования по воздействию на него. На что медведь кивнул. Видимо, попал под какое-то нейтрализующее излучение. Я могу только предполагать. Извиняющимся тоном заключила девушка. Это началось сразу после шумовой гранаты. Взорвалась в полутора метрах от меня. Вставил я, решив, что это поможет. Вот. Значит, она была не просто шумовой. Обрадовалась Марго. Кстати, на радостях бойцы забыли тебя расспросить, как там прошло. Умные звериные глаза внимательно меня изучали. Оставил посылку на минус сорок пятом. Ниже не получилось. Зажали. Пришлось убивать. Честно признался я. Тот кивнул своей страшной головой. Извини меня, Кнут. Я думал, что ты хлипкова для таких дел. Я сказал, признаю, был неправ. Да ничего, ты прав. Признаюсь, глядя на тебя, возникает желание бежать и прятаться. В ответ Кваз начал клокотать и порыкивать. Я не сразу понял, что он смеется. А когда он успокоился, решил кое-что уточнить. Мне кажется, что вы меня надули. В боеголовке ведь не две килотонны было. Медведь не стал отвечать. Видимо, решив оставить вопрос на уровне моих домыслов. Подошел Клепан. Вид у него был озабоченный. Пора выдвигаться. Зараженные стягиваются. Только сейчас я обратил внимание, что бойцы перестали праздно шарахаться. А в спешке собирали рюкзаки и проверяли оружие. Даже ботаник был занят. Ковыряюсь в своем странном пистолете. И тут я вспомнил одну большую и важную деталь. Клепан, помнишь того элитника? Ха, забудешь его как же. С ИВД не пробили. Тот, который свища задрал. Пояснил он, посмотрев на медведя. А что? Ты это к чему? С подозрением поинтересовался Клепан. Тварь где-то неподалеку. С чего такие умозаключения? Это уже медведь. Он видел меня там на донжоне и узнал. Я это почувствовал. Уверен? Внешность у медведя, мягко говоря, непрезентабельная. Но вот взгляд говорит, что он мне уже верит. Это как запах для зверя. Не знаю, как точнее описать. Я встречался с ним на элеваторе. Тогда я почувствовал в первый раз. Сегодня было то же самое. Тварь меня узнала, несмотря на скафандр. Какой-то пассивный дар. Внесла лепту притихшая Марго. Да. Подтвердил медведь, уставившись в одну точку. Крут сможет идти? Спросил он у девушки спустя секунду. Сможет, но самостоятельно недолго. Придется ему колоть обычное обезболивающее. Они хоть частично снимут боль, а со спеком рисковать нельзя. Сказав это, Марго обвела присутствующих взглядом, словно предупреждая будущие вопросы. Я могу идти самостоятельно, не надо за меня реш... Начал было я, но медведь поднял руку, пресекая. А девушка посмотрела на меня, как на наивного подростка. Подвигаемся. Скомандовал медведь. Проблемы будем решать по мере поступления. Не прошло и часа, как стало понятно, насколько я был неправ. Спек сыграл со мной злую шутку. Он не только боль снял, но и поднял самомнение до верхушек деревьев. Сначала появился зуд, причем сразу везде. Не успел я насладиться ощущениями шелудивого пса, как зуд перешел в покалывание, которое стало нарастать с каждым шагом, переходя во все более изощренную боль. К счастью, пика наслаждения я не дождался. Шедшая за мной Марго сделала укол. Девушка не сказала ни слова, а глаза словно спрашивали. Ну что, герой, уяснил? Я понял, что обезболивающее сделали на лево китайской фабрике. После чего оно несколько лет лежало на складе и спустя год просрочки попало в полевую сумку Марго. Лекарство действовало не более 10 минут и лишь притупляло наиболее острые моменты. Спустя пару часов и три укола я был готов бежать за девушкой на четырех лапах, вымаливая дозу чего-нибудь, а лучше спека. В общем, держался из последних сил. А наш отряд все шел и шел. Не стало казаться, что скорость передвижения росла, а я наоборот замедлялся. Впереди идущий ботаник был теперь бесконечно далеко. Деревья тоже куда-то разбежались. Было ощущение, что я шел на деревянных ходулях по ватному полю. Оно пружинило, неприятно при этом поскрипывая и выпуская розовый пар. Теперь все было розовым. Ватная трава несколько отличалась от розовых облаков. По кочкам прыгали непонятные зверушки с длинными кроличьими ушами. Боль перешла на новый интеллектуальный уровень. Она теперь со мной разговаривала. «Это веслоухие коротколапы», сказала Боль голосом старца. «Они водятся только в черепаховых полях». «Они прикольные». «Раз со мной говорят, значит, надо отвечать». «Да», подтвердила Боль. «Жаль, что им нельзя пастись в глютовых джунглях, там так хорошо». «И мне жаль», – искренне ответил я. «А почему нельзя? Может им помочь?» «Не получится», – огорчила умная Боль. «Коромы, словые морлики, цепляются хвостами за ветви серебристой мандоры, притворяясь их плодами. Они ловят веслоухих коротколапов и оплодотворяют золотыми яйцами». «Да уж, ничего хорошего». Мне было жаль ушастых зверьков. А слово «оплодотворение» вызывало совсем уж нехорошие ассоциации. «Ты хорошо меня слышишь?» Голос Боли стал немного резче. «Да?» «Тогда слушай и смотри». Неожиданно картинка розовых полей со зверяками сменилась на цветную карту. Я смотрел на поля, реки, точки деревень и городов. Затем внимание переключилось на синюю, петляющую между городами линию. Особенно выделялся один крупный населенный пункт под названием Горис. Синяя линия уходила дальше, упираясь в огромный красный круг. «Красный круг – это пекло!» «Синяя линия, твоя дорога туда!» Мягко сказала боль. «А как же веслоухие коротколапы?» «Будь о них. Я на твою волну настраивался. Пришлось выдумать этот бред». «Мне нужно куда-то идти?» «Да. Это место в центре пекла». «А зачем мне это?» «Расскажу, если встретимся. А может, ты сам поймешь». «А если я откажусь?» «Не сможешь. Я дам приказ твоему подсознанию, а про разговор ты забудешь. К тому же так будет лучше для тебя. Страш не отстанет». «Что за страж?» «Ты знаешь, о ком я. Он преследует тебя изначально. Все. Я и так уже много сказал. Карта у тебя. Приказ тоже. До встречи». «Постой!» Ответом была тишина, довершаемая полной темнотой. «А как все хорошо начиналось?» Какая-то особо голосистая птица распевала утреннюю трель, напоминая мне о юности и походах в лес. Как же сладко мне спалось. Может, из-за медного покачивания, почти как в поезде. Захотелось потянуться, размять затекшие от крепкого сна мышцы, но все разрушил тихий голос клепана. «Полегче руками махай, вывалишься еще». Я открыл глаза и увидел маячевшую впереди могучую спину и уродливый затылок. Тут медведь остановился и повернул голову. «О, очнулся, наконец». «Ага, я уж думал, до базы тащить будем», – ответил клепан, облегченно ставя носилки на твердую землю. «А что случилось? Я отключился, что ли?» Припоминая недавнюю боль, я поежился, но с облегчением понял, что от нее остались только далекие отголоски. «Еще как отключился! Сначала что-то бормотать начал, а потом раз и почесал в лес, еле догнали». «Марго гороховый настой влила, ты и вырубился». «Ну ты поспать, брат», – посетовал медведь, приложившись к фляжке с живчиком. Поднявшись, я с наслаждением потянулся. Вокруг уже собрался наш небольшой отряд. Первым подбежал ботаник. «Мы переживали. Как хорошо, что ты пришел в себя», – проговорил он на свой фирменный детский манер. «Уж кого, а меня ботаник своей непосредственностью не обманет. Видел, как он стреляет». Марго заглянула мне в глаза, а смотрел рану на боку. «Порядок. Даже гематомы побледнели». «Ну еще бы. Спал почти тринадцать часов», – сказал клепан с укоризной в голосе. «Ого, я и вправду поспать не дурак. Вот тебе и объяснение отличного самочувствия». «Может, тогда привал?» – предложил один из электроников. «Со вчерашнего дня идем». «Ладно, полчаса привал», – смилостился медведь. Народ тут же скинул рюкзаки, Мурена с Марго организовали импровизированный стол с неизменной тушенкой. Мой желудок тут же напомнил, что со вчерашнего дня его не кормили, да так громко, что это поняли все. «Ничего не поделаешь, я не стронг, привычный к подобным тяготам. Люди, способные сутками идти в одном темпе, а если надо ускориться или принять бой с кем угодно, невольно внушают уважение. У моих друзей есть цель – искренять внешников, муров и подобных им, как вид. Стронгам глубоко плевать, что в итоге это бесконечная война. Они не отступят от своей цели. «А если таковая у меня?» «Ну, не такая безальтернативная, как у стронгов. Хоть какая-нибудь. Ради чего?» Что-то внутри меня заворочалось и пробурчало, словно во сне. «Не все так безнадежно, братец. Твое время скоро придет. Интересное кино. Это что, какой-то дар? Пассивный, как говорит в подобных случаях Марго. Или... «Дайте ему еще одну!» Услышал я голос Клепана. Оказалось, погрузившись в размышления, я не заметил, как умял банку тушенки с несколькими сухарями. Причем не заметил в прямом смысле, потому что есть все еще хотелось. Должно быть, и вид у меня был соответствующий. Не зря Клепан распорядился. До конца привала я схомячил еще одну порцию и залил ее добрым глобком особого нючего живчика. Мы шли уже несколько часов. Солнце перевалило за полдень, указывая, что до темноты ищу шагать и шагать. На очередной лесной полянке я почувствовал беспокойство. Вроде ничего страшного. Какой-нибудь заштатный земной психолог назвал бы это признаками панической атаки. Но здесь не земля. Стикс способен излечить мелкие психологические проблемы. Возможно, поэтому шедший сзади медведь обратил внимание на мои беспокойные взгляды по сторонам и, нарушив строй, догнал меня. Что не так? Негромко прорычал он. Не знаю, но чувствую себя шизиком. Часть меня хочет рвать, крушить и убивать. И никого попало, а именно меня. Я что, с ума схожу? Нет, не сходишь. Ответил медведь. Это меня нисколько не успокоило. Состояние кровожадной паники нарастало. Скоро, очень скоро я это сделаю. Ты слышишь чужие мысли? Успокойся. Как ни странно, но подействовало. Может, потому что все объясняло. Конечно, если копнуть глубже, то в голове найдется пара-тройка жирных, неадекватных тараканов. Но эти мысли явно не мои. У меня нет того, чем можно рвать и грызть. Не могу почуять человека за сотни метров. Да и мясо сырого не любитель. Мы двигались, как и всегда, в колонну по одному. Только напрягшийся медведь шагал теперь рядом со мной. Направление можешь определить? Хотя бы примерно. Впереди. Справа. Вопрос поставил меня в тупик. Как можно определить место расположения того, кто поселился у тебя в голове, а сам говорит, что я не псих? Бойцы уже сообразили, что не все в порядке. Оглядывались на нас, то и дело. А клепан, что шел впереди, передвигался чуть ли не полубоком, видимо, ожидая команды. Я же не сенс. Как можно... Внезапно пришло понимание. Нечто выглядело, как раскаленное пятно на и без того ярком солнце. Не знаю, насколько давно эта картинка присутствовала в моем восприятии. Однако прозрел я только что. Сзади и влево. Не могу определить расстояние, но оно нас не видит и не слышит. Вот. А говорил, что не сенс. Упрекнул медведь. Слушай мою команду. Сказал он шепотом, но услышали все. Ускоряемся. Видимо, эта команда была давно отработана, потому что все, включая ботаника, перешли на бег. Сбавившись скорость клепан, поравнялся с нами. Дворец? Спросил он у медведя. Тот лишь кивнул в ответ, а клепан, прибавив скорость, возглавил нашу колонну и стал забирать вправо. Лес то редел, то сгущался. Иногда приходилось продираться сквозь кусты. Мне, как непривычному, приходилось не сладко. Ноги гудели, пот заливал глаза. Бьющие по лицу ветки действовали на нервы. Залеченная наскорая рана в боку, то и дело давала о себе знать. Кровожадные мысли не покинули мою голову, несмотря на то, что бежим мы уже пару часов, а значит, тварь не отстала. Неизвестно, как она определяет, где мы. Движется не как собака по следам, а всегда где-то слева, но параллельно. Хоть и силы покидали мое бренное тело с бешеной скоростью, останавливаться не было никакого желания. Я знал, кто нас ведет. Память ли, дар или просто воображение рисовало мне картинку того самого, кто преследует меня изначально, и не было никаких сомнений в его намерениях. Лес изменился резко. Беспорядочно растущие деревья сменили липы, высаженные ровными рядами. В центре искусственной лесопосадки выселось огромное здание. Похоже, туда мы и направлялись. Дворец, как назвал его Клепан. Раздалось где-то справа. Тут же блеснула уродливая лысина, выдававшая матерого лотерейщика. Бот! Голос даровика. Удивленное, довольное урчание прервалось на полусловие, завершивший звуком падения на мягкие коверлиствы. Наш гуманоид даже скорости не сбавил. Я опустил момент, когда пистолет появился в его руке. Он будто материализовался. Выстрел и оружие опять в кобуре. Дворец был красивым, но только издали. Вблизи же впечатления менялись. Более 20 метров в высоту и не меньше 100 в ширину. Этажей, судя по выбитым витражам, всего три. Облупившаяся штукатурка и проваленная местами крыша говорили о том, что дворец тут давненько, но вряд ли его забросили еще на земле. Поднявшись по пологим ступеням, мы миновали створы дверей, которые можно назвать воротами. А дальше был шок. Зал выглядел настолько огромным, что я решил, будто мне изменяют глаза или просто мерещатся от усталости. Ряды опорных колонн уходили вниз и пропадали где-то в бесконечности, что никак не вязалось с внешним видом здания. Захотелось выйти наружу, чтобы осмотреться, настолько был силен контраст. Но главное не в том, давила сама атмосфера. Лично мне не особо хотелось здесь находиться. Казалось, из бесконечности на меня кто-то смотрит. Внутри неприятно нарастала паническая атака. В попытке прогнать наваждение я встряхнул головой. «Привал!» скомандовал медведь, окончательно выдернув меня из неприятного состояния. Я остановился, не решаясь присесть, зная, что вставать будет намного тяжелее. Остальные члены отряда тоже не спешили падать и дышали ровно, в отличие от меня, пыхтящего, как загнанная лошадь. «Думаешь, выгорит?» спросил клепан у медведя. «У нас даже сенса нет». «У нас есть кнут!» ответил тот. «Я не видел того лотера, плохой из меня сенс», возразил я. «Ладно, давай проверим». Сказав это, медведь зашел мне за спину и студия по шагам куда-то удалился. Эхо затихло. «Скажи, где медведь?» «Направление!» потребовал от меня клепан. Я попробовал напрячь способность, но ничего не выходило, как бы не пыжился. Спустя минуту сдался. «Не вижу, не работает». «А нас ты видишь?» вмешалась Мурена. «Только глазами». Выдал я, понимая, как странно это прозвучало. «Хорошо, с этим глухо». Совершенно неожиданно медведь вышел справа в метре от меня. «Как же тогда с нашим дружком, который по следам идет?» «Он там!» Я указал пальцем за спину клепана. «Приближается, но нас не видит». «Интересно». Задумчиво прорычал медведь. «Получается, твой дар работает только с одним монстром. Ну и отлично, большего нам не надо». Добавил он, изобразив подобие улыбки. «Мне тоже было интересно, это Стикс так пошутил или тут что-то намного сложнее?» «Уходим глубже», скомандовал медведь. «Кнут, за тобой наблюдение, и не вздумай руками махать, показывай глазами». «Я попробовал». Стрельнул глазами по мурене, та улыбнулась, значит получается. «Клепан, ты его видел, расскажи в двух словах». «Матерый, пять, может пять с половиной метров, отвод глаз, и ВД не берет», отчитался тот. «Плохо, выходит, убить не сможем». «Он умный, в прошлый раз убежал», добавил Клепан. «Значит, к этому и подведем, убежал, стало быть, чувство самосохранения работает», рассуждал медведь. «Для меня было загадкой, как можно напугать вершину пищевой цепочки. В прошлый раз была космическая пушка, а в этот, надеюсь, у стронгов есть другие козыри». «Ботаник, по глазам не бить, бесполезно, только споровый мешок, как понял». «Да, командир, понял, споровый мешок», жизнерадостно ответил гуманоид. «Лёлик и Болик, страхуйте ботаника, постарайтесь сделать так, чтоб он повернулся к нему спиной, но без фанатизма». «Да, командир», ответили электроники в унисон. «Мурена и Клепан, работайте в паре, я на зеркалах, как выдохнуть, смешаетесь, а до того не лезьте, всё ясно». «Так точно», ответил за обоих Клепан. «Марго, не стойся, твой дар на заражённого такого уровня не подействует». «Поняла». Глава 17 Мы углублялись всё дальше, в казавшийся бесконечным зал. Странное дело, чем дальше мы заходили, тем больше он становился. Нескончаемые ряды колонн расходились во всё стороны, создавая эффект спаренного зеркала, и было непонятно, откуда берётся свет. «А что это за место?» спросил я, ушедший рядом Мурены. «Дворец, или лабиринт Горгоны, как называют его сектанты». Ответила та на полном серьёзе. «Жуткое название». «Дворец мне нравится больше», признался я. «Дворец грузится раз пять лет. Ходят сказки, что его построил свихнувшийся архитектор, там, на земле, или где-то ещё. Его тоннели уходят на многие километры под поверхность, но здесь стикс, и они заканчиваются пещерами или тоннелями подземки. Там, откуда этот дворец, он считается злачным местом. Люди часто пропадают. Сумасшедший создатель сам исчез в этих лабиринтах. Говорят, что он до сих пор бродит здесь, безлунными ночами». Закончила Мурена мрачно улыбаясь. «Ага. Застращать меня хочешь?» Деланно испугался я. «Было бы неплохо, если б твой псих нашего друга напугал». «Отставить разговоры!» негромко рыкнул медведь, поравнявшись со мной. «По делу давай!» «По делу говоришь?» «Тогда могу кое-что предложить для начала». Я сделал паузу. «Если вы сейчас уйдете, он не будет вас преследовать». «Это ты к чему сейчас?» В голосе медведя проскользнули возмущенные нотки. «Тваре нужен только я, вы лишь помеха». «Откуда такая уверенность?» «Различаю кое-что, у меня же с ним связь. Такое чувство, что я ему мешаю». «Это мы можем использовать». «Заключил он задумчиво». «А насчет того, чтоб тебя одного бросить, больше не заикайся. Мы так не работаем. Усек?» «Да». «Видишь его?» «Зашел в здание, стоит, ждет чего-то, будто не решается». «Хорошо, значит, на него тоже действует. Атмосфера тут особая. Сам, наверное, почувствовал». В ответ я кивнул. Несоответствие с законами физики выбивало из колеи. Как этот псих добился такого эффекта оставалось загадкой. «Идет к нам! Быстро идет!» Я аж головой закрутил от нахлынувших эмоций. «Рас достал что-то из разгрузки». Поколдовал немного и бросил предмет, похожий на гранату, в ту сторону, откуда мы пришли. Граната прокатилась десяток метров, покрутилась волчком и замерла. «Ждем!» Ответил он на немой вопрос. «Я уже сам понял, что это ловля на живца». «Мы с командиром приманка». «Только как-то странно ловим, неужели вся надежда на загадочную гранату?» отчитался шепотом, чувствуя, как изменились чужие мысли. Медведь кивнул и зачем-то закрыл глаза. В следующий момент я почувствовал головокружение, тут же подступила тошнота, зрение взбесилось. Ни с того ни с сего картинка перед глазами раздвоилась. Мозг попытался сориентироваться, но получалось не очень. «Это я, смотри на левую», едва слышно пояснил происходящее картинка смотрела не прямо на меня, а куда-то вправо, правая же наоборот влево. «Да он смеется надо мной, тут и окосеть можно». Два коридора смотрели в разные стороны. Можно было бы принять их за отдельное, но граната была в обоих. А в следующее мгновение оба мигнули и зашипели, выпуская быстрорастущее облако призрачного зеленого дыма. А граната оказалась сюрпризом. Из дымки вынуждена до боли знакомая уродливая фигура, окрашена фосфорно-зеленый цвет. С момента нашей последней встречи прошло больше месяца, но я ее не забыл. Тварь, быстро сообразив, что обнаружено, со скоростью молнии метнулась в мою, по ее мнению, сторону и со всей дури врезалась в колонну. Понятно, как этот дар работает. Тварь тоже окосело. Взбешенный ор разнесся по бесконечному залу, но медведь не дал монстру долго орать и трясти ушибленной башкой. Вспышка и граната с подствольника влетела в родливую морду. Я вспомнил, что тоже вооружен и пустил следом еще одну, но ни одна из гранат не нанесла видимых повреждений. Мы лишь вели монстра в состоянии бешенства, по сути оттянули время. Вот же матерая за колонну, крикнул медведь, тут же увлекая меня за собой. Страшный удар сотряс преграду, как только мы за ней оказались. Тварь бесновалась и рычала, пока я следом за командиром перебегал к следующему убежищу. В этот момент тошнотворное раздвоение в глазах пропало. Все, выдохся, прорычал медведь. Это послужило сигналом. Между колонн мелькнула юркой тень, я даже знал, чья. Сверкнула. Готовящийся к рывку монстр махнул лапой, способной перерубить средних размеров сосну, и тут же взвыл с новой силой. К моему удивлению, на пол полетела его отрубленная кисть. Но тварь не думала сдаваться. Пытаясь достать обидчика, она резво крутилась на месте, попутно орошая пол черной кровью. Тень мелькнула и пропала за рядом колонн. Разозленная тварь, забыв обо всех способностях, тупо устремилась за ней. Я уже напрягся, готовясь к прыжку, чем черт не шутит, вдруг проблема решится с помощью клюва. Но на пути монстра возникла фигура клепана. Здоровяк, оказавшийся на фоне зараженного карликом, поднял правую ногу и что из силы впечатал ее в пол. Звук, возникший от удара, трудно было в одном узком тоннеле. Снаружи чуть слышно, но понятно, что внутри творится ад. От места удара ногой поднялась призрачная волна, вырастая на глазах. Она ударила в зараженного и отшвырнула его на добрый десяток метров. В очередной раз тварь влетела в колонну. Надо отдать должное монстру, здоровья и упорства ему не занимать. Одного такого удара хватит, чтобы наглухо завалить слона. Уж не знаю, завидуются. Возможно, мне показалось, но в этот раз тварь скачала чуть медленнее. Да, движения потеряны. Так это же контузия. Похоже, удар клепана имел четкий расчет. Мурена, его напарница, уже скользнула в сторону зараженного. Он отреагировал мгновенно, но не так быстро, как необходимо. Опять сверкнуло. Это было похоже на длинный искрящийся коготь. Он чиркнул и запечатлился на сетчатке, как ростчерк молнии. Тварь взвылась такой силой, что я, забыв обо всем, схватился за уши и рухнул на колени. Как же нестерпимо больно. Я кричал и катался по полу. Не знаю, сколько это продолжалось, секунды, минуты. Мозг не выдержал таких издевательств и отключил сознание. Не, ну ты глянь, он опять спит. Оставь человека, такое не каждый выдержит, а у него даже уши целые. Голоса казались незнакомыми. Очнувшись, я открыл глаза и тупо пялился на два говорящих пятна. Да ему живца, быстрее очухается, сказало одно пятно другому. Тут я начал кое-что припоминать. Открой рот. Я подчинился, и по пищеводу потекло дурно пахнущее пойло. Ах да, живец, стикс, тварь. Вспомнив самое важное, я попытался вскочить. Спокойно. Мне в грудь уперлась ладонь. Все уже закончилось. Муть в глазах начала облетать четкие очертания, стоящих надо мной медведей Клепана. Ну что, как спалось? Опять бородатые бабы? Несмотря на шутливый тон, голос у Клепана был уставший. Темные круги под глазами, легкий триммер рук. Похоже тот удар, если его можно так назвать, забрал немало сил. Подымайся, сказал медведь и протел мне свою лапищу. Дружок твой опять сбежал. Такие вот дела. Уже второй раз вижу его сверкающие пятки. Правда? Ха-ха. Сегодня сверкала только одна. Отчитался мне Клепан. Слушая, я крутил головой по сторонам. Марго с Муриной склонились над лежащим без чувств ботаником. Судя по повязке, у нашего гуманоида пострадали уши и глаза. На бинтах присутствовали характерные следы крови. Электроники стояли неподалеку, разглядывая нечто лежащее на полу. А может ему имя дать? Неожиданно предложил здоровяк. Кому? Не понял, я как впрочем и медведь. Да знакомцу твоему кому еще? А ну это как хочешь. Меня другое интересовало. Что с ботом? То же что есть с тобой? Ответил медведь. Только ты почему-то оказался крепче. Звуковой удар. Последствия знаешь ли сродни тяжелой контузии с порванными перепонками и остальными малоприятными эффектами. Почувствовали все. Но мы тут уже не первый год, а крепче и ботаник должен был. Ладно потом разберемся придется его нести. Ну не вручную же. Возразил ему клепан. У нас почтальон есть. Сам себя он упаковать не сможет, хотя и это под вопросом. А ботаник-то 90 кило вместе с рюкзаком. Точно об этом даже не подумал. Признался медведь. Кнут подбери клиента. Вопрос конечно интересный. Если поместится. Что значит если поместится. Я что ли по 200 кило таскал? Возмутился клепан. Ну вообще то я не пустой. Не знаю почему я раньше не признался но похоже время пришло. Сказано было не особо громко но услышали все кроме бота. Ты что трофеи из внешников собрал когда успел? Глаза спросившей мурены светились любопытством. Давай показывай поддержал ее медведь и несколько пар глаз выжидательно уставились на меня. Абра кадабра сим салабим что еще в таких случаях говорят? Поинтересовался я размахивая руками как заправский фокусник. Медведь уже закатил глаза к потолку готовя гневную тираду но я не дал ему такой возможности. Ловите! За спинами стронгов заскрипели маленькие несмазанные колесики. Среагировали они как и ожидалось. Резкий разворот и пять стволов смотрели на несчастную каталку. Единственный человек который меня услышал была Марго. Девушка остановила каталку поставив ее на тормоз она откинула простыню. Подростки иммунные констатировала та. Почему я не удивлен? Спросил клепан при этом глядя на медведя. Тот лишь хмыкнул и подошел к каталке. Что с ними? Под наркозом ответила Марго приложив руку к одному затем другому подростку. Дети мирно сопели. У обоих удалена часть печени продолжила девушка. Доноры сказав это медведь повернулся ко мне. Хорошо но в другой раз предупреждай. Я лишь кивнул. Раз ты смог двоих упаковать то давай и третьего по ту же простыню предложила Мурена. Она права поддержал клепан. Да база еще сутки ходу так дойдем быстрее. Я был не против. Электроники разложили простыню на полу затем принесли бесчувственно тело ботаника а медведь с клепаном положили рядом подростков. Как выяснилось спустя минуту зря старались. Мой карман не желал это принимать как бы мы не укладывали. Видимо карманы без того чувствовал себя обманутым а тут третьего суют. Хватит сказал свое слово командир сделай как было бота на носилке и так время потеряли кстати дружка своего не видишь. Я понял о ком речь и отрицательно помотал головой. Можете забыть о нем на месяц полтора вмешался клепан отлежиться отъесться на пустышах потом может и пожалует вон лапище какая. С этими словами здоровяк кивнул в сторону отрубленной ступни. Цейтнер не меньше попробуй ка такое отрастить. К моему облегчению упаковать получилось первого раза. Не особо хотелось тащить на носилках еще двоих. А к головной боли я уже привычный так и пошли. Сутки пешком да с грузом для меня прежнего невыполнимая задача. А если добавить к этому ранение две контузии то даже подумать страшно. Однако я шел поглядывая иногда на хрупких с виду девушек. Пока мужчины тащили носилки они шли с двумя рюкзаками ни словом ни взглядом не показывая своего неудовольствия. Возможно и я когда-нибудь стану таким же сильным и выносливым если доживу. А сейчас если подумать кому я тут конкурент. клепан называют иммунных с даром выносливости. Носи посылки и живи себе безбедно. Сильный дар телепорта тоже раскрывает горизонты. Местным почтальоном могу подрабатывать. Но что-то внутри твердило это не твое как и стронги. Они отличные ребята и будут не против принять свои ряды но у меня другая дорога. Как ни странно я даже чувствовал ее слово видел тут не подходит. Стоило только задуматься как где-то в воображении возникал образ карты с несимметрично сшитыми лоскутами полей дорог и городов. Призрачная синяя линия бежала сквозь кластеры и пропадала в красной зоне напоминающей круг. Странное чувство во мне будто навигатор проснулся. Стоит наверное поговорить с Захарией вдруг это полезный пассивный дар. Нелюбимый клепаном городок пересекли без особых приключений. Десяток средних зараженных в сравнении с дружком как прозвал его здоровяк чуть больше чем пустое место. Муренов паря с Марго перебили их даже не вспотев. За городом устроили небольшой привал. Затем четырехчасовой марш-бросок закончившийся повязкой на моих глазах. Что поделаешь я не стронг. Видно для доверия я сделал недостаточно. На базе нас встретили овациями. В любимом тире собралось не меньше двух сотен человек. Стронги поздравляли друг друга не скрывая чувств обнимались и хлопали соратников по плечам. В общем радовались как дети. Бульба даже руку мне пожал. Как выяснилось и остальные бойцы без дела не сидели. Хитрыми маневрами стронги оттянули с базы внешников основные силы тем самым дав нам подойти на нужную дистанцию. А затем устроили для них засаду и перебили практически всех. Спасшиеся внешники со слов Бульбы угрозы не представляли с ними стикс разберется. Базы больше нет мобильный модуль перехода уничтожен а значит они просто мясо для зараженных. Бульба строг не только к подчиненным но и к себе. Поэтому празднование продолжалось ровно 10 минут. Затем он всех разогнал по рабочим местам и делам. Исключение сделал лишь для нашей команды Захари. Вернулись все такое бывает нечасто а значит операция прошла как по нотам хорошо спланирована и грамотно исполнена. Вы молодцы похвалил Бульба и еще тут он посмотрел на меня ты не стронг кнут кроме того еще свежак но тоже сработано отлично спасибо лично от меня я же сказал что сделаю ответил я на похвалу помню слово ты держишь а это ценное качество что ты решил переход был малость рисковат но я сообразил чего от меня ждут мне нужно на запад пару дней отдохну если вы не против и уйду жаль но раз ты так решил насильно мил не будешь можешь отдыхать столько сколько потребуется еще насколько я понял пришел ты не пустой все время разговора Захария глаз меня не сводила чуть дыру не прожгла а после слов Бульбы улыбнулась и подошла ко мне ближе и когда уже успели меня сдать все время на виду были да хотелось кого-то спасти а тут два санитара с тележками вот сюда пожалуйста попросила девушка указав на нужное место брякнули колесики и Захария увлеклась моими трофеями испытав облегчение я отошел в сторонку к клепану с медведем уверен что хочешь уйти поинтересовался здоровяк расстроенным голосом уверен о как баба что ли какая ждет забыл что здесь не земля забудешь тут вот когда в последний раз скучал подзабыл каждую минуту новая напасть ха на западе куда ты собрался зараженная вроде твоего дружка стадами ходят вмешался медведь один хитрее другого а среди них есть такие гении которые теми стадами руководят у нас в сравнении с западом скукотища хоть волком вой торговый караван будет через три недели если уж так приспичило мой тебе совет дождись и идись с ними по другому только полные психи ходят в один конец медведь прав вставил клепан надо мне братце не знаю почему тянет меня в красную зону к тому же одному проще я как мышь среди них проскользну попытался я оправдаться хе хе одному зная тебя я уверен что и суток не пройдет как караваном детей обрастешь не согласился клепан так уж и караваном совестливый ты больно такие тут не задерживаются здоровяк не хотел меня отпускать я его прекрасно понимал потерять иммунного с двумя сильными хоть и не боевыми талантами пожелает только идиот судя по коротким взглядам ни один из моего отряда не хотел как и бульба но командир это другое он видел дальше всех вон как обрадовался подросткам его никто не предупреждал о том что с грузом бульба знал изначально когда отправлял нас на опасную операцию он уже знал значит один из них чем-то ценен настолько что у командира горят глаза когда он говорит что Захарий жаль что не слышно о чем они общаются почему ты не удивлен спросила знахарка у бульбы Захария никак не могла привыкнуть к дару своего командира да и как скажете на милость привыкать если его предвидение срабатывает один раз из двадцати я даже дару мальчишки не удивлен ответил тот на свой манер какому дару девушка забавно выпучила глаза бульба не выдержал и улыбнулся кто из нас знахарь так не честно парировала она то что видишь ты для меня за гранью а на присутствие дара я не думала смотреть детей нужно лечить девушка проследила за выражением лица командира слишком уж оно было довольным ладно я посмотрю Захария обладала сильным по сути уникальным даром помимо лечения она могла видеть естество пациента то на что повлиял и повлияет паразит в будущем нечто вроде дара бульбы только локальной и вероятность ошибки сводилась к минимуму для начала Захария просканировала девчонку ничего ничего особо выдающегося средне эмпатический дар если его развивать то через несколько лет из нее получится хороший ментат что уже неплохо посмотрев на суть мальчишки Захария впала в ступор это невозможно парень не иммунный гульба молча ждал продолжения но паразит под контролем он его контролирует как девушка была в растерянности все просто произнес командир мы настигся а это его дар смотри глубже девушка с энтузиазмом подчинилась и чем дальше она заглядывала тем шире становились ее глаза он не знахарь это другой дар парень может повлиять на развитие паразита способен в будущем из любого новичка сделать иммунного негромко закончил за нее бульба на что Захария потрясенно ревнула глава 18 дойдя до своей комнатушки я рухнул на кровать и тут же погрузился в царство морфея последние несколько дней мягко говоря были напряженными так что сон без сновидений стал лучшим подарком я уже привык что по утрам меня будет клепан или кабан иногда хром толкается словами придурок просыпайся а сегодня проснулся сам и теперь не знал чем заняться взвесив все за и против решил не менять распорядок дня дадут ли мне пострелять в тире неизвестно но ежедневную пробежку по коридорам пропускать нельзя еще 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 очень долго если не всегда мне придется жить в таком темпе а жизнь я люблю так что не расслабляемся после пробежки я быстренько ополоснулся и отправился в столовую сегодня со мной здоровались все знакомые незнакомые каждый счет своим долгом поприветствовать очередь к раздаче была не маленькой пара бойцов даже предложили пропустить меня вперед но я вежливо отказался да ты звездой стал как я посмотрю услышал я голос хрома недавний калека все еще передвигался на коляске но теперь самостоятельно руки уже отросли а ноги пока что болтались бесполезными обрубками немногим ниже колена а привет хромик наваляю пригрозил он не не получится завтра отчаливаю слышал жаль сгинешь там обнадежил меня приятель не переживай я же шустрый прыг и уже хрен знает где и не таких шустрых стикс переваривал не зараженная так муры или внешники да да подтвердил он глядя на меня на западе они тоже есть прорвемся как-нибудь знаю что не переубедить но я здесь не за этим захаря тебя ждет губу закатай не за этим по делу видимо моя реакция была слишком красноречивой потому как начав ржать хром не останавливался пока не приступил к завтраку после он тоже не отставал вызвался проводить меня и всю дорогу подначивал здравствуй кнут поприветствовала девушка открыв дверь привет захария не обращай внимания это мой хвост возразил хром улыбнувшись знахарка отступила назад пропуская нас вообще я твой новый дар активировать буду так что хвост может в коридоре подождать новый мое настроение резко скакнуло вверх была надежда на что-то боевое да пусть остается я уже смирился твой дар тебе решать а какой он что-нибудь боевое мое терпение исчерпалось знахарка промолчала но посмотрела на меня как на неусидчего шалопая хром почему ты тоже помалкивал девушка сделала несколько пасов над моей головой немного подумала затем подошла к столу и налила воды из графина я наблюдал не решая спросить возьми Захария протянула мне наполовину полный граненый стакан это просто вода я подчинился и сам не знаю почему принюхался к содержимому пахло как и предполагалось водой не улавливая смысла я уставился на знахарку чего ты хочешь задумайся но мысль должна быть четкой сказать легче чем сделать и чего же я хочу однозначно мне нужен боевой дар но как это связано со стаканом воды знахарские приколы неужели нельзя выражаться точнее Захария не сводила с меня взгляда будто ждала чего-то конкретного ладно совсем уж убийственного дара мне не надо но если появится плеваться не стану огонь и защитит и напасть можно жидкий огонь тьфу ты этот стакан с толку сбивает огненная вода стоп неожиданно воскликнула знахарка хватит я чуть стакан не уронил настолько громко она крикнула глаза у девушки горели синим а рядом в своей каталке сидел притихший хром что хватит уже все вместо ответа Захария забрала из моих рук чертов стакан и принюхалась к содержимому поздравляю даже лучше чем я предполагала произнесла та протягивая его мне сгорая от любопытства я повторил действие знахарки и в замешательстве поднял на нее глаза пахло спиртом я шел по коридору и ругал себя последними словами это ж надо было вот дебил огненная вода вместо боевого получил нечто алхимическое родил 100 грамм спирта хренов мерлин ну почему не подумал о чем-то более существенном в двух метрах позади едва поспевал за мной хром ему было нелегко шел я быстро ему приходилось крутить колеса с бешеной скоростью хрому было намного легче если бы держал при этом на всю базу как у него еще морда не треснула не ну надо же и не думал успокаиваться тот хорошо что я пошел с тобой на базе скука смертная а тут спирт да куда ты бежишь то уже ничего не поделаешь пожалей несчастного коллегу шагай помедленнее отстань хотелось спустить пар в тире а для этого нужно найти кабана где он неизвестно со мной уже не нянчится и напиться как назло нельзя на базе сухой закон хотя с моим новым талантом надраться можно где угодно остановись пропыхтел хром стой тут я встал причем не сам ноги просто перестали шагать поняв это я повернулся к хрому прекращай на мне свои команды испытывать гаркнул и хотел пойти дальше но хром меня обогнал перегородив тем самым дорогу фу загнал ты меня не спеши поговорить надо с чего ты решил что дар бесполезен это же спирт из него живчик готовят захотел что-то поджечь по-быстрому опять тебе помощь благо чистейший ректификат после активации моего супердара Захария проверила состав достала с полки спиртометр и сунула его в стакан примитивный прибор утонул у нас есть умелец с таким же даром продолжил хром когда активировали состав был чуть крепче пива а сейчас спустя почти 3 года 37 градусов даже доводки не дотягивает а у тебя 96,6 как в аптеке приятель все больше распалялся ты же не знаешь как он будет развиваться дальше я тоже не знаю развиваться он будет как любой другой дар появятся новые грани постой ты думал что сегодня будешь метеорами огненными кидаться стыдно признаться но я примерно так и думал ты прав зря я психую нормальный дар даже выпить захотелось вот таким ты мне больше нравишься а насчет бухла извини сам знаешь бульба нас в порошок сотрет знаю потерплю как-нибудь пострелять хотел но кто меня в тир пустит как кто а я на что пострелять я мигом организую поехали в тире мы пробыли до самого обеда перепробовали все кроме гранатометов до боли в плече и трясучки суставов затем пришел клепан и отвел меня к бульбе на ЦУ закончился еще один этап моей новой жизни я прощался со стронгами мы встали на обушке клепан марго электроники почти все члены диверсионной команды отправились меня провожать за несколько часов до этого я попрощался с базой не изменяющий привычкам бульба просто кивнул и ушел захария грустно улыбнулась чему-то своему возможно не сбывшимся надеждам и отправилась след за командиром дальше ты сам по себе промолвил клепан не знаю как сложится твоя жизнь но вот то что мы больше не свидимся уверен ну или почти уверен здоровяк почему-то подмигнул мне стало как-то грустно отличные парни стронги использовали меня конечно но все было по-честному жаль что не могу остаться некая сила толкала меня вперед стронги этап прошедший я улыбнулся глядя на Марго глаза которые были на мокром месте та вернула мне улыбку женщина всегда остается женщиной спасибо вам за все обратился я ко всем сразу где бы ни был не забуду прощай брат клепан хлопнул меня по плечу и не спеша зашагал в обратный путь давай друг смотри не слезься по глупому пожелал мне один из электроников второй повторил жест клепана и они оба ушли а Марго поступила как женщина утерла слезы и поцеловала меня в губы прощай и тут же упорхнула да и мне пора домик как домик за прошедшие полтора месяца ничего не поменялось даже огромный крест лежал на том же месте мне пришлось забраться на дерево и протрачать там больше часа чтобы убедиться в безопасности жизнь в улье кое-чему научила перемещался теперь медленно как сказал клепан тише скачер целее пятки ты один ни разу не сенс так что представь себя мышью и ползай не вздумай брать машину шум привлекает телепортом пользуйся только в крайнем случае никогда не знаешь когда и сколько раз придется смываться а силы тратиться и еще куча ценных указаний способных сохранить мне жизнь в рейдерской гостинице как и в окрестностях ни людей ни зараженных не наблюдалось значит можно и отдохнуть не то чтобы я с ног валился но с базы мы вышли в 4 утра а сейчас 8 вечера большую часть времени я тупал по лесу усталость чувствовалась но не так как скажем месяц назад мог бы прошагать еще часов 12 я просто не видел в этом необходимости уже темнеет и переночевать можно с комфортом лучше выйду пораньше жизнь в улье хороша тем что о продуктах беспокоиться не надо в любом жилом доме на свежем кластере найдется практически все необходимое даже оружие если повезет в рейдерском домике тоже нашлось все но я и без того был полностью упакован стронги снабдили недельным запасом провианта вернули трофейную винтовку пистолет и нож я мог даже не охотиться ближайший месяц полтора потому как был не слабый запас поранов и гороха плюс жемчужина полученная в первый день моего пребывания на стиксе по местным меркам я даже слегка зажиточный вот только толку от того раз приходится греть консервированную кашу на сухом горючем утолив голод и запив живчиком я устроился прямо на полу так чтобы не было видно от входа не хитрая но все-таки миробезопасности поудобнее примял рюкзак под головой и задумался куда и зачем я иду тупо конечно но то мне было неведомо если объяснить причину моего рвения на запад куришу Толяну будь он здесь тянет меня братан примерно так я сказал стронгом тот достанет пузырь закуской разольет а после того как выпьем он скажет ёкнулся что ли друган а для клепана с медведем это было вполне логичным объяснением гульба живел себя так будто знал об этом еще до моего прихода другой мир другие правила и я пока что здесь чужой возможно в этом и причина стикс не только ищет способ как бы по изощрению убить но и силы дает чтобы ты мог сопротивляться дары улья коих множество и некоторыми владею я меня гонит один из тех даров о котором я не подозреваю пассивный как говорит Захария ну да ладно завтра будет новый день в прошлый раз мы с апостолом преодолели эту дорогу за пару часов пара небуганных новичков с ребенком на ворованном муровском уазике нам повезло что из города вырвались а потом со стронгами на западную трассу я вышел к обеду не на саму дорогу а в соседний лес и пошел параллельно чтоб не отсвечивать ближе к вечеру добрался до небольшой деревеньки кластер был свежим это я понял по запаху тухлятина значит кому надо уже обратились и съели остальных улицы тихие и пустынные но впечатление может быть обманчивым с запасами проблем не было потому я решил не рисковать и обойти деревеньку по краю странный поселок оконные проемы напоминали чьи-то глаза и смотрели они недобро словно оценивая обдумать это я не успел не заметил препятствия и споткнулся это был лотерейщик со вскрытым мешком выхватив клюв я осмотрелся редкие кусты и всюду торчат ноги, головы несколько бегунов еще два лотерейщика и топтун кто-то здесь поохотился не так давно топтун вообще как живой того и гляди вскочит значит охотники где-то недалеко надо валить миновав поле боя я попал на заброшенный дачный участок сквозь бурьян шла вытоптанная колея которая начиналась от поваленного забора если зараженные пришли оттуда значит там скорее всего никого нет логика конечно хромает но с двух сторон меня окружал высокий забор из профриста так что выбор стоял вперед или назад я выбрал поваленный забор и попав на узкую улочку свернул направо опять дома теперь с двух сторон ладно чему быть того не миновать расскользну по тихому и в лес не нравится мне эта деревня когда до края поселения оставалось несколько домов я заметил движение в окне ближайшего и непроизвольно прибавил шаг я не трус но я боюсь ну ее нахрен эту деревню мертвая тишина следящие дома уже мерещиться начало помогите пожалуйста послышался высокий девичий голосок да что ж ты так орешь то на порог того самого дома выскочила девушка и поспешила ко мне остановилась метрах пяти чтобы опять заголосить мужчина помогите там мой братик я не знаю что делать не ори тут тебе не дача полушепотом рыкнул я девушка была хороша это такая мечта миллионов стройные ножки из-под короткой юбки узенькая талия а под кофточкой колыхались приятное взору округлости размера и док третьего говори только тихо темные глазки блеснули и она затороторила там братик а папа с ума сошел я его связала а он веревки скоро перегрызет братик маленький там ты новенькая что ли что я не понимаю она уставилась на меня в недоумении ладно потом показывай девушка облегченно вздохнула и побежала в дом все вроде ничего но что-то мне не понравилось девушка как девушка красивая взволнованная вздохнула была у меня подружка любительница погонять как разгонится по трассе до двухсот и давай в шашки со встречкой играть возбуждало ее это до триммера в пальцах мне как стандартному приходилось терпеть потому что сладкий приз после сумасшедшего забега перекрывал весь негатив я даже имени ее не помню но вот взгляд сколько же в нем было азарта особенно после того как увернется от встречной фуры это я хорошо запомнил у этой беззащитной девчули почти такой же взгляд он в спальне оповестила меня девушка когда мы миновали прихожую и тут же со скоростью кошки нырнула в правый проход глушите густой баззади ага сейчас резко присев на корточке я прыгнул можно было не приседать просто свалить куда-нибудь подальше и пусть ищут но мне хотелось по другому потому и сидел сейчас в густых зарослях малины на соседнем участке отличная позиция входная дверь дома куда меня заманивали была прекрасно видна а сейчас туда заходил рейдер с автоматом и делал он это без суеты с опущенным оружием значит к этому моменту я уже должен быть оглушен или убит ладно суки моя очередь в доме рейдер был недолго выскочил как ошпаренный через несколько секунд и не вертел стволом по сторонам а направил его строго на вход откуда выбежали еще двое в камуфляже и девчуле-симпатюле где он прозвучал знакомый баз в доме выйти не мог я бы его засветил ответил первый рейдер глаза нам отводит ну что доигралась сучка говорил же валить надо на воздухе ой да ладно три крутых мужика с каким-то лохом не справитесь парировала та заткнись стерва потом порешаем облом обходи дом справа лупаль слева ты сука стой здесь совсем не джентльменский бросил он девушке я внутрь как начну шуметь смотрите не упустите валите наглухо названная сукой в манерах корешам не уступала в отместку показалась спине уходящего неприличный жест разбавив это высовыванием длиннющего языка не сцени упустим пробасил один из них винтовку мою не поцарапайте давно о такой мечтал давно пасут уже и шмотки мы и поделили эх права девчуля лошара я жизнерадостный доверять надо чувствам ну да ладно потом поплачем в данный момент я видел двоих отмороженную девку с пистолетом и басовитого облома вот с него и начну дождавшись когда он зайдет за пристрой я прыгнул движение было отработано при зачистках кустронгов а сейчас прекрасно себя показала на иммунном нож заточенный до состояния бритвы вошел сочленение черепа облом подергался в конвульсии и рухнул лицом вперед а я уже был на чердаке дома напротив благо дверка на распашку отсюда открывался прекрасный вид на противоположную сторону лупарь крался поглядывая на окна скинув рюкзак с винтовкой я прислушался к организму три прыжка а боли пока не чувствуется значит еще повоюем сделав большой глоток живчика я оценил обстановку облом лежит незамеченным девку не видно а лупарь притаился под окном направив на него ствол прыжок жертва с невероятной скоростью разворачивается и что-то острое больно чиркает мне по кадыку он здесь проорал лупарь когда я уже был на чердаке какой же ты шустрый почему лупарь может потому что глаза на затылке тихонько матерясь я промокнул рану сухой тряпкой вот же падла ведь совсем немного ошибся с учетом того что бил не в виде меня каких-то пара сантиметров глубже и все прощайкнут в голове зарождалась тупая боль признак истощения пока терпимо позже придется устроить лежку на денек другой девка уже была рядом с лупарем сидя на корточках тихонько что-то обсуждали непрерывно вертя головами в разные стороны спустя несколько секунд из окна выпрыгнул главарь короткий диалог и теперь они озирались втроем что для меня очень удобно что твари страшно а вот нехрен нападать на честных бродяг отойдя подальше от чердачной дверки я поднял винтовку троицу сейчас не видно но стоит сдвинуться на полшага в момент вылета гранаты я увидел взгляд главного он меня засек понял что это все и дернулся в сторону лупарь умер молча благодаря сбежавшему главарю граната взорвалась у него под ногами рядышком тихо постановая лежала девка первому тоже досталось потеряв оружие он полз к кустам цепляясь одними руками и делал это довольно шустро прыгнув к ним я взял под контроль девку не знаю как теперь поступить осколки постекли ей живот и грудь не лечить же нож сочленение черепа стал бы актом милосердия не убивай братан занимаясь девкой я не упускал из внимания главаря поняв что маневры бесполезны он сдался или сделал вид пистолет еще в кобуре а та очень кстати расстегнута у меня есть жемчуг стаби закопал я покажу не братан ты мне гнида муровская я направил винтовку в его сторону пожалуйста протянул он столь жалобно что я готов был рассмеяться из кустов куда так стремился мур выпрыгнул матерый лотерейщик да так неожиданно что я нажал на курок короткая очередь застигла его в полете зараженный рухнул на бедолагу придавив его немалым весом и задергался одна из пуль попала в шею и похоже перебила позвоночник но порадоваться за удачный выстрел мне не дали опять возникло неприятное давящее чувство но теперь я знал кто-то на меня смотрит оценивает и интерес точно не платонический справа откуда прибежала девка треснула ветка я обернулся вместе со стволом опять треск теперь слева снова разворот почему-то как в замедленной съемке краем глаза я уже видел тварь но не мог быстрее не громко навесомо оповестил меня зараженный это была трехметровая горилла с сероватыми костяными наростами вместо шерсти гигантские бугры мышцы канат и сухожилий волшебным образом сочетались с кажущейся неподвижной костяной броней я смотрел на нее не решая стрелять да и толку подствольник пуст а пули способны только поцарапать здесь нужен меткий ботаник тварь стоящая над бутербродом из двух трупов тоже не спешила по кошачьи склонив уродливую голову она разглядывала винтовку сам не зная почему я опустил оружие а горилла в свою очередь схватила лотерейщика за голову резким движением оторвала ее и швырнула мне под ноги затем тварь изобразила толкательное движение тыльной стороной когтистой лапы куда-то мне за спину я даже обернулся но никого не обнаружив похвалил себя за тупость меня же выпроваживают с трофеями присев я подхватил голову и пистолет девки оружия лишним не бывает девчуля красотуля все еще постановала может все-таки упокоить но тут раздался тошнотворный хруст раздираемой плоти эта горилла занялась муром мне хватило зацепив валяющийся рядом рюкзак я иритировался причем сделал это повернувшись к твари спиной ни один здравомыслящий иммунный так не поступит но что-то мне говорило нападение не последует обойдя дом я стянул все что можно с трупа облома проснулась душа барахольщика и под хруст недалекой трапезы прыгнул в западном направлении километрах в трех четырех начинались высокие лесистые холмы на одном из них маячила проплешина туда-то мне и надо было прыжок вышел тяжелым точнее последствия мой зараженный спорами организм сказал баста канал терабайт истории представляет аудиокнига из серии стикс почтальон часть четвертая глава девятнадцатая к стабу я вышел на шестой день сутки из которых провалялся в лесу у той самой поляны расположение стабильного кластера было мне известно гульба рассказывал давай отцу да и призрачная карта никуда не пропала нужно было лишь подумать о направлении вкопанные танки шестиметровые стены со сверкающей колючкой торчат дуло зушек и крупнокалиберных пулеметов на мой не исключенный взгляд выглядело слабовато с другой стороны сравнивать я мог только с ныне почившей базой внешников вход в стаб терялся тонных сооружений проходя мимо одного из них я наткнулся на рейдера справляющего малую нужду будь здоров брат поприветствовал я его ох ёпт неожиданно застуканный попытался застегнуть ширинку одновременно снимая автомат и в конце концов плюнул ты чего добрых людей пугаешь возмутился он справивший со штанами добрые люди нужду дома справляют да ладно подумаешь стенку обрызгал до смены еще два часа не втерпешь оправдался тот ааа так ты на посту как тут пройти чтоб не вляпаться я демонстративно посмотрел под ноги хе-хе иди по тропинке клоун не промахнешься спасибо я кнут кнут знакомое что-то задумался карульный ааа видать в баре по пьяни байки какие слышал а сейчас не помню а я болт мог бы не говорить и так видно продолжил я шутку ха-ха веселый ты парень я вечером в баре буду жирный тролль называется заглядывай у хозяина своя пивоварня договорились ответил я и отправился по тропинке у ворот стояло трое двое обычных караульных с автоматами а вот блондин выделялся дорогой костюм в темную мелкую клетку такие же брюки с торчащими из под них казаками а завершали композицию два немаленьких револьвера на бедрах приветствую поздоровался я здравствуй имонный блондин выделялся не только внешне с какой целью ты пришел в славный стаб холмогоры ярко голубые глаза сузились в ожидании ответа подвоха вроде не видно и караульные расслаблены похоже меня смутило ведь его ты речь отдохнуть продать купить ответили коротко затем добавил и еще мне нужно пообщаться с чернокнижником наш уважаемый глава человек занятой сделаем так по окончании проверки ты расскажешь мне а я все передам ему дядя говорил о личной встрече не знаю зачем соврал бульба не настаивал просто просил передать кое-что чернокнижнику хорошо иммунный но сначала проверка согласился блондин давно ты настигся пару месяцев как твое имя и кто крестный имя кнут крестный хром оказалось караульные вовсе не расслаблены после моих слов один из них бросил на блондина вопросительный взгляд тот кивнул а караульный скрылся за воротами ты мур как бы не значай продолжил блондин нет серый открой левую створку второй караульный подошел к воротам и незамедлительно выполнил приказ моему взору открыли сотни людских фейсов и профилей муры голосила надпись наверху подойди поближе присмотрись может знаешь кого из них где когда встречал мне интересно все хитроумная проверка посмотри расскажи может там твои кореша а уж от ментата коим является блондин не укроется ничего но мне самому было интересно и как выяснилось не зря вот этот лысый мордастый указал я пальцем на знакомца бандера лично не знаком но можете уже не искать пристрелил его месяца полтора назад давай поподробнее потребовал блондин пришлось кратко изложить историю произошедшую в первом посещенном мной городе хорошо показалось что в голосе ментата появились довольные нотки продолжай с самого центра своеобразной выставки на меня смотрела девчуля красотули белка прочитал я вслух надпись под фото хорошо ее знаешь с ней еще трое было лупарь облом имени третьего не знаю чибис она с ним изначально была просветил меня ментат содрав со стенда три фотографии он протянул их мне облом чибис и белка лупарь числится как рейдер одиночка рассказывай последовала еще одна краткая история где я опустил использование дара концовку карауль не слушал с открытым ртом а блондин сдержан улыбался он что реально бросил тебе голову лотера недоверчиво поинтересовался серый я точно его не просил пришлось подтвердить правильно сделал что не стал стрелять максимум на что можно рассчитывать это легкое ранение ставил слово ментат уникумы как этот элитник злопамятны ты бы скорее всего сбежал при этом блондин хитро подмигнул а он бы стал преследовать столько сколько возможно элитник видел часть боя если не весь прикинул свои и твои возможности а какие сделал выводы сам знаешь здравствуй крестный услышал услышал я апостол не думал тебя здесь встретить такое бывает кнут я там где должен быть после крепкого рукопожатия я всмотрелся в лицо крестника да ты помолодел батюшка морщины разгладились волос почернел ну прям жених сам же знаешь этот мир много забирает но и дает немало улыбнувшись ответил тот проверку вот и прошел утвердил блондин но огромная просьба просмотри все фото смысла нет я больше никого не встречал а те люди у кого прожил месяц с мурами не разговаривают получается начал ментат все муры которых ты встретил теперь мертвы я поджал плечами намекая на то что нет смысла говорить об очевидном судя по ухмылке ментат меня понял да ты настоящая гроза муров усмехнувшись произнес тот затем переведя взгляд на моего крестника добавил апостол проводит к чернокнижнику когда мы отошли от ворот блондин накликнул кнут спасибо за то что проредил списки я не специально честное слово сказал я как есть тот лишь посмеялся и махнул на меня рукой ну рассказывай апостол как ты здесь оказался если это невеликая тайна конечно тайна невеликая пришел как и ты на своих двоих как уже говорил я там где должен быть насколько я помнил крестик мой из бывших вояк если конечно таковые бывают стронги по всей видимости потенциал оценили может и в деле посмотрели настигся это не сложно и вот мы имеем свежеиспеченного стронга понял забыли веди сусанин усмехнувшись тот спросил ты проездом или по делу миновав проулок ведущий от ворот мы вышли на широкую кольцевую дорогу ездили машины народ ходил по своим делам попадались и дети в общем было многолюдно с непривычки я стал озираться по сторонам и ответил задержкой и то и другое утром уйду у каждого своя цель свое предназначение начал апостол голосом проповедника была ли у тебя цель на земле я задумался работа дом или скорее любовное гнездо в котором побывал не один десяток красоток пятничные попойки с курешем таляном плавно переходящие в субботу жил я как кобель от сучки до сучки получается что нет как и у большинства с грустью утвердил апостол моей целью была служба господу мы остановились у светофора который даже работал показывая красный я уже говорил тебе что не чувствую здесь божественной энергии а к той что есть подступиться не могу хорошо что мы попали к тем кому попали к нормальным настоящим что-то апостол приуныл не может он жить как я раньше бесцельно тратя время стронги с этим помогли наверное не стоит рассказывать про то как нормальное настоящее уговорили меня спалить пару тысяч душ может не понять не переживай апостол времени у тебя много рано или поздно ключи к местному источнику отыщется твой оправда захандрил я что-то вот так-то лучше поддержал я крестника далеко еще а то мне гостиницу надо найти и баньку желательно нет муниципалитет в центре 10 минут ходу нормальная гостиница недалеко от него будет тебе баня с бассейном и даже кинотеатр с библиотекой что прям как дома не то чтоб я соскучился по библиотеке но было опять же непривычно а как же казалось апостол был искренне удивлен постоянного населения 4 тысячи а люди привыкли к комфорту тут и связь есть подтверждение крестник продемонстрировал смартфон отстал я от жизни пока с этой бомбой нячился решил что так везде чтоб жить надо быстро бегать и убивать а вон в том ларьке можно даже лотерейные билеты приобрести по спорану за штуку главный приз красная жемчужина здесь можно жить кнут и не хуже чем на земле я с ним полностью согласился аж тоска взяла могу остаться и жить почти как раньше женщина тут есть заработок за стеной куплю квартирку или комнату буду жить припеваючи нет не смогу это уже не мое и дело даже не в последних словах батюшки моральная сторона меня особо не трогала в этом проклятом мире есть нечто большее не знаю что это но то не суть главное мне здесь не место вот только бесовское это добавил он полголоса пришли констатировал апостол когда мы оказались у двухэтажного здания обвешанного то ли азиатскими то ли африканскими флагами у входа стоял постовой с винтовкой он открыл было рот но крестник опередил апостол и кнут к чернокнижнику срочно постовой связался с кем то по рации и мы вошли там оказался еще один охранник оставьте оружие и рюкзак тут вежливо произнес тот ничего не пропадет заберете на обратном пути вполне логичное требование я подчинился он провел нас по коридору и оставил у двухстворчатой двери апостол постучал войдите голос был со странным акцентом а через пару секунд я совершенно неприличным образом уставился на хозяина кабинета человек сидящий за столом был настолько черным что казалось будто его лицо отдает синевой ну чего уставился мать твою или черных ни разу не видел спросил тот американец что ли все что пришло мне на ум да мать твою бывший политический эмигрант жертва расизма мать твою тебя я не знаю ткнул он черным пальцем в мою сторону это кнут он пришел с востока ответил апостол а есть новости чернокнижник аж руки потер в предвкушении в основном все по старому зараженные безобразничают муры хулиганят но ведь ты не за этим пришел мать твою ты прав подтвердил я дядя просил передать белый пушистый дракон подавился у чернокнижника загорелись глаза мать мать твою насколько сильно взлетит не скоро а пока будет хромать на все лапы я лишь удивлялся неужели чернокнижник настолько предсказуем или просто бульба гений он знал все вопросы и дал мне на них ответы отличные новости мать твою спасибо кнут ты где остановился пока нигде хорошо я позвоню жирного тролля тебя встретят накормят напоят все как в сказке он даже мать твою вставить забыл видимо на радостях а почему он чернокнижник спросил я у апостола когда мы были уже на улице колдует что ли да нет я знаю про два его дара клокстоппер и идеальную память он помнит все до секунды с момента пребывания в улей а этого без малого шесть лет круто но почему чернокнижник история известна всему стабу пензяк так звали его крестного напился во время рейда по свежему кластеру и решил отлежаться в местной библиотеке а как очухался увидел над собой чернокожего который замахивался на него толстяным томом дальше продолжать нет мать твою большое четырехэтажное здание с вывеской жирный тролль находилось всего в пяти минутах ходьбы первый этаж занимал гибрид столовой и бара железное обитое деревом столы и скамейки занимали весь немаленький зал а по периметру буквой П пролегала сплошная барная стойка шла вторая половина дня и похоже бар столовая только начал наполняться играла спокойная музыка разномастные посетители в основном ели редкие распевающие сидели в самых дальних углах и тихо злоупотребляли похоже дисциплина здесь на высоте и немалую роль в ее поддержании играют сурово вида громилы стоящие в разных концах заведения мы были замечены как только устроились за столиком чего изволите поинтересовался вынуждавший неизвестно откуда официант выглядел тот как натуральный халдей из трактира века этак девятнадцатого длинная русая челка тонкие усики на чрезвычайно услужливом лице чай и кашу заказал апостол переводя взгляд на меня что у вас из супов о выбор богат заулыбался халдей щи борщ куриная лапша солянка давайте ее пюре с кучей мяса и литр кваса если есть все есть сей момент халдей убежал еще один плюс жизни в обществе хорошее питание это вам не банка тушенки разогретой на сухом горючем в каких-нибудь кустах можно наслаждаться каждой ложкой не мониторя при этом округу на предмет других едоков хотя от этой привычки уже не избавишься я уже а это апостол знаю чернокнижник звонил чем-то очень довольный не скажете чем мы дружно помолчали каждый о своем нет ну и ладно я тут по делу тролль сунул руку в карман и достал оттуда ключ с биркой кинув его на стол добавил номер твой на сколько потребуется не люкс но тоже на высоте спасибо поблагодарил я кивнув на прощание кратышка ушел по своим делам разговор есть нарушил молчание апостол но не сейчас как отдохнешь вечером буду здесь с этими словами крестник поднялся из-за стола я лишь кивнул и апостол ушел тролль не обманул тридцать третий был на высоте пятнадцать квадратов с большой кроватью телеком на всю стену намного комфортнее стронговской комарки не говоря уже об отдельном санузле со всеми удобствами даже стиральная машинка есть первым же делом я закинул туда все тряпье а только затем забрался в душ есть ли разница как отдыхать кому-то после недели в душном офисе за счастье напиться на природе другой будучи связанным узами брака предпочтет компанию первой доступной женщины а третий ловит кайф забираясь на эверест или прыгая с парашютом перечислять можно долго но все сводится к одному их можно понять люди так расслабляются мораль и безопасность тут ни при чем мне же как это не банально нужно было постоять под струями горячей воды когда я был под душем в последний раз месяца два назад экономная теплая струйка у стронгов не в счет дома перед свадьбой по местным меркам очень давно я уже совсем расслабился когда услышал переканье машинки часа водных процедур для первого этапа отдыха вполне достаточно хорошо что у меня есть сменка позаботился об этом у стронгов все кроме ботинок переодевшись я какое-то время валялся пелес телевизор каналов всего три и крутили на них сериалы фильмы ибо и без правил никакой рекламы прям мечта из прошлой жизни в данный момент не актуальная минут через десять стало понятно что мне это не интересно чем заняться до вечера стоило об этом подумать как в дверь постучали открыв ее я увидел крупную блондинку в короткой юбке дамочка старалась томно улыбаться очень старалась но все портили буглящиеся жиром телеса к тому же глядя на ее рот руки и остальные части немаленького тела я почему-то видел лес из членов чего это тебя так перекосило спросила та вместо приветствия атомная улыбка преобразилась в акулья скал из пидоров что ли да не ответил я и не думая оскорбляться просто бледей не люблю дамочка сначала покраснела затем побагровела а потом плюнула мне под ноги со словами если за языком следить не умеешь вырасти глаза на затылке сказав это блондинка ушла злобно виляя жирными ягодицами да а ведь даже не познакомились скоротав пару часов за просмотром транспортного боевика я спустился в бар к вечеру народу прибавилось значительно свободных столиков уже не было да и у стойки не протолкнешься люди методично уничтожали выпивку гоняя без того взмыленных халдеев кнут услышал я сквозь музыку и гомон это был мой недавний знакомец болт давай к нам болт был в компании с двух друзей и судя по их красным мордам заседали они не первый час глава 20 давай друган приземляйся для тебя местечко оставили усевшись я принялся разглядывать компаньонов тот что слева крепко сбитый коротко стриженный выглядел обычным рейдером на отдыхе а вот правый отличался коренным образом оплывший тип в гавайской рубашке и таких же шортах глаза выпучены а в рот будто воды набрал и держит ее из последних сил это мастер представил болт того что слева а тип с рыбьими глазами радио а что с ним болеет что ли радио то посмеялся болт поглядывая на улыбающегося мастера от переизбытка информации страдает а слить не может мы с ним поспорили на два спорана что не сможет выдержать час в молчании подхватил мастер терпеть еще 29 минут заключил он сверяясь с часами радио и впрямь выглядел страдальцем действуя носом и глазами он пытался мне что то сказать эй человек крикнул болт пробегающему мимо халдею четыре пива нам и смотри не разбавляй человек кивнул не останавливаясь ловя при этом еще пару заказов от наших соседей мне лишь оставалось догадываться как он все запоминает сдается мне зря мы не согласились на горошину посмеиваясь бросил болт как он там заливал легко промолчу хоть целый день посмотрите на него он же на последнем издыхании да ладно тебе не станем же мы его разорять вступился за приятеля мастер радио начал краснеть и раздувать ноздри кстати кнут будто опомнившись начал болт тут тобой белодонна интересовалась сказала что лично отмоет тебя и обстира чего это она ха ха это такая большая блондинка я изобразил ее руками охватывая примерно пол стола да да она милая подтвердил мастер что уже нет я лучше вручную постираю на что болт с мастером дружно рассмеялись я надеюсь ты этого не сказал нарочито вкратчиво уточнил болт ну немного по другому ооо выдал наконец-то радио став похожим на чайник со странным свистком под раскат и смеха друзей он выложил на стол два спарана и начал говорить это ты зря ты себе такого врага нажил кнут три четверти этого зала у нее в любовниках включи сюда вышибал поваров и официантов окинув взглядом заведение в котором пьянствовало не меньше полутора сотен человек я понял что с лесом ошибся ненамного ха ха это большой стаб включи воображение добавил мастер глядя на мои умственные потуги тут подошел халдей и поставил на стол четыре литровой кружки с пивом вот и второй этап отдыха пенная холодная несмотря на то что я благодаря улью всегда был под легким опьянением пиво пошло в тему давай за знакомство кнут предложил дежурный тост болт чокнулись за раз я осушил добрую треть бокала и удовлетворенно икнув поставил его на стол я слышал ты с элитой смог договориться поинтересовался радио нет меня просто отпустили такое бывает продолжил тот сидящий рядом с ним мастер почему-то закатил глаза а болт весело хмыкнул у меня знакомец был так он вообще чудную историю рассказал как-то его окружила стая и спрятаться было негде руберы топтуны лотерейщики трейдер решил что уже все отбегался но стая не спешила с ним разделываться зараженно и шурчали давая понять что никуда ему не деться тут из-за их спин вышел матерый элитник и начал тыкать когтями в свою левую лапу что-то порыкивая при этом рейдер понял что она поломана недолго думая он достал спек и вколол его элитнику тот рыкнув на прощание ушел и увез за собой стаю а офигевший рейдер спокойно дошел до стаба трепло твой знакомец выдал вердикт болт у тебя все трепло посетовал радио отпев из кружки а как же свежак телепортер с большим карманом а это вообще байка поддержал друга мастер слыхал ее кнут нет не слыхал ответил я догадываюсь о чем речь радио твой ход ты что реально не слышал казалось он был в шоке ну тогда слушай привычные к россказням рейдеры ухмылялись уж не знаю за какие заслуги может просто повезло но улей одарил свежака редкими сильными дарами ты наверное слышал про пространственные карманы вещающий не хуже диктора радио бросил на меня всезнающий взгляд ну да это когда пистолет можно спрятать иногда и обойма дополнительная помещается выдал я версию дара кабана все верно кнут вот только карман везучего свежака это нечто особенное я бы даже сказал из ряда вон ты ведь знаешь что дар проявляется в критической ситуации на что я кивнул глядя на рассказчика сквозь полупустую кружку так так вот ситуация была как раз из таковых нашего свежака подобрал отряд из трех десятков рейдеров два танка три бтера и куча техники поменьше все шло хорошо отряд возвращался из благополучного рейда бойцы подшучивали над ошарашенным свежаком и даже успели его крестить а как его назвали мне стало интересно нехристь ответил радио не спрашивай почему точно не знаю это связано с религией свежака что-то с ритуалом тайного обрезания то ли у бедуинов то ли у индусов ну хром ну ты трепло бедуина из меня сделал сукин сын калека мне даже послышалось отдаленно ггг что с тобой вопрос вопросил радио мастер тоже смотрел с интересом пивком давно не баловался все живчиком давлюсь оправдался я глядя на пустую тару бывает такое поначалу принял мое вранье радио а болт тут же окликнул халдея и заказал еще пиво ну так вот до стаба оставалось пара часов в ходу люди расслабились представляя как засядут в баре с пивком и женщинами неожиданно впереди идущий танк начал разлетаться на части нет взрыва нет его будто очень быстро разбирали вот только рядом никого не было радио сделал театральную паузу видимо чтобы я успел проникнуться моментом я так и сделал это ж надо было так приукрасить болт с мастером прекрасно меня понимали прячась за кружками они тихо посмеивались сначала отлетела башня вслед за ней посыпались траки только после этого в позади идущей техники сообразили и стали палить изо всех стволов виновник переполоха стал виден после попадания снаряда 10-ти метровый гигант в блестящей природной броне крупнокалиберная пуля отлетали от него не нанося видимых повреждений это был мегаэлитник немного пафосно заключил радио тварь лишь больше зверела и быстрее двигалась мегаэлитник это что-то новенькое перебил рассказчика болт уставший халдей поставил заказ на стол забрал пустую посуду и тут же ретировался ничего подобного возмутился радио закусывая фисташкой я вспомнил подробности разумеется согласился мастер между тем бар все наполнялся за большинством столиков сидели уже по 8 а то и больше человек у барных стоек толпились два ряда должно быть это место и вправду популярно да пусть расскажет ступился за радио вот спасибо кнут сразу видно тактичный человек не то что эти двое внимай благодарный слушатель в этот момент за стенами что-то загрохотало я аж голову в плечи втянул не обращай внимания спокойно произнес мастер это наша артиллерия видать стая недалеко да да так и есть нетерпеливо подтвердил радио ну так слушай мегаэлитник разошелся настолько что уничтожил всю технику кроме беттера которым был нехрист и еще трое рейдеров больно уж они яростно отстреливались но что такое беттер для десятиметрового монстра в конце концов он его порвал на мелкие запчасти но дальше мегаэлитника ждал разочарования машина оказалась пуста последние слова радио произнес зловещим шепотом все дружно промолчали и радио продолжил свежак испугался настолько что открыл себе дар телепортера он желал единственного оказаться в безопасном месте и вуаля радио картинно вздернул руки стикс исполнил его желание нехрист оказался один в лесу в нескольких километрах от места трагедии один а как же эти рейдеры ведь беттер оказался пуст хоть я и знал продолжение полусказки хотелось услышать что говорит народ терпение кнут я еще не закончил он ничего не понимал как почему ведь был бой но мало по малу оправился и пошел себе дальше нехрист блуждал по кластерам целый месяц и один стик знает сколько невзгод он пережил за это время но всему приходит конец слегка заматеревший свежак добрался до стаба поговорил с ментатом и тот отправил его к знахарю месяц не удержался мастер поглощенный рассказом радио не обратил на это внимание и продолжил знахарь же глядя на нехристе не мог поверить своим глазам в которых троилось или четверилось он даже охрану вызвал и только потом научил его пользоваться даром какое же было удивление всех когда в комнате материализовались три вооруженных рейдера те тоже ничего не понимали ведь для них мгновение назад кипел бой рейдеры уже приготовились к смерти а тут на те мирный стаб и никакого мегалитника разобравшись спасенные стали называть нехристе крестным ха-ха-ха внес свою лепту захмелевший болт а потом был пир я там был мед пиво пил по усам текло в рот не попало закончил ухмыляющийся мастер да ну тебя вечно все испортишь негодующий радио присосался к бокалу твои басни не испортишь не согласился болт вон даже нехристя в крестное произвел ух ты мальня выдавил мастер по выражению его лица стало понятно что тема с баснем исчерпана смотрел он не за спину неприятности пожаловали продолжил мастер а сидящий рядом с ним радио обреченно кивнул не знаю пассивный ли это дар а может реакция моих новых друзей подействовала но негатив я почувствовал затылком липкая злоба коснулась меня раздумывая не вцепиться ли в шею именно такую картину нарисовало мое воображение пока я селился разглядеть отражение в глазах радио ты кнот услышал я до того как мой возможный враг появился в поле зрения опасный очень опасный двигается как хищник и улыбается так же словно кот пообещавший мышке любовь до гроба стройный как танцор но не тощий под метр восемьдесят килограммов семьдесят пять опыт говорил что спиной к нему поворачиваться нельзя лучший вариант это бить первым и чтоб наверняка а так с учетом того что это не земля а человек передо мной с стопроцентной вероятностью обладатель смертоносного дара уж больно уверенно держится шансов у меня маловато но ведь это стикс а вес у оппонента не критический знаю что ты можешь не отвечать в общем то я не собирался мало ли как обернется он подошел и уперся руками в стол покровительственная хозяйская улыбка стала шире помнишь лупаря сделав большой на четверть кружки глоток я удовлетворенно отрыгнул и ответил вопросом а ты кто я физически почувствовал как напряглись мои новые друзья а волна колючей злобы от оппонента усилилась но тот быстро взял себя в руки ладно ты здесь новенький так что спишем на незнание я коленый лупарь должен был мне жемчужину говорят ты его видел последним сказано было так будто это все объясняло а раз так а ты думаешь он что-то передал для тебя перед тем как скоропостижно скончаться можешь расслабиться такого не было глядя на округлившиеся глаза сидящего напротив радио я вновь взялся за клюшку а коленый перестал улыбаться слышь клоун ты че думаешь что в сказку попал маски сброшенные оппонент заводится он говорил громко соседних столиков стали оборачиваться а некоторые уже откровенно прислушивались к перепалке ожидая должно быть кровавой развязки я тут решаю что было а чего не было лупарь мне должен ты его завалил так что долг переходит на тебя хрена себе логика с такой жизнью я закончу в долговой яме послушай каленый мастеру надоело быть немым свидетелем я поднял руку тем самым пресекая его дальнейшую речь мало ли как обернется я пришел ушел а народу тут жить поднявшись я посмотрел с бешеного каленого пойдем на свежий воздух там пообщаемся тот стоял глядя на меня как бык на красную тряпку видимо решая обойтись угрозами или просто убить не мандражируй подначил я его просто поболтаем презрительно фыркнув каленый направился к выходу осторожней он клок стоппер с большим шагом полушепотом предупредил болт на что я кивнул не вмешивайтесь сам порешаю и поспешил за каленым двигаясь по залу я заметил что параллельно нам слева и справа шли две группы по три человека значит страхуется не важно если срастется в коридорчике между двумя дверями то охрана не помешает главное чтоб свидетелей не было это самая слабая часть плана в зал ввалилась хорошо податая парочка каленый поймал дверь и скрылся за ней я последовал за ним опережая сопровождение на каких-то пять шагов дверь за мной закрылась но входная впустила двух судя по виду трезвых рейдеров обсуждая какую-то драку они обогнули каленого с двух сторон бросив на меня короткие взгляды повторили маневр каленый потянулся рукой к двери одновременно оборачиваясь он показал мне злобный скал по всему готового хищника и пропал вместе с навалившейся тяжестью я почувствовал взгляды охранников каленого успел в последнюю секунду с этой мыслью я вышел на улицу где было очень многолюдно в полусотни метров от входа десятки зевак окружили дерущуюся парочку длинноногая девушка одетая в камуфляж лупила мужика да так ловко бедолага несмотря на выдающиеся габариты не мог с ней ничего поделать шустрая девушка махала ногами как бабочка каждый судя по физиономии несчастного болезненный удар сопровождался охами и ахами толпы народ не упускал возможности подбодрить или унизить в зависимости от того за кого болели а самое главное никто не смотрел в мою сторону всем было плевать кто входит и выходит из бара круто правда услышал я знакомый акцент чернокнижник собственной персоной стоял слева от меня и открыв рот пялился на избиение с двух сторон появились громилы каленого наплевав на зрелище они крутили головами должно быть в поисках шефа взгляды были угрожающие но завидев главу стаба по соседству ретировались на безопасное расстояние рапида мать ее мечтательно произнес чернокнижник глава местных феминисток эх клевая она с этими словами он посмотрел на меня белки его глаз выделялись на фоне черного синего лица не знаю что он во мне разглядел но сказал следующее не вздумай к ней подкатывать во первых будешь выглядеть как рок тот уже валялся на грязном асфальте а длинноногая рапида под улюлюканье толпы удалялась компания таких же красоток а во вторых станешь моим личным врагом понял мониторя обстановку я помалкивал но ответа похоже не потребовалось глава стаба уподобился большинству то есть провожал взглядом удаляющуюся красотку эээ чернокнижник скромно почти заискивающе пробубнил один из охранников каленого чего тебе жердяй тот даже не удостоил вопрошающего взгляда эээ а ты не видел каленого чего чернокнижник отвлекся от красоты жердяй настолько съежился под гневным взглядом что готов был раствориться в местном климате ты что мать твою думаешь мне есть дело до вашей таракани возни исчезни казалось что несчастный обрадовался приказу главы тут же его исполнив толпа тоже разбрелась остались лишь единицы стоя в отдалении и яростно жестикулируя они обсуждали произошедшую потасовку и мне пора слышал ты утром уходишь обратился ко мне чернокнижник да есть дела на западе подтвердил я на что тот грустно усмехнулся глядя при этом в сторону жаль я бы нашел применение твоим талантом ну ладно сделав какие-то выводы он посмотрел мне в глаза у меня просьба сбрось свой груз подальше отсюда скажем в центре пекла жерло вулкана тоже подойдет а еще он сделал короткую паузу говорят в горе паузу оценивают неужто похоронили как прошло поинтересовался болт когда я уселся мастер и радио напрягли уши сам не знаю свалил он куда-то даже словом не обмолвились как свалил не поверил мастер пришлось изложить краткую и безопасную версию произошедшего странно задумчиво произнес болт накаленного не похоже ничего странного не согласился радио наш кнут гроза муров и элитников каленый просто слинял каленый теневая гроза стаба противопоставил болт под его началом больше сотни неслабых рейдеров грязных правда добавил он поморщившись сколько хороших парней сгинуло с молчаливо приказа этого урода ментат не видит лжи в его показаниях он чист чернокнижнюк остается только молча злиться значит тараканье возня все-таки достает мастер странно на меня смотрел уж не видит ли он чего у каленого есть одна особенность начал радио он ведет себя прилично только в стабах относительно конечно поправился он никто не мешает отдать молчаливый приказ подручному а вот на стандартном кластере каленый превращается в зверя хлебом не корми дай кого-нибудь прирезать поводом послужит малейшая угроза да что там даже косого взгляда хватит а шаг у него поболее чем у чернокнижника сделав большой глоток радио продолжил рейдеры рассказывали как-то каленый с пятеркой своих попал на чужую территорию городской кластер с охотничьим магазином и полицейским участком полтора десятка противников это не считая зараженных так вот пока его подручные завалили троих каленый разобрался с остальными и прибежавшим нашум рубером там он крут а здесь тихоня мог и слинять трепло твои рейдеры привычно возразил мастер у тебя все трепло ответил радио а не взять ли нам чего-нибудь покрепче говорят с похмелья тут не болеют предложил я уводя отщекотливой темы а чего ж нет кто нам орлам запретит жал меня болт он уже собирался крикнуть халдея но я его остановил взяв свою кружку которую в мое отсутствие успели обновить я вспомнил слова захарии сто грамм это твой предел а когда разовьется дальше зависит от тебя и улья огненная вода поддержав емкость несколько секунд я отпил пару глотков о вырвалось невольно ядреное пивко на вот попробуй кружка перешла к заинтригованному болту ого смущившись согласился тут так это ж ёрш ха откашлившись он передал кубок дальше так прошел круг затем второй как ты это сделал изрядно захмелевший мастер изобразил изумление как как дар у него такой вот расклеился радио водички попей поучаствовал болт есть у меня кореш точнее был вспомнил я прошлое так вот когда у нас случался недогон мы применяли секретное оружие убойная штука мы допили мою кружку я приготовил еще одну распили и ее дальше пошли разговоры про дружбу плавно переходящие к женщинам одна из них уже сидела на коленках мастера момент когда она появилась я пропустил так же как и подмену радио апостолом тот лишь рукой махнул в ответ на мой удивленный взгляд а дальше началась круговерть из коротких кадров немого кино кто-то подходил и кажется просил меня приготовить ядреного я не отказывал картинка смазывалась и крепленное пиво переходило в другие руки было весело хоть и понятно что контрольная точка в виде амнезии не за горами я подскочил на кровати не понимая где нахожусь оказалось в своем номере гребаные артиллеристы собственный голос казался сухим как иссякший колодец в сахаре упав на спину я уставился в потолок почему-то болело челюсти кулаки живца глотни полегчает послышался знакомый голос апостол ты что ли меня притащил крестник появился в фокусе с фляжкой в руке да нет автопилот у тебя четко настроен я только контролировал без тени шутки отчитался тот на вот подлечись оживительная влага вонючего пойла побежала по пищеводу смотрю с автопилотом знаком сам пойди по молодости шалил было апостол грустно усмехнулся пока не пришел к господу пока не пришел к господу считал что водка душу лечит ты кстати неплохо вечер закончил бывало с такой зазном и в обнимку проснешься что сам себе амнезии желаешь я лишь поморшился не желая вспоминать минувшее ну что готов отправляться сменил тему крестник я то да ну а ты здесь при чем до ворот проводишь хотел с тобой вчера поговорить но сам понимаешь в общем мне в ту же сторону надо если ты не против попутчика я не против дай мне минут пятнадцать и про завтрак не забудь следующая столовая по планам через неделю попутчик это хорошо тем более он из тех с кем я знаком изначально уверен что не подставит когда нужно прикроет все таки из вояк стронги взяли его к себе это говорит о многом уж не знаю что апостолу понадобилось на западе наверняка задание руководства но лучше попутчика не пожелаешь завтракать нам придется за пределами стаба огорошил меня крестник поверь для тебя так будет лучше апостол говорил серьезно и я поверил кивнув тем самым завершая разговор скрылся в ванной глянул на себя в зеркало и понял вечер то удался левый глаз после такого лежать мне проклинать вчерашнюю бесшабашность как минимум полдня сторожилы оказались правы стикс с похмельем не дружит посетителей в баре не наблюдалось но их отсутствие компенсировалось людьми с обслуги плотники пилили строгали доски сварщик подваривал поломанный стол кажется за ним мы вчера сидели халдеи переодевшись спецовки собирали битую посуду без участок остались только вышибалы но большинство из них посматривали на меня как полицейские на потенциального хулигана прикинувшись чайником я шел следом за апостолом подмечая что крови на полу многовато всяко ни с одного меня натекло разбитая морда одного из вышибал это подтверждало и смотрел он на меня будто поговорить хотел а ведь к интеллигенции его не отнесешь рожа такая что кирпичом не пробить однако умелец нашелся и почему он на меня так злобно смотрит а ядреный из-за стойки выкатился хозяин сарая как он сам его назвал маленький толстый и страшный тролль пытался улыбаться хотя сквозь морду это нелегко как видишь аншлаг прошел успешно сказав это он накинул ручонками зал только не говори что все это моя заслуга не поверю нет конечно ты стал катализатором а это кобыла белодонна все запустила но сие не умаляет твоих грехов твоя пьяная рожа засветилась в каждом уголке этого зала полдня в стабе а врагов нажил что любой ростовщик обзавидуется но это твоя проблема кстати по поводу погрома не переживай все уже уплачено чернокнижник рассчитался не расскажешь что за услугу ему оказал я опять промолчал нам пора сказал апостол не дожидаясь меня он отправился к выходу ну и ладно не расстроился тролль как разживешься горохом заходи непременно ответил я и последовал за крестником на улице нас ждал открытый уазик с поклажей апостол сел за руль и мы молча доехали до КПП о ядреный радостно поприветствовал знакомый ментат да штуп вас наслышан про твои похождения тебе хорошо я вот только от свидетелей знаю да и то не все в ответ блондин рассмеялся в рейд или на совсем ментат кивнул на наши рюкзаки в дальний рейд ответил я усредненно апостол не терял времени вытащил наши рюкзаки и уже что-то по ним распихивал похоже дальше пешком ну удачи вам пожелал ментат кивнув я закинул потяжелевшую поклажу на плечи крестник тем временем договорился по поводу машины с одним из караульных сунув ему с поран он посмотрел на меня готов ответил я на немой вопрос кстати окликнул ментат как только мы тронулись чернокнижник просил передать что свое предложение о работе он снимает говорит что на тебя кнут гороха не напасешься я ухмыльнулся поняв о чем речь и еще он сказал теперь он и сам улыбался если ты придешь в холмогоры еще раз принять примем но дорогу сюда на всякий случай забудь да что было то ментат махнул на меня рассмеявшись голос а я не особо понимая последовал за апостолом pues пока так что вы хотите видеть это то что вы можете помнить что вы хотите вы будете вы можете оба поэзровы Продолжение следует...